YouTube-канал Аудиокниги от Брандашмыга, представляет Конфуций Серия «Жизнь замечательных людей» 1057 Малявин Владимир Вячеславович Автор предлагает оригинальный взгляд на жизнь и творчество Конфуция, что позволяет значительно полнее раскрыть причину необычайной жизненности наследия великого учителя Китая Меограф внимательно прослеживает весь творческий и жизненный путь Конфуция, уделяя особое внимание созданному им философскому, этическому и социальному учению, а также тому, как это учение непосредственно воплощалось в жизни и государственной службе самого философа Учитывая популярный жанр данной биографии, следует отметить два обстоятельства Во-первых, в книге отражены все основные сведения о жизни и взглядах Конфуции, во-вторых, решительно все высказываемые в ней суждения о китайской культуре в целом и учении Конфуция в частности могут быть подтверждены многочисленными свидетельствами китайских источников Основные разделы книги, пролог Возвращение к Конфуциию, юность учителя, путь к себе, чины и богатства, на пороге бессмертия, эпилог Учитель Кун, тысячи новых жизней В приложении даны избранные из речения Конфуция в переводе в «Малявина» для всех, интересующихся религиозно-философским учением Конфуции и его жизнью Оглавление Предисловие ко второму изданию Пролог возвращения к Конфуциию Размышления после пролога Глава первая юность учителя Наследник старого солдата В центре вселенной Детство и отрочество Когда небо молчит Обратив свои помыслы к учению Глава вторая путь к себе Имея прочную опору Первые ученики Между Родиной и Чужбиной Освободившись от сомнений Музыка человечности Текст о пути и путь в тексте Истолкование начальной фразы бесед и суждений Глава третьей чины и богатства Познав волю небес Снова на службе Добродетель политики и политика добродетели Новая отставка Годы странствий Глава четвертая на пороге бессмертия Настроив свой слух Последнее наставление Конфуций ученый Смерть единорога Эпилог Учитель Кун Тысячи новых жизней Приложение Из бесед и суждений Разные фрагменты Основные даты жизни и деятельности Конфуция Библиография Моей матери, Ирине Ивановне, урожденной Кленовой Предисловие ко второму изданию За девять лет, прошедших со времени выхода в свет первого издания этой книги, и в нашей стране, и за рубежом появилось несколько фундаментальных исследований жизни и учения Конфуция, а также новые переводы древних конфуцианских книг. Эти достижения современной науки не только не поколебали прежних убеждений автора, но, напротив, побудили его еще полнее и резче обозначить свою позицию, как бы ни отличалась она порой от мнений, преобладающих в ученом мире. Кроме того, в настоящем издании существенно изменен и дополнен состав иллюстраций. Для желающих получить непосредственное представление о том, чему и как учил Конфуций, в конце книги помещена подборка изречений первого учителя Китая. Об остальном пусть судит сам читатель. Пролог Возвращение к Конфуциию Чтобы встретиться с Конфуцием, не обязательно отправляться в мир книг и преданий, мир бесплотных идей и летучих фантазий. Еще и сегодня каждый может прийти к порогу дома Конфуции и прикоснуться к вещественным следам жизни древнего мудреца, постоять в тени учителя. Китая 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 Есть свои акценты, но нет одного единственного неподвижного центра, одного принципа, подчиняющего себе все архитектурные элементы, одной истинной перспективы. Перед нами развертывается пространство, не подчиняющееся абстрактным геометрическим законам, пространство, неотъемлемым свойством которого становится время. Как и в любой композиции, однако, нам дается некий общий принцип устроения частей, основные постройки располагаются одна за другой вдоль центральной оси храмового комплекса в направлении с юга на север. Ведь на севере мерцает полярная звезда, точка схода мирового круговорота и небесный знак державной власти. Чем дальше на север, дем величественнее здание, богаче их убранство, мы движемся к святыне мироздания. А путь наш есть на самом деле проекция на плоскость восхождения ввысь, шагая по земле, мы поднимаемся в небеса. Нужно быть китайцем с трехтысячелетним опытом цивилизации за плечами, чтобы находить удовольствие в этой безобидной игре глубины и поверхности. И, притом, игре невидной. Все здания имеют одинаковую высоту, ведь небо повсюду одинаково удалено от земли. Сам храм, творение непростое, даже изысканное. Композиция есть композиция, тут и лейтмотив, и вариации, и нюансы, и смены регистров, и разноголосицы стилей. Хоровод зданий, беседок, галерей, курильниц, каменных стен рождает впечатление летучего и все же компактного, внутренне определенного единства, беспорядка, в котором угадывается действие свободного и освобождающего духа. Секрет китайской традиции, воплотившийся с особой полнотой в традиционной архитектуре Китая, есть не что иное, как неуклонное уклонение от всякого наличного порядка и даже беспорядка. К этому невозможно привыкнуть. Этому нужно учиться всю жизнь. Видно, не зря Конфуций был первым в Китае, кто объявил учение главным и постоянным делом всей жизни. А посетитель храма. Ему предстоит пройти несколько почти одинаковых дворов, разделенных все такими же красочными воротами и храмами-павильонами, которые так похожи друг на друга, что сначала кажутся образчиком какого-то экзотического типового домостроения, но при ближайшем знакомстве обнаруживают множество индивидуальных особенностей. Эти здания увековечивают разные стороны жизни Конфуции и его духовные заветы. Вот зал, прославляющий книги и литературный труд. Когда-то он служил книгохранилищем. Необычно для храма, но неудивительно в Китае, где никто иной, как учитель кун, поставил книжные занятия и книжное наследие на высоту подлинного культа. Вот павильон, воздвигнутый в честь матери Конфуция, но почему-то не его отца. Есть здание, посвященное жене и сыну Конфуция, его любимым ученикам. Но самое почетное место отведено Дворцу Великого Свершения, перестроенному в последний раз в середине 18 столетия. Название Дворца говорит само за себя, хотя, конечно, и тут не обошлось без книжного намека, на сей раз на высказывание о Конфуции, уже упоминавшегося философа Мэн Цезы. Эти здания и ворота, к нему ведущие, выделяются каменными колоннами, которые украшены изумительной красоты Розьбой, вдоль колонн сверху донизу вьются змеоподобные тела драконов, пронзающих облако. Мастерски переданная резчиками игра пластических форм, внутренняя упругость напрягшегося в полете тела создают впечатление необычайной глубины рельефа, проникновения во внутреннюю жизнь материала. И этот эффект объемности живой плоти еще более усиливается благодаря округлостям колонн и падающим сбоку лучам солнца. Этот поразительный союз рельефа и скульптуры, превосходная иллюстрация Конфуция и его откровения как присутствие недостижимой глубины на поверхности, небесной бездны, в земной тверде, фантастики, в естестве материала. Еще одна достопримечательность Дворца Великого Свершения, собрание выгравированных на каменных плитах сцен из жизни Конфуция. Говорят, они были созданы еще в седьмом веке знаменитым художником Удао Цезы. Рисунки, числом более сотни, занимают весь огромный зал и нынче упрятаны под стекло. Выполнены они в живой и динамичной манере, но не слишком тщательно, местами как бы с небрежностью уверенного в себе мастера. Перед нами скетчи, вызванные к жизни по детски наивным желаниям созерцать воочию образы, преподанные в слове. Их назначение – не открывать и удивлять, а подтверждать известное, приуготовлять чаемое. Мы оказываемся в мире подлинно жизненной легенды, сказочной были. Картинки добросовестно воспроизводят действительные события, но рисовальщика не интересовала их историческая достоверность. Конфуций носит халаты и пишет кисточками, каких еще не было в его времена, отрастил длинную бороду, будучи 20 лет от роду, и так далее. Жизнь величайшего учителя обозначена здесь пунктиром анекдотических ситуаций, настолько хорошо всем известных, что они выписаны с какой-то непроизвольной фамильярностью. Не следует видеть в этом вызов или насмешку. Просто жизнь и мудрость учителя десяти тысяч поколений слишком глубоко и органично вросли в быт его потомков и преемников. Не следовало бы забывать и о разнице в восприятии курьезов из жизни кумиров своих и чужих. Если для нас анекдоты о мудрецах других народов служат чем-то вроде лупы, которая позволяет нам разглядеть неприметные, но важные черты малопонятной нам жизни, то для людей им близких те или иные штрихи характера, жизненные эпизоды, памятные жесты, почему бы и не курьезные, составляют заданный самой жизнью образ учителя. Но аналет фамильярности не обязательно означает пренебрежение приличиями. Может быть, как раз наоборот, непоколебимое доверие к высокочтимому наставнику и преданность ему. Конечно, невозможно представить себе храм Конфуция, как и любой другой китайский храм, без всякого рода вспомогательных сооружений, всех этих павильончиков и беседок, миниатюрных ворот и лестниц, дорожек, вымощенных плитами и гравием, курильниц и, конечно же, каменных стелл с памятными надписями и по-восточному пышными словословиями. В храме родоначальника китайской книжности этих надписей особенно много, и они образуют целые галереи. Но есть в храме Конфуция и необычные достопримечательности. В самом центре двора перед Дворцом Великого Свершения стоит беседка, именуемая Абрикосовым алтарем. По древнему преданию, так называлось то место, где Конфуций любил наставлять своих учеников. Время давно стерло следы этой импровизированной школы, существующая же беседка была воздвигнута по приказу императора в XI веке. Но кому из посетителей храма Конфуция еще и сегодня не хочется думать, что именно здесь, сидя в тени давно сгинувшего абрикосового дерева, первый мудрец Китая дал жизнь своей неувидаемой традиции. В том же дворе, в двух десятках шагов от абрикосового алтаря, еще одно диво, обнесенной каменной оградой могучий Кипарис, о котором стоящая рядом каменная плита сообщает, Кипарис, собственноручно посаженный учителем Куном. Неужели правда? Не правда, но очень правдоподобно. По свидетельству древних, тут когда-то росли целых три Кипариса, действительно посаженных самим Конфуцием. Два дерева погибли от молнии или пожара спустя пять-шесть веков после смерти Конфуция, третья, прожив сполна свой срок, засохла позднее. Тогда-то на его месте снова посадили Кипарис, и в наши дни этот тысячелетний Исполин все еще красуется живым памятником древнему мудрецу. Кто знает, может быть, он и вправду выглядит точь-в-точь как его предшественник, посаженный учителем Куном. Рисунки в зале Великого Свершения, Абрикосовый алтарь, Кипарис Конфуция принадлежат к числу тех памятников, которые не просто напоминают о прошлом, но как бы непосредственно, физически воссоздают мир прошлого, даже если этот мир дается нам только в воображении. И люди охотно помогают воображению стать реальностью. Как только утихли антиконфуциянские страсти времен культурной революции, храм Конфуция стал местом проведения красочных праздников. Теперь их устраивают каждый год в конце августа. В день праздника процессия местных жителей в костюмах чиновников и воинов императорской эпохи торжественно возносит жертвы величайшему учителю поднебесного мира. Под оглушительные удары гонгов и стона цимбал актеры в причудливых костюмах, с пиками и дротиками в руках исполняют танцы, которые, кажется, мог видеть сам Конфуций. И в воздухе, напоянном благовониями и сладковатым ароматом кипарисовой хвои, звучат слова древних песнопений, которыми в старину сопровождались молебны Конфуцею. О, сколь велик учитель-кун! Ведом ему вселенский путь вещей. Он телом стал одним и с небом, и с землей. О, наставник десяти тысяч поколений! Знамение благое, шел к народе единорога. Возвышенный напев исторгнут струны и металл. Луна и солнце льют неугасимый свет. Земля и небеса полны блаженной радости. Но, пожалуй, самый волнующий уголок храма находится в его восточном пределе, в стороне от шумных представлений, гуляющей толпы и архитектурных достопримечательностей. Это дом самого Конфуция. Не настоящий, конечно, и все же, подобно прочим следам Конфуцеевой жизни, быть может, совсем как тот, настоящий. В доме величайшего мудреца Китая почти нет явных примет величия. Мы попадаем в небольшую усадьбу, немногим отличающуюся от обыкновенного крестьянского двора, широкие дворы в обрамлении глухих кирпичных стен, выстроившиеся друг другу в затылок три домика павильона и скромные боковые пристройки. Большинство зданий здесь прежде служило семейными алтарями рода кунов. Никаких излишеств, никаких претензий. Вся усадьба от ворот до задворок демонстрирует верность ее обитателей не одной личности, а всему исконно народному укладу жизни. Правда, есть и памятники, напоминающие непосредственно об учителе куня. У главных ворот возвышается высеченная из беловатого камня статуя Конфуция в половину человеческого роста. Это не слишком изящное изделие неизвестного мастера, скульптура в Китае ценилась невысоко, и Китай не знал имен своих скульпторов, поставили здесь в том же 18 столетии, в те времена, когда для китайцев древность оказалась как никогда недосягаемой, а желание лицезреть ее, как никогда, сильным. Подобно рисункам во дворце Великого Свершения, статуя не претендует на воссоздание исторического облика Конфуция. Нарочито вежливая поза учителя, его бесстрастное лицо с широко открытыми слепыми глазами не выдают и тайн его души. Видно не зря китайцы с древних времен верили, что мудрее всех тот, кто лучше других умеет прятать свою мудрость. Во дворике, где, как говорят, стоял домик Конфуция, сохранился колодец, из которого учитель брал воду. В целом храме этот колодец, кажется, единственный настоящий осколочек того незапамятного времени. Рядом с колодцем, кусок стены Конфуциева дома, в котором, по преданию, две тысячи лет тому назад были найдены списки канонических книг, вышедшие из рук самого Конфуция. Стена нынче тоже музейный экспонат, она поставлена специально для того, чтобы представлять ту самую стену. А нам пора бы перестать удивляться мирному соседству вещей подлинных и мнимых в китайской культуре и учиться понимать, что в таком соседстве – ключ к познанию тайн китайской мудрости. К восточной стене храма Конфуции примыкает семейная усадьба потомков учителя, обширный, насчитывающий дюжину дворов и десятки зданий, архитектурный комплекс и уникальный в своем роде памятник цивилизации, завещанный Конфуцием. Поразителен уже сам факт существования непрерывной семейной традиции Конфуция на протяжении двух с половиной тысяч лет. Еще и в наши дни в Китае здравствуют прямые потомки, теперь уже в 78-м поколении древнего мудреца. Сохранилось полное родословное этого досточтимого семейства. Сама же усадьба Кунов, помимо прочего, напоминает о том, что традиция Конфуция была прежде всего традицией семейной, что правда Конфуция каким-то образом неотделима от семейного быта и освещаемой этим бытом естественной преемственности поколений, что бессмертие Конфуции заключено в нескончаемости самого рода. И это тоже очень по-китайски, для китайцев истина не рождается в споре, она рождается в семье. Ибо что может быть более истинного, чем продление рода, возобновление себя в потомках? Дом за домом, зал за залом усадьба Кунов раскрывает посетителю свои сокровища, ритуальное оружие и музыкальные инструменты, редкая мебель и одежда, картины и антиквариат и многое, многое другое. Есть даже прекрасный сад в классическом стиле, затейливая паутина петляющих тропинок и ручейков, укромные беседки, цветники и горки из камней. Ни один посетитель усадьбы не пройдет мимо уникальной семейной коллекции портретов Конфуции и его потомков. Разумеется, и здесь все портреты не столь уж древние, самые ранее относятся к XIV веку. Есть в усадьбе и богатое собрание ритуальных бронзовых сосудов, отливавшихся в Китае еще в начале один тысячелетия до нашей эры, эти предметы вполне могли бы быть весточкой от самого Конфуция. Но и они появились здесь довольно поздно. Их подарил все в том же XVIII веке один император, который, посещая дом кунов, заметил, к своему огорчению, что бронзовые сосуды, стоявшие на семейном алтаре столь славного рода, были довольно-таки позднего происхождения и рука учителя куна не могла касаться их. Реликвии храма и усадьбы кунов – не единственное напоминание о жизни Конфуция в Цуйфу. В окрестностях города местные крестьяне охотно покажут вам невысокую, с отлогими склонами гору, скорее даже холм, где родился мудрец кун. На горе стоит храм, построенный еще восемь веков тому назад, но главная тамошняя достопримечательность – это пещера, где по преданию, Конфуций появился на свет. Когда-то там для пущей наглядности тоже стояла его статуя. Теперь статуи нет, пещера же сохранилась в целости и привлекает множество посетителей. До сих пор мы знакомились лишь со следами жизни учителя десяти тысяч поколений. Но мудрец завещает людям не только свою жизнь, но и свою смерть, и она-то часто оказывается даже важнее его жизни. У восточной стены усадьбы кунов начинается дорога к могиле Конфуция. Конфуция. Необычайно широкая и ровная, с вымощенным камнем центральным трактом для царственных и сановных гостей, она ведет прямо на север через северные ворота крепостной стены Цуйфу, городские посады и поля примыкающих к городу деревень. Очень скоро она упирается в высокие ворота, охраняемые парой свирепого вида каменных львов. Это вход в так называемый лес кунов, семейное кладбище потомков Конфуция. Здесь же могила учителя куна. Лес кунов, это действительно целый лес разных благородных деревьев и при том, наверное, единственный крупный оазис растительности в этом давно уже безлесном краю. Здесь жители окрестной равнины имеют редкую возможность слушать шорох ветра в соснах и шум дождя в густой листве, любоваться зеленой травой и осенним листопадом. По странной игре судьбы, последний приют человека, завещавшего превыше всего ценить культуру, стал для его потомков одним из немногих мест, где человек имеет возможность прикоснуться к жизни природы. Дорога к могиле Конфуция представляет собой гениальный пространственный образ приближения к святыне. Мы входим в сокровенный, внутренний, следовательно, интимно-священный мир. Этот лес-кладбище опоясан глухой стеной, который выявляется, вырастает непосредственно из движения в пространстве. Тонкий вкус китайцев исключил присутствие в мемориале Конфуция даже малейшего налета помпезности, немедленно умертвивший бы саму идею смыкания культуры и природы, должного и естественного. Вместо вульгарной декларативности геометрически строгих форм и монументальных пропорций нам открывается умелое сочетание порядка и отклонения от нормы, единства и разнообразия, оповещения и умолчания. Миновав смотровую башню, с вершины которой открывается вид почти на весь кунский лес, мы идем по аллее, сбегающей к небольшому ручью. Среди деревьев повсюду виднеются холмики и надгробные плиты над могилами потомков учителя куна. Но, чтобы попасть к могиле первого предка, нужно свернуть на скромную боковую дорожку и перейти через ручей по узкому мостику. За ручьем новая аллея ведет вверх к храму, где раньше совершали жертвоприношение Конфу Цию. Аллея обсажена могучими кипарисами, по обе стороны выстроились каменные изваяния фантастических зверей и прислуживающих чиновников. Перед павильоном стоит огромный чан для возжигания благовоний. За этим памятным залом, огражденный кирпичной стеной двор, в глубине которого и находится могила Конфуция. Ее нельзя увидеть издалека, и к ней нельзя пройти напрямик. Посетители заходят в калитку с восточной стороны ограды, идут по обычной земляной дорожке на север мимо могилы внука Конфуции, лишь пройдя несколько десятков метров и завернув налево, оказываются перед главным погребением в лесу кунов. Их взору открывается округлый холм в форме конского крупа, приличествующий, как считали в Китае, захоронению особо заслуженного человека. Перед холмом высится каменная плита с надписью, выведенной древней вязью, могила явившего великое свершение высочайшего мудреца, властителя просвещения. Надпись появилась в XV веке, а стоит плита на каменном постаменте, заложенном еще два тысячелетия тому назад и не раз перестраивавшемся, время накладывает свою печать даже на священные могилы. Единственный знак почтения живых к тому, кто здесь погребен, каменная курильница в виде тыквы-горлянки, которую китайцы издревле считали божественным плодом, символом мироздания. Поодаль виднеется еще один интересный памятник конфуцианской театрализации истории, домик, в котором уже известный нам ученик Конфуция Цзыгун, единственный среди своих товарищей по школе, прожил целых шесть лет, вдвое больше, чем требовал обычай, соблюдая траур по любимому учителю. Стоя перед могилой великого учителя Китая, невольно задумываешься о том, какой путь ты проделал, чтобы прийти сюда. Этот путь не назовешь ни легкой прогулкой, ни утомительным путешествием, которое могло бы служить подобием ритуального испытания. В нем ощутимо скорее имитация паломничества с его блужданиями, опасными переправами и грозными знамениями, но тяготы опасного странствия здесь лишь символически намечены, только угадываются в воображении. Этот путь наполняет нас ожиданием встречи с возвышенным, но возвышенное всякий раз является в неожиданно скромном, как бы приниженном образе. Так откровения священного леса поддерживают в нас веру в высокие истины культуры, но и освобождают от привязанности к прописным истинам. Снова и снова возвращают они к вечному и, следовательно, вечно новому, вечно обновляемому и вечно чистому в человеческой душе. Не об этой ли свежей жизни, прорастающей из глубин незапамятно древнего быта, говорится в стихах средневекового поэта Ледунияна, описавшего свои чувства в лесу кунов в следующих словах. Древним могилам памятны тысячи лет. В чаще глубокое холоден майский день. Дождик весенний падает с хмурых небес. Одежд не меняю, страшусь нарушать ритуал. В башне высокий путник отыщет приют. В гнездах над крышей птицам неведом покой. В роще безлюдной не видно старинных могил. Коли сбился с пути, можно тропу поискать. В конце концов, встреча с Конфуцием – это только обещание нового, еще не прощенного пути. Размышления после пролога. На своей родине Конфуций все еще напоминает о себе почти физически осязаемой памятью сердца. Он все еще живет в бесчисленных гранях беспредельного кристалла жизни, в едва уловимом аромате хвои, в узоре света и тени на дорожках и стенах домов, в безмолвии морщинистого камня, в сумраке прохладных залов и в полустертых письменах на забытых плитах. Как распутать, расколдовать эти следы непостижимо древние все же такой близкой и внятной жизни. Слишком они разрознены и запутаны. Слишком легко уводят к произвольным домыслам. Слишком они непритязательны. Слишком порой откровенны. Не будем бояться постигшего нас недоумения. Не будем спешить расстаться с ним. В конце концов, каждый человек достоин того, чтобы быть тайной, а человек, составивший стиль целой цивилизации, тем более. Прежде спросим себя, случайно ли до наших дней сохранились и дом, и могила Конфуции, и Конфуцеи и Йоффрод. Один этот факт поведает нам о Конфуцеи и больше, чем все литературные известия. Мы должны верить в глубинную достоверность вещественной памяти Конфуцеи и Йоффой жизни, невзирая на то, что в ней запечатлелись мнения, вкусы и мечты конкретных людей, а людям, как известно, свойственно ошибаться и, уж во всяком случае, смотреть на мир через очки своего времени. Мы должны верить, что образ Конфуция, отложившийся в этой памяти, вызревал в истории с такой же неизбежностью, с какой семя прорастает в дерево и нить шелкопряда свивается в кокон. В сущности, хотим мы того или нет, иного образа Конфуция мы и не имеем в истории. Материальные следы Конфуцеи и Йоффой жизни, взятые порознь, могут лгать о человеке по имени Конфуций, но в совокупности, воспринятые как вехи бесконечно тянущиеся нити времен, приметы чего-то извечно возобновляемого, извечно возвращающегося в потоке перемен, они являют точный образ того, кто преемствен в изменениях и, следовательно, по праву может быть назван учителем десяти тысяч поколений. Обратившись к словам и делам основоположника китайской традиции, мы, возможно, не без удивления обнаружим, что он завещал потомкам лишь ряд простых жизненных правил, да предела лаконично и скромно высказанных, чуждых всякой риторики, самовлюбленного резонерства, умственной косности. И тот, кто будет искать в учении Конфуция только те или иные идеи, некую доктрину или абстрактную систему взглядов, существующую отдельно от стихийного, всегда конкретного, бесконечно изменчивого течения жизни, упустит из виду, быть может, самое важное в нем. На то Конфуции мудрец, на то он и великий учитель, чтобы слить неразделимо свое учение и свою жизнь, чтобы мерой величия и мудрости человека считать не ум его, не талант и даже не заслуги, а вечно живое в жизни, способность снова и снова возвращаться в мир с каждым мгновением сознательного и одухотворенного существования, единственного, делающего человека человеком. Заветы Конфуция ведут нас к той волнующей и все же как нельзя более простой и естественной правде человеческой жизни, где кончается искусство и всякая искусность и дышит почва и судьба. Чтобы понять секрет жизненности наследия учителя Куна, нужно превзойти мир идей, наших представлений о вещах, а вернее сказать, снизойти к жизни как таковой. Гений Конфуция не дружен с отвлеченными, формальными мыслями и произвольными фантазиями. Вот почему он всегда присутствовал и поныне присутствует с убедительностью вещественных сторон китайского быта. Ничуть не чурающийся обыденного и земного, он есть воистину плоти кровь культуры, возвращенной в лоно народной жизни. И не беда, что вещи, призванные его представлять, не раскрывают его тайн. Обманчивость чувств, святая ложь мысли изреченной не только не противоречат заветам Конфуция, но и подразумеваются ими. Ибо дух способен пребывать в вещах, лишь отталкиваясь от них. И чем больше он отдает себя вечному бытию, тем скорее ускользает от него. Вещи воистину становятся осмысленными и родными для нас лишь тогда, когда обнажают в нашем сознании бездну невечного, воспитывают в нас супругость духа, дарит нам легкое дыхание жизни. Такие вещи не столько сообщают о тайнах души, сколько непосредственно сообщают, соприкасают с ними. И побуждают к творческому поновлению. Посмотрим вокруг, как странен подбор вещей, нами любимых и нам понятных, как порой тесно живаемся мысль, казалось бы, совершенно случайно попавшими к нам предметами. Хаотическая паутина вещей, обставляющих наши мысли и чувства, есть правдивое воплощение творческого импульса духа, пульсации живой жизни. Китайцы называли эту исключительность, неизбывную конкретность вечного бытия утонченной истиной каждой вещи, утонченной не просто потому, что эта истина недоступна уразумению, а прежде всего потому, что она открывается в один мимолетный миг жизненной метаморфозы и ускользает, как струится вода между пальцев. Тот, кто оценивает свершения человеческие по жизнестойкости их, не может не отдавать предпочтение вещам. Вещи надежнее и долговечнее самых самоуверенных мнений. Материальные памятники переживают своих творцов, переживают даже создавшие их цивилизации и с легкостью принимают на себя новый смысл, присваиваемый им новыми поколениями и даже целыми народами. Вещи святы потому, что несут в себе сверхличную, бессловесную память человечества, обращенную прямо к сердцу каждого человека. Святые вещи веют забытьем бездонной памяти и безбрежных просторов воображения, побуждают устремляться за горизонты всего понятого и понятного. Подлинная стихия творчества, забытье упоительных грез, освобождающая от необходимости что-то знать, кем-то быть. И забываю мир, и в сладкой тишине. Я сладко усыплен моим воображением. Трудно поверить, что творец создавал мир в ясном уме и здравой памяти, как утверждали в Европе многие от средневековых схоластов до супрематиста Малевича. Скорее мир творился в отсутствии его создатели, ведь воображать, значит отсутствовать, г. обошлер. Как знать, не были ли семь дней творения семью моментами умопомрачения, умопомрачительными моментами. В бытии творца. Древние китайцы хорошо поняли эту истину, идея забытья, ван, вольного скитания, ю, духа стала ключевой в их жизненном идеале. Забытья не как мертвенной пустоты забвения, но, напротив, как среды непрестанно ускользающих, уже неощутимых, немыслимо тонких метаморфоз. Этот мир утонченной правды, пульсирующий в вещах, на самом деле равнозначен предельному изобилию бытия, жить забытьем в китайском понимании, значит внимать бесконечному богатству разнообразия жизни, воспитывать безупречную чуткость духа. Бесконечно утончающиеся превращения духа сами себя устраняют, забытье, чтобы быть тем, что оно есть, должно само быть забыто, пустота должна опустошить себя и стать наполненностью. А потому идея творчества как самоизменчивого океана забытья не дает воздвигнуть какую-либо недвижную систему понятий. Она не позволяет высокомерному философствованию возвыситься над немолкнущей многоголосицей ей земли. У нее чисто практическое предназначение – возвращать мысли и слово к естественной простоте жизни, покойной и бездонной, как небо. Да, жить творчески, по представлениям китайцев, значит брать жизнь от неба, и главное свойство восточного мудреца святого – прозрачность. Правда должна светиться сквозь того, кто свят, как светится кристально чистый купол небес. Странный удел китайского мудреца – возвращаться к жизни, будучи обожженным небесным огнем, принимать за разумное и реальное то, что является только видимостью, необоримой иллюзией. Этот удел освобождает от привязанности к историческим проявлениям духа, которое в наши дни столь властно заявляет о себе в страстном желании людей сохранить и восстановить памятники культуры в их первоначальном, единственно истинном состоянии, желании, очевидно, неосуществимом и даже абсурдном, но, по-видимому, самым тесным образом связанном с важнейшей посылкой современного мира созерцания, идеей строгого соответствия между понятиями и вещами. Эта идея как раз и ставит во главу угла проблему реализма в творчестве, требования внешней, наблюдаемой или мыслимой, достоверности создаваемого человеком художественного образа. Очевидные признаки китайской любви к одухотворенной вечности мира мы обнаружим в традиционном искусстве Китая, где мирно уживались строгая, порой доходящая до гротеска стильности не менее развитый вкус к натуралистической достоверности. Стиль – это приметы исключительности, качественной определенности, возвышенной интенсивности существования, как некий код, сокращенная запись жизни, он есть вестник самоскрывающегося, хоронящего себя духа. Натурализм же в китайском искусстве оказывается в таком случае искусственно воссозданной природой, в сущности, наиболее утонченной маской таинств стиля, все той же тысячесаженной стеной, охраняющей глубины духа. И чем правдоподобнее будет сработана эта маска, тем лучше выполнит она свое предназначение – быть трамплином для духа, отталкивающегося от мира вещей и идей ради вольного странствия в просторах забытия. Вероятно, именно такова подоплека грубоватого, почти откровенно бутафорского реализма Конфу Цейёва Мемориала в Цуйфу. Созданный, как мы помним, лишь под занавес истории традиционной китайской цивилизации, он служит экраном, стеной, охраняющей внутреннее постижение учителя. Нет ничего ошибочнее, чем видеть в таком отношении к наследию Конфуция попытку воссоздать исторически верный облик древнего мудреца. К несчастью, европейцы часто совершают эту ошибку, вольно или невольно воспринимая искусство Китая через призму собственных представлений о художественном творчестве как подражании миру природы. Становится понятным теперь и шокирующее европейцев довольно-таки бесцеремонное обращение китайцев с памятниками старины. Для чего благоговеть перед маской, иллюзией? Зачем церемониться с тенью, тем более что она все равно не устранима? В сегодняшнем Китае древние храмы и дворцы, повсеместно отстроенные заново и сверкающие свежей краской, присутствуют скорее как театральные декорации, аттракционы, предназначенные для увеселения гуляющей публики. А на пейзажах китайских живописцев мы не увидим руин старинных зданий, эстетизация памятных развалин, питаемая ностальгией по единственно правильному образу вещей, совершенно чужда китайской традиции. Значение эстетики руин в искусстве Запада определено тем, что развалины древних зданий являются местом стихийной встречи природы и культуры, но встречи, ничуть не отменяющей извечного противоборства того и другого. Китайская же традиция допускала лишь контрастное соположение, а по сути, взаимозаменяемость несотворенной бездны небес и рукотворного мира культуры, первозданного хаоса и хаоса людского столпотворения. Примечательно, что китайцы никогда не занимались ремонтом старых, обветшавших зданий. Они просто отстраивали их заново после того, как те приходили в негодность. Монументальной же архитектуры, тем более обладающей солидным запасом физической прочности, китайская традиция, как мы уже могли заметить на примере храма Конфуция, почти не знала. Как правомерно ли вообще говорить о памятниках жизни Конфуция? Не следует ли нам признать воссозданные в Цуйфу следы древней мудрости скорее вехами сокровенного пути человеческого сердца, своеобразными указателями, направляющими к еще не прожитому и не опознанному? Это прикровенная устремленность за пределы всего наличествующего и данного преображает вещи в знаки бесконечной глубины сознания, делает их, как говорили в Китае о произведениях каллиграфа и художника, следом, уводящим в недостижимую даль. Что же такое мемориал Конфуция в Цуйфу? Строго говоря, это не только памятник историческому Конфуцию, но и правдивое свидетельство присутствия учителя всех времен того, кто удостоверяет свое бессмертие в неизбывной текучести жизни. Учитель нуждается в бытии вещей, потому что самоограничение Духа в вещах, граничность как таковая составляют существеннейшее свойство его собственного бытия. Ставя предел своей мысли, отказываясь от внутренней однородности сознания и потому как бы не имея своего Я, он является миру в чистой качественности самих вещей и при том не одной единственной вещи, а именно сочетания, комбинации их. Он приходит в бесконечно разнообразном декоруме жизни, во всякой метке конца, предела, границы. Так он входит в вечность, ибо нет ничего не изменяя изменчивости. Так он достигает истинного величия, ибо нет ничего долговечнее и невыязвимее, чем узор мира. Можно устранить вещь, но нельзя убрать тень. У всякой вещи есть предел, но нет предела самой предельности. Понять, почему до наших дней сохранились материальные следы жизни Конфуция и даже самое тело учителя Куна, рассеянное в его потомках, значит, понять глубочайший смысл заветов основоположника конфуцианства. Все эти следы, правда, дошли до нас в превращенном, как бы псевдореальном состоянии, но такая метаморфоза, как мы уже могли видеть, сама является результатом последовательного продумывания и более того, осуществления на деле жизненного креда Конфуция. Необычайный интерес к вещественному бытовому измерению человеческой жизни – самая поразительная, неповторимая и даже, пожалуй, неподражаемая особенность конфуцианской традиции. Что материального осталось от мудрецов древней Лады, Персии, Индии? Мы не знаем ни их потомков, ни их могил, ни тем более их домов. Нам известны только их идеи. И надо сказать, что исключительное внимание китайцев к предметной стороне быта, которое не нужно путать с привязанностью к вещам, восходило к самому Конфу Цэй Ю, который по складу своей учености был прежде всего архивистом и антикваром, знатоком древностей. Передаю, а не сочиняю, верю в древности, люблю ее, любил говорить о себе мудрец Кун. И хотя позднее ему приписывали много сочинений, он сам, насколько можно судить по древнейшим источникам, ничего не писал от себя и предпочитал выражать свои взгляды и убеждения опосредованно, беседуя с ближними, редактируя старые книги, а превыше всего заботясь о том, чтобы за него говорили его поступки. Он наставлял преемников своим образом жизни, своим поведением. И находил отклик у потомков. Спустя четыре столетия после смерти Конфуция знаменитый историк древнего Китая Сыма Цэй Янь закончил свою пространную биографию учителя Куна не оценкой его идей или деятельности, а рассказом о его вещах. Когда я прочитал книги, составленные Конфуцием, мне захотелось воочию представить себе этого человека, писал Сыма Цэй Янь. Я побывал на родине учителя Куны и видел его покои, его колесницу и одежды, его сосуды для жертвоприношения и ученых мужей, свершавших в надлежащие дни и часы торжественные обряды. Я преисполнился благоговение и не мог заставить себя покинуть этот дом. Среди владык мира сего немало было тех, чья слава умирала вместе с ними, а память о Конфуции, даром что носил он платье из грубого холста, любовно сберегается вот уже более десяти поколений. От государей до простых людей все, кто упражняется в шести искусствах, считают его своим учителем. Нет, не зря зовут его величайшим мудрецом. Суждение Сыма Цэй Янь в точности подтверждает наши догадки о жизненной позиции Конфуция. Для китайского летописца мерой величия человека служит благодарная память потомков, но память, питающаяся не мирской славой, а чем-то гораздо более действенным и вместе с тем интимным, обаянием живого присутствия предка учителя. Вера в вечно живые качества мудрости держалась так прочно среди древних китайцев, что древнекитайской культуре не была свойственна драматизация физической смерти. И не примечательно ли, что нам известны слова Конфуция, произнесенные им за несколько дней до смерти, но мы ничего не знаем о том, как умер учитель Кун, хотя скончался он в своем доме, в окружении родичей, челядей и многочисленных учеников. Никому из потомков даже не пришло в голову восполнить этот досадный пробел какой-нибудь красивой легендой. Видно в глазах почитателей Конфуция смерть его была событием, хотя и прискорбным, но все же малозначительным перед лицом сокровенной вечно преемственности духа. Вот и для сыма Цани мудрее тот, кто дольше живет, кто сумеет продлить свою жизнь в своих потомках и вещах, кто сумеет больше наполнить собой устойчивый и утонченный быт, настоянный жизнью десятков поколений. Будет ли это память о каком-то отдельном человеке? Или в его лице мы прозреем неведомый лик некоего неумирающего, родового всечеловека? Того, кто обнаруживает свое присутствие с каждым новым усилием нашего самопознания. Не будем путать этого человека-учителя с индивидом. Человек-индивид одновременно индивидуален, потому что он замкнут в себе и абстрактен в качестве социального субъекта, поданного, гражданина, представителя сословия и тому подобное. Всечеловек-всеобщ, ибо он преемствен в потоке перемен, но вовек уединен и не подпадает под какие бы то ни было общие определения. Отношения с эмоцани к наследию Конфуции немного сродни желанию современных людей преобразить историю в музей, желанию, вообще говоря, совершенно чуждому европейской древности. Можно ли представить, чтобы ученики, скажем, Платона или Аристотеля больше интересовались личными вещами учителя, нежели его идеями? В древнем Китае такое, как видим, не казалось странным. Подчеркнем, что китайский историк ведет речь о предметах домашнего обихода, ценных своей полезностью в быту. Конечно, эти предметы являются реликвиями, потому что их чтут, и они исключены из сферы повседневного применения. Но все же они не исключены полностью из человеческой деятельности, подобно святым мощам или экспонатам музея. Способ их использования определяется священным временем ритуала, причем в церемонии они могут вновь явиться как предметы домашнего обихода и выполнять свое бытовое назначение. В сущности, пользование ими есть не что иное, как освящение человеческого быта, которое равнозначно соединению повседневности и вечности. Если культ мощей в религии устанавливает разрыв между человеческим и божественным, снимаемый посредством чуда, если музей указывает на дистанцию между прошлым и настоящим, то отношение к прошлому у сыма цани предполагает непосредственную связь. Даже взаимопроницаемость времен в извечном самообновлении жизни, всхождении, чудесном совпадении, как говорили в Китае, времени обыденного и времени ритуального, конечных действий и неприходящей действенности. Так в китайской традиции предметная деятельность человека оказывается прообразом мирового творения. Предметы нашего обихода вовлекают нас в поток жизненных превращений. Халат, надетый на тело, обретает новое качество и сам дает новое качество телу. Звук, сам по себе ничем не примечательный, неожиданно обретает глубокий смысл, становится моментом музыкального произведения. Нож, который полезен остротой его лезвия, и дерево, ценное своей мягкостью, как бы преображаются, преодолевают себя, взаимно открываются друг другу в работе резчика. В своей функциональности вещи оказываются собранными воедино, хотя и не сливаются в одно. Это собирание бытия, вовлекающее все сущее в поток жизни, как раз и представлено в ритуальном действии. В ритуале все исключительно, и предметы, и обстоятельства, и избранный момент времени. Он вообще есть воплощенное исключение из правил житейской рутины. Но это исключение, которое утверждает некую универсальную полезность всего сущего, единое на потребу, пронизывающее все явления жизни. Оно проявляет себя в моментах стилизации жизненного опыта, преобразования стихийного течения жизни в цепь сознательно и интенсивно проживаемых моментов существования. Так культура становится способом духовной ориентации вещей и событий. А поскольку нет и не может быть какого-либо застывшего, статичного образа перемен, творческий импульс одухотворенной жизни сказывается скорее в моменте деформации всех образов, в их тяготении к собственному пределу, к гротескным формам. Отсюда, в частности, склонность к экспрессивной графике, присущей традиционному изобразительному искусству Китая. Для Сыма Цани важно, что вещи Конфуции использовались в надлежащее время года, вероятно, в качестве принадлежностей поминальных обрядов по учителю. Иными словами, способом ориентации вещей, созидающей культуру, является ритуал, который охватывает и приводит к единству в рамках годового круговорота события как в природном мире, так и в человеческом обществе. Ритуал – и есть не что иное, как событие, событийность, взаимное соответствие, резонанс различных измерений бытия. Он – вестник неповторимого мгновения. Но он укореняет все скоротечное во всевременном. Наглядные свидетельства ритуалистического мышления мы найдем в изобразительном искусстве эпохи Сыма Цани, где изображения вещей сведены к стилизованным иллюстрациям их роли в общем порядке мироздания. Населяющие искусства Древнего Китая человеческие типы, древние цари-культуротворцы, высокомудрые мужи, преданные, поданные и прочь, демонстрируют порядок жизни, превращенный в одну нескончаемую церемонию, расписанную на нормативные, совершаемые соответственно времени года жесты. И известный русский искусствовед Б. Р. Виппер отмечал, что в цивилизациях Древнего Востока сложился тоталитарно-коллективный тип культуры, которому свойственно не столько изображать действительность, сколько ее преображать, сообщая реальным предметам некую новую иррациональную стихию. Замечание Б. Р. Виппера справедливо и для китайского искусства с его тяготением, как отмечалось выше, к экспрессивности гротеска, но гротеска, данного в наборе нормативных форм. Конечно, нельзя вкладывать в понятие тоталитарно-коллективной культуры уничижительный смысл. Это особый тип культуры, не менее самобытной и в не меньшей степени откликающейся человеческой природе, нежели культурная традиция Запада. Тоталитаризм в данном случае есть выражение не тирании, а поразительно-последовательного развертывания одного мировоззренческого принципа. За свою многовековую историю китайского искусства далеко ушло от примитивности своего древнего стилизма, но оно осталось верным его исходным посылкам. Более того, в своих наиболее зрелых и утонченных формах оно явилось и его наиболее полным, наиболее продуманным воплощением. И никто иной, как Конфуций поставил в центр размышлений о человеческом бытии в Китае вопросы о том, кто и как использует человека и как сам человек преображает, стилизует свою жизнь. А вот вопросы, что есть человек. Как человек познает мир. Определившие пути развития европейской мысли, на удивление мало интересовали китайцев. Вопрошать об условиях и целях предметной деятельности человека, значит стремиться к познанию в нем человеческого. Заслуга Конфуция, обессмертившая его имя, в том и состоит, что он первый в истории открыл человека как деятельное творческое и, стало быть, общественное существо. До Конфуция на земле были только боги. Или потомки богов. Конфуций с простотой, достойной основоположника великой цивилизации, провозгласил, у человека нет более высокого призвания, чем воистину осознать себя человеком и стать творцом культуры, единственной реальности, которая целиком и полностью созидается людьми. Привыкнув к миру, обжитому человеком и перевоссозданному им для удовлетворения своих нужд и своего самолюбия, воспринимая как должные похвалы могуществу человека и гуманистическим ценностям, люди современной эпохи не без труда могут представить истинные масштабы новаторства Конфуция. Не совсем легко им и подметить иронию, таящуюся в самом факте почитания Конфуция как первого человека, не бога и не героя, бросающего вызов богам, а учителя, который учит всех и каждого быть человеком, и не более того. Не странно ли чтить, как принято в культе Конфуция, единственного, кстати сказать, из всех мудрецов древности, просто дом, просто могилу, обыкновенные вещи домашнего обихода? Принять это можно, лишь обнаружив в повседневности, неизбежно текучей и мимолетной, неизбывную значимость, ощутив в самых незначительных вещах, в мимолетных впечатлениях присутствия того, кто существует воистину. Казалось бы, нет никакой драмы в том, что человек должен быть или стать человеком. И все же как много драматизма сокрыто в этом скромном идеале, если он требует вернуться к себе, открыть себя ценой самого беспощадного самоотречения. Погружаясь в тень учителя, мы возвращаемся к началу времен, к исконной заданности человеческого сознания, которая предваряет, предвосхищает все наши чувства и мысли. Этот исток нашей жизни рассеян в окружающих нас родных вещах, всегда немного таинственных, и все же таких красноречивых в своей первозданной немоте. Но этот изначальный язык мира, язык, не отделившийся еще от хаотической музыки бытия, звучит и в литературном наследии Конфуция. Древнейшим и, по общему мнению, самым достоверным свидетельством о жизни учения учителя Куна служит книга, именуемая по-китайски «Лунью», а в русском переводе получившая название «Беседы и суждения», точнее было бы говорить «Обсужденные речи». Книга эта была составлена учениками Конфуция уже после его смерти и состоит из самостоятельных, очень разных по содержанию и стилю коротких сюжетов, часто отдельных из речений, развертывающихся перед читателем пестрой вереницей мыслей и ситуаций, порой до курьезного обыденных и тривиальных. Местами в ней заметно стремление тематически объединить записи внутри отдельных глав, всего в «Лунью» их 20, но это бывает не так часто. Недаром названия самих глав откровенно условны, таковыми служат первые два иероглифа в тексте главы, сочетание, как легко догадаться, случайное и даже, казалось бы, бессмысленное. Происхождение бесед объясняет цели их создания. Эта книга появилась, очевидно для того, чтобы не позволить кануть в забвение медленно, но неудержимо угасавшей живой памяти об учителе Куне. Ибо учение Конфуция для его учеников – прежде всего, жизнь и личность самого учителя. Недаром сразу после смерти Конфуция его преемником по школе хотели объявить того из учеников, кто был больше всего похож на него своим обликом. Беседы – это прежде всего памятник любви учеников к учителю. Перед нами собрание записей, которые обращены к узкому кругу посвященных и призваны не столько излагать или убеждать, сколько именно напоминать. Обаяние этой книги как раз и объясняется ее необычайно доверительным тоном, полным отсутствием претенциозной литературности, явление для древнего мира крайне редкое, прямо-таки уникальное. Но те же свойства бесед порождают и особые трудности для их толкователя. От людей очарованных, конечно, нельзя ожидать хотя бы попытки быть объективными. Ни эти ученики Конфуции, ни даже его первый биограф Сыма Цияни не пытаются сформулировать, изложить своими словами смысл заветов учителя, очевидно, потому, что они слишком ценили его живое присутствие. Мы вольны, конечно, делать это сами, но кто может поручиться за то, что мы не совершим ошибки? Да и допустимо ли вообще выводить систематическое учение из разрозненных высказываний? Нарочитое и притом такая пленительно-архаичная фрагментарность бесед и суждений представляет, конечно, большой соблазн для образованных читателей. Во все времена китайские книжники с упоением погружались в подробнейшие толкования малопонятных знаков и упоминаемых в книге деталей древнего быта. Порой кажется, что толкователи как будто нарочно старались как можно больше затемнить или исказить смысл наставлений Конфуция, простых, ясных, чуждых всякой напыщенности и мнимой многозначительности. Видно, не зря говорят, что правда глаза колет, самые простые и очевидные жизненные истины принять как раз труднее всего, но за филологическим буреломом нужно уметь видеть величественный лес жизни. Архаическая фрагментарность главной конфуцианской книги перестанет казаться только курьезом, если воспринять ее как средство обратить наш внутренний духовный слух к тайне всеединства мировой жизни. Возможно, как раз эти качества бесед имел в виду известный конфуцианский ученый Чен И.11, когда он писал, есть много людей, которые прочли беседы и суждения и ничуть не изменились. Некоторые выучат пару фраз и потом всю жизнь этим довольны. Есть такие, которые, прочитав эту книгу, в самом деле любят ее. И есть такие, которые, прочтя ее, вдруг пускаются в пляс. Не счесть ли слова Чен и неожиданным напоминанием о том, что чтение бесед в чем-то сродни танцу? Что наследие учителя Куна принадлежит памяти сердца и что оно вписано в нее мимическим языком тела? Зримая ускользаемость образа Конфуция взывает не к рассудку, а к телесным истокам жизненной интуиции. Она побуждает искать внутреннюю преемственность опыта, рассеянную в музыкальном хаосе ощущений. Эта преемственность заключена не в содержании, не в данных опыта, а в самом качестве, в глубине переживания, доступной нам только благодаря телу. Подлинная жизнь, и жизненность, наследие Конфуция таится в этом непрестанном ускользании от всего наличного и данного, ускользании, создающем отношения между учеником и непостижимым для него учителем. Конечно, такая книга просто обречена произвести на разум, питающийся чистым созерцанием, впечатление неразвитости и бесплодие мысли. Как похож Конфуций из бесед и суждений на принадлежащий Гегелю портрет примитивного мыслителя, своего рода недоразвитого философа, который, хотя и знает в совершенстве, чего требует жизнь, что именно является ее существенным свойством, связывающим людей и движущим ими, все же не может не формулировать во всеобщих правилах это свойство для самого себя, не передать его другим в общих размышлениях, а всегда уясняет себе и другим то, что наполняет его сознание, рассказами о частных случаях, показательными примерами и так далее. Для европейца XIX века очевидным признаком отсталости Конфуция была его неспособность подняться до общих размышлений. В новейший период человеческой истории, порядком разуверившейся в общих размышлениях, но все еще прельщенной выгодами умственных абстракций, такого рода хаотическая композиция бесед порой рождает соблазн искать в ней какой-нибудь тайный, закодированный смысл, а чего-то утаенные от читателя хитроумными составителями книги. По правде говоря, не очень-то верится в плодотворность таких изысканий. Высказывания Конфуция часто называют афоризмами, но нужно сразу оговориться, что в них нет ничего от салонного остроумия с его позерством, софистикой, игривым морализаторством. Конфуций слишком искренен и серьезен, чтобы размениваться на такие пустяки. Он изрекает как будто бы очевидные, даже банальные истины, но его слова заставляют вглядеться заново в жизнь, текущую вокруг и сквозь нас. Только гении обладают привилегией открывать жизнь заново. В первом же параграфе бесед и суждений мы читаем. Учиться и во всякое время притворять это, разве не радостно? Увидеться с другом, приехавшим издалека, разве не удовольствие? Люди его не знают, а он не печалится, но неблагородный ли муж? Эти высказывания Конфуции принимаешь не просто умом, а всем сердцем. Они кажутся родными и понятными. С ними соглашаешься с какой-то радостной легкостью, словно они и вправду открывают давно известную, самую важную, но только забытую в сутолоке дней правду жизни. Вчитаемся непредвзято в это собрание осколков очарованной памяти, и перед нами возникнет не образ изощренного ума, раскладывающего свой секретный пасьянс из готовых фраз, но образы скромных учеников, движимых простодушным, даже слегка наивным и по-своему возвышенным стремлением сберечь до последних подробностей драгоценный образ учителя, стремлением, предполагающим возможность добавлять в копилку предания все новые и новые свидетельства. Этим ученикам дороги каждое слово и каждый поступок наставника, для них в его жизни нет ничего незначительного, и это счастливо спасает их от мнимой многозначительности. Они не стремятся изобразить любимого учителя непременно героем или святым, не скрывают, что при жизни он не был избалован почестями и что многие считали его простаком и неудачником. Они создали самые ранние в истории человечества портрет человека. Портрет настолько неприукрашенный, что кажется иногда даже не портретом, а как бы словесным слепком своего прототипа, явленным подобно настоящему отпечатку тела на бумаге, в хаотической россыпи пятен, штрихов, нюансов тона. Как всякий след, этот слепок не имеет внешнего сходства с телом, его оставившим, и все же он глубоко интимен ему по самому качеству своего присутствия. Перед нами возникает образ человека, как бы разрастающегося в людях и поколениях. Этого человека мало понимать. С ним нужно жизнь прожить, долгую, углубленную жизнь. Слова бесед могут быть обманчивы, здесь есть даже явные ошибки, но искренность тех, кто подхватил и записал их, не может нас обмануть. Эта искренность, искренность чувства прежде всего, заявляет о себе в самом факте извечного присутствия прерывности, паузы, недосказанности в тексте главного памятника конфуцианской литературы. Мозаичность, как главный принцип композиции в Луньёе, свидетельствует все о том же обостренном внимании к вещественной данности жизни, которая так убедительно заявляет о себе в мемориале Конфуция на его родине. И она же делает Лунью памятником традиции. Ведь паузу безмолвия нельзя сделать личным достоянием, они не принадлежат никому, но доступны всем. И бесконечно тянутся во времени. Отнюдь не случайно беседы, плод коллективного творчества, создававшийся многими десятилетиями. Здесь видится не только естественное желание конфуциевых учеников как можно правдивее передать слова и поступки учителя, но и потребность, быть может, вполне сознательная, сделать наследие учителя Куна вестью сверх личной жизни, пробуждающей в каждом вкус к сотворчеству, допускающей беспредельное разрастание хранимого традиции и смысла. Говоря музыкальным языком, в наследии Конфуции нет темы, а есть только вариации. Пауза же, творящая ритм, как раз и воспитывает наш духовный слух, открытость нашего сознания музыки бытия во всем ее неисчерпаемом разнообразии. Традиция живет и развивается по закону экономии выражения, чем меньше скажешь, тем больше выскажешь. Ее явленные формы существуют лишь для того, чтобы обозначать необозримо безбрежное, неизбывное и нерукотворное, каковой только и может быть жизнь подлинная. Говорить по Конфуциию, нужно ровно столько, чтобы выразить смысл. В осмысленной речи сказанное уравновешивается неизреченным. Традиция в действительности не имеет основоположников. Она имеет только поручителей. Поручителей несбывающихся, немыслимых, баснославных обещаний. Если мы признаем присутствие в беседах некоего затаенно-эмоционального, к интуиции обращенного подтекста или фона, тех почти бессознательных эмоций и порывов, которыми питается очарованная душа, если доверимся этому подтексту, нам не составит труда объяснить, например, почему авторы книги при всем их благоговейном внимании к учителю Куну, при всей близости к нему остались совершенно равнодушны и к хронологии, и даже ко многим ключевым датам его жизни. Дело в том, что их в жизни Конфуция интересовали не факты, а события, а если еще точнее, события свершения, обладающие неотразимой силой и нравственного воздействия, могущие лечь кирпичиками в здании традиции. Из фактов складывается биография, из свершений получается житие, серия отдельных случаев, исполненных какого-то таинственного смысла. Словесная лава бесед и суждений с ее краткими, часто маловразумительными сентенциями, обрывками разговоров, записями разных житейских казусов и проч. Исторически и в самом деле отливалась в две литературные формы, афоризм и анекдот. И то и другое указывает внутренние пределы развития конфуцианской словесности. Оба являют собой простейший словесный образ события, а значит, и столкновения, событийности жизненных миров, в них разыгрывается жизнь духа, ищущего опоры в вещах лишь для того, чтобы оттолкнуться от них. В рассказах о Конфуцеи есть нечто, что нужно понимать прежде слов. И после всех слов. Ибо жизнь, втиснутая в афоризм или анекдот, ломает указанные ей границы, рвется за пределы сказанного, несет в себе нечто другое. Эту жизнь нужно домысливать, доживать, хотя вовсе не обязательно проживать вновь. Итак, афоризм, как напоминает исходное значение этого греческого слова, оно связано с понятием проведения границы, ничего не описывает и даже не называет, а выявляет сами пределы понятого и понятного и, следовательно, условия всякого смысла, сомыслия в человеческой деятельности. Афоризм есть слово, само себя ограничивающее и потому способное указывать на сокрытые глубины смысла. Оно, само в себе, будучи вне себя. Поэтому китайский мудрец способен все сказать, прежде чем откроет рот, и все его слова исходят из пустоты, того внутреннего разрыва в речи, в котором таинственно зарождается всякий смысл. Вот почему он начинает свою книгу с заглавной фразы, Хуамао, в которой уже содержится весь смысл его учения. Такой статус приписывали в Китае и первой фразе бесед и суждений, о ней речь ниже, и первой, самой глубокомысленной фразе книги Лао Цзы Дао де Цезин, которая гласит, «Путь, которым можно идти, не есть вечно сущий путь, вариант, истина, которую можно счесть таковой, не есть вечно сущая истина». Немецкий ученый XVIII века Гаман однажды заметил, что истина, или логос, в языке открывается человеческому разуму, как бездна, непостижимая тайна. В Китае афористическая словесность или подлинно осмысленная речь, как вместилище великой пустоты, и есть вестница этой бездны смысла в языке. Бездна не имеет образа. И русский язык наглядно подтверждает, что истина логос не может не иметь своим внешним выражением ложь, в тючевском смысле, мысль изреченная есть ложь. Афоризм есть некая первородная словесность в том смысле, что он предстает литературным аналогом запечатленной в культуре многих древних народов таинственной нераздельности святости и брани. И эта внутренняя сопряженность истины и лжи подсказывает неизбежность превращения афоризма в анекдот. Последний есть предел развития первого, ведь в анекдоте внутренний разрыв в смысле выводится наружу, становится самим предметом сообщения. Иначе говоря, афоризм разлагается в анекдот, события в случае. И там, и здесь сопряжение неизреченного и сказанного, глубины и поверхности становятся все более очевидным и контрастным, все менее объяснимым, и то, что воспринималось вначале как тень бездны, отблеск внутреннего света жизни, в конце концов обращается в карикатуру, подчеркивающую разрыв между сущностью и явлением. В набросанной здесь эволюции осмысленного слову уже содержится весь путь развития образа Конфуция в реальной истории. Путь, предопределивший то обстоятельство, что свидетельства об учителе Куне в Китае так и не вышли за рамки нравоучительного, а часто, и причем гораздо чаще, чем принято думать, также комического анекдота. В беседах анекдот выступает еще в своем исконном обличье внезапного происшествия, единичного житейского случая. Следующая ступень его эволюции отчасти отобразилась уже в тех же беседах, но полнее всего представлена в книге «Семейные предания» об учителе Куне, окончательно сложившейся спустя шесть веков после смерти Конфуция. В «Семейных преданиях» мы находим богатое собрание все тех же анекдотов, но уже подвергшихся литературной обработке, нередко выросших в короткие рассказы и расставленных по тематическим рубрикам. Одновременно набирает силу традиция комментирования слов Конфуция, по существу своему, описательное, придающее буквальному смыслу наставлений учителя самостоятельное значение. Со временем получили распространение картинки, иллюстрирующие отдельные эпизоды из жизни Конфуции и сопровождающиеся словесным пояснением, таковы уже известные нам рисунки из храма Конфуция. Появление рассказов в картинках вовсе не случайно, ведь мысли слова Конфуция всегда слиты с обстоятельствами, они, так сказать, мудро обставлены вещами и гораздо прочнее связаны с предметностью быта, нежели с миром отвлеченных идей. Впоследствии эти иллюстрации стали располагать в хронологическом порядке. А в позднее средневековье появились похожие серии гравюр, которые заметно усилили элемент гротеска в изображении Конфуция и Йовой жизни и отчасти сделали Конфуция персонажем низовой, народной культуры в противоположность официальным образцам конфуцианской книжности. Подчеркнем еще раз, что афоризм и анекдот иносказательны по своей природе, но в лучших своих образцах снимают противопоставление буквального и переносного смыслов. Поистине нет более неблагодарного занятия, чем разъяснять, почему нас смешит удачная шутка. И афоризм, и анекдот как бы выводят смысл за пределы наличного значения и оказываются, так сказать, украшением собственного смысла. Им врождено эстетическое качество, и вся история конфуцианской словесности есть не что иное, как все более утонченное раскрытие их эстетизма. В сущности, традиция означает оберегание этого интимно-внятного, но неназываемого смысла, этой неизъяснимой преемственности осмысленной жизни. Теперь мы можем со всей определенностью обозначить главную проблему литературной биографии Конфуция. Каждый пишущий об учителе Куни стоит перед трудным выбором, либо изобразить жизнь Конфуции чередой анекдотов, орнаментирующих и, в качестве украшения, скрывающих истинный ее смысл, либо устанавливать факты жизни Конфуция как исторической личности, причем такие факты имеют свой идейный прообраз, определенную систему мысли, принадлежащую индивидуальному мыслителю. Конечно, одно не исключает другое. Но если мы хотим понять, каким образом человек по имени Кунцу превратился в учителя десяти тысяч поколений, мы должны признать, что литературная история жизни Конфуции выявляется на пересечении жанров биографии и жития. Назовем эту точку условно-жизнеописанием. Образу Конфуция, вырисовывающемуся в таком скрещении как будто несовместимых повествований будут свойственны особой зыбкости даже драматизм, который порожден столкновением двух разнонаправленных литературных тенденций. Одна из них, это тенденция к максимальному смысловому насыщению слова, и она представлена в импульсе стилизации, выделке символических типов. Другая тенденция представлена стремлением к расширению, все более подробному описанию явлений жизни, одним словом, к инфляции смысла и завершается, соответственно, утратой качественной определенности бытия. Ее логический исход удачно обозначил П. Валерий, когда назвал современную цивилизацию миром бесконечно богатого ничто. Итак, жизнь учителя Куна как родоначальника традиции, это не история отдельной личности с ее внутренне единым мировоззрением, а образ творческой метаморфозы жизни, свидетельство событийности миров. Она знаменует возобновление неприходящего и выражает себя не в логике суждения или рассказа, а в простой соположенности отдельных событий. Она предстает, совсем как традиционные китайские глоссы, цепью метафор, нанизываемых на одну невидимую нить или, если воспользоваться любимым образом ж, делеза, бесконечно ветвящимся корневищем. Интересно, что предание приписывает Конфу Цейю высказывание о том, что в основе культурного творчества человечества лежит восприятие неких непостижимо сложных узоров неба и земли, которые породили графические символы древнейшего китайского канона, книги перемен, а от этих символов произошли знаки письма. Таким образом, язык, по китайским представлениям, отсылает не к логическому порядку понятий, а к зыбким, расплывчатым образам, которые в конце концов растворяются в бесконечно утонченном узоре мироздания. Движение к истокам смысла в китайской картине мира требует не столько работы умозрения, сколько усилия воображения. Все это означает, помимо прочего, что по-настоящему понять Конфу Цейю можно только в отдаленной исторической перспективе, в качестве учителя всех поколений, ибо подлинная цена простых слов и поступков учителя Куна есть сама вечность. Принятая идея жизнеописания напоминает, что любое новшество осознается нами лишь на фоне чего-то неприходящего, навеки хранимого в памяти. Новизна формирует память, а память делает возможные опознания новизны. В таком случае так ли уж наивны неизвестные авторы бесед, предоставляющие полную свободу игре случая и потоки жизни? Не свидетельствует ли сама необычайная жизненность их книги о том, что они остались верны, пусть интуитивно, глубочайшим законам жизни самого сознания, в котором память и воображение друг друга определяют и поддерживают? А того же наивность авторов бесед, как легко было бы показать, не теряет своего значения и для зрелого, даже изощренного художественного творчества, вспомним хотя бы технику монтажа в современном искусстве. Выходит, первичная и самая непосредственная данность человеческого сознания не отличается от глубочайшей его умудренности, первозданный сон жизни не отрицается даже высшей просветленностью духа. Достичь ускользающего единения темных глубин памяти и кристальной ясности сознания, вечного и вечно нового может лишь тот, кто сумеет измениться сам, вместить в себя творческое изобилие жизни, возвысится, умолив свое мелкое, частное Я. Пожалуй, самая примечательная черта учителя десяти тысяч поколений – нежелание говорить в ущерб другим голосам, а точнее, отделять свой голос от небесного хора творческой жизни. Учитель сказал, я не хочу больше говорить тогда, спросили его, но если вы, учитель, не будете говорить, какие же наставления передадим мы грядущим поколениям? Но разве небо говорит? Ответствовал учитель. А ведь времена года исправно сменяют друг друга, и все живое растет. Разве небо говорит что-нибудь? Нет, Конфуций не играл в таинственность. Но тайна неотступно следовала за ним, потому что он был одним из тех трудномыслимых мыслителей, которыми движет потребность не высказаться, а указать границы высказанного, не понять, а уразуметь самое усилие понимания, помыслить немыслимое в мысли. Молчание Конфуция – свидетельство высшей гармонии бытия. Отказавший записать свое учение, Конфуций, несомненно, высказал нежелание ущемлять свободу случая, выстраивать раз и навсегда установленный порядок вещей. Высказывание Конфуция – это всегда отклик на обстоятельства его жизни, будь то внешнее событие или внутренний опыт, отклик единственный и неповторимый. Иными словами, Конфуций мыслит и действует сообразно времени года, он уподобляется небесному движению мироздания. Для него всякое деяние уникально, и каждый момент самосознания – дверь в вечность. Всегда конкретное, бесконечно изменчивое слово Конфуция есть воистину его жизнь. Это память и мечты, чувства и понимания, обретаемые в жизненном произрастании человека. Что же за человек был Конфуций? Правда в том, что он мог быть каким угодно. Пестрый набор штрихов и нюансов, составляющих как литературный, так и музейный образ учителя Куна, делает зыбкими и призрачными всякие извне налагаемые границы личности, зия от бездны всечеловека. И этот образ не мог не передаться всей китайской традиции. Каждый, кому доводилось видеть, например, игру актеров китайского театра, сплошь состоящую из декоративно-стилизованных жестов, или созерцать старинный китайский пейзаж с его устойчивым репертуаром все тех же стильных образов, без труда узнает в подобной манере освещение жизни Конфуция самобытнейшую черту китайской культуры. Все, что нам известно о жизни Конфуция, словно преподносится с театральной сцены, окутано флером эпической возвышенности. Но все-таки это только жизнь как она есть, во всей ее непритязательной, даже не предназначавшейся для созерцания будничности. Мы любуемся этими житейскими мелочами, как будто разглядываем в бинокль неразличимые невооруженным глазом детали пейзажа или, если воспользоваться примером из художественной традиции Китая, созерцаем карликовый сад, в котором с игрушечной, но бесподобной по мастерству исполнения точностью воспроизведено богатство природного мира. Мы созерцаем реальность или фантастику. И то и другое сразу. И подобно тому, как миниатюрный сад, созданный китайским мастером, чудесным образом разрушает барьеры между фантазией и естеством, игрой и действительностью, свидетельствования о Конфуции и озаряют блеском легенды саму прозу жизни, делают невозможным и ненужным противопоставление воображаемого и действительного. Здесь не просто все мыслимое реально, как мог бы утверждать европейский философ-идеалист. Тут скорее реально именно немыслимое. Даже немыслимо простое. В усадьбе Рода Кунов хранится старинный портрет Конфуции и двух его ближайших учеников, края и складки одежды которых выписаны крохотными иероглифами текста бесед и суждений. Друдно придумать более наглядную иллюстрацию существа Конфуции и его слова. Скромного и практичного, как предметы домашнего обихода, сказанного всегда к случаю, предназначенного быть усвоенным всем существом, и при том слова орнамента, прикрывающего, как всякое украшение, символическое тело традиции. Мы не можем читать Конфуция, мы можем только читать о Конфуции и благодаря Конфуции. Ученики излагают заветы учителя. Но и сам учитель лишь сообщает об истине, высказываясь по тому или иному поводу. Это погружение в бесплотную тверсть парящих облаков, это движение от одного зеркала к другому в поисках источника света, блуждание в лабиринте в поисках выхода входа не имеет конца в пространстве традиционной культуры. Скажем сразу, мудрецы Китая, призывая своих послушников возвращаться к истоку, требовали от них доверяться и самому лабиринту. На самом деле, говоря языком китайской традиции, исток вещей и есть движение в небесном круговороте мирового времени. Правда о духотворенной жизни, это не идея, не вещь, не кумир, а лишь выверенное, ориентированное движение. Правда китайских мудрецов, это путь дао, всего сущего. Путь всех путей. Такой дается нам жизнь Конфуция, хаотическая мозаика фрагментов, череда ускользающих реминисценций, узор мерцающих отблесков неизримого лика. Блики на воде, эхо в ущелье, мир до реальности фантастичный и фантастически реальный. Стоит нам попытаться собрать из этого калейдоскопа жизни некий целостный образ, воссоздать реальную личность с ее неповторимой индивидуальным характером, с присущим только ей чувствованием мира, с ее стремлением очертить свое пространство, как мы рискуем провалиться в пустоту как раз там, где привыкли находить плотное ядро человеческой души. Да, учение Конфуция есть воистину только его жизнь, но эта жизнь, не вмещающаяся в биографию, в описание жизни. Словно музыкальный аккорд, эта жизнь навевает память о незапамятном и наполняет сознание ликующей радостью неисповедимых перемен. Действительный прообраз жизни Конфуция, какое она отложилась в традиции, нужно искать все же не в субъективном, внутренне однородном я, а в мире телесной интуиции. Ведь именно телесный опыт раскрывается нам как бесконечное разнообразие, изобилие жизни, именно тело является средой нашей сообщительности, событийности с миром и только им определяется качество и глубина переживания. Наконец, тело, это всегда оболочка, покров, укрытие и, следовательно, природное, еще совершенно безыскусное украшение. Все эти свойства как раз и отличали подлинное слово традиции, которое было словом плотью, знаком жизненных метаморфоз и единственности каждого мгновения жизни. Это слово обозначало не предметы, не сущности как таковые, а саму предельность опыта, стихию творческого пановления. В конечном счете оно соскальзывало в нюанс, рассеивалось в необозримо сложной паутине мировых соответствий между вещами, являя в этом качестве ускользающее смутное настроение, атмосферу той или иной жизненной ситуации. Седая луна над высокой башней, струится потоком прозрачный свет дремляш, возложив на колени цитру, душистый аромат наполняет складки халата вся эта цепочка образов, приведенная здесь только частично, призвана символизировать, по мысли китайского поэта, целомудренно чистую жизнь. Образы поминаются как бы вскользь, между прочим, давно накрепко заученные и навсегда осевшие в памяти, они выговариваются словно в полузабытии, почти непроизвольные и мгновенно сжимаясь до нюанса, тонут в легкой дымке грез, растворяются в летучем и всеобъятном чувстве. И вот то, что кажется на первый взгляд смелой метафорой, в конце концов преломляется в среду, то есть всеобщую усредненность, ускользающие от взора фон. Зыбкая атмосфера такой словесности, сотканная из мимолетных образов и трепетных звуков, не улавливается умом, замкнувшимся на видимости и не умеющим смотреть в глубину. Она являет мир бесконечно малых метаморфоз, каждая из которых равнозначно превращению всего мира. Порой сознание невольно подмечает парадоксальный смысл сведения всего богатства бытия к нюансу, и тогда перед нами возникнет шутливая пародия на поэтически возвышенную игру ассоциаций. Что доставляет удовольствие В жаркий день острым ножом разрезать Спелую дыню на красном блюде Приведенные цитаты взяты из китайской словесности позднего периода Они показывают итоги развития той литературной традиции, начало которой было положено беседами и суждениями. И нельзя не подчеркнуть, что заложенное в этой традиции внимание к бесконечной глубине каждого мгновенного впечатления формировало особую двухперспективность видения мира, способность воспринимать мир одновременно в двух разных масштабах, в двух разных и даже противоположных перспективах созерцания. Вот и в классической живописи Китая пейзажи имеют как бы два зрительных плана, с одной стороны, заботливо выписанные эпизоды, предстающие законченными миниатюрами, с другой, уходящие в бесконечность дали, которые требуют всеобъятного, как бы охватывающего целый мир видения. Пейзажные сады Китая Еще более наглядное выражение этой извечной потребности китайцев постигать великое в малом. Китайская классическая поэзия добивалась сходного эффекта, оперируя естественными, почерпнутыми из повседневного опыта образами, но внушая чувство всеобщего и всевременного в человеческой жизни. Их наглядность, сродни наглядности картины на китайской ширме, где на плоскости, служащей экраном и призванной ограничивать наше видение, прозреваются бескрайние дали мироздания. Мифологичность Конфуциева наследия как раз и заключается в этой особой двойственности восприятия, в присутствии незримого второго плана, внутреннего подтекста, какого-то ускользающего иноговидения в картинах Конфуциевой жизни, где взгляд в упор внушает созерцание с бесконечно большого расстояния, а целостное постижение бытия побуждает искать выразительные нюансы. Так жизнь Конфуция обретает свойство казаться одновременно необыкновенной и обыденной, производить впечатление и не иметь в себе ничего примечательного. Слова мудрецов просты, гласит древнее китайское изречение. Слова мудрого куна просты потому, что они возвращают нас к стихии естественной речи, к извечной потребности человека выразиться в творчестве, прозвучать в многоголосом хоре жизни, как призывно и гордо звучит колокол. Слово Конфуция Конфуция, изумляя своим внезапным появлением и открывая перед нами новые миры, мгновенно блекнет и тает, чтобы переплавиться в творческую мощь самой жизни, обрести неотразимую силу воздействия. Неудивительно, что учителя куна всегда ценили не столько за то, что он сказал, сколько за то, что он умел безмолвствовать. Конфуций, заметил один ученый муж древнего Китая, говорил о близком и очевидном, но в себе воплотил далекое и глубокое. Не принимая точки зрения, выраженной в этих словах, нельзя понять, почему слова Конфуция, ничем вроде бы не примечательные, были восприняты китайцами как высшее откровение. Правда Конфуция, сделавшая его патриархом всей китайской традиции, это всегда отсутствующее вечно преемство о духотворенной жизни, небесное безмолвие, вмещающее всю многоголосице у земли. Этот поэтический тезис было бы, наверное, очень трудно разъяснить, если бы сам Конфуций не обронил несколько многозначительных признаний, позволяющих судить даже о том, о чем он умалчивал, да и не мог сказать, даже если бы хотел. Приведем здесь только одно из них, едва ли не единственное, в котором Конфуций оценивает всю свою жизнь. Вот жизненный путь учителя куна в его собственном изложении. В 15 лет я обратил свои помыслы к учению. В 30 лет я имел прочную опору. В 40 лет у меня не осталось сомнений. В 50 лет я знал веление небес. В 60 лет я настроил свой слух. А теперь в свои 70 лет я следую в лечении сердца, не приступая правил. Сдержанные, но какие взвешенные и оттого поразительно весомые слова. Слова, вместившие в себя тяжесть человеческой судьбы и потому не нуждающиеся в риторических красотах. Исповедь, высказанная с аккуратностью медицинского заключения, но обозначающая вехи сокровенного пути человеческого сердца. Пожалуй, более всего удивляет в ней то, что духовное совершенствование Конфуция сливается здесь с ритмом биологических часов его жизни, что моменты внутренних прозрений отмерены общепризнанными рубежами общественного мужания человека. По Конфуции Ю, человек умнеет, как идет в рост семя, неостановимо, непроизвольно и нескончаемо, нет предела совершенству. Это органическое произрастание духа не знает ни драматических поворотов судьбы, никаких либо переломных моментов. Не знает оно ни раскаяния, ни даже сожаления. Но оно, конечно, не приходит само по себе, а требует немалого мужества, ибо предполагает способность постичь свою границу, ограничить себя, прозреть неизбывное в прахе мира сего. Конфуция Ю, я живет с меняющимися представлениями о самом себе, его жизнь есть именно путь, и всякий временный итог этого пути ничего не перечеркнет из пройденного. Это изменчивое, подлинно живое я не есть некая вневременная данность, оно есть то, чего оно хочет. Но в своем вольном пути оно повинуется ориентирующей и направляющей силе, способности судить самого себя, преодолевать свои собственные пределы. Этот путь есть подвижничество свободы. Учение Конфуции и есть не что иное, как жизнь, чистая и светлая радость переживания. Отсутствие кризисов жизненного роста, которые, как уверяют психологи, неизбежно сопутствуют процессу мужания человека, составляют столь же великую загадку, как и неизбежность таких кризисов. Мы касаемся здесь одного из самых важных различий между цивилизациями Европы и Китая. Нежелание иметь твердое ядро своего «я», невозможность открыто отстаивать свои личные интересы, свойственные китайскому пониманию личности, вполне вероятно, покажутся европейцу чем-то ненормальным и даже противоестественным. Впрочем, столь же ненормальным покажется китайцу присущее западной традиции стремление четко определить границы и содержание своего «я» стремления, очевидно, произвольное и догматическое. Остается признать, что жизненный путь Конфуция – это даже не столько произрастание, сколько именно разрастание сознания, которое в конце концов приходит к безмятежности и покою всеобъятного океана мировой жизни. Впрочем, как непокоен океан в своих глубинах, он всегда обращен к нам не стихающей зыбью поверхностных вод, так и в житии великого мудреца нам видны лишь пена дней, треволнения повседневности. Мудрость Конфуция – это смыкание духа и тела в жизни, осознанной и сознательно прожитой. Тяжесть бренного тела – лучшее укрытие для невесомого духа. В плоти кровь жизни, материальная бытность быта веют непроницаемой глубиной сознания. Китайский мудрец находит безмятежную радость в переживании опыта, который невыразим и не требует выражения, и в этом, пожалуй, заключается главное его отличие от европейского философа, толкующего об истинных всем доступных и всем понятных. Но если каждое слово Конфуция воистину символичное указывает на нечто отсутствующее в понятном и видимом, на сокровенное тело жизни, то справедливо и обратное утверждение, внутренняя интимная реальность, о которой сообщает, а точнее было бы сказать, именно не сообщает, нам жизнь китайского мудреца не может не изливаться в чисто внешние образы, в декорум бытия, и все объятное тело жизни не может не быть выставленным на показ, предельно обнаженным. Такова подоплека потребности Конфуция преобразить жизнь в узор стилизованных жестов. Здесь нет никакого естества и актерства. Напротив, перед нами искреннее свидетельствование о реальности, не нуждающейся в выражении, и лишь потому, что она вся на виду, реальности, которая не сводима ни к идеям, ни к представлениям, ни к фактам, а только передается от сердца к сердцу в громовом безмолвии мимического языка тела. Постигать сокровенную правду Конфуция как учителя, то есть того, кто сообщает о вечно преиственном в потоке жизни, и приобщает к нему, нам предстоит, сопоставляя две очень разные перспективы созерцания, Одна из них направляет наш взор от внешнего к внутреннему, от зримого образа к внутренне убедительному переживанию правды вещей, ставит пределы отвлеченному знанию, заставляет пережить ограниченность всего понятого и понятного, а другая, наоборот, выводит сокровенное на поверхность, Представляет внутреннее как внешнее, творит миф о Конфуции, предоставляет простор повествованию и размышлению. Вряд ли можно по-иному отнестись к наследию учителя-куна, в котором обыденнейшие детали быта дышат эпической торжественностью мифа, а священные предания старины вынесены на суд здравого смысла, и где божественное выворачивается к нам своей человеческой изнанкой. Правда Конфуция, это самое усилие осознания, которое открывает в человеческом бытии одновременно нечто безусловное, непосредственно данное и вовек недостижимое, угадываемое лишь в символах. Она не дана нам в готовом виде, а постепенно выявляется во взаимных отражениях легенды и жизни. Она есть вечность, зиявущая в каждом миге существования. Величественный покой кипарисов на древних могилах. Тонкий аромат хвои в прозрачном воздухе. Бездонная чаша неба, залитая золотым сиянием. Простор цветущей равнины. Голубая даль безмятежного, безбрежного океана. Конфуцию уподоблял сердце мудрого горя. Безыскусное, но веское сравнение. Жизнь учителя и в самом деле возвышается подобно скале, чья твердость учит дух языку гранитной твердости, чей покой хранит в себе рокот забытых подземных бурь. Глава первая. Юность учителя. Наследник старого солдата. В свои неполные 70 лет старый воин Шулян Хэ мог быть доволен собой. Оглядываясь в этом почтенном возрасте на свою долгую, необычно долгую для воина, жизнь, он не мог припомнить за собой ни одного малодушного поступка. Нет, он не был трусом. С той давней поры, когда он впервые взял в руки лук и копье, он честно служил своим господам, правителям царства Лу, и вышел из яростных схваток живым и невредимым. Поистине небо благоволило ему. А впрочем и то верно, что достойных противников для него пришлось бы поискать. Огромного роста, кряжистый и сильный, как буйвол, он был в бою почти недосягаем для врагов. Во времена, когда люди бились бронзовыми мечами и секирами и еще не имели понятия о военной тактике и регулярном строе, когда война была еще жестокой забавой малочисленного сословия господ и их слуг, на поле брони превыше всего ценились личная отвага и удаль воинов. Шулян Хэ был отчаянный рубака, и за ним числились подвиги, прославившие его в целом царстве. В одном из сражений он с горсткой верных товарищей пробился сквозь гущу врагов и спас от неминуемой смерти несколько знатнейших людей царства. Но с особенным удовольствием Шулян Хэ вспоминал случай, произошедший еще раньше во время осады одной маленькой крепости. Тогда сразу несколько царств решили наказать правителя небольшого удела и послали против него многочисленное войско. Но жители пограничного городка в тех владениях оказали карательному отряду отчаянное сопротивление, осада затягивалась. И вот однажды, проснувшись утром, осаждавшие увидели, что ворота крепости распахнуты настежь. Решив, что неприятель сдается, Шулян Хэ и его товарищи первыми ринулись в крепость, чтобы захватить лучшую добычу, но едва вбежали они в ворота, как позади них с грохотом опустилась на землю тяжелая заградительная решетка, и нападавшие оказались запертыми во внутреннем дворике ворот. Казалось, их ждала неминуемая гибель. Тогда Шулян Хэ своими могучими ручищами приподнял решетку и держал ее на весу до тех пор, пока все воины, попавшие в западню, не выскользнули наружу. А ведь ему в то время было под 60. В награду за подвиг и верную службу правитель назначил его управляющим небольшим местечком, которое называлось Цзол. Хоть и не велика должность, а все же она обеспечивала ветерану сытую и спокойную старость. Да, теперь у края могилы, Шулян Хэ мог сказать себе, что не посрамил своих предков. А они у старого воина были именитые, такие именитые, что, пожалуй, и предкам самого правителя царства не уступили бы. С гордостью объявлял Шулян Хэ каждому новому знакомому, что он человек царских кровей, потомок основателя династии Шан, великого Чентана, о котором люди уже ничего в точности не помнили, но имя его неизменно поминали с благоговейным трепетом. С незапамятных времен предки Шулян Хэ владели уделом в соседнем слу царстве Сун. Первый из них, чье имя сохранила история, жил за 15 поколений до Конфуция. Позднее вожди клана Кун неизменно занимали высокие посты при дворе. Среди них мы встречаем и удачливого полководца, и известного ученого, знатока словесности и музыки, и государева советника, у которого была на редкость красивая жена. Вот эта красавица-жена и стала, помимо своей воли, виновницей бед, обрушившихся народ кунов. Случилось так, что она приглянулась некоему всесильному царедворцу, и тот по доносу добился казни ее мужа, а потом устранил и правителя, вступившегося за честь своего советника. В конце концов кунам пришлось покинуть родину и перебраться в расположенное по соседству царство Лу. Это случилось при жизни прадеда Шулян Хэ. На новом месте беглецы могли чувствовать себя в безопасности, но надежды на возрождение былого престижа их рода у них, конечно, не было. На их долю оставалось только ратное дело, черная работа знатных людей. Чем они могли утешить себя? Разве что сознанием честно исполненного долга, да еще тем, что в злоключениях своих они не были одиноки, в те времена наследников в домах знати было намного больше, чем у делов и должностей при дворе, и обедневшие, захудалые отпрыски знатных семейств повсюду росли в числе. Некоторые излишне критически настроенные современные историки ставят под сомнение традиционную генеалогию Конфуция на том основании, что она встречается лишь в поздних источниках, и сам Конфуций ни разу не упомянул о ней. В беседах и суждениях не упоминается и имя отца Конфуция. Там его называют просто человеком из Зо. Поэтому современные критики конфуцианства полагают, что версия о царском происхождении учителя Куна была сочинена его последователями для того, чтобы поднять авторитет родоначальника школы. Конечно, в претензиях на родство Кунов с легендарными царями легко угадываются амбиции знатного, но захеревшего рода, и переоценивать их значение не следует. Однако известно, что сам Конфуций считал себя потомком сунской знати, а в сунском царстве был только один клан, носивший фамилию Кун. Другое дело, что Конфуций Ю, сыну мелкого военачальника, не с руки было подчеркивать свое благородное происхождение перед лицом куда более именитых и могущественных людей. Да он и не думал об этом, для него всегда было важно не благородство крови, а благородство сердца. И сам он едва ли не более всех прочих деятелей китайской истории способствовал тому, что аристократизм в Китае не принял ту сословную окраску, которую он имел, скажем, в средневековой Европе или Японии. Но вернемся к Шулянхе. Как бы не уверял тот себя, что достойно прожил свою жизнь, все же его главный долг перед предками остался невыполненным, он так и не обзавелся наследником. Родить сына, что может быть проще? В молодости он и сам так думал, а в жизни вышло по-другому. Когда подошел срок обзавестись семьей, отец с матерью, как было принято в семьях служилых людей, сами подыскали ему подходящую невесту, выбрали счастливый день для свадьбы, позвали колдуна отогнать злых духов от новобрачных, дали семье невесты выкуп и помолились предкам о рождении сына. Вскоре молодые уже ждали первенца. К огорчению молодого отца, на свет появилась девочка. Потом жена родила ему и вторую дочь, и третью, и пятую, и седьмую. А сына все не было. Никакие посулы духом, никакие заговоры и талисманы не помогали. Соседи уже чуть ли не в глаза подсмеивались над Шулянхе, такой здоровяк, а сделать себе мальчика не может. Шутки соседей стерпеть было нетрудно. Но как снести гнев предков? Ведь только мужским потомкам дозволяется подносить душам усопших родителей жертвенное мясо и вино, молить их о защите от напасти и благоденствия дома. Если некому будет заботиться о них в подземном царстве мертвых, где вечно текут струятся желтые ключи, им суждено навеки стать злыми духами, терзаемыми голодом и жаждой. И в целом свете уже никто не сможет им помочь. Неужели такая горькая участь уготована небесами честному старому служаке? Другой на месте Шулянхе давно уж обзавелся бы второй женой и с ней попытал бы счастье. Но видно храбрый воин крепко любил свою супругу и все надеялся, что рано или поздно она подарит ему наследника. Восьмой ребенок снова оказался девочкой. Шулянхе рискнул попытать счастье еще раз. И снова дочь, девятая по счету. Это было чересчур даже для такого любящего мужа. Ему уже пошел седьмой десяток, и медлить было нельзя. Он взял вторую жену, и, о, счастье! Через год у него родился таки сын. Но горю отца не было предела, когда он, развернув лоскут, в который завернули новорожденного, увидел его неестественно подвернутую ножку и понял, что сыну суждено до конца жизни быть хромым. А бычий строго запрещал калекам приносить жертвы усопшим предкам. Обращаться, будучи увечным или раненым, с молитвой к тем, кто дал тебе твое тело и продолжает жить в нем, считалось у древних китайцев непростительной наглостью. Что оставалось делать потомку доблестных кунов? Он решился подыскать себе новую невесту. Но кто в здравом уме согласится отдать свою дочь за семидесятилетнего старика, да еще обремененного девятью дочерьми и сыном калекой? Тут уж не до церемоний, не до обходительных речей, а намеки на нежные чувства и любовное томление и вовсе неуместны. Приходилось искать кого-нибудь победнее да позговорчивее. Вскоре Шу Лян Хэ остановил свой выбор на дочерях человека, о котором известно лишь, что он носил фамилию Янь. Девушек было трое, двум старшим уже минуло двадцать, а третий еще не достигло брачного возраста, ей тогда не исполнилось и шестнадцати. Их отец, кажется, охотно бы породнился с местным начальником, но обстоятельства предполагаемого брака были настолько необычны, что он в нарушении незыблемого порядка решил испросить согласие дочерей. Две старшие, узнав о предложении Шу Лян Хэ, в ответ лишь опустили головы и, смущенные, промолчали, а младшая, ее звали Чжен Цезай, неожиданно для всех сказала, пусть будет так, как желает батюшка. Добрая дочь отцу перечить не смеет. И Шу Лян Хэ, рассчитывавший, вероятно, на одну из двух перезрелых невест, нежданно-негаданно получил в жены совсем юную девушку. Остается только догадываться, каким образом стал возможен столь неравный брак. Наверное, Шу Лян Хэ полагал, что старшим дочерям его предполагаемого тести уже не удастся выйти замуж, и соблазнил их отца богатым выкупом за невесту. Возможно, новый тесть был его старинным приятелем и решил помочь ветерану в его беде. Очень может быть, что брак Шу Лян Хэ с девицей из семьи Янь был неравным еще и по социальному положению новобрачных. Если отец невесты был простолюдином, одним из тех обитателей убогих хижин за городской стеной, которые круглый год трудились в поле, а жили впроголодь, то для него, конечно, было немалой честью породниться с потомком именитого рода, даже если жених оставлял желать лучшего. Существует, наконец, еще одно объяснение, невеста Шу Лян Хэ прочилась ее отцом в шаманке, которые жили при родовом храме предков, ведали сношениями живых и мертвых и считались девушками духов. Собственной семьи такие девицы не имели и в обществе занимали довольно низкое положение. В родных краях Шу Лян Хэ такую роль, весьма важную в жизни клана, отводили младшим дочерям в семье. Примечательно, что Конфуций, еще будучи мальчиком и живя вдвоем с матерью, целыми днями развлекался игрой в заупокойные обряды и уже в молодые годы прослыл большим их знатоком. А по мнению современников, лицо Конфуция напоминало маску божества, которую несли в похоронной процессии, чтобы отгонять нечистую силу. В устах древних такие сравнения были в гораздо меньшей степени метафорой, чем кажется нам сегодня. Сыма Цэйянь сдержанно сообщает, что Шу Лян Хэ вступил в дикий брак поступок, не слишком украшающий отца величайшего учителя Китая. Очевидно, это был брак, заключенный в нарушении обычая, не вполне законный. Жизнь мужчины, считали древние китайцы, регулируется числом 8, в 8 месяцев у него появляются молочные зубы, в 8 лет он их теряет, 16 лет, дважды 8, достигает зрелости, а в возрасте 64 лет, в 8 раз по 8 мужская сила оставляет его. А в жизни женщины все решает число 7, в 7 месяцев у девочек прорезываются молочные зубы, а в 7 лет выпадают, в 14 лет, дважды 7, девушки достигают зрелости, а в 49, в 7 раз по 7, женщина перестает рожать. Что и говорить, поздновато было Шу Лян Хэ жениховаться, да нужда заставила. Но и дикий брак может быть счастливым. Прошло немного времени, и новая жена Шу Лян Хэ, к его великой радости, понесла в чреве. Счастливый муж не стал искушать судьбу. Посоветовавшись на всякий случай с местными колдунами и гадателями, он решил просить о заступничестве духа расположенного по соседству грязевого холма, Нецею. Вероятно, он уже делал так накануне рождения своего хромого сына, потому что дал своему первенцу имя по названию этой самой горы, Бонни, что значит старшине. Шу Лян Хэ сам сопровождал Чжэн Цезай, когда она ходила молиться духу горы, и отбирал для жертвоприношений самое чистое вино и самое нежное мясо, с утра до вечера читал заговоры против нечистой силы. Дальнейшие события относятся больше к области легенды, что и неудивительно, ведь рождение великого мудреца на этой грешной земле – всегда чудо. Предание гласит, что с тех пор, как Чжэн Цезай дала обет духу грязевой горы щедро отблагодарить его, если он пошлет ей сына, на небе сменилось пять лун, и однажды во сне она увидела Бога с черным, как сажа, лицом, и Бог сказал ей, что ее мечта сбудется и у нее родится необыкновенный сын. Но родиться твоему сыну предстоит в дупле тутовника, добавил темнолицый Бог, и исчез. Этому доброму предзнаменованию Чжэн Цезай очень обрадовалась. Но что означает пророчество о дупле тутового дерева? Поразмыслив немного, супруги вспомнили, что как раз на грязевой горе есть пещера, которую окрестные жители называли дупло тутовника. Еще люди рассказывали, что, когда Чжэн Цезай с мужем шли молить духа грязевой горы, листья на деревьях поднимались кверху, как бы приветствуя их, а когда супруги шли обратно, листья склонялись, словно отвешивая поклон. В другой легенде повествуется о том, как Чжэн Цезай незадолго до появления на свет ее сына встретила, или увидела во сне, единорога, волшебного зверя с телом лошади, хвостом быка и единственным прямым рогом, растущим из середины лба. Чжэн Цезай обвязала его рог шелковой лентой, об этом эпизоде упоминается в цитировавшемся выше гимне во славу Конфуция. Едва ли эта легенда родилась среди ближайшего окружения учителя Куна, не такой он был человек, чтобы рассказывать о себе небылицы. Однако известно, что явление единорога издревле слыло в Китае предвестием прихода в мир великого мудреца. Впрочем, так считали не только китайцы, но и многие другие народы древности. Еще и в средневековой Европе чернокнижники давали советы любителям чудес, как ловить единорога, выставив на него в качестве приманки молодую девушку. Как бы то ни было, когда Чжэн Цезай пришло время рожать, она поселилась в указанной ей пещере на склоне Грязевой горы и там произвела на свет малыша. Древние хроники указывают даже точную дату этого события, 22 сентября 551 года до нашей эры, точно в день осеннего равноденствия. Разумеется, и на сей раз не обошлось без волшебства. Рассказывают, что при рождении великого учителя Китая окрестности огласила лившаяся с небес дивная музыка, и где-то в голубых высих неведомый голос изрек, небо, вняв твоим мольбам, дарует тебе мудрейшего из сынов человеческих. Еще говорят, что в тот день над крышей дома будущего мудреца резвилась пара драконов, а во двор дома вошли пятеро старцев. Правда, предание умалчивает, какие дары принесли эти китайские волхвы. Крестьяне в окрестностях грязевой горы еще и сегодня любят рассказывать истории о том, как птицы небесные обмахивали крылами новорожденного Конфуция, чтобы тот не страдал от жары, как звери защищали его от ядовитых гадов, а вода в ближайшем колодце вдруг стала бить фонтаном, чтобы мать смогла обмыть и напоить младенца. Действительность, без сомнения, была намного прозаичнее этих красивых рассказов. Жен-Цезай принесла Шулянхе счастье, но ей предстояло вернуться к мужу, чьи годы, если не месяцы, были уже сочтены, и, вероятно, жить в одном доме со смертельно уязвленными старшими супругами Шулянхе. На первых порах все было хорошо. Как полагается, отпраздновали рождение сына, и отец дал младенцу имя Цу, поскольку, согласно разъяснению сыма Цани, тот родился с продавленным теменем, отчего форма его головы напоминала очертания грязевого холма. По обычаю, ребенку дали и второе имя, Чжуни, что значит среднение. В жизни маленького Цу все переменилось, когда умер его отец. Будущему мудрецу в то время едва исполнилось два года. По неизвестной причине Чжэн Цэзай вместе с сыном спешно покинула дом Шулянхе. Возможно, она была вынуждена покинуть дом мужа и уехать из-за ревности двух первых жен Шулянхе. А может быть, она выполняла условия своего дикого брака и возвратилась к своим родственникам, надеясь к тому же получить от них поддержку. Во всяком случае, разрыв был полным, мать Конфуция даже не узнала, где похоронен ее муж. Скорее всего, жены Шулянхе сочли за благо полностью оградить себя от удачливой соперницы. Юная вдова поселилась в небольшом домике у юго-западного угла городской стены столицы Лу, Цуйфу. Там мальчик Цу из рода кунов и вступил в сознательную жизнь. В центре вселенной. С высоты сегодняшнего дня эпоха Конфуции видится такой глубокой, такой темной стариной, что мы почти не различаем или не придаем значения временам, ей предшествовавшим. А между тем, Конфуций имел за спиной опыт по меньшей мере полутора тысячелетнего развития самобытной цивилизации и был столь многим обязан достижением и уроком этого развития, что считал своим долгом не сочинять, а передавать будущим поколениям мудрость, обретенную в прошлом. Что же за мир окружал маленького Цу из рода кунов? Какое открывалось первому учителю Китая его любимая древность? Этот мир, казалось, и в самом деле окружал со всех сторон молодого жителя столицы Лу, как если бы он находился в самом центре вселенной. Ни Конфуций, ни кто-либо из его современников не допускал и мысли о том, что их родина могла быть не единственной и более того, не единственно возможной цивилизованной страной на свете. Мог ли кто-нибудь усомниться в этом, если вокруг нее простирались дикие, непригодные для обитания людей края, настоящие окраины, задворки мира? На севере – плоские и безводные степи, где зимой не было спасения от лютой стужи. На западе – раскаленные пустыни и заоблачные горы, словно венчавшие землю с небосводом. На юге – смрадные болота и непроходимые леса, полные хищных зверей и ядовитых гадов. А на востоке раскинулся без конца и без края великий океан, кишащий неведомыми чудовищами. Во всех этих пределах могли селиться разве что полулюди, подлые и невежественные варвары, существа с лицом человека и сердцем зверя. Древние китайцы так и различали другие народы по сторонам света, не слишком интересуясь, соответствует ли такое разделение действительности. На севере, по их представлениям, обитали жестокие и воинственные степники Ху. На западе – столь же злобные и коварные кочевые племена жунов, на юге – малорослые, по-птичьи говорящие мань, на востоке – варвары и, наиболее восприимчивые к благам цивилизации. Все эти варварские владения располагались, как воображали древние китайцы, на одном большом континенте, окруженном со всех сторон мировой пучиной. Приятно радующий глаз разнообразный рельеф с широкими долинами и холмами, реками, лесами и даже горами выгодно отличали ее от унылого однообразия варварских земель. Границы тогдашней Китайской Поднебесной были намного меньше нынешней территории Китая, они охватывали лишь равнину северной части страны. С глубокой древности в Китае сложились устойчивые образы отдельных элементов ландшафта, отобразившие отношения древних китайцев к окружающей их природе. Перечислим основные элементы этой топографии, почти в равной мере физической и духовной китайской цивилизации. Земля. В целом мире не найти народа более привязанного и более внимательного к земле, чем китайцы, самый многочисленный и едва ли не самый древний из всех земледельческих народов. Справедливо было бы сказать, что у китайцев не столько человек-мера вещей, сколько почва-мера человека. От плодородия почвы, богатство природы зависело, как верили в Китае, не только процветание местности, но и количество рождавшихся там талантливых и мудрых людей, считалось, что качество почвы, или по-китайски, дыхание земли, определяло нравы местных жителей. В китайском языке эпитет земляной обозначает все, что имеет отношение к родине, к местным особенностям культуры и народной жизни, фольклору, продуктам хозяйства, местным достопримечательностям. Сама же Земля воспринималась древними китайцами как бы в двух измерениях. С одной стороны, она есть плодоносящее материнское тело, живой организм со своей сложной сетью невидимых каналов, по которым циркулирует энергия мира. Таков космический лик Земли. С другой стороны, Земля, это возделанное поле, выступающее прообразом не раздолье и воле, а порядка и ухаженности. В аккуратной геометрии крестьянских полей осуществляется мироустроительная миссия власти. И у самой кромки поля, под холмиками безымянных могил покоятся усопшие предки, так что поле, дающее урожай и вместе с ним жизнь через смерть, служит еще и посредником между живыми и мертвыми. Таковы грани человеческого лика Земли. На деле перед нами, конечно, два профиля одного лика. Землеустроение есть не что иное, как устроение мира, сеть полей, прообраз небесной сети мироздания, пахота, подобие духовного подвига, произрастание семени, тайна человеческого самосовершенствования. Реки. Потоки вод и на поверхности суши, и подземные, образуют как бы кровеносную систему тела Матери-Земли. Они питают все живое. Но та же вода, вышедшая из берегов, подобно кровоточащей ране, несет изнеможение и смерть. Стало быть, задача мудрого состоит в регулировании течения вод. Пример подал Великий Юй, легендарный царь древности, укоротивший потоп и указавший всем рекам путь на земле. Высший подвиг для китайца – строительство дамб и каналов. И уже современники Конфуции делали это умело. Двойственная роль водной стихии, жизнетворной и смертоносной, с незапамятных времен воплощалась для обитателей Срединной страны в главной водной артерии Северного Китая, которая поначалу именовалась просто рекой, а позднее получила по цвету ее илистых вод название Хуанхэ, что значит «желтая река». Эта самая река, кормившая половину Поднебесной, каждый год угрожала людям катастрофическим разливом река как течение общественных событий. Такое сравнение нисколько не казалось китайцам натянутым. Управлять людьми, по китайским понятиям, все равно что управлять водным потоком. Не нужно прилагать усилий для того, чтобы заставить воду течь в том направлении, куда она стремится по своей природе. Но горе тому, кто попытается преградить ей путь. Горы. Островки высоких гор придают особый колорит преимущественно равнинной топографии Срединной страны. Эти гигантские пузыри Земли, пронзающие своими вершинами небеса, излучают тончайшую энергию мировых стихий. Обступая равнину с разных сторон, разрезая ее грядами на отдельные области, они напоминают о вселенской планиметрии, пять священных пиков символизируют стороны света и центр мира. Цепи гор поменьше устанавливают различия между западом и востоком, югом и севером. Но, пожалуй, в еще большей степени горы напоминают обитателям равнин о возможности иного ракурса, иной перспективы созерцания. Они позволяют людям взглянуть на свою жизнь со стороны, заново открыть мир. В таком случае не покажется случайностью тот факт, что в классической живописи Китая принята точка зрения наблюдателя, стоящего на вершине горы, все предметы изображены как бы с бесконечно большого расстояния издали и сверху. Еще ранее подобный способ созерцания отобразился в китайской поэзии. Ветер. Наименее материальный и наиболее духовный элемент топографии. И, кажется, наиболее интимный, ветер разносит запахи. В китайской традиции он есть вестник аромата древности и в этом качестве доносит веления мертвых до живых. А того же он является основой политики. Ветер, исходящий от правителя, пригибает народ траву и создает течение в общественной жизни. Существо общественного бытия как интимной публичности и публичной интимности, это ветер и потоп духовных устремлений людей. В широком же смысле вся земля, весь мир представляют собой комбинации веяний и течений, и знатоки этой науки ветров и вод. Фэн-шуй, издавна указывали в Китае место, благоприятное для погребения, строительство дома, рытья колодца и т.д. Живя в изоляции от других ранних очагов мировой культуры, древнейшие жители Среднекитайской равнины, а они появились там по меньшей мере за шесть тысячелетий до нашей эры, создали оригинальную цивилизацию со своим особым типом взаимоотношений человека и природы, прочным и цельным укладом жизни, устойчивыми культурными традициями. Эти люди были, как уже говорилось, прежде всего земледельцами, тысячами усвязанными с родной землей. За много веков до Конфуция они научились выращивать культурные злаки, чумизу, просо, пшеницу, а также рис, хотя тот во времена Конфуция был еще редким угощением и появлялся лишь на столах знатных людей. Не зная винограда, они готовили вино из зерна и добавляли в него ароматные травы. Они очень рано научились получать нить из кокона тутового шелкопряда и изготовлять из нее прочные и теплые шелковые ткани, которыми потом так восхищался весь мир. В те времена возделывать можно было только земли в долинах рек, поэтому крестьянам приходилось бережно ухаживать за каждым клочком своего поля. А зимой, когда поля отдыхали, их жены выделывали шелковую пряжу и с помощью травы индига красили ее в свой излюбленный темно-синий цвет. Задолго до Конфуция кончились времена, когда предки древних китайцев умели выделывать только каменные топоры, костяные ножи и глиняную посуду. Уже в начале два тысячелетия до нашей эры в Китае открыли секрет изготовления бронзы и с тех пор отливали из этого металла разные виды оружия, мечи, топоры, наконечники стрел, отдельные части боевых колесниц, но главное, сосуды разной формы, предназначавшиеся для жертвоприношения усопшим предкам. При Конфуции и бронзовые изделия уже проникли в быт простых людей, но одновременно появился гораздо более прочный металл – железо. Железные предметы были тогда еще в новинку, а литейщики и кузнецы, умевшие повелевать металлом, казались настоящими кудесниками. И все-таки железный век неумолимо надвигался, неся крутые перемены и в обществе, и в политике, и в культуре. На равнине Желтой реки поднялись сотни городов, обнесенных высокими стенами из утрамбованной земли. Порой они насчитывали по десятку и более тысяч жителей. Большие мастерские и целые кварталы, заселенные ремесленниками, монеты, отливавшиеся в виде ножа, лопаты и, наконец, более привычные для нас круглые монеты с дыркой, все это свидетельствует о высокоразвитой городской жизни, о превращении ремесла и торговли в заметную общественную силу. Еще за тысячу лет до Конфуции древние жители равнины Желтой реки изобрели собственный календарь, который не имел себе равных по всей Восточной Азии. Это был в своей основе лунный календарь, то есть начало каждого месяца совпадало в нем с новолунием, но он учитывал и движение Солнца, которое определяет смену времен года и, следовательно, годовой цикл земледельческих работ. В итоге этот календарь сводил в единый ритм движения светил на небе, годовой круговорот природы и хозяйственную деятельность людей. Так он стал убедительной иллюстрацией фундаментальной идеи китайской цивилизации, идеи взаимного соответствия, органического единства трех сил, трех начал мироздание, небо, земли человека. Вместе с календарем в Китае появилось другое великое изобретение – иероглифическая письменность. Последнее первоначально состояло из пиктограмм, то есть рисунков отдельных предметов. Но как быть, если возникала необходимость передать на письме отвлеченные понятия? С этой целью создавались комбинации пиктограмм, служившие иллюстрацией той или иной идеи, так называемые идеограммы. Например, сочетание знаков дерева и поднимающегося над ним Солнца получило значение «восток». Однако и этот прием оказался недостаточным. Со временем появились более сложные знаки, состоявшие из двух частей, одна указывала на класс предметов, к которому принадлежала обозначаемая вещь, другая представляла собой фонетическую запись соответствующего слова. Такие иероглифы составили в китайской письменности подавляющее большинство. Постепенно определились правила начертания знаков, хотя до полной их унификации в пределах всей Срединной страны было еще далеко. Во времена Конфуция не существовало традиционных для Китая письменных принадлежностей, бумаги, кисточек, туши. Письменные знаки вырезали или процарапывали резцом. Тут было не до красоты, от писца требовалось первым делом аккуратность. Уже появились книги, но грамотность все еще оставалась привилегией очень узкого слоя знатных людей и профессиональных писцов. В глазах древних обитателей Срединной страны их календарь и письменность могли служить очевидным доказательством превосходства над всеми прочими племенами, ведь те никогда не умели ни писать, ни вести по-своему счет времени. Но то были, конечно, далеко не единственные символы культурной общности древних китайцев. Не забудем, что эти люди населяли единую равнину, некий целостный географический район, и это способствовало и к тесному общению между собой. У них сложился единый хозяйственный уклад, а тот в свою очередь предопределил общность самых разных сторон быта, начиная с облика жилища, кончая годовым ритмом праздников. Условия жизни китайцев были настолько постоянны, что многие их старинные обычаи благополучно дожили до нашего времени. А в ту далекую эпоху древние китайцы, стремясь отличить себя от варваров, придавали особое значение манере одеваться и причесываться. Житель срединной страны должен был носить халат не такой длинный, чтобы он касался земли, и не такой короткий, чтобы были видны ноги, а главное, обязательно запахнутый направо. Другим признаком цивилизованности стал для них обычай собирать волосы в пучок и закалывать их шпилькой. Ходить с распущенными волосами и без шапки, сидеть вытянув ноги, а за едой не пользоваться палочками считалось среди них дикостью. И все-таки главным залогом единства обитателей Поднебесной были их общая память, общий исторический опыт. Предание, уходившее в незапамятные времена, гласило, что сначала, в золотой век человечества, Поднебесные управляли премудрые цари, а последний из них, великий Юй, тот самый, который укоротил всемирный потоп, положил начало династии Ся. Наверное, царство Ся никогда не существовало на свете. Но именно его название стало в эпоху Конфуции самоназванием древних китайцев. Что же касается сменившейся династии Инь, или Шан, то о ней имеется множество вполне документальных свидетельств. В период правления Инь, во двух тысячелетия до нашей эры, на равнине Желтой реки сложилось довольно сильное государство, державшее в подчинении десятки племен. Власть в нем безраздельно принадлежала царю. У Инь-ЦФ только царь, единственный из людей, как он себя называл, имел право обращаться к предкам, заступникам царства, карать и миловать, жаловать звания, затевать военные походы. Уже тогда иньские цари носили традиционный для верховных правителей в Китае титул вон. Их любимыми занятиями были охота, перы и войны с окружающими племенами. Захваченных в этих войнах пленников они обращали в рабство, а чаще приносили в жертву предкам. Пожалуй, самой примечательной чертой общественного строя Инь являлось почти полное совпадение семейно-клановой организации и государства. Отношения между людьми в семье и клане служили для Инь-ЦФ образцом иерархии в обществе и всего политического устройства. Собственно, иньское государство было ничем иным, как родовым телом иньского царя, включавшим в себя как живых, так и мертвых членов царского рода. Загробный мир у Инь-ЦФ был не просто отражением, а прямым продолжением земного мира. Богами были их предки, зи бывшие живые люди, причем положение и могущество каждого усопшего предка, как и человека, определялось его местом на родовом древе. Здесь надо искать причины любопытного переплетения двух, казалось бы, несовместимых сторон общественной жизни Инь-ЦФ, скрупулезной, педантичной регламентации поведения и приверженности к разным видам экстатического общения людей и богов, например, во сне, во время праздника или посредством многочисленных человеческих жертвоприношений. В поздний период правления Инь-Обе эти тенденции заметно усилились, и обнажившееся противоречие между ними повлекло за собой кризис и гибель иньской культуры. В конце XII века Инь-ЦФ были покорены племенем Чжоу, бывшим союзником и вассалом на западных рубежах их владений. Одержав военную победу над своими прежними господами, Чжоус-Цеи выказали себя прилежными учениками побежденных. Они переняли у Инь-ЦФ календарь и письменность, технику литья бронзы и строительство крепостей, вооружения и многие черты быта. Их предводитель тоже взял себе титул вана и получил власть над всеми обитателями поднебесного мира. Более того, Чжоусский государь считался посредником между небом и землей, средоточием мирового круговорота и поэтому носил звание сына неба. Чжоус-Цеи унаследовали и главную особенность иньского общества – неразрывную связь семьи и государства. Их первые правители ввели традицию пожалования царским родственникам знатных титулов и земельных владений в соответствии со степенью родства. Всего ими было учреждено более 50 уделов для родичей и еще несколько десятков для предводителей дружественных племен. Владельцам уделов присваивались знатные титулы пяти степеней. Самыми почетными считались звания Гуна и Хоу, а собирательным названием титулованной знати Чжоу стало словосочетание Чаж Хоу, что означает «все Хоу». Таковых в начале правления Чжоу было около двух сотен. Хотя владения Чаж Хоу были наследственными, право владеть ими передавалось только старшему сыну. Младшие же сыновья, основывавшие боковые ветви клана, получали титул рангом ниже, и через несколько поколений их потомки вообще выбывали из клана и переходили в разряд простолюдинов. Со временем в Чжоуском царстве возникла довольно значительная прослойка неимевших уделов и титулов отпрысков знатных семейств. Этот низший слой аристократов называли Ши. К числу Ши принадлежал отец Конфуция. Чжоу с Цей обладали гораздо более отчетливым сознанием своей общности, нежели их предшественники инь Цей, и сплачивали пирамиду Чжоуской аристократии отношения, которые вроде бы знакомы современным людям, а на деле малопонятны и даже чужды им, отношения обмена дарами. Надо сказать, что институт дарения и дарообмена – один из важнейших в архаических обществах, в позднейшей же эпохе человеческой истории он играл скорее декоративную роль. Обмен дарами для древних людей не был, конечно, обычной сделкой. Он прежде всего удостоверял социальный кредит человека, его положение в обществе. Он устанавливал, кто старший и кто младший, кто господин, а кто слуга. Одаривая слугу, господин являл свою милость, слуга же в благодарность за оказанное благодеяние должен доказать свою преданность господину, служить ему не щадя живота своего. В древнекитайской книге записки о ритуале читаем «Коле обогатится простолюдин, то пусть подарит он свое богатство главе семьи. Коле обогатится служилый человек, то пусть преподнесет он свое богатство господину». Пожаловать удел в Чжоузском обществе вовсе не означало одарить подчиненного богатством. По этому поводу обычно дарились мелкие, имевшие чисто символическое значение предметы, вроде набедренной повязки, морских раковин, подвесок, поясов, бунчуков и непременно жертвенные сосуды, на которые наносили надписи, удостоверявшие акт дарения. Вырезали эти надписи на внутренних стенках сосуда, ведь они были обращены не столько к живым, сколько к усопшим. Жалу и удел, вручали и символизировавший его кусок земли. В любом случае господину полагалось всячески выказать свою щедрость. Нередко он давал больше, чем получал от подвластных ему людей. В идеале, согласно представлениям Чжоуз-ЦФ, все богатства Поднебесной должны были стекаться к вану, а тому следовало распределять их в соответствии с рангом каждого его поданного. В Чжоузском обществе, таким образом, знатность предопределяла достаток человека, каждый мог иметь ровно столько, сколько ему было указано, и вести только такой образ жизни, который был предписан ему этикетом. Впрочем, это не значит, что в ту эпоху люди более знатные были обязательно богаче менее знатных. Для владетельной знати слава и почет были важнее всех сокровищ мира. Чжоузский аристократ более всего заботился о своем престиже. Ему приходилось неустанно подтверждать свою личную доблесть и перед богами, и перед людьми. Эта потребность соответствовать званию пронизывала все мировоззрение Чжоуз-ЦФ и оправдывала в их глазах самое существование династии. Первые Чжоузские цари утверждали, что небо вручило им власть за их личные добродетели и добродетели их предков, а династию Инь постигла справедливая кара за то, что ее последние правители ожесточились сердцем и погрязли в пьянстве, распутстве и прочих пороках. Небо для Чжоуз-ЦФ, некий высший судья, оно награждает достойных и карает злодеев. Но это означало, что благосклонность небес вовсе не была обеспечена Чжоузскому дому на все времена, что расцвет и упадок царств – дело рук самих людей и что милости неба следовало добиваться и постоянно подтверждать успешным правлением. Новый взгляд Чжоуз-ЦФ на отношения между людьми и небесными силами имел далеко идущие последствия. В частности, он привел к тому, что религия у Чжоуз-ЦФ стала уступать место этике, и священные мифы древности понемногу преобразились в назидательную хронику исторических событий. С легкой руки придворных песцов Чжоузского царства, создателей первых канонических книг Китая, древние боги стали персонажами человеческой истории, правителями, сановниками, добродетельными отшельниками, полководцами, тиранами и прочь. Чжоузские книжники, в противоположность историкам Древней Греции, не делали различия между историей и преданием, они считали исторической истиной то, о чем сообщали записи древних. Они знали как раз то, о чем никто не мог помнить. Та же мировоззренческая посылка отображена в словах известного конфуцианского ученого XI века Чжан Цезая, который говорил, «Мое я имеет пределы, но сердце пребывает за пределами наличного». Но если сознание бесконечно превосходит человеческую субъективность, то и все формы опыта, превосходящие «Мое я», сны, видение, фантазии, столь же реальны и даже, может быть более реальны, чем знания, которым мы обладаем, находясь в здравом уме и трезвой памяти. Об этом странном слиянии фантастики и обыденности, которая порождает назидательный смысл в речи, свидетельствует исторический труд Сыма Цани, который открывается буквально следующими словами. Хуан Ди, потомок Шиадянь, носил фамилию Гун Сунь, имя Сюань Юань. От рождения он обладал необычайными способностями, в младенчестве умел говорить, в детстве был смышлен, в отрочестве – прозорлив, остав совершеннолетним, отличался недюжинным умом. В то время Чаш Хоу погрязли в усобицах и терзали народ. Сюань Юань стал упражняться в искусстве владения копьем и щитом, чтобы покарать тех, кто не являлся с дарами, и тогда же Чаш Хоу прибыли ко двору с изъявлением покорности и так далее. Даже не верится, что перед нами рассказ о первопредке жителей Срединной страны, о первом человеке на земле. Все как нельзя более просто, понятно и даже буднично. Остается только недоумевать, какие предки могли быть у прародителей человечества. А в остальном не дать не взять, картинка из жизни джоуских времен. Итак, джоусской традицией религия обернулась этикой, человек в ней как бы заслонил собой богов. Акцент на моральной и совершенно беспристрастной воле неба сделал очень важным для джоусцеев понятие народа, что можно заметить уже по процитированному фрагменту книги Сыма Цани. Народ в чужоуских источниках объявляется глашатаем воли неба, и забота о нем ставится даже прежде заботы о духах. Ничего удивительного, анонимно всеобщее чувство народа казалось древним китайцам самым достоверным проявлением верховной справедливости небес. Идея главенства неба в Китае не воспитывала религиозной нетерпимости. Она допускала существование целой иерархии божеств, семейных, общинных, богов природных стихий и прочь. Если в официальной историографии чжо у места прежних богов заняли доблестные чиновники, сохранились даже рассказы о чиновниках, которые вступают в схватку с местными божествами и побеждают их, то в фольклоре древних китайцев те же самые чиновники сами выступали в роли божеств, им строили храмы, их молили о защите и покровительстве, устраивали в их честь празднества и тому подобное человеческое и божественное по-прежнему находились в неразрывном единстве. Разве что поменялись местами, боги словно спустились на землю, а человек, осознавший свою мировую ответственность, свою нравственную природу, вознесся над миром духов. Со временем небо в представлениях чжо Усцеев все более теряло присущие ему когда-то личностные черты первопредка и превращалось во всеобщий порядок движения и развития всего сущего, порядок одновременно космический и нравственный. Смысл жизни для древних китайцев заключался в поддержании правильных отношений человека с космосом, в умении всегда соответствовать движению мира. Они ждали не откровения, а благоприятного момента. Аристократическая этика престижа оказала двоякое воздействие на чжо узкое общество. Подогреваемая им потребность соперничать в добродетели развивала в чжо узкой знати чувство общности. Не случайно именно в то время появилось само название «Срединное государство». Но та же борьба за престиж способствовала распространению междоусобиц среди знатного сословия. Довольно скоро идеальное отношение господина и слуги, предполагаемые институтом дарения, превратились в недостижимую мечту, нравственный идеал, формальность. Власть чжо узких правителей над владетельными аристократами неуклонно ослабевала и спустя три столетия стала, по существу, чисто номинальной. Одновременно многие владельцы мелких уделов были вынуждены отказаться от пожалованных им земель в пользу более сильных соседей. В 771 году Н.Ш.Р. Чжо узкий двор, не имея сил отразить натиск варварских племен Запада, перенес свою ставку на восток, в город Лон. Это событие положило начало новой эпохи китайской истории. По традиции ее именуют эпохой Лего, обособленных царств или эпохой Чуньсу, буквально весен и осеней, по названию хроники, которая велась тогда в царстве Лу. Теперь для Срединного мира Чжо узциев наступили времена раздробленности и раздоров. Равнина Желтой реки превратилась в арену неумолимо обострявшегося противоборства почти двух десятков самостоятельных царств, среди которых тонн задавали несколько наиболее крупных уделов. В первой половине VII века до н.э. главенствующая роль в делах Поднебесной принадлежала царству Ци, расположенному на восточной окраине Чжо узкой Айкумены. Позднее усилилось царство Цезинь, северный сосед владений Чжо узкого Вана. А постоянным соперником Цезинь стало могущественное южное царство Чжо, которому, впрочем, жители северных уделов отказывали вправе зваться Срединным, ибо считали его полуварварским. Вот эти три царства Ци, Цезинь и Чжо, и вели нескончаемую борьбу за первенство в Поднебесной. Позже к ним добавилось еще одно полуварварское южное царство. А в середине Срединного мира находилось несколько сравнительно мелких и слабых уделов. Их правители преследовали более скромную цель – сохранить свой удел или на худой конец свою жизнь в этой безжалостной борьбе за выживание. Правда, ни одно царство не располагало ни военной силой, ни дипломатическими средствами, которые могли бы принести ему власть над всем Срединным миром. Ни одно из них не обладало и достаточным авторитетом для того, чтобы открыто бросить вызов Чжо узкой династии. Их властителям приходилось рассчитывать лишь названия гегемонов, ба, навязывающих свою волю силой. В целом же политическая обстановка в эпоху обособленных царств определялась более или менее устойчивым равновесием сил противоборствующих сторон, причем самые честолюбивые правители были вынуждены выдавать свое стремление первенствовать в целом свете за заботу о восстановлении власти Чжо узких ванов. Не единожды правители царств заключали между собой мирные договоры, клялись именем предков и всех духов, принимающих жертвы, быть верными своему слову и любить друг друга, ведь как-никак они приходились друг другу родичами, а потом при случае с легкостью нарушали собственные клятвы, и распри между ними разгорались пуще прежнего. Впрочем, в большинстве царств законные правители и сами оказались не у дел. Их оттеснили от власти местные могущественные кланы, наследственно закрепившие за собой должности придворных советников. Такой была эпоха Конфуция, время лицемерных деклараций и неуклонно нараставшего разочарования, время явственно обозначившихся предвестий небывалых потрясений. Но если для верхушки знатного сословия заветы отцов Чжоуского государства были больше обузы или прикрытием для осуществления корыстных замыслов, то низы аристократии обособленных царств, служилые люди из разряда Ши, могли воспринимать наследие царей Чжоу со всей серьезностью. Этим людям, столь преданным своему честному имени и памяти о доблестных предках, была близка и понятна мечта о самоотречении ради доброй славы. Голос Ши звучал особенно громко на исторической сцене той эпохи, и именно руками Ши строилось здание будущей цивилизации Срединной империи. Дипломатия и воинское искусство, хозяйство и словесность, наука и мораль, кажется, не было области жизни, где Ши не выступали бы одновременно в роли и знатоков, и мастеров, и законодателей мод. Имели Ши и свой образ идеального человека, так называемого Цзюньцзы, что значит сын правителя, или, в более вольном толковании, младший господин. Весьма точное определение места, которое Ши занимали в Чжоуском обществе. Быть преданным старшему, такова была их главная добродетель. Если вкушал пищу этой семьи, должно разделить и участь этой семьи, гласила первая заповедь Ши, и то были не просто слова. К примеру, служилый человек мог отправиться на плаху вместо своего господина, приговоренного к смертной казни, а потом поминальную табличку с его именем держали на домашнем алтаре его патрона, как если бы он был членом семьи. Другая отличительная черта – общественные позиции Ши соперничества за престиж во всех возможных формах. И первым делом, конечно, на поле боя. Война была профессией Ши, а воевали в ту эпоху на боевых колесницах. Об аристократе, достигшем зрелости, говорили, он уже способен управлять колесницей. Сражаться, на языке чжоуских служилых людей, означало играться, демонстрировать свою удаль, хладнокровно принимать смерть, а при случае и великодушно дарить жизнь противнику. Цезиньский аристократ во время битвы с войском царства Чу не единожды оказывается у колесницы чужского правителя и всякий раз, сняв шлем, учтиво ему кланяется за что, не сходя с места, получает в дар от царственного противника золотые слитки. В другой битве колесница цезиньского аристократа застревает в яме, и чужские воины, не желая воспользоваться беспомощностью неприятеля, любезно помогают ему выбраться из ямы, подав колесницу назад. В ответ хозяин колесницы, спасая лицо, бросает непрошенным помощникам, в отличие от поданных вашего великого царства нас не учили искусству отступать в сражении. Подобные истории о рыцарском поведении воинов исчислаши были тогда о всех на устах. Но они были, конечно, не единственными в своем роде. Множество рассказов повествует о том, как талантливейшие из служилых людей блистали остроумием на дворцовых аудиенциях и дипломатических переговорах, мастерски плели политические интриги. Сословные интересы служилых людей без труда узнаются в популярных легендах о добродетельных мужах древности, не пожелавших даже под угрозой смерти пойти на службу к неправедному государю. Впрочем, безупречное самообладание, которое воспитывали в себе ши, сделало их столь же галантными, сколь и беспощадными. Одно было оборотной стороной другого. Те, кто проигрывал в играх чести и, стало быть, терял лицо, могли надеяться только на милость победителей и должны были благодарить судьбу, если их оставляли в живых. Ни титулы, ни заслуги в расчет не принимались. Правителям побежденных царств, чтобы сохранить жизнь, полагалось явиться к победителям, неся на спине гроб в знак готовности умереть. Традиции служилых людей подготовили приход Конфуция, сделали его знаменитым и авторитетным учителем. Благодаря же Конфуце ее они обрели новое звучание, новое качество. Конфуций не просто передавал былое. Он преобразил его. Детство и отрочество. Ясно, что рассказы о разных чудесах, которыми ознаменовалось рождение будущего учителя Куна, дань позднейших поколений его славе и авторитету. Но есть все основания полагать, что появление на свет маленького Цу из рода Кунов не прошло незамеченным в округе. Брак 70-летнего старика и 16-летней девушки сам по себе давал пищу для пересудов. Но рождение в такой семье сына после того, как его отец родил 9 дочерей и одного калеку, было событием почти легендарным. Более того, малыш цуявился на свет с каким-то странным продавленным теменем, явно предвещавшим ему необыкновенную судьбу. Во времена, когда жители срединной страны не могли представить себе великого человека с заурядным обликом, когда старинные предания наперебой сообщали им о мудрецах седой древности, наделенных то двойными зрачками и пятицветными бровями, то пастью лошади или печенью величиной с кулак, такая примета значила очень много. Всяческие телесные аномалии имели в глазах современников Конфуции тем больший смысл от того, что их безмолвствующее небо, не выбиравшее себе пророков, сообщало людям о своей воле посредством всевозможных знамений. Надо думать, молва о диком браке старого воина с молоденькой девицей очень быстро достигла столицы царства Лу, и молодая вдова невольно привлекла к себе всеобщее внимание. Вероятно, нашлись влиятельные лица, которые благосклонно присматривались к сыну скромной молодой женщины и, заметив у него недюжинные способности, позаботились о том, чтобы дать ему образование, а со временем и представить двору. Во всяком случае, маленький Цу получил возможность учиться, хотя жилось ему нелегко, и он рано узнал, что такое нужда и тяжелый труд по дому. Об этом мы уже знаем со слов самого Конфуция. Много лет спустя, уже став знаменитым ученым, он скажет, в молодости я терпел лишения. И добавит с добродушной иронией человека, умудренного жизнью, наверное, поэтому я способен к разной черной работе. Но должен ли мудрый быть мастером на все руки? Вовсе нет. Позднее сына Цэйянь, говоря о молодых годах учителя Куна, напишет, что тот терпел лишения и был беден. Суждение, ничуть не принижавшее Конфуция в глазах потомков, ведь истинно муж и бедность и лишение были верной порукой его славы. Недаром с древности выражение был беден и терпел лишения стало привычным клише в биографиях достойных мужей Китая. Часто бывает так, что нужда и обиды, пережитые в детстве, отнимают у человека веру в добро, прививают ему злобу и мстительность. С Конфуцием вышло наоборот. Тяготы детских лет только обострили в нем нравственное чувство. Конфуций был совершенно прав, когда намекал неведомому собеседнику, что многим обязан своим детским переживанием, без маленького увольничжуни, рано и остро осознавшего горькую участь своей матери и свое бессилие, не было бы великого учителя Куна, собственным примером показавшего, что человек даже в самую тяжелую минуту может оставаться человеком. Мы ничего не знаем о том, как прошли первые годы жизни Кунцу в столице Лу. Ведь тогда он был всего лишь мальчиком из бедной семьи. Когда же он стал учителем Куном, его детство уже никого не интересовало. Но нет сомнения, он был мальчиком приметным даже в многолюдном столичном городе. Многих он изумлял уже своей неординарной внешностью, странности которой далеко не исчерпывались вмятиной на темени. От рождения крупный и сильный ребенок, он рос быстрее сверстников и в зрелые годы отличался необычайно высоким ростом и грузным телосложением. Много необычного было и в его лице, массивный лоб, чересчур длинные уши, вздернутая верхняя губа, выпученные, кажется, чуть белесые глаза. Все это давало бы современникам достаточно поводов считать Су из рода Кунов редкостным уродцем, если бы не его прирожденная грация и привитые с детства хорошие манеры. Примечательно, что на страницах бесед и суждений ученики Конфуция охотно воздают хвалу добродетели, учености и манерам учителя, но ни разу не упоминают о его внешности. Судя по всему, каноном красоты, принятым в тогдашнем обществе, Конфуции вправду не очень соответствовал. Первые в своей жизни наставления маленький Цу получил от матушки, что, к слову сказать, и предписывалось обычаям. В Китае даже ходила древняя легенда о том, что мать-основоположника Чжоуской династии начала воспитывать своего сына, когда тот находился еще в ее чреве. Джен Цезай была, конечно, обыкновенной земной женщиной и к тому же очень юной, но с ролью наставницы она справилась превосходно. Ей удалось привить сыну скромность, терпение, выдержку, вкус к безукоризненной аккуратности. Без сомнения, она не позволяла маленькому Цу забыть, что он принадлежит к славному роду и не может даже в мелочах уронить честь и достоинство предков. Вера в свое высокое предназначение не только поддерживала Конфуция в трудные для него юные годы, но и учила его черпать силы в тяготах и лишениях, извлекать пользу даже из необходимости заниматься черной работой. Если Конфуций снискал славу первого мудреца Китая, то прежде всего потому, что он первым в китайской истории показал, как трудолюбие, честность и талант открывают дорогу к успеху. Да и что есть мудрость, как неумение обратить себе во благо даже самые неблагоприятные обстоятельства. Если верить преданию, серьезность маленького Цу была не менее необыкновенной, чем его внешность. Его не забавляли ни глиняные свистульки, ни палки-скакалки, ни даже шумные подражания баталиям взрослых, это излюбленное развлечение мальчишек во все времена. Уже в столь нежном возрасте он умудрялся соединять детскую игру с учением. Больше всего он любил играть в обряд жертвоприношения предкам, расставляя на игрушечном алтаре дощечки, которые служили ему поминальными табличками прощуров и черепки, заменявшие жертвенные сосуды. Конечно, он старался сделать все как у взрослых, нечетное число черепков, сосуды для питья, четное блюдо для еды. Вместо вина в черепках налита вода, вместо мяса – кусочки глины. А столичная жизнь в избытке преподавала ему уроки ритуального благочестия. То проедет по улицам погребальная колесница, сопровождаемая толпой завывающих родственников умершего, то под грохот барабанов и веселые крики пройдет мимо свадебная процессия, то в богато украшенных колесницах подъедут к воротам царского дворца иноземные послы в развивающихся шелковых одеждах, то стремглав промчится по улице кавалькада всадников, сопровождающих царского гонца, а еще народные праздники, когда люди собираются на шумные пиры, смотрят, как танцуют шаманы в масках духов и косматых зверей. Но прежде всего кунцу привлекали большие царские жертвоприношения земле, солнцу и всяческим духам. Тут уж кунцу не упускал случая подсмотреть всю церемонию от начала до конца. Вот сам государь ведет на веревке рыжего жертвенного быка, а за ним в почтительном поклоне идут его советники. Вот гадатели рассматривают шерсть жертвенного животного, определяя, будет ли угодно жертва духом. Падают на колени степенные сановники, к быку, держа в руке нож с колокольчиками, подходит царский мясник и вот гадатели уносят в глубину храма жертвенную чашу, чтобы, как говорится, явить взору шерсти кровь. Государь возносит молитву, его советники недвижно стоят на коленях, а теперь танцоры в диковинных одеждах исполняют перед алтарем старинную пляску. Кунцу был готов с утра до вечера глазеть на эти торжественные церемонии, исполненные благолепия и величавой сдержанности. Перед ним открывался мир удивительных и волнующих вещей, большие колесницы с яркими шелковыми лентами, толпа служилых людей в парадных одеяниях, холеные лошади, древние топоры и пики, звон гонгов и гул барабанов поистине, очарование ритуала, это очарование самих вещей, переставших быть только орудиями и предметами, но вдруг обретших самостоятельную, феерически загадочную жизнь. В рассказе о том, как маленький Цу, забавляясь своими игрушечными сосудами, готовил себя к роли главы семейства и законного наследника предков, сквозит умилительная нота. Ведь нечасто бывает, чтобы ребенок всерьез интересовался таким скучным и непонятным ему делом, как торжественное жертвоприношение духом. Для многих поколений почитателей Конфуция тут был повод лишний раз убедиться в правоте древней формулы, велик учитель Кун. Но современного биографа в этой истории первым делом привлечет, наверное, мотив постоянства, внутренней преемственности в жизни учителя десяти тысяч поколений. Мальчик Цу уже разделяет устремления взрослого учителя Куна. Оба принадлежат жизни, где и впрямь нет места каким бы то ни было колебаниям, переломом, разрывом с прошлым. Эта жизнь должна быть прожита цельным куском, одним усилием воли, на одном дыхании. Она подобна кропотливому, последовательному врастанию в вечно живое тело родовой, народной жизни. Одно дыхание, свободное, органичное, но и безошибочно свое, таков секрет единой нити, которая, как намекнул однажды Конфуций, пронизывала и связывала воедино его мысли. Нет нужды искать и тем более придумывать себе свое жизненное дыхание, достаточно дать ему проявиться. По-детски вольная игра воображение и мудрость вслушивания, взов сердца, вот начало и конец, альфа и омега жизненного пути Конфуция. И это был также путь от внешнего подражательства к внутренней честности перед самим собой. Путь самопознания. Детские игры Конфуция примечательны тем, что в них соединялись мир фантазии и серьезнейшая действительность. Мы знаем теперь, что подобное единение делает возможным самое существование человеческой культуры. И держится оно доверием к человеку как мыслящему и творческому существу. Конфуций завещал своим последователям хранить постоянство пути. Секрет успехов Конфуция, ставший явным еще в детские годы, обезоруживающий бесхитростен, маленький Цу прилежный искренне исполнял то, что предписывалось делать обычаем. Нет ничего естественнее интереса ребенка к неизведанной, полной загадок жизни, которая перейдет к нему по наследству от взрослых. Но этот интерес не мог быть удовлетворен только детской игрой. Он столь же естественно перерастал в желание познать смысл этой жизни. Любовь к древности с неизбежностью воспитывала потребность учиться. Но мало отметить за Конфуцием неутолимую жажду познания. Важно понять, что учеба началась для Цу задолго до того, как он выучил первый иероглиф или выслушал первый совет учителя. Его ученость вырастала из чистой игры жизненных сил и была обращена к этой игре. Слияние учения и жизни, сознательной воли и непроизвольного переживания и есть высшая ступень человеческого совершенствования по Конфуциию. Жизнь начиналась с учения и им же завершалась. А отвлеченная книжная ученость – дело второстепенное, производное от поведения и мыслей, завершающий штрих к избранному человеком пути в жизни. Об этом, все заветы Конфуция, столь же незатейливые, сколи трудновыполнимые. В кругу семьи почитай родителей. Вне семьи почитай старших. Будь честен и милостив с людьми, возлюби добро. Если соблюдая эти правила, ты еще будешь иметь досуг, используй его для учения. Учеба великого учителя Китая началась задолго до школьных занятий не только в смысле школы жизни. Начало ей положили уже рассказы и поучения матери, дававшие мальчику пищу для его необычных игр. Надо сказать, что с тех пор, как в древнем Китае мифы первобытной эпохи приняли облик исторических сказаний, а религия превратилась в начала этики и этикета, китайские мамы не рассказывали своим малышам сказок. В китайском фольклоре место сказок заняли всевозможные назидательные истории о людях ушедших времен. Конечно, в этих историях тоже могли случаться чудеса, но они были все-таки не сказками с их волшебным миром, а былью, правдивым повествованием. Действие в них происходило не где-нибудь в Тридесятом царстве, а в реально существующем месте, и действовали в них не фантастические существа, а самые обыкновенные люди, исторические лица, которые могли бы послужить для потомков нравоучительными образцами. Наверное, матушка Кунцу не только разъясняла сыну простейшие правила хорошего тона, распорядок и значения семейных обрядов, но и рассказывала ему о его доблестных предках и великих героях древности, о змееподобном императоре Фуси и его сестре Ньюева, сотворивших род людской и давших своим детям символы вселенского пути, о царе Шень-нуне, первом пахаре на земле, о мудрых царях Яа и Шуне, об укротителе потопа Юи, о славных основателях династий, один из которых дал жизни первому из рода кунов. В те времена, передавала Чжен-Цезай сыну то, что слышала от других, люди жили как одна семья, все были довольны и счастливы. Молодые люди трудились в свое удовольствие, старики безмятежно доживали свой век, вдовы и сироты не ведали, что такое голод и холод. Тогда не было безвременных смертей. Не было ни воров, ни разбойников. Не было даже дурных мыслей. Люди не запирали своих домов и не подбирали вещи, оброненные путниками на дорогах. Но устные предания в эпоху Конфуция были уже не более чем осколками древней мифологии, вытесненными на обочину традиции, и рассказывали их чаще безграмотные простолюдины. Для знатного же юноши знакомство с ними было только предверием настоящей учебы, изучения писанных канонов и разных государственных документов, ибо в Чжоуском Китае грамотность была привилегией правящих верхов, и учащийся с самого начала готовился к карьере служилого человека, чиновника, военачальника, царедворца. Во всяком случае, государственная служба испокон века считалась в Китае единственно достойным грамотного человека делом. Уже в Чжоускую эпоху появились первые публичные школы, и это новшество, кажется, можно поставить в один ряд с другими великими изобретениями китайцев вроде компаса, бумаги, пороха или экзаменов начин. Такие школы, и не одна, были и в Цуэфу. В них отдавали мальчиков из знатных семей 7-8 лет от роду. Плата за обучение зависела от достатка в семье. Вероятно, посещал школу и маленький кунцу, хотя, как ни странно, в зрелые годы он не любил говорить о своем учителе и годах учебы. Возможно, он не находил тут предмета для серьезного разговора, да и учебы у именитого учителя он, конечно, похвастать не мог. Правда, в некоторых позднейших источниках сообщается, что учителем Конфуция был человек по фамилии Янь, весьма распространенный вул, и что этот учитель Янь был каким-то небольшим начальником. Проверить достоверность этого известия невозможно. Но кто бы ни был учителем кунцу, он, конечно, первым делом рассказывал, как нужно вести себя воспитанному мальчику. «Су», — говорил он, — «всегда слушайся родителей и не выезжай из дома без их ведома, покидая же родительский кров по делам, говори матери, когда вернешься. Разговаривая со старшими, не произноси слова, старый, чтобы не напоминать им об их преклонном возрасте. Не сиди на середине циновки и в юго-западном углу комнаты, это неприлично при живых родителях. Слушая старших, стой прямо, не наклоняя голову. Когда ты вместе со старшими обозреваешь окрестности с вершины холма, смотри туда, куда смотрит старшая. Неся вещь двумя руками, держи ее у груди. Если тебе доведется нести вещь правителя, подними руки выше груди, вещи старших чиновников носят на уровне груди, а вещи людей, не имеющих заслуг, у пояса, а вот как нужно вести себя за едой. От старшего каждое блюдо принимай с поклоном и не ешь быстрее других, не скатывай рис в комочки, не хрусти костями и не бросай кости собакам, не ковыряй просяную кашу палочками и не пей подливку, если старший дал тебе плод и в нем есть косточка, не выбрасывая ее, простолюдину дыню полагается давать целый, низшему чиновнику, разрезанный пополам, старшему чиновнику, разрезанный на четыре части, а если доведется подносить дыню правителю, каждый кусочек следует покрыть тонким шелком, запомни, после сильных дождей не подноси старшим рыбу или черепаху. Вареную пищу подноси вместе с приправами. Пленника дари, держа его за правый рукав, а когда даришь собаку, придерживай ее левой рукой, поднося в подарок шелк, иди мелкими шажками, а лицом своим выражай, как говорится, томительное беспокойство. Поднося в подарок драгоценную яшму, иди медленно, не отрывая пяток от земли. Маленький Цу слушал, затаив дыхание, стараясь не упустить ни слова. Он узнавал десятки и сотни правил поведения на все случаи жизни, и все их нужно было крепко запомнить и в точности выполнять. А наставлением учителя, казалось, не будет конца. Когда беседуешь с чужеземцем, называя его страну, великим царством, а свою собственную, ничтожным царством, а еще можно говорить, захолустный край. Умей выбирать слова в разговоре. К примеру, государь называет свою жену, супруга, а жена сама себя называет от раковица, поданные государи называют ее, супруга государя, а перед посланниками из других стран государы не называет себя, недостойный малый государь. А еще требовалось знать, как вести разговор. Обращаясь к государю, говори о государственных делах. В беседе с человеком служилым говори о службе государю. В разговоре со старшими веди речь о воспитании и юношества, а беседуя с молодыми людьми, говори о сыновнем долге. И, конечно, важно было знать, как нужно говорить с разными людьми. Когда будешь говорить с чиновником, в начале разговора смотри ему в лицо, чтобы узнать, расположен ли он слушать тебя. В беседе смотри ему в грудь, выражая этим доверие к собеседнику. А опуская глаза, ты показываешь свое почтение. В конце же разговора вновь посмотри ему в лицо, чтобы узнать, каково его впечатление от беседы. Порядок сей неизменен, помни о нем всегда. Но еще важнее всех тонкостей вежливой беседы было для юного кунцу и его сверстников знания грамоты. Изучение иероглифической письменности и в современном Китае – дело не из легких, а в те времена и подавно трудное. Иероглифические знаки в эпоху Конфуция были намного сложнее нынешних, не существовало еще единых правил начертания, не было ни прописей, ни книг для чтения, ни букварей. День за днем ученики царапали на деревянных дощечках затейливые письмена, о значении которых они нередко могли только догадываться. Чтобы выучить самые употребительные знаки, требовалось по меньшей мере несколько лет ежедневных занятий. В действительности же письменность и литературные памятники того времени таили в себе столько тайн, что умение толковать тексты давалось очень немногим. Во всяком случае Конфуций считал, что всерьез начал учиться лишь с 15 лет, и не переставал учиться до самой смерти. Наряду с письмом в школах Чжоуской эпохи обучали основам счета. Кроме того, в школьную программу молодых аристократов входило обучение важнейшим обрядам, жертвоприношений предкам, призывания душ усопших, изгнания злых духов и прочь. Учащимся следовало заучить как жесты, из которых складывались эти ритуалы, так и слова всякого рода молитв и заклинаний. Огромное значение придавалось и знанию правильных отношений между людьми, правителем и поданным, отцом и сыном, мужем и женой, а также друзьями. Наконец, в школах Чжоуского Китая обучали пению, игре на музыкальных инструментах и, конечно, воинскому искусству, каждый аристократ был просто обязан хорошо стрелять из лука и править боевой колесницей. Письмо, счет, ритуалы, музыка, стрельба из лука и изда на боевой колеснице составляли традиционные шесть искусств, преподававшихся в школах Чжоу-Сцеев. Таков был круг предметов, которыми надлежало овладеть маленькому кунцу. Но, кажется, не все из них он изучал с одинаковым рвением. Известно, что он не питал симпатии к военному делу и даже став отличным стрелком из лука, сохранил стойкую неприязнь к демонстрации воинских доблестей. Известно, что он хорошо освоил искусство управления боевой колесницей, но к своей славе искусного возницы относился с добродушной насмешкой. С детства кунцу уверовал в традиционный Чжоуский идеал управления посредством добродетелей и охотнее всего предавался изучению этикета, обрядов и словесности, которую Чжоу-Сцеи ставили на одну доску со священными ритуалами, ибо для них письмо, будучи изначально изъявлением воли богов-предков, было не менее действенным атрибутом власти, чем те же ритуалы. Тому, кто в те времена хотел стать эрудитом, не приходилось днями просиживать в библиотеках, роясь в толстых фолиантах. Ни библиотек, ни даже книг в собственном смысле слова тогда еще не существовало. Книги того времени представляли собой связки бамбуковых планок, прошитых кожаными шнурками. Они были громоздки и неудобны в обращении, а их страницы планки часто терялись. Еще не сложился свод канонических сочинений, не получили окончательной редакции и тексты отдельных канонов. Первые собрания текстов в Китае составили записи о деяниях великих царей древности, первопредков и устроителей мироздания, культурных героев. Само слово «канон», существовавшее с эпохи инь, графически обозначало планки для письма, водруженные на высокий столик, то есть высокочтимые записи. Имелась и своя закономерность в том, что первым каноном китайцев стали ничем не примечательные записи о царствовании прежних правителей, ведь религия богов-предков преображала миф в историю и требовала верить, что суд истории – это суд самого неба. Ко времени Конфуция такие записи составили так называемую книгу документов, Шуцзин. Эту книгу и предстояло выучить в первую очередь молодым джоузским аристократам. С каким трепетом юный кунцу впервые взял из рук учителя связку вытертых, потемневших от времени дощечек, развернул ее и погрузился в чтение выстроившихся ажурными столбиками письмен, знак за знаком, строка за строкой. Ему уже доводилось слышать о великих свершениях тех, чьи имена навечно врезались в эти легкие планки. Теперь, замирая от восторга и внезапно нахлынувшей робости, он как будто заново открывал для себя прекрасный мир древних. Вот Канон Я. Повествование о первом властелине Поднебесной, добродетельнейшем из царей. Кажется, он уже много-много раз читал эти слова, и теперь они возвращались к нему, словно памятный с детства напев. Я звали Фан Сюнь. Он был благочестив, умен, воспитан и сдержан, и был он таков, не совершая насилия над собой. Он со всей искренностью вел себя добропорядочно и никому не причинял огорчений. Сияние его добродетели достигало всех четырех краев земли и проницало небеса. Он выделял способных и добродетельных и взрастил взаимную любовь среди всех своих родственников до девятого колена. Он также водворил мир и порядок в своих владениях. Еще он привел к единству все десять тысяч уделов, так что черноголовые вкусили от плодов благого правления. А следом шли записи о преемнике Я о царе Шуне, которому Яне в пример властолюбивым тиранам позднейших времен добровольно уступил престол, сочтя его мужем более достойным, чем он сам. По своей натуре Шунь в точности походил на прежнего государя, он был покоен, учтив и мудр. Он был добр и великодушен, всегда и во всем честен. О его непревзойденных добродетелях прослышал царствовавший государь и уступил ему трон. Шунь определил достоинство всех государевых служб. Когда он был главным управляющим, в каждом ведомстве управления осуществлялось сообразно временам года. Когда он надзирал за владетельными князьями всей земли, никто из них не задерживался с прибытием ко двору для изъявления покорности. Когда его послали к подножию великих гор, ни страшные бури, ни жестокие ураганы не заставили его повернуть обратно. Но любимым героем Конфуция стал человек, живший много позже. Это был Чжоу-гун, брат основоположника Чжоуской династии и регент при втором государе Чжоу, добровольно сложивший с себя регентские полномочия, когда достиг совершеннолетия законный государь. При жизни и первое время после смерти Чжоу-гун, по-видимому, не слишком выделялся из славной плеяды отцов Чжоуского государства. Но в последующее столетие слава его неуклонно росла, и ко времени Конфуция Чжоу-гун приобрел репутацию добродетельнейшего мужа Чжоу. Именно в уста Чжоу-гун, автор книги документов, вложил рассуждение о том, что великие предки и небо тяжко карают распутных правителей и вручают державную власть достойным ее мужам. К тому же Чжоу-гун был первым правителем у дела Лу, где его и почитали с особым рвением. Как видим, при всей своей любви к древности Конфуций отнюдь не стремился быть нарочито архаичным в своих симпатиях, а здравомысленно принимал традицию такой, какой она давалась ему. Он был поданным Чжоу и уроженцем Лу, и, следовательно, само небо распорядилось так, чтобы он учился у того, кто олицетворял собою мудрость Чжоу и местную традицию лузских правителей. Этот как будто извне заданный ему выбор он сделал своим убеждением и пережил как собственную судьбу. Еще только разбирая и заучивая старинные письмена, повествовавшие о славных деяниях мудрого советника Чжоу, маленький Кун Цу в своих мечтах видел себя новым Чжоу-гуном, скромным и мудрым советником правителя. Может быть, даже учителем наследника престола, который возродит древнее благочестие, принесет мир земле, вернет людям счастье. Су так много думал о Чжоу-гуне, с таким упорством пытался разгадать секреты неотразимого воздействия этого человека на современников и потомков, что создатель Чжоуского государства с некоторых пор стал часто являться ему во сне и даже разговаривать с ним. Возможно, самому Конфу Цэйю казалось, что не столько он выбрал своим кумиром Чжоу-гуна, сколько Чжоу-гун сам определил его быть наследником первых царей Чжоу. Почему бы и нет? Разве небо не благоволит мужам достойным? Другим древнейшим каноном Китая стала так называемая книга песен, Ши Цэзин, самый ранний памятник китайской поэзии. В него вошли и торжественные гимны, исполнявшиеся во время жертвоприношений душам царственных предков, и народные песни, в которых отобразились быт, нравы и чувства простых людей. Еще мальчиком кунцу услышал, как слепые музыканты исполняли ритуальные песнопения, подыгрывая себе на цитре с шелковыми струнами и маленьких барабанчиках. Пели они не так, как поют простолюдины, голоса у них напряженные, грудные, а конец каждой строки отмечается громким ударом в барабан или каменную пластину, подвешенную на высокой раме, слова же песен старинные, непривычные, сразу и не разберешь. Слепые музыканты помнили сотни древних песен, и маленький кунцу был готов слушать их дни напролет. Если в книге документов Конфуции открыл своих любимых героев, то книга песен стала его любимым произведением. Вероятно, еще в молодые годы он выучил ее наизусть и с тех пор часто обращался к ней по самым разным поводам. Современному читателю нелегко понять, почему книга песен полюбилась учителю куну настолько, что собственного сына, не удосужившегося выучить ее, он назвал человеком, который уткнулся носом в стену, то есть человеком до предела ограниченным. За редким исключением поэзия этого сборника с ее нарочитой цейеремониальностью или, напротив, чисто фольклорной простотой, едва ли способна удовлетворить взыскательный вкус. Но Конфу Цэйю она была дорога сразу по нескольким причинам. Во-первых, именно в ней Кун Цу открыл для себя жизнь человеческой души, эмоциональное воплощение нравственных идеалов своей традиции, преданности старшим, верности другу, любви к родине, заботы о чести. Во-вторых, стики Ши Цезина можно было петь, узнавая на собственном опыте, что такое слияние чувства и добродетели. Знание песен воспитывало вкус, вещь далеко не последняя в обществе, где превыше всего ценилась честь. И, в-третьих, над этими песнями можно было размышлять. С легкой руки учителя Куна этот поэтический канон, подобно библейским рассказам в европейской традиции, прослыл в Китае вместилищем всей мудрости мира, выраженной иносказательным, символическим языком и, следовательно, языком, требовавшим истолкования. Так книга песен стала в Древнем Китае пробным камнем учености. И, наконец, умение к месту процитировать пару строк из книги песен было в то время важной частью салонного красноречия и ценилось настолько высоко в стенах царских дворцов, что даже дипломатические переговоры нередко превращались в состязания знатоков этого канона. Естественно, что для Конфуция, готовившего себя к карьере государственного мужа, книга песен была в первую очередь книгой государственной мудрости. Разумеется, оценка Конфуцием древних канонов, как и все дела воспитания и обучения человека, отображала идеалы чжоузких служилых людей. Еще когда он только разучивал первые иероглифы, учитель поведал ему о правилах, которых придерживается в своей жизни настоящий сын правителя. Благородный муж, говорил учитель, тревожится о трех вещах, во-первых, прилежен ли он в учении, когда молод, и имеет ли силы, когда стар. Во-вторых, обучает ли он других, когда достигает зрелости, и сохранится ли его имя в памяти потомков после смерти. В-третьих, помогает ли он другим, когда богат, и может ли помочь людям, когда беден. А еще благородному мужу, продолжал наставлять юношу учитель, не прощаются четыре вещи, нежелание послужить господину, непочтительность к старшим родственникам, беспечность в отношениях с детьми, жестокосердие в отношениях с друзьями. Прощается же ему только одно, когда он живет во благо людям. Учитель рассказал кунцу о многих благородных мужах древности, чья жизнь стала образцом учтивости и мужества, отличающих настоящего господина. Впрочем, способному юноше было кому подражать и у себя в роду. Еще в детские годы он прослышал, что один из его знатных предков в царстве сун начертал на своем жертвенном сосуде знаменитую на всю поднебесную надпись, и надпись эта гласила, «При первой награде склоняю голову, при второй кланяюсь в пояс, при третьей простираю сниц. Хожу вдоль стены, и никто не смеет унизить меня. Постная каша утолит мой голод». Так в семейном предании рода кунов запечатлелись неписанные правила джоуских аристократов, добиваться славы нежеланием прославиться, возвышаться над светом, умоляя себя, и богатеть, демонстрируя презрение к богатству. Заветы предков вставали перед кунцу шеренгой лаконичных, чеканных, веками отшлифованных из речений приказов. Безыскусные и ясные, они выплывали и сдали времен, словно верстовые столбы накатанного, хорошо знакомого пути. Пути службы государю, единственно приемлемого для того, кто мечтал стать сыном правителя. И эти мысли о славном пути жизни могли бы напомнить честолюбивому юноше слова древней песни о ровных дорогах джоу, дорогах справедливости и благоденствия. Дороги джоу гладкие, как точила. Они прямы, как стрела. Мчатся по ним знатные мужи. А маленькие люди с почтением взирают на них. За чтением старинных книг легко мечталось о былом. А того и будущее виделось молодому Цуне уклонным восхождением к вершинам добродетели и славы, к заветной цели каждого достойного человека, блеснуть талантом и отвагой на службе благородному господину. В часы школьных занятий эта цель казалась такой близкой, такой доступной. А вот в жизни выходила по-другому. Когда небо молчит В жизни современников молодого кунцу назревали какие-то неясные еще перемены, вселяя в сердца людей смутное беспокойство, заставляя одних упрямо держаться за старое, а других не менее решительно рвать с прошлым. Юноша кунцу, этот выходец из самых низов знатного сословия, уже по своему месту в обществе находился в центре исторического движения своей эпохи. Он знал старину и восхищался ею. Но он в действительности так мало зависел от нее, что не мог не чувствовать и не признавать необходимости обновления прежних идеалов. Главной темой размышлений Конфуции и темой всей чжоуской культуры было отношение живых к усопшим предкам, присутствие прошлого в настоящем, не приходящего в изменчивом. Следовательно, главной темой чжоуской традиции было присуществление бренного в вечное, или говоря другими словами, самоустранение всего конечного как путь к вечной жизни. Священная древность была все еще перед глазами, близкая, доступная, неоспоримо реальная. Разве не она жила в древних стенах, дворцах и храмах столицы царства Лу, Суэфу? Легенда гласила, что когда-то сам чжоу-гун, облаченный в парадные одежды, украшенный благородной яшмой и драгоценными каменями, вымерил своими шагами всю округу, определил течение вод, соотношение освещенных и затененных мест и потом разметил план своей будущей столицы. А начали строить город с возведения стен, что в Китае было важнейшим мироустроительным актом, ведь таким образом в аморфный, дикий мир первозданного хаоса вносился порядок и вместе с ним начала цивилизации. С возведением стен устанавливался центр поднебесного мира, коем, собственно, и была столица Срединного царства. Земля же представлялась китайцам в виде вписанных друг в друга квадратов. Владения удельных правителей чжоу были маленькой копией земли. В их столицах внутри квадрата крепостных стен имелась такая же стена, опоясывавшая дворец правителя. Кроме того, стены нередко сооружали по границам уделов и даже всей Срединной страны, о чем и сегодня напоминает Великая Китайская Стена. Таким образом, стены древнекитайских городов имели большое символическое значение и потому могли присутствовать, так сказать, лишь символически. Возможно, по этой причине их наскоро сооружали из утрамбованной земли, не слишком заботясь о прочности. Главными оборонительными сооружениями города были крепостные башни, служившие одновременно воротами. В свою очередь, ворота, как вход в священное внутреннее пространство, тоже являлись важной частью символизма древних китайских городов. В них, по верованиям древних китайцев, обитал божественный покровитель города, на них вывешивали трупы поверженных врагов, головы казненных изменников, отбитое у противника оружие. Дворец правителя представлял собой большой ансамбль богато украшенных зданий и павильонов, настоящий город внутри города, внутренний город, как говорили в Китае. Из случайного сообщения хрониста мы знаем, например, что при жизни Конфуция во дворце правителя царства Ци были светлые, высокие и сухие залы, а тем временем даже советникам государя приходилось жить в приземистых, тесных и пропыленных домах. Планировка дворца в основном воспроизводила традиционный для Китая план семейной усадьбы. В центре, прямо напротив главных ворот, в дом всегда входили с юга, находился зал для больших дворцовых приемов. Боковые постройки предназначались для младших членов семьи правителя. Все здания строились из дерева, внушительными размерами не отличались. Не будем забывать, что дом правителя в Китае был прежде всего композицией, обширным комплексом. В этой многоголосице были, конечно, свои солисты и прежде всего, расположенный прямо напротив главных ворот тронный зал, обитель хозяина мира. Но во дворцовом ансамбле все же не было ничего незначительного, в нем каждое здание, подобно голосу в хоре или партии отдельного инструмента в оркестре, обладало собственным звучанием и подчинялось единому музыкальному ладу, одному настроению, одному стилю, было значимо не только и не столько своим физическим обликом, сколько своим положением в пространстве. С древнейших времен искусство Китая отличалось акцентом именно на динамических, экспрессивных свойствах формы. Примечательно, что и в отзывах современников эпохи обособленных царств подчеркиваются как раз летучие, динамичные качества архитектуры. Вот один пример. Когда в столице Лу около 640 года до нашей эры был заново отстроен дворец правителя, коньки его новых крыш казались восхищенным наблюдателем изящными, как птицы с чудесным оперением, а карнизы крыш напоминали им крылья парящего фазана. Между тем, чрезмерный блеск и великолепие в архитектуре, как и в других искусствах, отнюдь не поощрялись традицией. На то имелись практические резоны, храмы и дома наследников боковых ветвей клана подлежали сносу после того, как их ветвь пресекалась. Их назначение было прежде всего практическим. Когда в 669 году до нашей эры в храме предков правителей Лу появились стропила, украшенные резьбой, а деревянные колонны храма покрыли красным лаком, в придворных кругах поднялась буря протестов из-за того, что правитель царства отошел от соломудренных обычаев отцов Чжоузской державы, воздвигавших себе храмы и дворцы с некрашенными столбами и соломенными крышами. Впрочем, нелюбовь китайцев к монументальным зданиям и их вкус к утонченным украшениям, цветному орнаменту или ажурной резьбе по дереву, по-своему отобразили первостепенную значимость момента трансформации, творческой метаморфозы в искусстве Китая. Ибо декорум – всегда есть присуществленное содержание образа и в широком смысле – предел превращения вещей. Отсюда и откровенно декоративный характер всего китайского искусства, и даже стремление китайцев весь быт свой свести к декоруму. Но в таком случае декоративное в китайской культуре не может не оказаться в конечном счете неотличимым от природного. Здесь кроется причина того, что в китайском искусстве с легкостью, неизвестной и даже немыслимой в Европе, декоративно-экспрессивный стиль уживался с тщательнейшей имитацией естества материала, с виртуозным натурализмом. Религия современников Конфуция тоже являла в своем роде наглядный пример смешения декоративного схематизма и материальности вещей. Первостепенную роль во владениях удельных правителей играли два культа, не вполне отделенные друг от друга, культ предков и культ земли, ее плодоносящих сил. Ничего нарочито грандиозного, величественного ни в том, ни в другом культе не было. Поклонялись древние китайцы не статуям, не иконам, а стилизованным до полной условности образам богов, деревянным табличкам. Алтарь земли представлял собой квадратное возвышение из утрамбованной земли определенного цвета, соответствовавшего в древнекитайской космологии той стороне света, где находился данный удел. Располагался он под сенью могучего дерева, прообраза мифологического мирового древа, соединявшего небо и землю. Поминальные таблички предков и божества земли умещались в одной шкатулке, и правитель царства без труда мог взять ее с собой, отправляясь в военный поход или даже в изгнание. Главное значение в культе имели местонахождение и ориентация алтаря в пространстве, например, поклоняться божествам следовало, стоя лицом к северу, а также время совершения обряда, священный ритм космоса, который китайцы, конечно, не отделяли от хозяйственной деятельности людей. Весной, перед началом полевых работ, правитель самолично проводил первую борозду на ритуальном поле у алтаря земли. Осенью он первым вкушал дары нового урожая, и тогда же предавали казни осужденных на смерть в прошедшем году, ибо в Древнем Китае считалось непозволительным лишать жизни весной и летом, в пору цветения всего живого. В сущности, ритуалом для современников Конфуция были уже не столько те или иные конкретные действия, сколько непрерывное развертывание, говоря современным языком, пространственно-временного континума или по-китайски, каждодневное обновление, жи-синь всего сущего. Миссия человека, слывшего в Китае самым одухотворенным существом, состояла в том, чтобы придать определенность движению космоса, поддержать гармоническое взаимодействие всех его сторон. Для правильного отправления ритуала нужно было знать подходящий момент, и потому результаты гадания о воле предков заменяли древним китайцам откровения. С глубокой древности ученых мужей Китая преследовал утопический образ ритуальной обители владыки Поднебесной, так называемого сиятельного зала, Минтан, который мыслился зданием с квадратным, как земля, основанием и круглой, как небо, крышей, где государь в соответствии с течением времени или, если угодно, качеством момента должен был находиться в определенной комнате. Есть определенную пищу и совершать множество других предписанных этикетом действий, так что вся его жизнь превращалась, по существу, в одну нескончаемую церемонию. Одним словом, ритуал был для современников Конфуции чем-то неизмеримо большим, нежели обряд жертвоприношения предкам и тем более правила хорошего тона. Ритуал, говорил один из них, есть основа движения небес, закон устроения земли и порядок жизни людей. Небо и земля порождают шесть состояний воздуха и пять стихий мироздания, а те проявляются в пяти цветах, пяти вкусовых ощущениях и пяти нотах музыки. Шесть видов домашних животных, пять видов диких зверей и три животные жертвы создают пять вкусовых ощущений. Девять украшений парадной одежды выявляют пять цветов. Девять видов песен, ветры восьми направлений и шесть музыкальных ладов делают слышимыми пять нот. Отношения государя и поданного, верхов и низов следуют устройству земли. Отношения между отцом и сыном, старшим и младшим братом подобны движению небесных светил. Управление государством, все равно что смена времен года. Законы и наказания подобны грому и молнии. Государева мягкость и доброта, покой и чуткость вторит животворным силам неба и так далее. В незримом фокусе вселенского круговорота стоял правитель, единственный из людей и единственно недвижный среди всеобщего движения. В нем сходились жизненные силы, семена всего сучьего, отчего он обладал таинственной способностью изнутри, без насилия воздействовать на все живое. Эту мистическую силу в Китае называли Д. Благодаря правителю, утверждалось в китайской традиции, всходят хлебы и созревают плоды, рассеиваются зловредные влияния в мире и благоденствует народ. И напротив неурожая или нашествия врагов, мор или усобица, все это признаки немощи государя, и за все это он был в ответе. Одним словом, каков царь, таково и царство. И, притом в буквальном смысле, государство мыслилось как тело государя. В китайской традиции правитель не был индивидом, лицом или даже должностью. Он был присутствием, и притом столь же вездесущим, сколь и сокровенным, ибо нет ничего не приметнее того, что сполна присутствует всюду. Власть в Китае была прежде всего делом символическим, правитель был тайной, скрываемой стенами города и дворца. Никто не мог обратиться к нему напрямую, даже в третьем лице. Традиционное обращение к государю гласило буквально, подножие трона. Даже бросить взгляд на державного владыку было бы не простительной, а теоретически, к счастью, и невозможной, наглостью. Разумеется, никто не имел права давать правителю советы, его приближенным дозволялось лишь намекать на действия, которые необходимо предпринять. В присутствии государя людям его свиты надлежало стоять, склонившись так, чтобы концы пояса свисали вниз, а туфли как бы наступали на края одежды. Грязь мира ни в коем случае не должна была коснуться священного тела правителя. Чиновникам при дворе предписывалось мыть руки по пять раз в день, а перед аудиенцией у государя очистить себя строгим постом, не посещать женских покоев, вымыть волосы и тело. Песец, стряхнувший во время аудиенции пыль со своих книг, подвергался суровому наказанию. Что же касается правителя, то его жизнь была регламентирована до последних мелочей. Всепокоряющая мощь и безупречная воля, изобилие и чистота, таковы священные атрибуты древнекитайского царя сверхчеловека, единственного из людей. Царь в древнем Китае хранил в себе правду, все его зримые атрибуты и образы, это только непреодолимая стена, экран для обманчиво радужных теней. Он одновременно властитель, мудрец и святой, а единство знаний и свершения достигалось им в усвоении творческого начала мира, подобно тому, как питательная среда усваивается живым организмом. Китайский мудрец, который, будем помнить, является также царем, не познавал, не переделывал, а вкушал, поглощал, воплощал собой реальность. И вкушал он не тлен и прах мира, а тончайший экстракт жизни, творческую силу, семена вещей. Он питался от верховной гармонии космоса, небесной полноты природы, реальности символической, которую нельзя только ощущать или только знать. Эта природа вещей открывалась как неисчерпаемая глубина опыта, угадываемая, предвосхищаемая, но превыше всего как бы оберегаемая сознанием внутри себя. Случайно ли, что в китайской традиции столь видное место занимали понятия, относящиеся к интимным и внеобразным формам восприятия, например, слуху и обонянию? Для китайцев музыка – первое и глубочайшее искусство, и мудрость проистекала из умения слушать, внимать бездонные музыки творческих метаморфоз бытия. Что же касается пищи, то она уже в древнейших канонах Китая была объявлена основой жизни народа, и это стало в Китае отнюдь не только констатацией факта физиологии, хотя и этим тоже. Простая, на удивление приземленная правда китайской традиции гласила, каждый есть то, что он ест. Питающиеся зерном разумны и понятливы. Питающиеся травой сильны, но слабоумны. Питающиеся мясом храбры, но безрассудны. Питающиеся землей лишены разума и дыхания. Неудивительно, что законы правильного питания, секреты пищи, одновременно вкусный, здоровый и радующий взор всегда привлекали особое внимание ученых Старого Китая. Цель же китайского кулинарного искусства заключалась в том, чтобы добиться как можно более гармоничного и чистого смешения животворных эссенций продуктов, такого смешения, которое явилось бы прообразом неизменной середины и согласия всего сущего. Даже болезни и лекарства китайские врачи уже во времена Конфуция соотносили с определенными вкусовыми ощущениями. Питаясь в соответствии с движением универсума, правитель, согласно традиционным взглядам, вбирал в себя творческие импульсы всех жизненных метаморфоз. Так он покорял пространство и время и обретал бессмертие, точнее, вечное здоровье в духовном светоче, Шэнь Мин, жизни. В сущности, только он единственный, обладал бессмертной душой, оказывавшей к тому же благотворное воздействие на потомков. Обыкновенные же люди умирали в момент физической смерти, и души их разлагались вместе с бренным телом. Что же такое верховная реальность, божественное бытие в классической мысли Китая? Как ни странно, всего лишь количественные и периодические законы развертывания пространства и времени, великого пути мироздания, явленного в бюрократическом распорядке государства и в конце концов рассеивающегося в неисчерпаемом разнообразии жизни, здесь каждая сущность как бы расплывалась, теряла себя в бесчисленном множестве нюансов, в бездонной глубине превращений, глубине живого сопереживания, сочувствия со всем сущим в едином теле бытия. Ясно, что в рамках такого мира созерцания в Китае не могла зародиться идея гражданского общества, состоящего из индивидов, юридических субъектов права. Все поданные правителя были только статистами при единственном из людей и его незримом мироустроительном священодействии. Публичная жизнь в Древнем Китае была, по существу, не более чем видимостью и, помимо всецело символогических регламентов царской планиметрии, регулировалась чисто практическими, текучими интересами повседневности. Недаром в литературе старого Китая городская жизнь служила поводом не столько для реалистических описаний быта горожан, сколько для рассказов о всевозможных чудесах, живописания феерических, часто заведомо нереальных картин праздничных гуляний, вольной жизни веселых кварталов и так далее. Правда, некоторые исследователи усматривают известное сходство уделов в Китае эпохи обособленных царств с городами-государствами, полисами Древней Греции, но сходство это случайное и поверхностное. Оно подсказано скорее обычной скученностью городского населения, неизбежной публичностью быта и культуры горожан. В той же столице Лу дома жителей столь густо лепились друг к другу, что какой-нибудь знатный повеса, взобравшись на крышу своего дома, мог заигрывать с женой соседа. Существовало некое подобие общественного мнения, хотя оно вовсе не имело силы закона и в большинстве случаев играло роль как бы третейского судьи в спорах отдельных кланов. Реальной почвы для оформления собственно городской общины в Древнем Китае не было, каждая семья оставалась как бы маленькой копией государства, да и соперничество семей и кланов, сохранившейся обычай кровной мести, тоже черты догородского, патриархального уклада. В жизни людей эпохи обособленных царств разрыв между традиционной патриархальной символикой и реальностью общественных отношений становился все более зримым, все более резким. Договоры между царствами, заключавшиеся именем великих предков Чжоу, оставались пустым звуком. Последний раз попытка всеобщего примирения была сделана за несколько лет до рождения Конфуция. Согласно данной участниками договора клятвы, правителя, начавшего войну, ожидали кара духов, потери царства и гибель рода. Но даже самые страшные клятвы не могли заставить тогдашних стратегов отказаться от их циничного правила, что можно взять, надо брать. Вскоре военные действия вспыхнули вновь. Не стало доверия в отношениях не только между царствами, но и между правителями и их служилыми людьми и даже между родственниками. Интриги, предательство, убийство вчерашних сообщников, кровопролитные мятежи и дворцовые перевороты стали суровой политической действительностью срединной страны. Всюду торжествовало право сильного. В 536 году до нашей эры, когда Конфуциию было 15 лет, советник царства Чжэн Цзэчань отлил бронзовый сосуд с полным перечнем царских законов, в Китае знали только одну форму законодательства – Уголовный кодекс. Новшество Цзэчаня подверглось ожесточенным нападкам родовитой знати, усмотревшей в нем посягательства на ее традиционные привилегии. Однако дряхлевшая аристократия была уже не в силах вернуть старые добрые времена. Еще одним шагом вперед стал новый порядок взимания государственных податей. Вместо прежних отработок на господском поле крестьяне стали выплачивать налог с пахотной земли. Впервые земельный налог был введен как раз в царстве Лу в начале VI века до нашей эры. В ряду прочих срединных царств Лу не выделялась ни большой территорией, ни военной мощью. Его правителям из века в век приходилось больше думать о том, как противостоять натиску могущественных соседей. С севера Лу с ЦЕ втеснило царство ЦИ, с юга на них наседало не менее могучее полуварварское государство У, чтобы как-то сберечь свои владения и свое достоинство. Правителям Лу приходилось проявлять чудеса дипломатической изворотливости. Чаще всего они обращались за помощью к постоянным соперникам ЦИ, полуварварским южным царствам Чуилиу, незадолго до рождения Конфуция лузский правитель даже отстроил себе новый дворец в чуском стиле, который местные аристократы нашли вульгарно пышным и слишком далеким от мудрой безыскусности первых чжоуских царей. Впрочем, и царский дворец, и сам правитель давно уже имели в Лу только декоративное значение. Уже с начала VII века власть в царстве прочно удерживали в своих руках члены трех знатных семей, потомки трех братьев лузского правителя Хуаньгуна. Эти семьи звались по именам трех братьев Мэн, Шуицзи, означавшим буквально старший, третий и младший. В 562 году до н.э. предводители этих трех семей поделили между собой территорию царства и почти все его доходы, предоставив правителю выполнять церемониальные обязанности. Без покровительства трех семей стало невозможно сделать карьеру на государственной службе. Мы видим, что Конфуций жил в обществе, пораженном глубоким кризисом традиционных ценностей. Старые боги умерли, а бездонные глубины небес хранили молчание. На виду у всех клитвопреступники, узурпаторы трона, отца-убийцы не только благополучно избегали кары духов, но преуспевали и царствовали. Вместе с религией тяжкий кризис переживала этика, господа безостенчиво обманывали честных слуг, поданные предавали своего государя, и даже супружеская измена не была редкостью в придворных кругах. Рухнули старые запреты. Исчезли целомудренные нравы древних, алчность, тщеславие, злоба, похоть завладели умами и сердцами людей. А потому и вера в справедливость небесного суда у современников Конфуция заметно поубавилась, горечью и негодованием дышат строки иных народных песен того времени, звучащих как богоборческий вызов небесам. Велик ты, небо-вышний свод. Но ты не милостив и шлешь. И смерть, и глад на наш народ. Везде в стране чинишь грабеж. Ты, небо-высих, сеешь страх. В жестоком гневе мысли нет. Пусть те, кто злое совершил. За зло свое несут ответ. Но кто ни в чем не виноват. За что они в пучине бед. Что было делать свидетелем тогдашнего духовного брожения? Упрямо держаться за одрехлевшие, утратившие власть над умами истины. Разуверившись во всем и вся, искать новые идеалы. Жить, руководствуясь только инстинктами хищника. Конфуций был одним из тех, кто с особой остротой переживал этот выбор. И он сумел дать на него ответ не просто словами, какими бы правильными и искренними они ни были, а всей своей жизнью. Он стал тем, кто сумел поверить сам и убедить других, что человек способен в любых обстоятельствах оставаться человеком и что такой человек сильнее самого могущественного тирана. Обратив свои помыслы к учению. В 15 лет я обратил свои помыслы к учению, скажет о себе Конфуций, оглядываясь на свою давно ушедшую молодость. Какой смысл вкладывал в эти слова престарелый учитель? Едва ли он имел в виду школьное обучение, которое началось для него, вероятно, несколько раньше. Несомненно, он имел в виду нечто совсем другое и даже противоположное школярской зубрежке. Он говорил о стремлении расширять свои познания, свое понимание вещей и благодаря этому изменяться, совершенствоваться самому. Он говорил о жизни, пронизанной сознанием и волей, сознательной и вольно прожитой, о нашей воле быть тем, чем мы должны быть. Такое учение оказывается синонимом человеческой культуры и при том взятой в ее самых глубоких, уходящих в тайну творческого духа и истоках. У этого учения есть начало, внезапное открытие бездонной глубины сознания. Но у него нет конца. Будучи всегда вестником нового, усилие Конфуциевой воли к учению дает нам возможность осознать присутствие изначального, снова и снова возвращает нас к недостижимо древнему. Случайно или нет, иероглиф учения стоит первым в тексте бесед и суждений, начальная фраза которого гласит. Учитель сказал, учиться и всякое время прикладывать выученное к делу, разве это не удовольствие? Примечательно, что удовольствие, доставляемое учением, тут же поставлено учителем-куном в один ряд с радостью поучительной приятельской беседы и стоической выдержанностью благородного мужа. В том же первом изречении мы читаем далее. Беседовать с другом, приехавшим издалека, разве это не радостно? Не быть по достоинству оцененным светом, а обиду не таить, не таков ли благородный муж? Конечно, Конфуций прекрасно видел различия между показной образованностью и подлинным пониманием. Он охотно повторил бы за Гераклитом его знаменитые слова, «многознайство не есть мудрость». И он сам, повзрослев, частенько напоминал ученикам. Древние люди учились для себя. Нынче люди учатся, чтобы подивить других. К специальным знаниям и профессиональным навыкам он относился по меньшей мере иронически, а порой и с откровенным пренебрежением. Он с готовностью признавал ограниченность своих познаний и не отказывал себе только в одном – в желании учиться. Эту ненасытную страсть к учению Конфуций считал, кажется, своим главным достоинством. Учитель сказал, в любом селении из десяти домов найдется человек, который не уступит мне в добродетели. Но никто не сравнится со мной в любви к учению. Учитель сказал, учись так, словно твоих знаний тебе вечно не хватает, и так, словно ты вечно страшишься растерять свои познания. Книжное знание редко бывало в чести у основоположников великих религий. Христос не читал книг. Магомед и вовсе был неграмотным. Буду учил неизъяснимой ясности сознания. Да и в Китае родоначальники одного из самых глубоких и влиятельных течений китайской мысли, даосизму, утверждали, тот, кто учится, каждый день приобретает, тот, кто живет не по правде, каждый день теряет. Для Конфуция же учености, оточенной многолетним учением, искушенный ум был неотъемлемой частью жизненного идеала. Конфуций не мог поступиться образованием, ибо видел в нем самый естественный и благодарный путь раскрытия человеческих способностей. Открывая нам богатство духа, образование делает нас более чувствительными к тому, что происходит в нас и вокруг нас, оно развивает духовный слуг. А в результате воля к учению заставляет острее сознавать наши отличия от других людей, дистанцию, отделяющую нас от мира, и побуждает нас к нравственному совершенствованию. Среди мужей, преданных учению, редко встретишь человека закосневшего, резонно отмечал учитель Кун. Быть может, Конфуцийова – апология учения и в самом деле начиналась с наивной, по-детски неуемной жажды познания. Но находила она оправдание в доверии к жизни, осмысленный и вобравший в себя всечеловеческий опыт. Жизнь стоит того, чтобы ее изучать, ибо она хранит в себе загадку человеческого величия, вот главная посылка Конфуцийовой философии. А того же учения для китайского мудреца – не только практическая необходимость или нравственная потребность, но и часть быта, одна из радостей повседневного существования наравне, скажем, с дружеской беседой или веселой прогулкой. Следовало бы, однако, помнить, что, решив посвятить себя учению, Конфуций сделал нелегкий личный выбор. Ему, сыну воина, да к тому же не обделенному нездоровьем, не физической силой, более пристали бы ратные подвиги. Карьера же ученого или гражданского чиновника по многим причинам была для него особенно затруднительной. С его далеко не привлекательной, а для многих и попросту уродливой внешностью он имел мало надежды приобрести тот светский лоск и обаяние, без которых в обществе спесивых аристократов его времени было почти невозможно снискать авторитет. Кроме того, не имея высокого покровителя, он не мог рассчитывать и на быстрое продвижение по службе. Наконец, в тот циничный, изуверившийся в старых идеалах век искреннее желание исполнять заветы древних давало, наверное, меньше всего шансов применить свои способности и знания в делах государственного управления. С того момента, когда молодой кунцу решил обратить свои помыслы к учению, началась его сознательная, взрослая жизнь. Надо заметить, что приблизительно в том же возрасте, лет в 16-17, юноши в Древнем Китае достигали совершеннолетия. По этому случаю совершали специальный обряд перед семейным алтарем, виновнику торжества укладывали волосы пучком, как у взрослого, и надевали на него высокую шапку мужчины. Возможно, в глазах самого Конфуция решение стать ученым и достижение им совершеннолетия были тесно связаны между собой, так что традиционная церемония приобрела для него еще и особый личный смысл. Что ж, мы не ошибемся, если скажем, что весь жизненный путь Конфуция был поиском внутреннего, личностного смысла традиции. В скором времени кунцу пришлось продемонстрировать серьезность своих намерений. Когда ему шел 18-й год или, может быть, чуть позже, умерла его мать. Цу похоронил ее со всеми почестями, в строгом соответствии с древними обычаями, чем в очередной раз заставил говорить о себе все округу. Каково же было удивление его соседей, когда они узнали, что благочестивый Цу сделал только временное захоронение у перекрестка дорог, а сам решил во что бы то ни стало отыскать место погребения своего отца и перенести туда прах матери. Он съездил на родину и там от одной старой женщины узнал, что Шулянхэ похоронили у горы Фаншань в нескольких верстах к востоку от Цуэфу. Он разыскал могилу отца и на том же месте захоронил останки матери. Место это известно до сих пор. По преданию, он велел насыпать над родительскими могилами высокий холм, пояснив, я слышал, что древние не насыпали курганов над могилами, но я собираюсь в будущем ездить на восток и на запад, на юг и на север и должен позаботиться о том, чтобы я мог легко узнавать могилы предков. Эти слова Конфуция скорее всего вымышленны, но нет сомнений в том, что, занимаясь похоронами матери, Хун Цуэф в самом деле показал себя на редкость серьезным и честолюбивым юношей, готовившим себя к необыкновенной судьбе. В его поступках уже без труда угадывается Конфуций зрелой поры жизни, тот Конфуций, который любил говорить. Благородный муж распространяет уважение на всех людей, но более всего уважает себя. Можно не сомневаться и в том, что Концу строго соблюдал правила ношения траура по усопшей матери, а правила эти требовали от сына в течение двух и даже более лет вести прямо-таки аскетический образ жизни, не есть скоромного, не спать на мягком, не слушать музыку, носить одежду из грубого холста и, конечно, не состоять на государственной службе. Но неукоснительное выполнение всех правил траурной аскезы, надо полагать, лишь возвышало юношу в его собственных глазах. Предание донесло до нас любопытный эпизод из тогдашней жизни Конфуция, свидетельствующий о том, что в свои 17-18 лет Кун Цуэф в самом деле был юношей, очень честолюбивым и даже явно переоценивавшим свои возможности. Он еще не снял траура по матери, когда глава клана Цзи, самого могущественного из трех семейств царства Лу, устроил большой пир для служилых людей, и Кун Цу, уже видевший себя настоящим сыном правителя, одним из первых явился в дом всесильного царедворца. Но привратник дома по имени Ян Ху оказал юному посетителю более чем прохладный прием. К хозяину приглашены служилые люди, а тебя никто не звал, отрезал он более обидных для Кун Цу слов и придумать было невозможно. В полном замешательстве будущий великий учитель удалился, не сумев найти достойного ответа обидчику. Несмотря на афронт, полученный от человека, которого Кун Цу прочил в свои покровители, семейство Цзи, кажется, покровительствовало его отцу, целеустремленный и талантливый юноша, несомненно, уже приобрел некоторую известность в родном царстве. Едва ли сын старого солдата мог быть настолько в себе уверен, если бы он не чувствовал за собой поддержки каких-то влиятельных лиц. Правда, аристократы смотрели на него свысока, называли не иначе как сыном человека из Цзоу, намекая на то, что отец его был из мелких начальников захолустного городка, не чита обитателем столицы. Одним словом, Кун Цу в столичном обществе уже знали, но еще не вполне признали. А будущий учитель между тем уже вступал во взрослую жизнь. В 19 лет Кун Цу обзавелся семьей, но о жене его почти не сохранилось сведений. Из позднейших источников известно только, что она была родом из служилого семейства Цзи в царстве Сун. Возможно, одинокий и небогатый молодой человек, каким был тогда Конфуций, не смог бы заключить этот брак без протекции влиятельного лица в своем царстве. Похоже на то, что семейная жизнь у Конфуции не сложилась, и он с женой разошелся, пережив ее на несколько лет. Во всяком случае, супруга Конфуции никакого участия в делах мужа не принимала, а сам он считал привязанность к домашнему очагу недостойной настоящего мужчины и с готовностью пускался в странствие, притворяя в жизнь собственное пророчество о том, что ему суждено быть человеком севера, юга, запада и востока. Но, а пока Концу был счастлив с молодой женой, спустя год после свадьбы у него родился сын. И, о радость! Сам правитель царства прислал ему по этому случаю карпа, традиционный символ удачи. Это был самый мизерный подарок, который только можно было получить от государя, но надо ли говорить, что для гордого юноши он был дороже всех богатств Поднебесной. Его заметили и оценили при дворе. Теперь жди новых радостных вестей и растроганный отец дал своему первенцу имя ли что значит карп, а прозвище – боюй, то есть старшая рыба. Он явно надеялся, что в его дом приплывут новые карпы, но обманулся в своих ожиданиях. Жена впоследствии родила ему еще только дочь. Если сам правитель царства оказал кунцу знак внимания, пусть даже скромный, это означает, по всей видимости, что к тому времени он уже находился на государственной службе. Видно, злополучный визит к семье Цзи не прошел незамеченным, и напористому сыну человека из Цзоу дали возможность показать себя. Считается, что карьера Конфуция началась с небольшой должности во владениях той самой семьи Цзи. Ему поручили надзирать за какими-то хлебными амбарами и сбором налогов с окрестных земель. Такая служба не сулила ни славы, ни быстрого продвижения наверх и едва ли могла удовлетворить амбиции будущего учителя всех поколений. К тому же Конфуций всегда смотрел с полным равнодушием, если не сказать с презрением, на всякие технические знания и профессиональные навыки. Он был убежден, что управленческая рутина только мешает благородному мужу притворять его возвышенные помыслы, ведь он верил во всемогущество ритуала, действия не столько технического, сколько символического. Впоследствии он якобы говорил о своей деятельности в роли учетчика при хлебных амбарах. Я только следил за тем, чтобы записи велись правильно. Вот и все. Эти слова Конфуция стали образцовыми для многих поколений ученых мужей Старого Китая, которые, принимая служебное назначение, говорили себе по примеру Мантеня, что возьмут дело в свои руки, но не в свое сердце. Нельзя сказать, однако, что служба при амбарах не принесла Кунцу пользы. Благодаря ей он близко узнал жизнь простых крестьян, научился понимать их нужды и чаяния и проникся к ним искренним сочувствием. Опыт, приобретенный им за эти годы, многое определил в его взглядах на способы и цели государственного управления. Даже если Кунцу не был в восторге от своих служебных обязанностей, он, конечно, не мог позволить себе хотя бы в малейшей степени пренебрегать ими. Его усердие оценили, и спустя некоторое время он стал управляющим всех пастбищ семейства Цзи. Должность немалая для молодого человека 20 лет от роду, но по-прежнему далеко не удовлетворявшая амбиций потомка царского рода и уж тем более, как он сам думал о себе, нового Чжоу Гуна в будущем. О своей службе надзирателя стад он скажет потом все в том же то ли снисходительно ироничном, то ли подчеркнуто деловом тоне, «Я следил за тем, чтобы буйволы и бараны росли здоровыми и жирными, вот и все». Заявление это, кажется, отдает горечью. Однако и это суждение поклонники Конфуции в Китае с очтенопутствием служилым людям, восславив учителя Куна еще и как образцового чиновника. В свои 20 с лишним лет Кунцу мог считать, что кое-чего достиг в жизни. Его заметили, ему дали попробовать свои силы на служебном поприще, о нем знали даже при дворе. У него была репутация талантливого и ученого человека, примерного служащего. Казалось, у него были все возможности сделать блистательную карьеру. Но шли годы, а в его положении не происходило никаких перемен. Мы можем лишь догадываться, что было тому причиной. Быть может, ему просто не везло или у него не было нужных связей. Но скорее всего причиной его невезения был он сам, точнее, его такой неприспособленный для служебной карьеры характер. Конечно, урок, преподанный ему когда-то привратникам семейства Цзи, не пропал даром. С годами Кунцу поборол свои неуклюжие манеры и ту резкость в поступках, которые свойственны честолюбивым юношам из бедных семей. Однако и позднее отец китайских церемоний отнюдь не отличался дипломатическим тактом. Он совершенно не умел угождать, лицемерить, плести интриги, выжидать, одним словом, делать все то, что необходимо для быстрого и успешного продвижения к высотам власти. Он решительно не признавал никаких уверток и ухищрений, ни в большом, ни в малом. Его прямодушие и безукоризненная честность, бесстрашные суждения вкупе с его, мягко говоря, странным обликом могли бы смутить любого из тех, кто пожелал бы ему покровительствовать. И то, что могло показаться поначалу случайностью, обычным невезением, постепенно обретало определенность и весомость жизненной судьбы. Время открывало ему новый, и суровый, и упоительный, смысл его устремлений. Не беспокойся о том, что не занимаешь высокий пост. Беспокойся о том, хорошо ли служишь на том месте, где находишься. Не беспокойся о том, что тебя не знают. Беспокойся о том, достоин ли ты того, чтобы тебя знали. Со стороны положения кунцу на третьем десятке его жизни казалось все более незавидным. По бедности он едва ли мог оставить службу, которая, как он знал, не сулила ему ничего, кроме скучной канцелярской рутины. Ему грозила страшнейшая испыток, жизнь, лишенная событий. Выручила кунцу лишь его ненасытная страсть к учению. Живя в предместе Цуйфу, он, без сомнения, мог легко свести знакомство со столичными знатоками канонов, музыки, ритуалов и часто беседовать с ними, перенимая их мудрость. А потом пришел день, когда его впервые провели в дворцовые архивы и он собственными глазами увидел связки книг, а рядом песцов, заносивших на свежевыструганные дощечки летопись событий Лузского двора. Здесь на его глазах свершалось величайшее таинство культуры, мимолетные и как бы случайные явления жизни, излившись под резцом летописца столбиком узорчатых знаков, становились вестниками вечного, неуничтожимого, величественного смысла. Песцы, архивариусы, смотрители царских хранилищ охотно открыли перед молодым ученым двери своих кладовых, а там было что посмотреть. Еще первый царь Чжоу позволил своему мудрому брату Чжоу-гуну и его наследникам совершать все обряды в своем уделе по царскому чину. Со времен Чжоу-гуна во дворце лузских правителей хранилось богатейшее, наверное, не хуже, чем у самого властелина Чжоу, собрание всевозможных принадлежностей для древних ритуалов. А сами правители Лу старательно поддерживали незабвенный декором старины, вдохновляясь не столько любовью к своим августейшим предкам, сколько вполне практическими соображениями. Их репутация хранителей Чжоуского наследия и высших авторитетов по части церемоний немало помогала им, не располагавшим небольшими богатствами, не сильным войском, улаживать миром споры со своими могущественными соседями. Лу держит ритуалы Чжоу, говорили в те времена. Сохранилась любопытная запись о том, как сановник из Лу однажды прибыл с посольством к правителю царства Цезень. Это случилось как раз за несколько лет до рождения Конфуция. На приеме в царском дворце посол не поблагодарил хозяев за исполнение самых торжественных мелодий, зато отвесил учтивый поклон после того, как услышал более непритязательные песни. На недоуменные вопросы хозяев он ответил, что торжественные мелодии предназначены только для приемов у Чжоуского царя и поэтому решил, что музыканты, исполняя их, просто упражнялись в мастерстве, и стало быть для выражения благодарности нет повода. За то исполнением менее торжественных ОД, поспешил добавить безупречно вежливый гость, правитель Цезень поприветствовал его и возвестил о шести главных добродетелях возвышенного мужа, на что и следовало ответить самыми учтивыми поклонами. Умели лузские мужи показать свое превосходство. В 540 году до нашей эры, когда кунцу вступал в пору отрочества, Лу посетил наследный принц одного южного полуварварского царства. Пораженный тщательным распорядком церемоний во дворце лузского правителя, изысканными манерами и тонким вкусом хозяев, гость сделал как нельзя более приятное для лузцеев заключение, ритуалы Чжоу досконально сохранились в Лу. Даже если хвалебные отзывы чужеземных послов являются отчасти данью дипломатическому этикету, нет сомнения в том, что Лу было главным оплотом чжоуской культурной традиции. Только здесь и мог появиться такой великий знаток и любитель древностей, как Конфуций. Только здесь юноша кунцу с его страстью к учению мог стать учителем куном. Много интересного открыл для себя кунцу в сокровищницах царского дворца, много увидел такого, о чем прежде даже не догадывался или знал понаслышке. Взять хотя бы знаменитые три реликвии правителя Лу, огромный лук, наследство великого Чжоу Гуна, драгоценная яшма, спрятанная в изящной шкатулке, и парадная колесница, ее сам повелитель Чжоу подарил Чжоу Гуну для того, чтобы его потомки приезжали на ней к Чжоускому двору с изъявлением преданности. Правда, колесница эта уже много лет стояла без дела, цари Лу забыли про свой долг перед хозяином Поднебесной. Теперь кунцу смог разглядеть всевозможные атрибуты дворцовых церемоний, все эти древние знамена, бунчуки и копья с вытертыми до блеска древками, бронзовые топоры и зеркало, расшитые жемчугом шелковые покрывала, кипарисовые ларцы, старинные, с заусенцами на лезвии мечи, боевые колесницы, парадные шапки с плоским квадратным верхом и подвешенными к нему яшмовыми и жемчужными нитями, перламутровые раковины из южных морей, парчевые халаты и полотняные накидки для похоронных церемоний была там кладовая, где лежали панцири больших черепах, использовавшиеся для гадания, когда правитель затевал какое-нибудь важное дело, например, военный поход или ремонт родового храма, придворный гадатель прижигал панцирь раскаленной бронзовой палочкой, а потом читал волю неба по проступившим на нем трещинам. В отдельном павильоне хранились изделия из яшмы, самого драгоценного для древних китайцев камня. Кунцу увидел тут зеленоватые кольца би, чья округлость символизировала небо, и граненые бруски целый символ земли, яшмовые топоры и всевозможные амулеты, назначения которых Кунцу и сам толком не знал. Молодой ученый любил, уединившись подолгу рассматривать эти сокровища, яшма притягивала взор своей таинственной глубиной, в которой, словно тающие в воздухе струйки дыма, затейливо вьются и переливаются друг в друга разноцветные прожилки. Случайный, как будто бессмысленный узор, но стоит вглядеться в него пристальнее, и эти странные линии и пятнышки вдруг складываются в как будто знакомые письмена, увлекают в новые и неведомые дали благородная яшма наделена всеми пятью добродетелями служилого человека, вспоминал он слово старого хранителя царских камней. Яшма излучает мягкий и теплый свет, вот ее доброта. Она прозрачна и не скрывает узор внутри себя, вот ее честность. Дотронься до нее палочкой, и она издаст чистый звук, таково ее целомудрие. Ее можно разбить, но нельзя согнуть, такова ее стойкость. Она имеет острые края, но никого не ранит, таково ее великодушие. Поистине, яшма – лучший друг служилого человека. Хунцу и сам знал теперь, что старый знаток камней был прав. Но чаще всего кунцу приходил в кладовую, где стояли бронзовые жертвенные сосуды, округлые и с острыми углами, с длинными носиками и узкими горлышками, без ноги или на трех ногах, позеленевшие от времени, покрытые замысловатыми узорами и едва проступавшими из-под зелени письменами, украшенные фигурками тигра или феникса, дракона или волшебной черепахи. Некоторых из этих сосудов касалась рука самого Чжоу Гуна. А слова, вырезанные на них, кунцу давно уже выучил наизусть. Говорю вам, в древности наш Вэнь Ван Сызнова водворил согласие и порядок. Сподобился от верховного владыки великой благодати. О верхах и низах по-отечески пекся. А нынче сын неба почтительно продолжает. Великое дело Вэнь Вана. Да будет даровано ему долголетие беспредела. Со временем кунцу досконально изучил царскую коллекцию бронзовых сосудов, а в зрелом возрасте стал, кажется, лучшим во всей срединной стране знатоком этих благородных предметов. Теперь кунцу мог входить в дворцовые залы для торжественных собраний и приемов почетных гостей. Его приметили знатнейшие люди двора, к его суждениям прислушивались. По случайности, нам известен один эпизод из жизни Конфуции тех лет, где будущий учитель предстает все таким же неистовым собирателем знаний. В 525 году до н.э. Лузский двор посетил правитель расположенного по соседству небольшого владения Тань. Прослышав, что именитый гость знает много историй о легендарных царях древности, кунцу добился у него аудиенции и долго беседовал с ним о мудрости древних царей. Повод к тому был самый что ни на есть изысканный, правитель Тань считал себя потомком одного древнего правителя, который в своем царстве дал чиновничьим должностям имена птиц. Он охотно пересказал кунцу свои семейные предания. По его словам, первый царь Поднебесный считал своей эмблемой облака и поэтому титулы своим чиновникам давал по названиям облаков, а его преемники называли своих чиновников именами огня, воды, драконов и птиц. После беседы с правителем Тань кунцу якобы сказал, я слышал такое суждение. Коли сын неба не навел порядка в делах правления, можно расспросить дикарей четырех сторон света. Этим словам и вправду можно верить. Трудно, впрочем, поверить, чтобы в свои молодые годы кунцу мог назвать дикарем правителя соседнего удела. Зато есть основания полагать, что к тому времени он уже занимал какой-то пост при дворе, иначе едва ли ему представилась бы возможность побеседовать со столь высоким гостем. Современников Конфуция более всего поразили, вероятно, не его слово сами по себе, а его жажда знаний. Для нас же этот рассказ древней хроники примечателен тем, что он дает понять, Конфуций уже тогда пользовался достаточным авторитетом для того, чтобы на равных вести ученые беседы с правителем удела и даже делать ему двусмысленный, не сказать оскорбительный, комплимент. К несколько более позднему времени относится другой эпизод, который тоже свидетельствует, помимо прочего, о том, что Цу из рода куна Франа прослыл очень образованным человеком. Будучи лет 27 от роду, кунцу впервые попал на торжественное жертвоприношение в родовом храме Чжоу Гуна и без устали расспрашивал служителей храма обо всем, что видел вокруг. Немедленно среди присутствовавшей там именитой публики пополз на смешливый шепот, кто сказал, что сын человека из Цзоу разбирается в ритуалах. Он же спрашивает обо всем подряд. Когда Конфуций узнал об этих пересудах, он, ничуть не смутившись, отрезал, в таком месте спрашивать обо всем подряд и есть ритуал. Традиция видит в этом рассказе лишь очередное подтверждение необыкновенной дотошности Конфуция в изучении обрядов. Но в поведении Конфуция и особенно в его словах видится более широкий или, если угодно, более тонкий смысл. Спрашивая обо всем, и вся Конфуций, несомненно, во многих случаях заведомо имитировал незнание, он принимал позу ученика и демонстрировал другим, что учится постоянно. Одновременно подобная манера позволяла ему не теряя лица и в самом деле узнать что-то новое. Но эта игра в учении была для Конфуция наисерьезнейшим делом, она была поистине его жизнью. Так условности, этикеты и самые заветные устремления души сходились для Конфуция воедино. Молодого смотрителя пастбищ интересовали в ту пору не только старинные обряды и предания. Его главным открытием тех лет стал мир церемониальной, такой не похожий на песни простонародья музыки, мир необычных созвучий и удивительных инструментов, каких не встретишь за стенами дворца. Тут хранились барабаны всевозможных форм и размеров, многострунные певучие цитры, бамбуковые флейты, большие рамы, на которых висели каменные пластины, и даже целый оркестр из 64 больших и малых колоколов. Не каждому хватало способностей и терпения разобраться в тонкостях этой сложной, истинно царской музыки. Еще раньше Кунцу, как все дети знатного происхождения, учился петь песни поэтического канона Чжоу Сцеев. Теперь он узнал, как надо их петь под аккомпанемент, предписанный древними правилами. Ученые люди во дворце называли старинную музыку «изысканной». В ней не было ничего сладкозвучного, ничего возбуждающего низкие чувства, как в новомодных мелодиях, повсюду звучавших на веселых пирожках. Слепые музыканты однообразно, почти заунывно тянули слова древних песен под размере ноябряц и о нее каменных пластин. Чтобы понять такую музыку, в нее нужно было долго вслушиваться. Это была музыка для человека твердых устоев и незыблемой воли. Что могли понять в ней легкомысленные любители развлечений? Кунцу уже знал. Мудрец темой отличается от заурядных людей, что благодаря музыке воспитывает в себе сдержанность и постигает сокровенный смысл чистого звучания яшмы, в звуках музыки он внимает беззвучному. Дворцовые знатоки музыки разъясняли Кунцу величие изысканной музыки древних, очищающей людей от всего низменного и суетного, обращающей их духовный слух к беспредельной гармонии неба и земли. Они рассказывали ему о великих музыкантах древности, которые одним прикосновением к струнам своей цитры приводили в действие грозные стихии мироздания. Они учили его, как незаметным движением пальцев производить колебания звука, столь же утонченные и неуловимые для неискушенного слушателя, сколь неуловимы в своей утонченности творческие превращения великого пути мироздания. От них Кунцу прослышал и о природе музыки в разных царствах. Песни царств Чжэн и Вэй – это музыка смуты. Песни из области Сан Цзянь – это музыка гибели. Песни царства Сунь – это музыка из неженого духа. Песни царства Цзянь – это музыка горделивого духа. Но нет музыки более величественной и глубокой, чем изысканная музыка Чжоу. Из всех инструментов Кунцу особенно полюбил семиструнную цитру, по-китайски Цэн. К слову сказать, с легкой руки Конфуция именно ей суждено было стать классическим музыкальным инструментом ученых мужей Китая. Он начал брать уроки игры на цитре у лучшего музыканта в Цуйфу. Старый учитель Ши Сян поначалу был не слишком внимателен к своему новому ученику. Ему хотелось поскорее перейти к музыкальным пластинам и колоколам, самым древним и благородным инструментам. Наиграв Кунцу одну мелодию, он велел ему разучить ее. Минуло десять дней, он поинтересовался успехами ученика и остался доволен, у тебя неплохо получается. Я могу дать тебе еще что-нибудь, сказал он. Прошу вас, учитель, не торопиться, ответил Кунцу. Я выучил мелодию, но пока еще не освоил ритм. Кунцу поупражнялся еще несколько дней и попросил учителя послушать его. Теперь ты играешь совсем хорошо, сказал Ши Сян. Ты можешь смело браться за другую мелодию. Нет, учитель, снова возразил Кунцу. Я еще не могу как следует выразить настроение песни. И он продолжал с утра до вечера музицировать на своей цитре. Спустя несколько дней учитель Ши Сян еще раз послушал его игру и опять остался доволен. Теперь ты уловил и настроение песни. Может быть, начнем все-таки разучивать новую вещь, сказал он. Прошу вас, учитель, дайте мне еще немного времени, взмолился Кунцу. Мне хочется понять, что за человек сочинил эту песню. И снова Кунцу долгими часами сидел, склонившись над своей цитрой. Он то впадал в глубокую задумчивость, то вдруг приходил в крайнее волнение. Наконец он пришел к учителю и сказал, «Теперь я знаю, кто был человек, сочинивший этот напев». Это был муж с муглолицей и высокий, прямо-таки величественный. Его взор устремлялся в недостижимые дали, его дух обнимал все пределы небес. Таким мог быть только достопочтенный Вэнь Ван, основоположник дома Чжоу. Изумленный учитель встал и отвесил поклон своему упорному ученику. «Ты угадал!» Воскликнул он. Старейшие из знатоков музыки и вправду сказывают, что эту музыку сочинил сам Вэнь Ван. Рассказ о том, как Конфуций учился музыке у учителя Шисяна, записан в источниках, появившихся намного позже бесед и суждений. Но даже если он не соответствует исторической правде, он все же верен духу Конфуция и его наследия, отмеченного стремлением постичь человеческое содержание культуры, увидеть за произведением искусство не просто настроение, но сам характер его создателя. Это интуитивное и все же тщательно выверенное погружение в глубины чувства достигалось не легкими мечтаниями и не мимолетным усилием воли, а долгим и многотрудным усвоением исполнительской техники. Это была в полном смысле работа духа и работа тела. Интуиция Конфуция – непременно спутница оточенного мастерства. Музыка же из всех искусств служит, пожалуй, самым наглядным и убедительным примером единства внутреннего опыта и технического умения. Интерес кунцу к изысканной музыке древних естественно вырос из симпатии молодого ученого к старине. Как ни характерно это пристрастие ко всему древнему для личности и деяний самого Конфуция, в нем угадывается и общее состояние китайской культуры тех времен. Именно тогда в Древнем Китае появляется идея истории, а вместе с ней и осознание различий между прошлым и настоящим. Интересно, что самое понятие истории обозначалось в Китае словосочетанием древнее, современное, гауцезень. И надо сказать, что противостояние древность, современность имела для современников кунцу вполне зримые и очень приметные черты. Вспомним, что богатство вновь отстроенных дворцов представляло разительный контраст с почти аскетическим бытом чжоузких прощуров. Столь же резко изысканная музыка былых времен отличалась от соблазнительной музыки в новом вкусе. Существовали столь же заметные различия между древним и современным письмом, древним и современным языком. По свидетельству учеников, Конфуций неизменно декламировал канонические песни и произносил ритуальные формулы на официальном наречии, бытовавшем когда-то при Чжоузском дворе. Одним словом, во времена Конфуция выявилась целая культура древности, которая составила как бы возвышенный стиль жизни, приличествующий благородному человеку. Познать эту искусственно поддерживаемую культуру, усвоить ее и передать потомкам стало целью ученых мужей той эпохи, даже если смысл самой древности уже представал весьма смутным и малопонятным. Предание донесло до нас еще один, и, кажется, заключительный эпизод учебы Конфуция, его поездку в славный город Лаи, столицу Чжоузского государства. Такая поездка была, без сомнения, давнишней мечтой молодого ученого. В державе римлян все дороги вели в Рим, а в Срединном царстве, где жил Конфуций, все дороги вели в Лаи. На земле не было лучшего места для того, чтобы исполнилось заветное желание Конфу, обозреть установление прежних царей и расследовать истоки ритуалов и музыки. Концу было уже под 30, он успел снискать уважение образованного общества в Цуйфу, и о его поездке похлопотал сын предводителя знатного клана Мэн, того самого, которому служил отец Концу. По обычаю, для такого путешествия требовалось и спросить разрешение правителя царства Чжоагуна, и это разрешение было без труда получено. Дело в том, что правители Лу, пренебрегая своими старинными обязанностями, уже много лет не отправляли посольств ко двору Чжоузского вана, и Чжоагун счел, что представился удобный случай хотя бы отчасти искупить свою вину перед старшим братом, сидевшим на престоле в Лаи. Да и кандидатура Концу вполне для этого годилась, пусть знают люди Чжоу, что не оскудела еще талантами в очино Чжоу Гуна. Концу даже выдали повозку, запряженную парой лошадей, и казенного слугу, теперь ему не стыдно будет показаться на глаза гордым столичным мужам. Простившись с друзьями, Концу и его знатный спутник покинули Цуэфу. Остались позади родные Лузские холмы и заоблачная вершина Священной горы Тайшань, потянулась навстречу бескрайняя лесистая равнина, за ней, крестьянские поля в пойме Желтой реки, медленно катившей свои мутные воды в Восточный океан. Теперь путешественники ехали прямо на запад по укатанной дороге, среди цветущих деревень, останавливаясь на ночлег в уютных постоялых дворах. Казалось, благоденствие былых времен еще сохранялось в этих краях. На небе не успела смениться луна, как ворота главного города Срединной страны гостеприимно распахнулись перед ними. Это и вправду был город чудес. Чего стоил один дворец Чжоуского вана, грандиознейшая из обителей земных владык, длина стен которой достигала трех с половиной километров. А вот высокие могильные кургана, где спят в торжественном безмолвии государь и былых времен. Но, конечно, больше всего молодого ученого поразили сокровища дворцовых покоев и хранилищ, здесь и богатейшее собрание старинных книг, оружия, музыкальных инструментов, и целый зал с портретами премудрых царей и их советников, и царские яшмовые скипетры, нефритовые кубки и бронзовые жертвенные сосуды. Перед залом для торжественных аудиенций выстроились в ряд главные святыни Чжоуской династии, девять больших треножников по числу древних областей Поднебесной. Говорили, что их в незапамятные времена отлил сам отец человечества Фуси и что Чжоуские владыки будут царствовать до тех пор, пока в их дворце будут стоять эти треножники, еще он увидел в родовом храме Чжоуских царей бронзового человека. Рот его был замкнут тремя замками, а на спине виднелась надпись «Древний человек, осмотрительный в речах». Понятное предостережение, кто много говорит, навлечет на себя и много неприятностей. Совет никогда не лишний. Еще кунцу осмотрел алтарь божества пяти злаков, квадратную насыпь из утрамбованной земли, на которой, предварительно попастившись и совершив омовение, сын неба приносил жертвы божеству пяти видов злаков и молил его о даровании плодородия полям. А вот и тронный зал, и сам трон, на котором недвижно сидит, опустив руки на яшмовые подлокотники, властелин поднебесного мира, и лицо его скрыто нефритовыми нитями, свисающими с высокой шапки. Говорят, что, насмотревшись на все эти поучительные достопримечательности, Конфуций сделал такое заключение, благодаря светлому зеркалу выявляется облик вещей. Благодаря знакомству с прошлым познаешь настоящее. Конечно, не меньше старинных реликвий Конфуций и Ю были интересны столичные ученые. А те, в свою очередь, были поражены умом, образованностью, манерами, да и чего скрывать, необычным обликом гостя и злу. Придворный учитель музыки после разговора с Конфуцием якобы сказал о нем. У этого ученого и злу есть все знаки высшей мудрости, у него и глаза, и лоб, и спина, и даже осанка мудреца. Его ум столь глубок, а познания столь обширны, что он достоин самого высокого поста. Если этот человек и вправду мудрец, то чем он должен заняться? Спросил кто-то старого учителя. Ныне законы древних царей находятся в небрежении, ответил тот. Мудрец должен первым делом восстановить древние уложения о музыке и ритуалах. Когда Конфуций услышал столь лестный для него отзыв, он скромно возразил, что не обладает задатками великого мудреца и только предан всей душой изучению древней музыки и обрядов. Но слова старого наставника, несомненно, должны были укрепить его юношескую веру в свое высокое предназначение. Только вот подходящее ли было время для осуществления возвышенных помыслов. Приехав в Лаи, Кунцу собственными глазами убедился в том, как низко пал некогда блистательный Чжоуский двор. Никто уже не являлся в столицу с изъявлениями преданности и богатыми дарами. А сам правитель и его окружение погрязли в бесконечных спорах о престолонаследии и мелких интригах. Кто из них стал бы слушать молодого правдолюбца? Если верить преданию, Конфуций искал встречи со знаменитым мудрецом Лао Цзи, смотрителем дворцовых архивов Чжоу и родоначальником даосизма, второго наряду с конфуцианством классического течения китайской мысли. Сохранившиеся сведения о Лао Цзи овеяны дымкой почти сказочных легенд. Но если Лао Цзи в самом деле существовал, то повидать его, наверное, было не так-то просто, ибо, судя по приписываемым ему изречениям, он считал мирскую жизнь сплошной суетой, всяческое умствование презирал, а сильных мира сего избегал. Кому, как не царскому архивариусу, знать истинную цену людскому тщеславию? Потомки прозвали его темным мудрецом, однако же и в самом деле мудрено суетному свету понять того, кто говорит, что высшая сила, это отсутствие силы, и кто советует, не ищи приобретений, и все будешь иметь, забудь о знании, и все узнаешь. О чем с таким говорить? О чем такому говорить с миром? Сам Лао Цзи заключает. Когда возвышенный человек слышит о правде, он следует ей. Когда низкий человек слышит о правде, он смеется над ней. Если бы он не смеялся, это не было бы правдой. У нас нет уверенности, что Конфуций повидался с Лао Цзи. А если бы даже и повидался, то какой бы разговор у них вышел. Однако есть сведения, что уже очень скоро после смерти Конфуция рассказ о его встрече с Лао Цзи пользовался широкой известностью среди ученых людей. Сохранились древние изображения этой встречи, на которых мы видим Конфуция, склонившегося в глубоком поклоне перед Лао Цзи. Видно, это не роняло достоинства учителя Куна даже в глазах его последователей, в конце концов, Лао Цзи был вдвое старше Конфуция. О чем же разговаривали два величайших ума Поднебесной? Предание гласит, что Кунцу поведал мудрому архивариусу о своих мечтах восстановить мир и порядок в Срединной стране, но посетовал на упадок нравов, увы. Трудно осуществить ныне праведный путь. Воскликнул он. Нет нынче правителя, способного идти им, будь осторожен, ответил Лао Цзи. Всякий, кто судит, неизбежно ошибается. Всякий, кто пытается понять, не постигнет истинного смысла сказанного. Тут ему пришло самое время замолчать, и, лишь провожая молодого гостя до ворот дома, он якобы напутствовал его такими словами, «Я слышал, что люди богатые и знатные на прощание дарят гостю деньги, а люди добрые дарят советы. Я не богат и не знатен, но как ни недостоин я этого звания, люди зовут меня добрым. А посему позволь мне дать тебе совет, человек, любящий подмечать недостатки других, рано или поздно попадет в беду, человека, который любит разоблачать промахи других, подстерегает опасность, почтительный к старшим не стремится быть впереди всех, и также держится добропорядочной поданной». Так говорил Лао Цзи, проповедник скрытной честности. Мы не знаем, понравились ли слова ученого старца тогда еще молодому, полному возвышенных замыслов Конфуцею. Сам учитель Кун всегда учил быть осмотрительным и в словах, и в поступках. Правда, не ценой нравственной расслабленности и потворства злу. Но глубокомысленные и уклончивые речи премудрого Архивариуса вряд ли пришлись ему по вкусу. Впрочем, он не мог не воздать должное своему уважаемому собеседнику. «Всякую тварь, земную и небесную, поймать не мудрено, да только не дракона, который взмывает в поднебесье вместе с ветром и возвращается на землю с дождем», сказал он своему спутнику. «Сегодня я повстречался с драконом». С этими словами он отправился в обратный путь. Ну а Лао Цзи, как истинный дракон, ускользнул и стянет мира. В конец разуверившись в людях, он сел на буйвола и уехал куда-то далеко на запад. С тех пор о нем ничего не было слышно. Позднее Конфуций в разговорах с учениками ни разу не упомянул о своей встрече с темным мудрецом, но часто говорил, что в своих наставлениях следует порядкам Чжоу. Зная основательность Конфуция в ученых изысканиях, трудно поверить, что он мог заявить так, не зная по собственному опыту, что такое ритуал Чжоуского двора. А значит, рассказ о его поездке в Лае нельзя назвать полной выдумкой. Глава 2. Путь к себе. Имея прочную опору. Конфуции 30 лет. И у него уже есть прочная опора. Этой опорой стали ему 15 лет, половина прожитой им жизни, пролетевших как один день, в учебе и размышлениях. Теперь он пожинал плоды своих тихих трудов. Книжная премудрость и благородная музыка, старинные обряды и правила хорошего тона, управление хозяйством и даже ратное дело, во всех науках и искусствах, которые в те времена обязан был изучать каждый благородный человек, он чувствовал себя уверенно, а кое в чем, например в знании ритуалов, не уступил бы и самым именитым ученым царства. Безупречные манеры, неподельная скромность и редкостное трудолюбие принесли ему необычные для человека его лет, известность и авторитет даже среди высших придворых чинов. Для чего же была нужна ему прочная опора? Для собственного удовлетворения, конечно, но и не только для этого. Мужчина 30 годов, издревле говорили в Китае, должен иметь семью и детей, быть хозяином дома, а иначе его и мужчиной назвать нельзя. Наследник у Кунцу уже был, собственный дом тоже. Более десяти лет он состоит на службе, чести своей не уронил, но вот за серьезное дело пока браться не доводилось. Теперь он может и даже обязан посвятить себя государственному правлению, занять ответственный пост, а если повезет, стать советником самого правителя, раскрыть до конца свои таланты, облагодетельствовать все царство, весь поднебесный мир. Кунцу чувствовал, что может многое свершить. Как знать, не суждено ли именно ему, так глубоко вникшему в заветы древних, вернуть людям счастье. Свидетельства конфуциевых учеников сохранили для нас многие черты быта, образа жизни, характера учителя Куна. Как ни отрывочны, как ни разрознены эти свидетельства, вместе они рисуют образ очень цельный, непосредственный и, без сомнения, на редкость обаятельный. Они сообщают о человеке, уверенном в себе, но не самонадеянном, аккуратном, часто даже педантичном, но умеющем слушать и понимать ближнего, мягком и уступчивом, но наделенном непреклонной волей, человеке, следующем мудрому чувству меры во всем, кроме одного, в стремлении быть лучше, неустанно совершенствовать себя. Внешность у конфуции, как уже говорилось, была очень необычная, даже удивительная. Одна только вмятина на его темени, хотя и скрытая под шапкой, древние китайцы снимали шапку только на ночь, ибо показаться на людях с обнаженной головой считалось большим позором, давало пищу для бесконечных пересудов. Кроме того, конфуции отличался необыкновенно высоким ростом, так что кое-кто из недоброжелателей за глаза называл его верзилой. Грузный, рано раздавшийся в талии, да к тому же немного сутулившийся, то ли еще от подростковой застенчивости, то ли от привычки стоять чуть наклонившись вперед в вежливом поклоне, он казался бы смешным увольнем, если бы не его умение держаться и располагать к себе любого собеседника. Лицо его отличалось крупными, не сказать грубыми, чертами. Большие, чуть выпученные глаза, мясистый нос с широкими ноздрями, вытянутые уши, вздернутая верхняя губа, из-под которой выступали два неестественно больших передних зуба, густые брови и борода. Многим это лицо напоминало устрашающий лик четырехглазого демона, который на похоронах несли перед гробом с покойником, чтобы отпугивать нечисть. Разумеется, все эти странности в облике Конфуция вовсе не обязательно должны были вызывать только насмешки и неприязнь окружающих. Напротив, древние китайцы, как и многие другие древние народы, относились к ним с немалым почтением, порой даже суеверным ужасом, видя в них самим небом данные знаки необыкновенной судьбы и необычайных способностей. Недаром мифических царей древности наделяли в Китае какими-нибудь диковинными физическими признаками, разноцветными бровями, лошадиным ртом, печенью величиной с кулак и прочь. В одном древнем анекдоте из жизни Конфуция какой-то его современник утверждает, то ли в шутку, то ли всерьез, что у учителя куна лоб, как у я, шея, как у гао-я, еще один мудрый правитель древности, плечи, как у мудрого советника царствовать жен сзычиня, а нижняя часть тела на три вершка короче, чем у великого юя. Услыхав об этом отзыве, Конфуций заметил, внешность человека не так уж важна. И надо сказать, что призыв Конфуция судить о человеке не по облику, не по телесным приметам его избранности, а лишь по его делам и силе духа был для того времени большим новшеством. Столь же несущественный Конфуций считал материальную сторону человеческого быта. Он не дорожил житейскими удобствами, не имел, насколько известно, ни пристрастий, ни привычек и отличался полным равнодушием к внешнему устроению своей жизни, когда это не касалось правил этикета. С многозначительной скрупулезностью ученики Конфуция сообщают о том, что и как носил их наставник. Их внимание понятно, ритуал немыслим без декорума, без подобающего состоянию духа украшения, и только в ритуале вещь-предмет, закабаляющая человека, становится вещью-символом, свидетельством человеческой свободы. Такая вещь по определению реализует себя в самоустранении. И не будет неожиданностью узнать, что великий учитель ритуала в Китае одевался очень скромно и практично. Летом он носил простой холщовый халат, непременно надетый на легкую рубашку, чтобы соблюсти различия между верхним платьем и исподним. В зимней одежде Конфуций следовал определенным правилам сочетания цветов, черный халат он подбивал черной овчиной, халат из некрашенного шелка, выбеленный оленей кожей, а к желтой ткани предпочитал подевку из лисива меха. Спать он ложился в длинной ночной рубашке. А вот особенно знаменитая деталь. У себя дома он носил отороченные мехом халаты с обрезанным правым рукавом, так было удобнее и для ученых занятий, и для разных хозяйственных работ. Известно также, что одежды Конфуция, за исключением парадных одеяний, шились из отдельных кусков ткани, так было дешевле, да и обрезком находилось применение. Еще Конфуций не использовал шелк пурпурного или каштанового цветов для отворотов и обшлагов халата, а дома не носил красных или фиолетовых одежд, весьма модных среди знатных щеголей того времени. Ученики отмечают, что он никогда не ходил выразить соболезнования сослуживцам или друзьям, в черном овчинном тулупе и черной шапке, в Китае траурный цвет, белый. Постясь перед торжественным жертвоприношением предкам, он обязательно надевал платье из самой грубой материи, ел самую грубую пищу и не сидел на своем обычном месте. Во время траура он не носил украшения и не подвешивал к поясу халата разные мелкие вещицы, как было принято у древних китайцев. Но при всем своем педантизме Конфуций вовсе не был рабом этикета и всякую зависимость духа от внешних обстоятельств, будь то бездумная покорность мнением света, угодничество, потворство неправому делу или даже привязанность к домашнему очагу, считал позорной слабостью. Учитель сказал ученый, взыскующий пути и при этом стыдящийся своей ветхой одежды и грубой пищи. Я не знаю, о чем тут еще говорить. Те же правила мы встречаем и в отношении Конфуция к еде, описанном его учениками с какой-то особенно любовной тщательностью. Учитель не съедал весь поданный ему рис и все поданное на стол мясо. Он не ел прокиши рис, испортившуюся рыбу или мясо. Он не ел пищу, изменившую свой цвет, и пищу, источавшую дурной запах. Он не ел плохо приготовленную пищу и никогда не вкушал в неурочное время. Он не ел пищу, если она не была нарезана, как принято, мелкими кусочками, и не принимал пищу, лишенную подобающей ей приправы. Даже если на столе было много мяса, он всегда ел больше риса, чем мяса. Только в пяти и вина он не имел твердых правил, однако же никогда не бывал пьян. Он не пил вина и не ел сушеного мяса из лавки. Даже если слуги не убирали блюда со стола, он не ел больше, чем следовало. Даже если его пища состояла из неочищенного риса и овощной похлебки, он обязательно со всей почтительностью подносил часть ее предкам. В присутствии человека, носившего траур, он никогда не наедался досыта. Многие штрихи поведения Конфуция подчеркивают его аккуратность и выдержку. Прежде чем сесть, он, если нужно, поправлял сиденье. Он не разговаривал за едой или лежа в постели и притом не лежал в постели, как покойник, а будучи один у себя в доме, не сидел там, где обычно располагались гости. Путешествуя, он всегда сидел в коляске прямо, смотрел только вперед, не кричал и не показывал пальцем. Будучи со всеми безукоризненно вежливым, он настолько строго соблюдал этикет, что не отвечал поклонам на подарки, которые не были предписаны церемониалам, даже если ему дарили целый экипаж. Особенно примечательны заметки, свидетельствующие о необычайном внимании Конфуция ко всему, что происходило вокруг него. В особенности сочувствовал Конфуций чужому горю. Его ученики вспоминают. Когда учитель встречал скорбящего человека в трауре, он тотчас принимал торжественный вид, даже если этот человек был его близким, знакомым или моложе его. Когда учитель встречал кого-нибудь в парадной шапке или слепца, он тут же принимал торжественный вид, даже если хорошо знал их. Если он проезжал мимо человека, носящего траур, он выходил из коляски и склонялся в знак почтения, также он кланялся и всем государевым гонцам. Когда на перу вносили изысканные кушанье, он вставал с торжественным видом. Когда гремел гром или налетал вихрь, он всегда принимал торжественный вид. И еще одно замечание. К ритуальному посту, в войне и болезням учитель относился с особенным вниманием. Без труда мы заметим, что жесты Конфуция всегда отмечают возвышенные моменты в жизни, будь то могучая игра природных стихий, подвижничество праведника или даже смерть человека. Учитель Кун, как никто другой, умел видеть великое в малом, и в этом он был лишь утонченнейшим, совершенным продуктом того жестко ритуализированного общества, в котором он вырос и которое ежечасно, ежеминутно воспитывало в нем особую выразительность манер, обостренную восприимчивость к окружающей жизни. Записи древних знатоков ритуала дают представление о том, сколь тщательно должен был следить за собой участник разных церемоний в ту эпоху, например, обряда жертвоприношения предкам. Сыну, собравшемуся почтить покойного родителя, перед началом церемонии полагалось стоять, выражая свою почтительность легким поклоном, приступив к исполнению обряда. Он должен был выказать радость, когда он приносил жертвы, ему следовало являть своим видом почтительности воодушевления, покидая зал для жертвоприношений, он должен был нести на лице печать благоговейной торжественности и так далее судя по этому описанию, современникам Конфуция приходилось в повседневных делах быть неплохими актерами. Кстати сказать, Древний Китай вообще не знал театра, ни о того ли, что древние китайцы и не имели потребности в созерцании некоего по-театральному отвлеченного образа их чувств, ибо их подлинным театром была их собственная жизнь. Во всяком случае, каждый, кто бывал в Китае, знает, как чувствительны китайцы в общении, как тонко улавливают они малейшие перемены в настроении собеседника. Эти качества, кажется, были присущи и зачинателю китайской традиции, и при том в такой мере, что повергали в недоумение даже некоторых его современников. Известен любопытный разговор, состоявшийся между Кун Цу и неким Вэй Шин Май, возможно, одним из лузских вельмож. Этот Вэй Шин Май однажды спросил Конфуция, «Цу, почему ты такой беспокойный? Уж не заискиваешь ли ты?» «Нет, заискивать я не люблю», — ответил тогда Конфуций. «Просто мне претит черствость. Это восприимчивость Конфуция к жизненным метаморфозам, которую, как видим, некоторые путали с угодливостью, не вступала в противоречие с его степенным и невозмутимым видом. Ведь у игры свои, не похоже она правила обычной жизни законы, чем больше актер сознает свое отличие от изображаемого им лица, тем искуснее он играет, тем ярче и полнее его чувственная жизнь. Как бы то ни было, непоколебимое спокойствие и сдержанность дополнялись в Конфуции и столь же завидным умением ладить с людьми и необыкновенно развитым чувством такта. Конфуций вовремя говорит и вовремя молчит, он действует, когда того требуют обстоятельства, и выжидает, если благоприятный момент еще не наступил. Его слова как бы растворяются в течение самой жизни, воздействуют необоримой силой самих обстоятельств и потому не нуждаются в риторических красотах и даже умозрительной доказательности. Он никогда не скрывал своего отвращения к ловким говорунам и считал, что сам не обладает даром красноречия. Он требовал, чтобы слово было делом, и не скрывал презрение к позерству. Учитель сказал, древние поспешали в делах, но медлили в речах, они боялись, что слова не поспеют за делами. Учитель сказал, те, кто красиво говорят и сами любят красоваться, редко бывают истинно человечны. Конфуций мог быть очень разным, но никогда не создавал неловких ситуаций. У него не было никаких раз и навсегда заданных принципов, кроме одного, открытого и честного отношения к жизни. Он считал, что мудрый не должен ничего заведомо принимать или отвергать, и с удовлетворением отмечал, что сам не имеет предубеждений. Педантизм Конфуция озарен светом внутренней свободы, проливающимся наружу в возвышенные моменты жизни. Общаясь с соседями, учитель казался послушным и косноязычным. В храме предков и при дворе государя он говорил вдохновенно, и в словах его всегда был глубокий смысл. Превыше всего ценя в жизни согласия, Конфуций отличался необычайной терпимостью и принимал все обычаи, все черты народного быта, если в них жила душа народа. Он уважительно относился к народным празднествам и игрищам, хотя буйная стихия праздника была чужда и даже враждебна его проповеди сдержанности и безупречного самообладания. Но он понимал и ценил жизнь чувств. Когда на Новый год, а это было в конце зимы, жители Цию и Фу в радостном возбуждении высыпали на улицы и местные колдуны, надев страшные маски чудища чертей, плясали среди беснующейся толпы, изгоняя нечисть, Конфуций в парадных одеяниях стоял в почтительной позе на восточном крыльце дома, там, где полагалось стоять хозяину. Вместе со всеми жителями округи он участвовал в праздничных пиршествах, которыми отмечались начало сева и сбор урожая, но давал понять, что делает это из чувства дружбы и солидарности, а не ради низменных удовольствий, он покидал пир, как только кончались предписанные обычаем представления танцоров и ходоков на ходулях. Но он понимал и простых людей, бездумно предававшихся праздничному веселью. Когда один из учеников посетовал в его присутствии на то, что простые люди в дни новогодних празднеств становятся словно безумные и не мешало бы запретить их бесноватые забавы, Конфуций заметил, что для крестьян, круглый год занятых изнурительным трудом, вполне естественно предаваться безудержному веселью в немногие праздничные дни. Ведь и лук, если его постоянно держать согнутым, потеряет свою упругость, заключил он. Несомненно, Конфуций обнаруживал больше понимания человеческой психологии и даже, если угодно, законов человеческой культуры, нежели те многие поколения ретивых чиновников, которые именем учителя Куна воевали с безумством народных празднеств и усердно воспитывали свой темный народ. Конечно, терпимость Конфуция не нужно путать с мягкотелостью, этикетной вежливостью и тем более всепрощенчеством. Конфуций признавал за каждым право действовать сообразно своему чувству справедливости, иметь свою правду, но только правду. Он признавал множественность проявлений истины в мире и потому так охотно обсуждал со всеми поступки и характеры разных людей. Он признавал, одним словом, право каждого человека на необычность, и сам был необычным человеком. Но он не терпел свои корыстия, обмана и бесчестия. Он мог быть грубым с грубиянами и хитрым с хитрецами. Конфуция и его согласие вовсе не означала уподобление другим, оно исключало какой бы то ни было сговор между людьми. Таким предстает перед нами портрет Конфуция в свидетельствах современников, очень живой и реалистический в своих подробностях портрет не столько великого учителя, сколько именно человека как он есть. Хочется добавить, портрет на удивление обыденный, даже тривиальный, как будто лишенный яркой индивидуальности. В самом деле, что примечательного в одежде Конфуция, если не считать его знаменитых обрезанных рукавов, или в манере есть только хорошо приготовленную пищу, или мясо, нарезанное мелкими кусочками, так истари повелось в китайской кухне, или, наконец, только свежие плоды. Что необычного в его правиле не разговаривать за едой или приносить жертвы предкам перед трапезой. Перед нами просто хорошо устроенный быт физически и духовно здорового человека. И, притом, точно воспроизводящий обычай, как бы экстракт народного быта. Никаких странных привычек и причуд, которых ждут от гениев. Никаких недугов и недостатков, слабостей и крайностей, наполнявших жизнь страданиями и борьбой. Никаких душевных мук. Мы должны быть готовы принять тихие, невидные радости человека, умеющего жить в согласии с самим собой и в согласии с жизнью вокруг него. На досуге учитель был радушен и весел. Вот, быть может, самая глубокая правда о Конфуции. Но в этой органической, почти непроизвольной цельности натуры учителя, в подкупающей простоте и доверительности его манер не было ничего от плоской простоты себелюбца, начетчика или человека, одержимого идеей. Мы наблюдаем как бы многокрасочный сплав очень разных, но дополняющих друг друга свойств характера. Учитель был мягок, но тверд, повелителен, но не жесток, исполнен достоинства, но располагал к себе. Эта глубинная уравновешенность характера, не оставляющая места для каких бы то ни было душевных потрясений и кризисов, не говоря уже о каких-то психических комплексах, составляет важнейшее свойство Конфуции человека и, пожалуй, важнейшее его отличие от личности европейского типа, так часто проводящей жизнь в борьбе. Чтобы достичь такой сбалансированности духа, такого незыблемого покоя души, нужно, казалось бы, совсем немного, переступить через свое ограниченное, субъективное «я», освободиться от пут наших представлений о самих себе. Начать же нужно с простого, открыть себя миру и понять, что уважение к другому держится уважением к самому себе. Конфуций живет в пути. Поэтому он охотно признает ограниченность своих позиций и часто повторяет, что не родился всезнающим, а добился всего благодаря учению. Превосходно разбираясь в этикете и церемониях, он ненавидит всякую вычурность в речи и в поведении. Ему претит любая несвобода, любая зависимость духа, от внешних обстоятельств, будь то слава, богатство, власть или вожделение. Тот, кто, вкушая за столом, не ест до отвала, а находясь на чужбине, не тоскует по домашнему уюту, достоин называться благородным мужем. Конфуций обходится без привычек и тем более без каких бы то ни было излишеств. Для него, по его собственным словам, нечестно нажитые чины и богатства, все равно, что облака в небе. Он гордится тем, что может запросто спать, подложив под голову собственный локоть. Но при всей его беспощадной требовательности к себе он терпим к человеческим слабостям. Он прощает безумство простолюдинов на народных праздниках и добродушно улыбается, слушая речи чистолюбивых учеников. В нем нет ничего от иступленного аскета, ему претит фанатизм. Он ценит отдохновение от трудов, радости приятельской беседы, музицирования и даже винной чарки. Он любит петь, ученики особо отмечают, что в дни поста и траурных церемоний учитель никогда не пел. Если рядом кто-нибудь затягивает песню, которая ему по душе, он охотно подпевает. Ему весело, когда вокруг от души веселятся. Он невозмутим и никогда не жалуется. Почему? Потому что он в самом себе находит свою прочную опору, а находит он ее потому, что доверяет жизни и верит, что жизнь, или небо, все даст тому, кто будет достоин своей судьбы. Он лишь хочет жить так, как ему хочется. Учитель сказал, если бы богатство было целью моей жизни, я сделал бы все для того, чтобы добыть его, даже если бы мне пришлось быть сторожем, что стоит у ворот рынка с плеткой в руке. Но так как я этого не хочу, я буду жить по своей воле. Тот, кто хочет в этой жизни быть просто самим собой, позволит также жить и другим. Примечательная деталь, по убеждению Конфуция, благородный человек ни с кем и ни в чем не соперничает. Единственное исключение Конфуций делал для состязаний в стрельбе из лука, да и то потому, что состязания эти в те времена больше походили на торжественную церемонию, включавшую в себя и дружеский пир, и музыкальные представления, и бесконечные взаимные поклоны участников. Особенно нравилось Конфуцею то, что победителю состязания полагалось почтительно кланяться побежденному и произносить здравицу в его честь. В те времена считалось, что стрела должна обязательно пробить бычью шкуру, служившую мишенью. Конфуций же объявил, что в состязании главное не сила, а твердость руки и меткость глаза, которые, конечно, невозможны беспокоя и сосредоточения духа. Мало-помалу ему удалось добиться отмены старого правила. Ни славы и ни победы искал Конфуций на площади, где состязались лучники. Испытание физической силы было для него средством испытать силу духовную. Он ценил не крепость мускулов, а твердость добродетели. Он демонстрировал не искусство, а благочестие. Учтивость его степенных, скупых, но всегда точных жестов, острота глаза, твердость руки и сила воли молчалива, но с неоспоримой убедительностью подтверждали человеческое достоинство, и его собственное, и всякого человека. Он считал неблагородным диктовать свои условия. Он старался оставить другому его шанс. Учитель ставил силки, но не раскидывал сети, он стрелял из лука, но не посидящий птица. Секрет обаяния и более того, истинного величия Конфуция так же прост, как вся его жизнь и все его учения. Этот секрет, любовь к людям за то лишь, что они люди. Любить людей, гласит завет учителя Куна, данный им его ученику. Любить по-настоящему, не заинтересованно, не унижая опекой или равнодушием, принимая их такими, какие они есть, помогая развиться всему лучшему в них, но не закрывая глаза на их пороки и слабости. К молодым людям, говорил он, нужно относиться со всем уважением. Кто может поручиться, что когда-нибудь он не достигнет того же, чего достиг и ты? Лишь тот, кто, дожив до 40 или 50 лет, ничего в жизни не добился, не заслуживает уважения. А уж о тех, кто действительно заслуживал сострадания, учитель Кун проявлял и вовсе необыкновенную заботу, непременно кланялся слепым музыкантам и сам провожал их до их места на Перу, учтиво кланялся каждому прохожему, носившему траур и в присутствии таких людей никогда не ел досыта. Известны случаи, когда он хоронил за свой счет даже незнакомцев, если этого не могли по бедности сделать их родственники. И еще один случай, запомнившийся его ученикам. В конюшне случился пожар. Учитель, придя домой, осведомился, кто-нибудь пострадал. А о лошадях даже не спросил. Впрочем, защитникам животных не нужно беспокоиться. Участливость Конфуция распространялась и на братьев наших меньших. По преданию, когда сдохла собака, жившая в его доме, он сказал цзыгуну, в старину говорили. Рваные занавеси не выбрасывай, пригодится покрыть лошадь в могиле. Рваный полок не выбрасывай, пригодится покрыть пса в могиле. Я так беден, что у моего экипажа даже нет полога. Возьми старую циновку и накрой ею нашего пса, когда положишь его в землю. Не великое, казалось бы, событие, но здесь, как и почти во всех свидетельствах о жизни Конфуция, в малом просвечивает великое. На этом мимолетном эпизоде можно было бы поставить точку в рассказе о манерах и характере учителя Куна, если бы не необходимость еще раз вернуться к оценке феномена Конфуция. Что же все-таки за человек был Конфуций? Каким образом сочетались в нем необыкновенные самообладания и совершенно ненаигранная безмятежность, педантизм и способность без опасений и тревог наслаждаться жизнью? В литературе о Конфуции мы не найдем ясного ответа на этот вопрос. Большинство современных исследователей склонны считать портрет Конфуция-педанта делом рук не в меру ретивых поклонников Конфуциевой апологии жизни по ритуалу или карикатурой, созданной идейными противниками учителя Куна в Древнем Китае. Они стремятся очистить исторический образ Конфуция от наслоений позднейших легенд и заново увидеть в нем всего лишь обыкновенного человека. Однако сможем ли мы в таком случае понять, почему Конфуций стал учителем десяти тысяч поколений? Он, конечно, не был ни рутинером, ни начетчиком, но педантом в известном смысле, без сомнения, был. Из того, что нам известно о манерах Конфуция, складывается впечатление, что он как бы намеренно привлекал внимание окружающих к ритуальной аккуратности каждого жеста, что манерам его свойственно неистребимая, нередко почти гротескная театральность. Каждым своим поступком учитель Кун словно говорит, смотри, как я делаю. Смотри, как надо делать. Каждым своим жестом Конфуций именно представляет реальность, какова и есть для него осмысленность ритуального действия, и, как следствие, творческая сила жизни. Его поведение, слова и даже облик всегда подчеркивают своеобразие момента, качество переживания. В его манерах часто ощущается элемент игры, но игры неизменно нравоучительной и потому предполагающей полную серьезность и искренность. Вспомним, как вел себя Кун Су, попав в родной храм лузских правителей, он спрашивал обо всем подряд. Перед лицом предков все поступки должны быть представлением. Итак, проявляя любознательность или скрывая свое незнание, Конфуций еще и показывал, как нужно себя вести, он и действовал, и созерцал свое действие, и такое продуманное, воистину осмысленное поведение соответствовало, по Конфуциию, истинному ритуалу. Конфуций ее в завет умудренного педантизма не сразу становится доступным стороннему наблюдателю, но он не остался незамеченным в самом Китае. Упоминавшийся вышеученый Чен и в XI веке писал о поведении Конфуция. Мудрый подобен небу, и безмерно далек он от обыкновенных людей. Будучи близкими ему, ученики знали, сколь возвышен и широк он был. Но если бы он казался недосягаемым, у людей пропало бы желание ему подражать. Вот почему, наставляя окружающих, мудрец всегда заботился о том, чтобы его поучения соответствовали ожиданиям людей. Служа старшим и соблюдая траур, он не допускал малейшей небрежности. Когда же речь заходила о том, чтобы «не выпить лишнего», он был до предела прост в обращении. Но он поступал так для того, чтобы люди с маленькими способностями попытались взять с него пример, а люди талантливые не пренебрегали простым и малым в своей жизни. Такая назидательная игра многое объясняет в наследии Конфуция. Она делает это наследие стеной, орнаментом, не позволяющим определить суть его внутреннего постижения. И она же, как всякая игра, внушает людям опыт живого, интимного, безмолвного понимания, которое приходит как раз там, где кончается все понятое и понятное. Обаяние Конфуция, в его способности убедить в необходимости принять условия этой игры. Ибо мы взращиваем в себе свободу духа лишь через совершенствование формы. Чтобы взлететь, нужно суметь от чего-то оттолкнуться, мастерство приходит через искусство, но само предстает безыскусностью. Чем строже в своем поведении Конфуций, тем он свободнее, вот секрет жизненности его дела. А заодно исток его мягкой иронии и юмора, не всегда заметных по шкалярски поверхностному взгляду позднейших почитателей. Чего стоит, к примеру, следующий эпизод, относящийся, по-видимому, к тому времени, когда Конфуций был еще сравнительно молодым человеком. Какой-то человек, живший по соседству с будущим великим учителем, подтрунивал над ним, говоря, «Воистину велик Конфуций!» Он обладает широчайшими познаниями, но нет занятия, в котором он составил бы себе имя. А Конфуций в ответ. И правда, в каком бы деле мне прославиться? Может, в управлении колесницей? Или в стрельбе из лука? Да-да. Займусь-ка я ездой на колеснице. Позднейшие комментаторы находят в этих словах учителя всего лишь очередное свидетельство его извечной скромности, а в словах его безвестного соседа, все того же неизбежного почтения к знаменитому мудрецу. Возглас велик Конфуций, и в самом деле стал популярнейшим дифирамбом учителю десяти тысяч поколений, с него начинались официальные словословия Конфуций Ю, его несчетное число раз писали в своих ученических тетрадках будущие китайские книжники, он украшал стены императорских дворцов и склоны священных гор. И никто уже не задумывался над изначально таившейся в нем иронией, как никто уже не мог оценить юмор Конфуция, пожелавшего прославиться своим искусством возницы. Но почему в нас рождается желание быть ироничными? Дело в том, что ирония устанавливает безмолвную общительность человеческих сердец, делает возможным невысказанное и, быть может, вовсе неизъяснимое понимание, понимание, которое вырывает из механически бездумного существования. Но она же защищает личность от натиска извне, дарит уверенность в себе и силу быть выше обстоятельств. Она учит жить легко и позволяет учителю быть безмятежно-радушным с учеником, сполна выдерживая строгость, потребную в воспитании. Конечно, Конфуций – не древнегреческий Сократ. Он не считает себя вправе пренебречь обычаем или людским мнением, не увлекается свободным философствованием. Даже ирония его условна и заключена в довольно жесткие рамки. Внутренняя дистанция, которую она устанавливает между человеком и миром, может и должна быть преодолена ради искренности переживания. В Китае мудрый живет сердцем народа. И Конфуций – тоже частица народной души, человек среди людей. Порой и он дает увлечь себя душевным порывом, скорбя, гневаясь и даже радуясь не так, как требует этикет. Однажды Конфуций увидел, как один из учеников, в нарушении элементарных приличий, сидел на полу, широко раскинув ноги. Быть нескромным и грубым в молодости, не создать ничего достойного в зрелом возрасте и бояться смерти в старости, вот что я называю ничтожеством. Воскликнул учитель и с размаху ударил юношу посохом. Нездержанность, недостойная мудрого. Может быть. Но в мудром даже нездержанность заставляет других задуматься. Первые ученики. Теперь, когда мы немного знаем о характере и образе жизни 30-летнего Кунцу, настало время спросить, кем был этот человек в глазах его современников. Какую роль в обществе уготовила ему судьба. С детства Кунцу мечтал о славе государственного мужа, во все времена единственно достойный талантливого и образованного человека в Китае. Его способности, благонравное поведение и поразительная эрудиция рано принесли ему известность. Он был еще очень молод, когда правитель царства самолично выказал ему благоволение. Еще юношей он поступил на службу и прекрасно справлялся со своими обязанностями чиновника. Его ценили при дворе. Но уходили годы, а назначение на высокую, дающую реальную власть должность он так и не получил. И его возвышенные мечты оставались, как и в юности, только мечтами. Нельзя не удивляться парадоксальному в своем роде положению Кунцу на сцене современной ему общественной жизни. Он, как никто другой, осознал и даже собственным примером явил воочию глубочайшие основы государственной политики Чжоус-ЦФ, политики, по сути своей ритуалистической, зиждившейся на безмолвном, символическом единении людей. Он, как никто другой, был опорой и защитником современной ему государственности. Но насколько привлекателен и даже необходим обществу был Кунцу в роли охранителя Чжоусской традиции, настолько же он был непригоден для реальной политики. Последнее в те времена, как мы уже знаем, очень далеко отстояло от идеалов, завещанных первыми Чжоусскими царями. Государство управлялось силой, хитростью и безжалостным расчетом. Карьера удачливых политиков писалась кровью. Как раз когда Кунцу исполнилось 30 лет, пришло известие об очередной кровавой драме в далеком Южном Уделе. В тех землях два брата спорили между собой за престол, и претендент на трон пригласил государя на пир. Зная о замыслах хозяина пира, тот принял все меры предосторожности, окружил себя отрядом телохранителей и даже приказал своим людям тщательно обыскивать всех слуг, вносивших на пир кушанье. Но один из этих слуг спрятал нож в брюхе огромной рыбы, поднес ее на блюде правителю, а потом выхватил нож и заколол его. В тот же миг два меча сошлись в сердце убийцы, добавляет летописец. Такая вот картинка дворцовых нравов тех времен. Кун Цу был слишком честен и прямодушен, слишком презирал интриги, лицемерия, пустословия и лесть, чтобы пользоваться успехом среди царедворцев. Мог ли рассчитывать на благосклонность царей и вельмож тот, кто ненавидел хитрых говорунов и считал постыдным для себя скрывать свое недовольство другими и поддерживать с ними видимость дружеских отношений? Кун Цу полагал ниже своего достоинства искать покровительство сильных мира сего и тем более заискивать перед ними. Свой долг поданного он видел в том, чтобы говорить правителю правду в лицо. И без колебаний исполнял этот долг, никогда, впрочем, не нарушая приличий. Вся жизнь Конфуция предстает цепью его встреч с правителями, встреч каждый раз многообещающих и всегда оканчивающихся безрезультатно. Многие из власть имущих, кажется, искренне хотели бы привлечь этого мудреца к себе на службу, внять его советом, но каждый раз Конфуций, явившись на аудиенцию, как нарочно выговаривал своему предполагаемому патрону самую горькую, самую болезненную для него правду. И оставался не у дел. Непреодолимая стена отделяла мечты Конфуция от действительности. Нельзя сказать, впрочем, что планы Кун Цу были только беспочвенными, заведомо несбыточными мечтаниями. У будущего учителя были перед глазами вдохновляющие образцы для подражания. Как раз в его молодые годы сразу в нескольких царствах Срединной страны в должности первого советника государя оказались энергичные политики-реформаторы, не принадлежавшие к олигархии, подобные трем семействам в Лу. Их возвышение стало возможным благодаря острым противоречиям среди аристократов, скорее согласных поставить у власти постороннего человека, чем кого-то из своих давних коллег-соперников. Наибольшую известность из этой плеяды государственных деятелей приобрел первый советник царства Чжэн Цзэйчань, умерший в 522 году до н.э., когда Кунцу исполнился 31 год. Цзэйчань был достойным представителем нового поколения служилых людей, полагавших, что в управлении государством главное – не обряды и небесные знамения, а интересы народа. Он вел удачную внешнюю политику, осуществил административную и налоговую реформы, но более всего прославился тем, что отлил бронзовые сосуды, на которых был начертан свод государственных законов. Это новшество всколыхнуло весь поднебесный мир, ведь прежде жизненный уклад Чжоу-Сцэйев целиком регулировался ритуалом, то есть, говоря широко, обычаем. Кунцу высоко ценил в Цзэйчане талант государственного деятеля и позднее отозвался о нем в следующих словах, в поведении был учтив, в служении господину уважителен, в управлении народом мудр, в отношениях с людьми справедлив. Однако сам он был убежден, что исправление общества надо начинать с исправления людей, а исправление людей – с усовершенствования самого себя. Он верил в неотразимую силу нравственного воздействия. Он не сомневался в том, что тот, кто уповает на действия закона, не заботясь о воспитании и нравственных качествах людей, будет строить на песке. Как может управлять другими тот, кто не способен управлять собой? Если сам прям, то люди все исполнят и без приказаний. А если сам не прям, то слушаться не будут, даже если им прикажешь. Трудно оспорить эти истины, хотя, возможно, не менее трудно вывести из них какие-нибудь практические правила для политики. В них говорит жизненная мудрость, которую не так-то просто облечь в отвлеченные формулы. Подлинная стихия Конфуция – не публичность законов, не общие выводы, а всегда конкретные, изменчивые и несводимые к абстрактным правилам отношения между людьми. Отношения между личностями, которые держатся интимным пониманием и не нуждаются ни в каких внешних свидетельствованиях, Конфуций – убежденный противник принуждения и споров. Он не ищет истину, ибо носит ее в себе. В сущности, он должен жить в кругу близких, доверенных людей, захваченных общей целью, общим отношением к жизни. Его среда – это не общество, даже не та или иная община, а сама социальность, сообщительность людей. Его занятие – не деятельность, а отдохновение, возвышенная праздность, приучающая внимать затаенному ритму жизни. Настоящая мудрость, часто повторял Конфуций, – это знание людей. Конфуций – учитель живет в этом сокровенном пространстве доверительного общения, интимного сообщества сердец. Примечательно, что само слово «ученый» – «сзы» употреблялось в школе Конфуция для обозначения как учителя, так и учеников. Как обрести круг сочувствующих, событийствующих душ? Им могла бы стать семья – самая естественная среда интимного общения людей. Но семья явно не занимала большого места в духовной жизни Конфуция. О жене своей Конфуции, кажется, не говорил вовсе. Положим, это и не удивительно, так как обычаи древних китайцев строго предписывали женщинам коротать свой век на женской, или внутренней половине дома и еще строже запрещали всякое публичное изъявление симпатий, а равное и антипатий, между мужчиной и женщиной. Конфуций же приличие соблюдал строго. Чувствуется, однако, что за умолчанием Конфуция о своих домашних скрывалась не только дань этикету, но и не очень утешительный личный опыт и даже, возможно, особая убежденность. Недаром он обронил фразу, как бы подводящую итог его размышлением о семейной жизни. В собственном доме трудно иметь дело с женщинами и слугами. Если приблизить их, они станут развязными, если удалить их от себя, возненавидят. Такое впечатление, что Конфуций знал, о чем он говорил. Конфуций «Однажды, когда я, выражая почтение, ускоренным шагом шел мимо отца, он спросил меня, изучил ли ты книгу песен?» «Нет», — ответил я. «Если ты не выучишь книгу песен, ты не научишься хорошо говорить», — сказал мне отец. И тогда я взялся за изучение книги песен. В другой раз, когда с той же почтительностью я торопливо проходил мимо отца, он спросил меня, изучил ли ты ритуалы? «Нет», — ответил я. «Если ты не выучишь ритуалы, ты не сможешь правильно держаться», — сказал мне отец. И тогда я принялся изучать ритуалы. Выслушав рассказ бы я, его собеседник воскликнул, я задал один вопрос, а получил сразу три ответа. Я узнал, для чего нужна книга песен, я узнал, для чего нужен ритуал, и я узнал, что благородный муж не оказывает особых милостей даже собственному сыну. Конечно, нелепо думать, что Конфуций не придавал значения семье, ведь почитание предков и любовь к родственникам — основа основ добродетельной жизни в конфуцианской традиции. И разве не Конфуций положил начало роду, который не пресекается вот уже без малого восемь десятков поколений? Известно, что в Старом Китае многие традиции знания и ремесла передавались только от отца к сыну, и в них не посвящали даже дочерей из опасения, что те, выйдя замуж, раскроют семейные секреты чужим людям. Но для Конфуция раз и навсегда заданные узы кровного родства, очевидно, оказывались слишком стеснительными для вольного общения людей, живущих нравственным совершенствованием. Он предпочитал родство по духу, отношения между учителем и учеником. Не преуспев в политике и не обретя свой идеал в семье, он снискал славу учителя десяти тысяч поколений, а заодно сделал личность учителя, учение в широком смысле слова подлинным средоточием традиционного уклада китайцев. В наставничестве он нашел способ осуществить свою просветительскую миссию, избегая опасностей служебной карьеры, и тем подал пример всем позднейшим поколениям китайских ученых. Конфуций вовсе не отделял учения от жизни и не противопоставлял школу семье. Он называл учеников своими детьми, да и сами понятия семья и школа в Китае с древности сливались в одном слове – цезя. По существу, Конфуций стал основателем первой в Китае, а может быть, и во всем мире частной школы, и при том не просто школы, где преподавались те или иные науки и искусства, а школы воспитания человеческих характеров. События такого масштаба редко вмещаются в сознание их непосредственных очевидцев. Во всяком случае, начало учительской деятельности кунцу осталось незамеченным современниками. Сыма Цэянь сообщает, что, возвратившись из поездки в Чжоускую столицу, Конфуций стал брать больше учеников. Он же упоминает о том, что знатный лузский сановник Мэн Си Цезы, когда-то допустивший промахи в устроении дворцовых ритуалов и с позором изгнанный с должности царского церемонии мейстера, перед смертью завещал двум своим сыновьям взять своим наставникам по части ритуалов кунцу. Правда, если верить Сыма Цэяню, будущему великому учителю в ту пору шел только 18-й год. И то и другое сообщение явно относится к области домыслов. Скорее всего, точной даты превращения юноши кунцу в учителя куна никогда не существовало. Конфуций-учитель, как и Конфуций-учащийся, начинался из-под воль, почти незаметно для окружающих, по мере того, как росла его слава ученого мужа и все отчетливее проявлялась могучая сила его обаяния. Чем же привлекал к кунцу своих первых учеников, людей, которые были немногим его моложе, почти что сверстников? Вряд ли перспективой блестящей карьеры, которую он не мог посулить, даже если бы желал. Для тех, кто хотел поскорее выбиться в чиновники, разумнее было бы искать покровителей среди дворцовых вельмож. Английский китаевед Г. Крилл, автор одной из самых популярных на Западе книг о Конфуции, пишет, что кунцу привлекал учеников своей мечтой о мире, в котором на смену войне, ненависти и нищете придут покой, доброта и счастье. Не похоже, однако, чтобы кунцу когда-нибудь рисовал перед своими последователями утопические картины всеобщего процветания, да и высокопарных разговоров он терпеть не мог. Обещаний он тоже не раздавал, а скорее всего предлагал приходившим к нему за советом начинать с малого. К примеру, быть верным своему слову, в поступках и мыслях своих не терять достоинства, твердо держаться избранных идеалов и не изменять им даже перед лицом смерти. Вроде бы простые и ясные требования, да только выполнить их совсем нелегко, но помогал и вел вперед сам кунцу, его неизменное радушие и жизнелюбие, его могучая воля и неподельная доброта. За таким человеком просто нельзя было не пойти. Если говорить по существу, учителем кунцу стал в том возрасте, когда почувствовал, что обрел в себе прочную опору и значит, мог служить опорой для других. Наверное, в те самые 30 лет. Рассказывают, что Конфуций за свою жизнь принял 2000 учеников, а 72, или просто 70, из них прославились в мире. Обе эти цифры, часть легенды об учителе куне, и верить им вовсе не обязательно. Ни Конфуций, ни кто-либо из его учеников не назвали имена тех, кто первым пришел за наукой к будущему учителю 10 тысяч поколений. Надо думать, это был кто-нибудь из живущих по соседству с кунцу, давних его знакомых, почти ровесников, обитателей таких же глинобитных домишек, в каком прошла молодость учителя куна, и таких же честолюбивых поклонников Доброго Пути. Может быть, это был житель задней улочки Янлу, который родился всего лишь на 6 лет позже Конфуция и всю жизнь прожил в такой бедности, что даже не смог как подобает похоронить своего сына. Или Жанген, рожденный от человека подлого звания, но наделенный благородным сердцем. Этот был на 7 лет моложе кунцу. И наверняка среди первых учеников был Сзылу, почти ровесник кунцу, рослый, вспыльчивый и наделенный чудовищным честолюбием парень, приехавший из какой-то глухой деревушки в Цуйфу на поиски удачи и удививший столичных жителей своими грубыми манерами и несуразной шапкой с пуком петушиных перьев. Это был прирожденный воин, искавший лишь повода помериться с кем-нибудь силой, лучше всего на мечах, а на худой конец на словах. А в городе все подряд только и твердили ему об учености и талантах сына человека из Цзоу. Вот Цзылу и решил, что в лице кунцу он как раз найдет себе достойного соперника. Недолго думая, этот грубиян валился в дом мирного ученого с оружием и накинулся с бранью на хозяина. Выхватив из ножен свой меч и яростно размахивая им в воздухе, он задиристо крикнул кунцу, не мечом ли защищали себя благородные мужи древности. Благородные мужи древности были сделаны из преданности и обороняли себя человечностью. Не выходя из своей комнаты, они знали о том, что происходит даже за тысячи лет них. А того они и не нуждались в мечах, ответил кунцу. Слегка смутившись, гость задал хозяину главный вопрос, кому дается власть в этом мире. «Если вы так мудры, уважаемый», — закричал он, — «то ответьте мне без ухищрений, как добиться повиновения людей, не заставляя их жить в страхе. Своим личным примером побуждай людей трудиться», — ответил кунцу. Цзылу был немного смущен, ответ-то, оказывается, скрыт в нем самом. Но он все еще не хотел уступать и спросил, «Положим, я добьюсь этого». «А что потом?» «Не позволяй себе расслабляться», — последовал ответ. Цзылу растерянно молчал, и тогда кунцу продолжил. «А теперь позволь мне спросить тебя, любишь ли ты музыку?» «Я люблю свой длинный меч», — с вызовом ответил Цзылу. «Ты не ответил на мой вопрос», — сказал кунцу. «Я спрашиваю о том, не следует ли тебе к твоим способностям добавить еще и знания. А от учения есть какой-то прибыток. Правитель, не получающий поданного, не может быть прям. Благородный муж, не наставляющий друга, не может быть добродетелен. Честный человек, получивший урок, станет великим мудрецом. И никто из тех, кто любит учиться, не пойдет наперекор должному. В южных горах растет бамбук, который сам по себе прям, и стрелы, изготовленные из него, пробивают даже панцирь из носорожьей кожи. А ведь этот бамбук ничему не учился. Приладь к стреле оперения, надень на нее железный наконечник, и разве не войдет она еще глубже?» — сказал кунцу. Тут, если верить преданию, Зылу понял, что нашел своего учителя, и с тех пор служил кунцу с такой же пылкостью, с какой поначалу жаждал доказать ему свое превосходство. Наверное, в те годы были у Конфуция и другие ученики, но имена их не сохранила история, да это и не столь важно. Важнее понять, как строил отношения со своими учениками кунцу, чему учил их и чего от них хотел. Много нового, да то ли неслыханного внес в дело обучение этот человек, так радевший о возрождении древних порядков. Более всего современников поражало радушие молодого учителя, он был готов принять и выслушать любого посетителя, даже такого несносного, как Цзылу, каждому помочь советом и наставлением. Только самым мудрым и самым глупым учеба ни к чему, говорил он не без легкой иронии. Первым нет необходимости учиться, вторым уже ничто не поможет. Кунцу не спешил откланяться, если гость был плохо одет и не знал каких-то тонкостей этикета. Прежде в Цуйфу учительствовали сплошь чиновные люди, которые брали в ученики только знатных детей и учили их шести искусством, без которых не обойтись служилому человеку. Кунцу первым стал учить простолюдинов, почти не имевших надежды когда-нибудь поступить на службу. Не без вызова заявлял он чопорным лузским царедворцам, что берет в ученики каждого, кто заплатит ему за обучение связку сушеного мяса. Всюду высказывал он непривычную для многих дерзкую мысль. В обучении не должно быть различий между людьми. Если переложить это заявление на современный язык, то можно сказать, что Конфуций первым в истории стал ратовать за равенство всех людей как учащихся, за предоставление всем равных возможностей учиться. Новшество революционное. И стало оно возможным потому, что Конфуции интересовали не происхождение его учеников, не их жизненные планы, даже не их способности, а прежде и превыше всего, сами эти ученики как личности. Его интересовало все человеческое в человеке. Он никогда не судил о людях, если не встречался с ними лично и не мог сам составить о них суждения. Поднявшись выше сословных предрассудков и всех предубеждений своего времени, он пришел к одной простой истине, истине настолько здравомысленной и всеобщей, что в наши дни она стала одним из девизов ЮНЕСКО. По своей природе люди друг другу близки, а по своим привычкам друг от друга далеки. Итак, в человеке Конфуция интересовал сам человек. Отсюда все особенности, все невиданные прежде тонкости его учительского метода. И главное из них, отвращение к любой формалистике, любому техницизму в обучении. Концу ничуть не был похож на так хорошо знакомого каждому из нас преподавателя-профессионала, который является в класс по часам, чтобы преподать учащимся знания предмета, а в остальное время живет своей личной жизнью, порой очень далекой от того, что проповедует в классе. Для Концу учение настолько слито с жизнью, что в его школе трудно понять, где кончается одно и начинается другое. Юноши, поклонившиеся ему как своему отцу-наставнику и поднесшие в знак преданности свои подарки, не обязательно, конечно, сушеное мясо, а кто что может, в зависимости от средств и возможностей, приходят в дом учителя на целый день, часто постоянно живут в нем и помогают по хозяйству. Не существует ни установленных часов для занятий, ни программы обучения, ничего-либо подобного экзаменам. Обычно с раннего утра, сразу после завтрака, ученики собираются в главном зале учительского дома, где по обычаю хозяин принимает гостей. Отбив учителю земной поклон, как делает сын, приветствующий отца, они рассаживаются по старшинству друг против друга вдоль восточной и западной стен комнаты, а учитель садится между ними у северной стены, перед алтарем предков. Кунцу не читает лекций, не проверяет знаний учеников, даже не толкует древние книги. Он просто отвечает на вопросы, делится своими мыслями. Изредка спрашивает сам. Учители его ученики даже не нуждаются в специальной классной комнате. В погожие дни они выходят во двор и рассаживаются на ценовках в любимом месте учителя, в тени абрикосовых деревьев. Музыка, постоянная спутница их занятий, она связывает слушателей незримыми узами гармонических созвучий, дарит отдохновение от споров и размышлений. Часто учители ученики отправляются гулять за город, и эти прогулки, дающие свежие впечатления, пробуждающие новые мысли, тоже школа. Учитель Кун не пытается превратить жизнь в иллюстрацию выношенных в кабинете идей. Он великодушно впускает жизнь в свой мир, ибо доверяет ей и допускает бесконечную осмысленность каждого ее явления. Его ученикам не нужно искать предмета для размышлений, им может стать любой житейский случай, любой человеческий поступок, даже, казалось бы, самый обыкновенный. Вот один из учеников спрашивает, был ли тверд некто Шэнь Чэн, житель Лузской столицы, известный своим буйным нравом, и учитель отвечает, Чэн горячлив, разве может он быть тверд? В другой раз учитель замечает о некоем земляке, кто сказал, что Вэйшинга опрям. Когда у него попросили уксуса, он постеснялся сказать, что его у него нет, и занял уксус у соседа. Оказывается, внешние проявления чувств не обязательно соответствуют душевным качествам человека, безрассудная отвага не означает твердости духа, желание помочь ближнему, искренности, вежливость, истинному благородству и так далее. На этих простых примерах молодой учитель побуждает и себя, и своих учеников задуматься над истинным смыслом понятий, учиться серьезному и взвешенному отношению к жизни. Да, для своих уроков кунцу не нуждается в специально выбранных темах. Обучение для него находит опору во всяком нечаянном чувстве, каждом новом повороте мысли, каждой внезапной догадки, во всех многозначительных случайностях, из которых складывается жизнь, осмысленная и доподлинно прожитая. И учит он не только словом, а и всем своим образом жизни и всем своим обликом, жестом, взглядом, осанкой, даже молчанием. Он, конечно, не отказывается от усилий познания, но не желает ущемлять знанием жизнь. Напротив, он советует учиться у жизни. Учитель сказал. Наверное, есть люди, которые берутся за дело, не обладая знаниями, но я такой ошибки не совершаю. Я внимаю всему, что слышу, и следую всему доброму из того, что услышал. Я всматриваюсь во все, что происходит вокруг, и следую всему доброму из того, что увидел. Такова нижняя ступень познания. Успехи учеников измеряются для Конфуции не их эрудицией или школьными навыками, а умением вслушиваться в собственное сердце, оберегая гармонию разума и чувств. Конфуций дает простой совет, как воспитывать в себе это невиданное, но такое ценное качество. Учитель сказал, внимай всему, что слышишь, но отбрасывай прочь все сомнительное, повторяй, усердно оставшееся и избегнешь многих ошибок. Всматривайся во все, что происходит вокруг, и отбрасывай прочь все случайное, прилежно следуй оставшемуся, и у тебя не часто будет повод сожалеть о своих поступках. Человек ищет истину в жизни, а находит ее в себе. Простые жизненные ценности, самообладание, здравый смысл, любознательность, скромность, способны мало-помалу привести его к вершинам мудрости, сделать хозяином собственной судьбы. Путь Конфуция до предела разумен и естествен, идти им, как утверждал сам учитель, все равно, что ходить через дверь. Неужели к этому нужно призывать? Тем более непонятны кунцу те, кто отворачивается от очевидных истин. Учитель сказал, тех, кто отвергает правила, а сами живут неправедно, кто ничего не ведает, но уверен в себе, ничего не умеет, но не ищет надежных друзей, я совершенно не могу понять. Проповедуемое Конфуцием вслушивание в музыку сердца открывается как безмолвный диалог миров, как истина человеческого соприсутствия в мире и, в конце концов, как присутствие учителя, дающего нам быть самовластными даже в сознании собственной ограниченности. Достижения учеников в школе Конфуции измеряются не внешними успехами, а степенью близости к учителю. Есть ученики, выказывавшие искренность в учении и допущенные в главный зал дома учителя. И есть ученики, особо доверенные, допущенные в личный покой учителя. Ибо отец-наставник в Конфуциевой традиции, это само небо в ученике, глубочайшая реальность его жизни, и награда в учении, не титулы и должности, а соприсутствие с учителем в переживании подлинности жизни. Чтобы понять учительское кредо Конфуция, нужно пойти дальше школьных регламентов и прикоснуться к очень деликатной, трепетной интимной теме безмолвной встречи сердец, материи настолько чувствительной, что она не подается упорядочиванию и прячется под коркой иносказаний, недоговоренности, иронии. Никакие доказательства и опровержения, никакие похвалы или запреты не могут ничего изменить в этой внутренней жизни. Всякий, кто искренне возжелал быть учеником и искать причастности к опыту людской сообщительности, заслуживает внимательного и радушного обращения. Учитель не может унижать его подозрительностью, мелочной опекой, разговорами о пустяках, суетливым репетиторством. В Конфуции учители поражают его неизменно дружелюбные, человечные в самом высоком смысле этого слова отношения к ученикам, его способность прощать слабости, даже проступки, если за ними нельзя усмотреть злого умысла. Эту терпимость Конфуции лишь отчасти можно объяснить тем, что в начале своей учительской карьеры он был немногим старше своих учеников и потому волей-неволей представал для них не столько отцом, внушающим беспрекословное повиновение, сколько старшим другом. Но, несомненно, природное радушие к Унцу и объективные обстоятельства первых лет его учительской деятельности помогли молодому учителю отчетливее осознать свою исходную жизненную интуицию, превратить ее в убежденность, в свою самую прочную опору. Необычайная доброжелательность и преданность Конфуции тем, кого он считал своими близкими, породили немало анекдотов. Вот один из них, относящийся, возможно, как раз к началу учительской карьеры Конфуция. Когда у некоего Юань-жана, соседа и старинного приятеля Кунцу, умерла мать, Кунцу немедленно отправился в дом Юань-жана, чтобы выразить ему свои соболезнования, и застал хозяина весело поющим песни прямо у гроба матери. Как честный друг, Кунцу высказал непутевому сыну все, что думал о его поведении, но не забыл посочувствовать ему, а позже помог с устройством похорон. Учитель, разве не лучше было бы порвать отношения с таким человеком? Спросили потом его ученики, смущенные благодушием обычно строгого учителя. К узам дружбы нельзя относиться легкомысленно, ответил Кунцу. Не надо думать, конечно, что ученикам Конфуция легко жилось. Не будем забывать, что им следовало посвятить себя учению. Признавая за каждым право учиться, Конфуций вовсе не брал в ученики всех подряд. Напротив, он предъявлял необычайно высокие, неслыханные в его времена требования к тем, кто приходил к нему за наукой. Не раз он повторял, что считает годным к обучению только тех, кто изо всех сил стремится постичь путь, понимает необходимость учиться и при том умеет думать сам. Он отказывался тратить время и силы на круглых дураков. Учитель сказал, давай наставление только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество. Оказывай помощь только тому, кто не умеет высказать свои заветные думы. Обучай только тех, кто способен, узнав один угол квадрата, додуматься до трех остальных. А еще Кунцу не любил тех, кто учился ради собственной выгоды, чинов, богатства, славы. Правда, он признавал, со свойственным ему здравомыслием, что в мире трудно найти человека, который мог бы отдать учению три года жизни, не позволяя мечтам о наградах овладеть собой. Наконец, он отказывался даже говорить с теми, кто, вступив на стезе учения, стыдился своей бедности. Очевидно, что Кунцу с самого начала надеялся на добрую волю самих учеников, резонно полагая, что заставить учиться силой невозможно. Его бережное обращение с учениками особенно приметно на фоне чрезвычайно ритуализированного быта людей его круга, да и его собственного педантизма как в семейной, так и в публичной жизни. Он предоставлял ученикам самим делать черновую работу, читать и учить наизусть книги, размышлять, упражняться в искусствах. Он видел свою задачу в том, чтобы заставить ученика ощутить ограниченность своих познаний, открыть новую перспективу его размышлениям. Он заботился первым делом о возмужении человека. Ему не было нужды требовать от учеников личной преданности. Он добивался преданности учеников их общей цели, перед которой все ищущие путь, и даже сам учитель, навеки равны. Поэтому и долг учителя, быть столь же уважительным и преданным ученикам, насколько почтительны и преданы ему ученики. Хунцу был деликатен. Без обиняков выговаривая ученикам за их промахи и недостатки, когда он беседовал с ними наедине или в узком кругу доверенных людей, он всегда брал под защиту своих детей перед посторонними. Это он учил не относиться неуважительно к молодым людям хотя бы потому, что когда-нибудь они и сами могут стать учителями. Он знал и самое могучее средство завоевать преданность учеников, самоотверженно служить своим идеалам. Разве не показал он своей жизнью, как можно добиться почеты и славы ненаследственными правами и лестью, а единственно усердием, честностью, талантом, любовью к учению? Хунцу первым стал учить других самым трудным, но и самым благородным способом, собственной жизнью. Расширять познание, не хвастаясь перед другими, прилежно учиться, не чувствуя усталости, наставлять других, не зная разочарований, это дается мне без труда. И еще он мерил всех учеников одной мерой, их успехами в учении, их способностями. Исключение он не делал даже для собственного сына и с горечью убеждался в том, что тот не оправдывал его надежд. Если слова выражают мысль, этого достаточно, гласит завет Конфуция, убежденного противника всякого краснобайства. Это Максима лишний раз подтверждает диалогическую и, точнее, учительную природу слова в конфуцианстве, для учителя Куна вопрос не в том, кем сказано слово, а в том, для кого оно выговаривается. Конфуций учитель не может жить в одиночестве, он постигает смысл как сомыслие, момент межчеловеческой сообщительности, а не индивидуального самовыражения. Речь для него, лишь словесная оболочка безмолвно интимного понимания дружественных сердец, но понимания воспитывающего, а значит, научающего ограничению себя. Посредством слова учитель Кун определял вехи человеческого пути, рубежи жизненного опыта, которые он предлагал пройти, преодолеть своим ученикам. А устанавливал он эти рубежи, регулируя дистанцию в отношениях со своими духовными детьми, поощряя их или побуждая учиться еще прилежнее. И он умел перемещать эти рубежи таким образом, чтобы всегда указывать предел возможного для ученика, привлекая его к себе и в то же время оставаясь, как подобает учителю, недоступным и даже недостижимым для него. Он был равно любезен со всеми и равно от всех отстранен, всем сочувствовал и жил в ненарушаемом уединении. Учиться по Конфуцийю, значит постигать единую меру сродства и отчужденности между людьми. Конфуций был все же не столько философом, сколько учителем. А это значит, что его интересовало не знание само по себе, а сокровище сердца, открытость души миру, способность вслушиваться в извечно другое и все же вкорененное человеку, в потаенной, всегда ускользающий ритм вселенской жизни. Путь его обучения и был ничем иным, как жизнью, испытанием себя, пробой новых путей, он требовал от учеников умения взглянуть на известное по-новому, оттолкнуться от прожитого, найти себя. Учитель сказал, лишь тот, кто, храня тепло древности, открывает новое, способен быть учителем. Хранить тепло древности, красиво сказано. И как многосмысленно. Тепло человеческого присутствия неосязаемое, но такое родное, воспитывающее без наставлений, утешающее без обещаний. Вот подлинная стихия Конфуция Учителя, секрет вечной жизненности его наследия. Но без усилия воли, без осознания своей единственности, без решимости найти опору в себе нельзя стать учителем, нельзя увековечить себя в своих духовных преемниках. Тот, кто учится, не размышляя, впадет в заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая учиться, попадет в беду. Учитель Кун поднялся над школьным обучением в собственном смысле слова. Он даже не преподавал традиционные шесть искусств, явно считая всякое техническое знание не способствующим и даже мешающим истинному совершенствованию. А когда у него, случалось, спрашивали совета по части земледелия, он отмалчивался или с несвойственной ему резкостью объявлял интерес к ремеслам, недостойным благородного мужа. Впрочем, и в таких случаях он мог дать дельный совет, расспросить обо всем у какого-нибудь старого крестьянина. Впоследствии ученики Конфуции пришли к мнению, что их учитель обучал четырем вещам – словесности, благонравному поведению, преданности и доверию. Что и говорить, не совсем привычно для нас видеть в списке школьных предметов такие, казалось бы, расплывчатые моральные качества, как преданность и доверие. Но для Кун Су, и мы только что могли убедиться, взаимная преданность учителя и ученика, их безмолвно доверительное общение, покойное вслушивание в музыкальный поток жизни как раз и составляли подлинный смысл и цель учения. А это потаенное и потому безупречно учтивое единение человеческих сердец не может не проявлять себя в безукоризненной четкости и честности каждого жеста и каждого поступка. Наконец, книжное образование укореняет живой опыт открытости миру в культурной традиции, сообщает духовной жизни благородный пафос дистанции, делает воспитанное поведение осмысленным и потому не только непрепятствующим, но и способствующим творческому созиданию новых форм жизни. В перечне четырех качеств, которым обучал Конфуций, действительно начертано вся учительская, а равная и жизненная, программа первого китайского учителя. В те годы, когда Кун Су едва перевалило за 30, путь наставничества было еще только его смутной интуицией, почти неразличимой в череде будничных забот. Молод был сам Кун Су, еще не имевший возможности как следует показать себя. Совсем молоды были его ученики. Но огромная известность Кун Су и столь же великая любовь к нему учеников уже предрекали этому человеку великое будущее. Стараниями его поклонников имя Кун Су мало-помалу сменилось почетным прозвищем Кун Фу Цзи, что означает «почтенный учитель Кун». А много веков спустя первые европейцы, узнавшие об учителе Куня, окрестили его на латинский манер Конфуцием. В таком виде его имя и стало известным в Европе. Между Родиной и Чужбиной Итак, в четвертое десятилетие своей жизни Кун Су вступил, все еще горе мечтой о великих свершениях. Безупречная репутация, слава ученейшего человека царства, благосклонное внимание двора, любовь и преданность быстро множившихся учеников, всем этим судьба наградила его за его тихое подвижничество. Он мог гордиться собой. Собой, но, увы, не своим положением в обществе. Вся его известность и весь его авторитет никак не отразились на служебной карьере, главном мериле жизненного успеха для современников Кун Су, да пока еще и для него самого. Он по-прежнему прозябал на каких-то незначительных должностях, даром что в столице, и ни на шаг не приблизился к власти. А ведь он жил одной идеей, мудрый только тогда не напрасно живет в этом мире, когда может приложить свои таланты к делам управления и воскресить чистоту древних нравов. Роптать на судьбу он отучился давно, но думы о людской несправедливости время от времени ложились тяжелым камнем ему на сердце. Жизнь вокруг все упрямее шла наперекор его надеждам и мечтам. С беспощадной ясностью он понимал теперь, что заветы древних мудрецов утратили власть над умами людей. Но это было еще полбеды. Он понял больше, никто из сильных мира сего на самом деле и не помышлял о возрождении древних порядков. В царских дворцах процветали интриги, разврат, грызня за чины и доходы. Казалось, сами стены царского дворца пропахли злобой и коварством. Уже двадцать с лишним лет на престоле в Цуйфу восседал нынешний правитель царства Чжа-Агун, что значит «сиятельный», но реальную власть прочно удерживали в своих руках три могущественных семейства, которые вели свой род отправившего за два столетия до того царя Хуань-Гуна. Вожди трех семейств и их люди занимали при дворе Лу почти все ключевые посты, своей волей казнили и миловали, упиваясь властью как истинные временщики. Еще когда кунц ушел шестнадцатый год, они поделили между собой все войска и все доходы царства, оставив своему законному повелителю более чем скромное содержание. Это наглое самоуправство, впрочем, не помешало им именем Чжа-Агуна вводить все новые подати ради собственного обогащения. Наконец, правление трех семей постоянно подогревало вражду и усобицы в лузских владениях. Скрытая вражда извечно разделяла Чжа-Агуна и его самозваных попечителей, но не угасало соперничество также между могущественными кланами и даже отдельными семьями внутри этих кланов. Разумеется, три семейства имели предостаточно врагов и среди прочих знатных родов царства. Не заручившись покровительством кого-нибудь из главарей трех семейств, нечего было и думать об удачной карьере государственного мужа. Кунцу не составило бы труда заполучить такого покровителя. Собственно, он и начал служить во владениях самого могущественного из трех семейств, клана Цзи с тех пор вот уже полтора десятка лет исправно выполнял свои служебные обязанности. Долг поданного – святое дело. А предводитель семейства Мэн даже послал своих сыновей учиться у Кунцу. Без сомнения, у Кунцу хватало возможностей получить из рук всесильных царедворцев какую-нибудь видную должность и занять, наконец, подобающее ему место у подножия трона. Но этого не произошло. И, причину угадать нетрудно, диктатура трех семейств была в глазах Кунцу вопиющим нарушением ритуала, попранием священных заветов предков. Вероятно, Кунцу, формально служивший все-таки Чжао-гуну, не слишком заботился о том, чтобы скрыть свое истинное отношение к трем семействам, и те отвечали ему такой же неприязнью, скрытой замазкой холодной вежливости. С каждым годом все тяжелее становилась властная рука трех семейств, а в царстве повсюду росло недовольство развязными узурпаторами. Неумолимо таяли радужные надежды Кунцу. Ему уже 35. И каждый день отнимал у него частицу великого будущего, которое он все еще твердо в это верил, ожидало его впереди. Далее молчать уже было невозможно. Терпение покидало его. Гроза грянула с приходом новой весны, на 25-й год царствования Чжао-гуна, а по европейскому летосчислению, в 517 году до нашей эры по старинному обычаю знатные люди совершали в это время большое жертвоприношение предкам, сопровождающиеся пиршествами, красочными плясками, состязаниями лучников и борцов и прочими увеселениями. В храме в конец обнищавшего, бесправного даже в собственном доме Чжао-гуна не набралось и половины требуемых для столь торжественного случая музыкантов и танцоров. А тем временем в родовом храме семейства Цзи вовсю гремит музыка, и лучшие танцоры царства в новых звериных шкурах, грозно потрясая копьями и секирами, пляшут перед главным алтарем. Они показывают танец царя воинственного, основателя Чжоуской державы. На площадке перед алтарем вновь оживают героические события былых веков. Вот царь воинственный идет походом на инии, убивает иньского царя. Вот он отправляется на юг и устанавливает южные рубежи своих владений, вот поданные чествуют и славят его. Вот снова царь воинственный идет войной против строптивых иньцеев, и разгорается жестокая сеча зрителей восхищенно следят за редкостным зрелищем, и никто из них не задумывается над тем, что танцоры выстроились в восемь рядов, и в каждом ряду их тоже насчитывается по восемь, как полагается по царскому чину. А ведь предводитель клана Цзи имеет только титул Дафу, и по правилам ему разрешается два ряда танцоров. Кунцу, как служащий клана Цзи, тоже стоит в толпе гостей, заполнивших родовой храм его патронов. Грозно ракочут барабаны, звенят каменные пластины, завывают длинные трубы, слаженно кружатся в танце воины, блестят на солнце их щиты и копья, мерно раскачиваются яркие перья на шлемах такое только раз в году и увидишь. Но Кунцу стоит, потупив взор. Стыд обжигает его, он чувствует себя невольным соучастником унижения законного государя. И гнев горячей волной поднимается в нем. Кончились пляски, смолкла музыка, довольные гости уже собрались отвесить поклон своим благодетелям, и вдруг в толпе раздается громкий голос Кунцу. Восемь рядов танцоров. Если не стыдятся такого, то чего ж еще можно устыдиться. Вокруг разом воцарилась мертвая тишина. А Кунцу повернулся и быстро пошел прочь, провожаемый изумленными взглядами публики. Возглас Кунцу в храме клана Цзи был подобен первому раскату грома, внезапно грянувшему из гуще черных туч. На следующий день в городе только и было разговоров, что о смелой выходке Цзи из рода кунов. Вот тебе и безобидный знаток церемонии. Оказывается, смелости ему не занимать, прилюдно посрамил взорвавшегося властолюбца и не посчитался с тем, что сам у него служит. А предводитель клана Цзи, командующий войском левой руки и личный советник государя Цзи Пин Цзи, так и не нашел благовидного предлога, чтобы отомстить Кунцу. Расправиться же с ним в открытую означало бы навлечь на себя еще больший позор. Пришлось ему проглотить обиду. Но в народе недаром говорят, что тому, кто не сумел постоять за себя, не помогут и духи. Теперь семейству Цзи надо было ждать новых неприятностей. И они не замедлили явиться. Новый скандал разгорелся, казалось бы, по самому пустяковому поводу, из-за петушиных боев. Во времена Конфуции поединки бойцеовских петухов были одним из самых любимых зрелищ древних китайцев, и без них не обходился ни один большой праздник. Поединки эти были не только увлекательным зрелищем. Петух, выходивший в них победителем, приносил почет и славу его хозяевам, так что победить в этой потехе было делом чести каждой знатной семьи. Случилось так, что в дни летнего праздника на площадке для петушиных боев не было равных питомцу семейства Хоу, одной из именитых, хотя и не самых могущественных семей столицы. Тогда Цзипин Цезы, пытаясь отстоять свое первенство, пустился на хитрость. Он приказал посыпать горчицей крылья его петуха, и тот сразу же получил солидное преимущество в схватках с соперниками. В ответ глава семьи Хоу в нарушение правил поединка надел на своего петуха острые металлические шпоры, и тот быстро расправился со своим противником, которого выставил Пин Цезы. Тщеславный диктатор не стерпел этого оскорбления. Пользуясь своей властью, он отобрал у семейства Хоу его лучший дом. Новое бесчинство Пин Цезы возбудили всеобщее возмущение, и Джоагун, давно уже ждавший подходящего случая для того, чтобы избавиться от унизительного попечительства Пин Цезы, решил, что настало время действовать. Вместе со своими сыновьями и несколькими доверенными людьми из свиты он составил заговор с целью убийства Пин Цезы. Заговорщикам приходилось рассчитывать главным образом на немногочисленную армию самого Джоагуна, да еще на внезапность нападения, ибо Пин Цезы жил в хорошо укрепленной крепости и безнадежной охраны не покидал ее. Но они надеялись, что их поддержат два других могущественных клана царства, Мэн и Сун. Как-никак, падение Пин Цезы предоставляло им возможность расширить свое влияние. Улучив благоприятный момент, Джоагун дал сигнал к выступлению. Его воины окружили главную крепость Пин Цезы и попытались взять ее штурмом, но были вынуждены отступить. А тем временем собравшиеся на совет вожди клана Сун здраво рассудили, что гибель Пин Цезы и его людей может навредить им самим, хотя бы потому, что Джоагуну будут противостоять уже не три врага, а только два. Без семьи Цзи не быть и семьи Сун, заключили они. Люди клана Мэн охотно согласились с ними. Точишь же вожди обоих кланов двинули свои дружины на помощь Пин Цезы и без труда рассеяли войско Джоагуна. Большинство мужчин семейства Хоу были убиты в бою, остальные заговорщики бежали за границу. Так закончился этот странный мятеж, где в роли главного мятежника выступал сам правитель царства. Поражение заговорщиков не создавало сколько-нибудь серьезной угрозы самому Джоагуну. Никто не собирался оспаривать его прав на престол, да и сами три семейства, напуганные внезапной вспышкой возмущения, охотно покончили бы дело миром. Чтобы спасти свое достоинство, Джоагуну было достаточно отмежеваться от заговора, выслав за пределы царства замешанных в нем людей из своего окружения. Так советовал ему поступить один из преданных людей, заявивший даже о своей готовности первым отправиться в ссылку. Но безвольный и трусливый Джоагун в очередной раз проявил малодушие. Чтобы избежать неприятных объяснений с вождями трех семейств, он решил попросту сбежать из Цуйфу. Наскоро свершив гадание на могилах предков о своем решении и получив утвердительный ответ, он не мешкая покинул столицу лузских земель. Ему не было нужды долго выбирать место своего добровольного изгнания. Конечно, надо было ехать в соседнее царство Ци. Тамошний правитель Цезингун, который вот уже 30 лет бессменно правил своим уделом, не раз гостил при дворе Лу и был давним и притом неизменно любезным знакомым Джоагуна, хотя при случае не стеснялся совершить набег на территорию Лу или отобрать пару-другую лузских городов. Посланный Чжоагуном гонец заранее доложил Цезингуну о приближении высокого гостя, и тот, соблюдая этикет, сам выехал навстречу знатному беглецу, позволив себе, однако, передвигаться несколько медленнее, чем допускалось неписанными правилами дружеских приемов. Но вообще Цезингун мог бы только радоваться приезду своего царственного соседа. Теперь у него появился отличный повод вмешаться в дела Лу-Цеев. Цезингун счел предосудительным надолго оставлять гостя из Лу в своей столице. Он поселил Джоагуна в одной из пограничных крепостей Лу, заодно присоединив ее к своим владениям. Затем настало время поработать дипломатом. Бегство законного правителя и своего удела было, что не говори событиям чрезвычайным, и правителям других царств, согласно прежним договоренностям, следовало помочь ему вернуться на трон и покарать виновников смуты. Кое-кто из них поначалу и в самом деле потребовал немедленно покарать три семейства Лу. В свою очередь, непокорные лузские кланы в чисто восточной манере позаботились о том, чтобы их повелитель не потерял лицо. Они немедленно отправили посольство с подарками и изъявлением покорности в ставку Джоагуна. Щедрые дары были посланы и ко дворам всех соседних царств. Прибывший в столицу Цилузский посол не пожалел красноречия ради защиты привилегий трех семейств. Все вещи в мире рождаются по двое, по трое или по пять. Начал он издалека, как и подобает дипломату. Поэтому на небесах есть три вида небесных светил, на земле есть пять стихий, у тела есть правая и левая сторона, и у каждой вещи есть своя тень. А у правителей есть советники, которые следуют за ними как тень. Само небо породило семейство Цзи, чтобы оно было тенью правителя Лу. Уж так Истари повелось в нашем царстве, и порядок сей изменить невозможно. Правители Лу, сменяя друг друга, все больше теряли власть, а вожди семейства Цзи все более возвышались. Алтари не воздвигают на вечные времена, правители поданные могут меняться местами. Вот и в книге песен сказано. Высокие берега станут долинами. Где были ущелья, там встанут горы. Посол еще долго доказывал, что клану Цзи прямо-таки на роду написано всегда быть надежной опорой лузским государям. Вот и фамильный знак клана означал гром над небесами и, стало быть, верховенство в делах правления, и сам основатель рода появился на свет со знаком друг. Отчетливо проступавшим на морщинистой младенческой ладошке кончилось тем, что триумвират лузских узурпаторов оставили в покое, удовлетворившись формальными изъявлениями их покорности, а Чжао Гуну пришлось отсиживаться во владениях своего друга-недруга Цзингуна. Неизвестно, какую роль сыграл Конфуций в бурных событиях 517 года. Скорее всего, он подчеркнуто держался в стороне от них. Зато известно, что вскоре после бегства Чжао Гуна он тоже покинул родное царство и переехал в столицу Цзи. Поступая таким образом, Конфуций преследовал, вероятно, сразу две цели. С одной стороны, он хотел доказать себе и показать другим, что такое преданность законному государю. Он мог мириться со своим положением, пока сохранялась хотя бы видимость уважения к власти, но служба в царстве, лишившемся правителя, теряла для него всякий смысл. Правда, он был служилым человеком семейства Цзи, и ему следовало бы выполнять его распоряжение. Тем лучше. Пусть благодаря его поступку люди осознают, что такое верность трону, которая выше личных неудобств и кривотолков злопыхателей. С другой стороны, Кунцу надеялся, что в Цзи он встретит больше понимания и получит, наконец, возможность притворить в жизнь свои заветные замыслы. Казалось, сама судьба теперь толкала его искать удачи на стороне, без опасения показаться слишком охочим до карьеры. К тому же лет пять тому назад ему уже приходилось встречаться с послами из Цзи и даже самим Цзингуном при Лузском дворе. Цзингун в тот раз спросил Кунцу, почему некто Мугун, правитель маленького и отдаленного царства Цзинь на западной окраине срединной страны, сумел стать великим завоевателем, на что Кунцу ответил, «Хотя царство Цзинь было маленьким, его люди мечтали о великом. Хотя оно было отдаленным, его люди в поведении держались мудрой середины. Его правитель за пять овечьих шкур выкупил раба и сделал его своим советником. Побеседовав с ним в течение трех дней, он вручил ему бразды правления. Сразу видно, что он был достоин славы царя, а не просто завоевателя. Цзингун счел речь Кунцу превосходной и с похвалой отозвался о его познаниях и возвышенности духа. На сей раз Конфуций даже заручился приглашением от одного из тамошних сановников, некоего Гаачжа Ацзы. Правда, у этого Гаачжа Ацзы была неважная репутация, да и положение домашнего советника, уготованное ему в столице Цзинь, не прибавляло ему авторитета. Но он знал, что Гаачжа Ацзы устроит для него аудиенцию у самого Цзингуна, и как знать, может быть, на сей раз счастье улыбнется Кунцу. Прежние хозяева Кунцу были только рады избавиться от своего невмеру щепетильного подчиненного. Несколько близких учеников Кунцу вызвались сопровождать его в поездке. Богатые почитатели учителя Куна подарили ему пару экипажей с лошадьми, ученики сложили в них книги, провизию, одежду, все необходимое для долга и дороги. Погадав о благополучном для отъезда дне и принеся жертвы духу дороги, Кунцу поднялся в свой новый экипаж и велел трогаться. Повозки потянулись к северным воротам Цуйфу, откуда начинался путь в царство Цзинь. И снова мимо потянулась бескрайняя равнина, еще почти сплошь порошая кустарниками и рощами, окаймленная на горизонте низкими холмами. На третий день перед путниками выросла громада горы Тайшань, священного пика, с незапамятных времен являвшегося местом паломничества властителей поднебесного мира. Рассказывают, что, проезжая мимо какой-то деревеньки, прилепившейся к отрогам Тайшань, Кунцу увидел на обочине дороги горько рыдавшую женщину и спросил ее, отчего она так безутешно плачет. «Моего мужа и дядюшку сожрал свирепый тигр, живущий в этих местах», — ответила женщина. «Почему же ты не уезжаешь отсюда?» — спросил Кунцу. «Так ведь наш управляющий очень добр к людям», — объяснила женщина. Кунцу сошел с экипажа и поклонился женщине в знак сочувствия и ее горю. «Вы слышали?» — сказал он, повернувшись к ученикам. «Чиновника, притесняющего народ, боятся больше, чем кровожадного тигра. Запомните это!» За горой Тайшань, Кунцу и его спутники миновали пограничную заставу и въехали во владение Ци. Тут, по некоторым рассказам, у них состоялась еще одна поучительная встреча. Они увидели на обочине дороги человека, который громко плакал, но не так, как принято оплакивать умерших родственников. «Если вы, уважаемый, не в трауре, то почему вы так горько плачете? Расскажите мне все без утайки», — обратился к незнакомцу учитель Кун. «Ах, уважаемый», — ответил человек. «В этой жизни я совершил три ошибки, а теперь уже ничего нельзя поправить. Как же мне не отчаиваться?» «Что же это за три ошибки?» — поинтересовался Кунцу. «В молодости я много странствовал, а когда вернулся домой, мои родители уже умерли, вот моя первая ошибка», — ответил человек. «Когда я возмужал, я пошел на службу к правителю царства, но не смог отвратить его от гордыни и пристрастия к роскоши, вот моя вторая ошибка. У меня было много родственников, но теперь все они разъехались, и я больше ничего о них не знаю, вот моя третья ошибка. Дерево желает покоя, но ветер вечно в движении. Сын желает ухаживать за родителями, но они не могут ждать, когда он вырастет. Я не в силах уже искупить свою вину. «Смотрите же, дети мои!» — обратился учитель Кун к ученикам. — Пусть судьба этого человека послужит вам предостережением. Предание утверждает, что после этого разговора добрая дюжина учеников Конфуция вернулась в отчий дом. Минуло еще несколько дней пути по тряским цейским дорогам, и Кунцу со своими спутниками наконец прибыл в столицу царства, город Линьянь. Гаач Жаадзе встретил их со всей почтительностью и предоставил им в распоряжение отдельный дом. Гости и злу тут же оказались втянутыми в водоворот светской жизни. Здешние ученые-мужи уже были наслышаны о широких познаниях и добродетелях этого необычного на вид Лус-ЦА и наперебой зазывали его к себе потолковать о книгах и старинных предметах, о героях и мудрецах былых времен, а чаще расспросить о злободневных вопросах политики. Гость из Луи вправду оказался умным, приятным, а главное, прекрасно воспитанным собеседником, и ходит, и ест, и говорит строго по ритуалу. С таким поистине поговоришь один вечер, приобретешь на сто лет. Конечно, местные ученые, как везде, были большими патриотами, им было очень любопытно знать, что думает Кунцу о выдающихся уроженцах их родного царства. Ну, например, о знаменитом Гуанчжуне. За полтора столетия до того этот советник цейского правителя Хуань Гуна провел в ЦИ смелые реформы и превратил его в могущественнейшее государство Поднебесной. Спору нет, Гуанчжун проявил незаурядные способности государственного мужа, но в его биографии имелось пятно, смущавшее многих. Он был одним из двух наставников наследника престола, впоследствии убитого его собственным младшим братом, который и стал правителем ЦИ. Коллега Гуанчжуна по наставничеству покончил с собой в знак преданности законному наследнику, а Гуанчжун как ни в чем не бывало пошел на службу к убийце своего ученика. Конечно, многие думали, что Гуанчжун поступил предосудительно, или, на языке китайцев того времени, бесчеловечно. Спрашивали об этом и учителя Куна, и тот счел возможным оправдать поступок знаменитого советника. Ведь благодаря Гуанчжуну правитель ЦИ сумел, не прибегая к силе, девять раз призывать к себе правителей всех уделов. Вот насколько был человечен Гуанчжун, — объяснил Кунцу одному посетителю. Сидевший рядом ученик не смог скрыть своего недоумения, но ведь Гуанчжун согласился служить убийце своего ученика и законного наследника. Как же можно назвать его добродетельным? Гуанчжун помог правителю ЦИ стать первым в Поднебесной и пресечь смуту, — ответил учитель Кун. До сих пор люди пользуются плодами его добрых дел. Да если бы не Гуанчжун, мы бы тут ходили с распущенными волосами и запахивались налево, как делают дикие степняки. Нет, он был не из тех простолюдинов, которые из-за мелочной честности лишают себя жизни в придорожной канаве, а люди даже не смотрят в их сторону. Так рассуждал Кунцу, и его собеседники не без удивления убеждались в том, что этот человек, требовавший строжайшего соблюдения нравственных заповедей, мог оценивать людей по реальным результатам их жизни и даже посмеиваться над бесплодной мелочной честностью. Тут Кунцу засыпали вопросами о личных качествах Гуанчжуна, и выяснилось, что гости злу не столь уж высокого мнения о них. Гуанчжун был поистине не таким уж вместительным сосудом. Заявил Кунцу, неожиданно запечатлевая свою мысль, как с ним нередко случалось, в каком-то малопонятном образе. А был ли он бережлив? Спросили его. Гуанчжун владел тремя усадьбами с многочисленной дворней, разве можно назвать его бережливым? В таком случае разбирался ли Гуанчжун в ритуалах? Судите сами, правителю дела ставят у ворот своего дома стену, и Гуанчжун тоже воздвигнул перед своими воротами такую стену. Правителю дела, принимая гостей, велит принести подставку для осушенных чаш, и Гуанчжун тоже завел у себя такую подставку. Уж если Гуанчжун соблюдал ритуал, то кто же его не соблюдал? С еще большим удивлением цейские мужи узнавали от Кунсу, что Гуанчжун, вроде бы облагодетельствовавший весь мир, сам был далек от совершенства. Возможно ли такое? Но почему нет? Ведь Гуанчжун только на время добился единения Срединной страны, он не излечил природу людей, не избавил человечество от его давних пороков. Суждения Кунсу служили неиссякаемой пищей для ученых разговоров в домах знатнейших мужей цейской столицы. Многие восхищались умом и образованностью гостей злу, еще больше людей ему завидовали, но находились и такие, которые усматривали в словах Кунсу оскорбительную насмешку над их родным царством. Что хотел сказать этот пришелец, когда заявил, что, не будь Гуанчжуна, мы бы тут ходили с распущенными волосами, как дикари. Да и больно любит он порассуждать о том, что порядки в ци чересчур строгие. То удивиться, увидев на улице Линьяне лавку, где продаются протезы для тех, кому в наказание отсекли ступни ног, дескать многовато у вас казни. То вслух посочувствует здешним крестьянам, у которых чиновники отбирают больше половины урожая. А у них в лу берут вдвое меньше еще поговаривали, будто он не упускал случая подметить превосходство своих земляков над жителями ци в знании ритуалов, и однажды в разговоре обмолвился, даже небольшие перемены в ци возвысит его до лу, и даже небольшие перемены в лу сделают его самым просвещенным царством в Поднебесной. Понятно, что такие суждения нравились далеко не всем в цейской столице. Одним словом, у Кунцу в Линьяне появилось много друзей, но и не меньше врагов. Весь Линьянь еще жил первыми впечатлениями о знаменитом ученом из Лу, когда Гаачжа Ацзы добился от Цезингу на согласие дать Кунцу аудиенцию. В назначенный день еще до рассвета, ибо жизнь в резиденциях китайских правителей начиналась непривычно рано по европейским понятиям, Кунцу подъехал к главным воротам царского дворца и, предъявив начальнику караула специальную бирку пропуск, переступил через высокий порог дворца, отделявший обитель единственного из людей от его поданных. Как он не старался, ему не удавалось прогнать так некстати охватившее волнение, впервые он приглашен к правителю, и кто знает, не решится ли сегодня его судьба. В конце концов, все его знания и добродетели теряли всякий смысл, если их нельзя было приложить к делу государственного управления. А он мечтал о настоящем деле. Он даже заявлял цейским сановникам, что, будь у него власть, он за месяц добьется благоденствия в целом царстве. Быть может, Цей Зингун вспомнит его слово о мудром правителе, который доверился даже безвестному рабу и снискал славу великого завоевателя. В сопровождении стражника Кунцу прошел через широкий двор, потом миновал еще одни ворота и еще один двор. Подойдя к лестнице, ведущей в просторный и сумрачный, словно пещера, тронный зал дворца, он опустился на колени и отбил поклон, стукнувшись лбом о землю. Стоявшие у входа в зал сановники переглянулись. Ну и церемонный же этот человек и злу. В их царстве о поклонах перед тронным залом, когда-то веденных первыми джоускими царями, давно уже и не вспоминали. Кунцу поднялся в зал, почтительно бодро подошел, почти подбежал мелкими шагами к подножию трона, упал на колени и выкрикнул, не поднимая головы, десять тысяч лет. Сидевший вверху, невидимый для склонившихся вокруг простых смертных, правитель ответил словами приветствия. Выждав подобающую паузу, Цэй Зин Гун обратился к Кунцу с вопросом, который полагалось задавать правителю на подобных аудиенциях. Единственный желает знать, медленно растягивая звуки, произнес Цэй Зин Гун, в чем заключается секрет мудрого правления. В гулкой тишине огромного зала прозвучал ровный, как будто совершенно бесстрастный голос Кунцу. Правитель должен быть правителем, поданный, поданным, отец и отцом, а сын, сыном. Немало поразились советники государя словам Кунцу, надо же уметь сказать так просто, безыскусно и кратко, так просто, что проще и не скажешь. Что тут спорить, умел Кунцу говорить с неоспоримой убедительностью, ничего от себя не придумывая, но словно давая словам самим выговаривать себя, заставляя вновь задуматься над, казалось бы, очевидными и давно всем известными истинами. Какой скромный и какой изысканный в своей скромности совет. Цэй Зин Гун даже замешкался с ответом, но, пометуя, что дворцовые летописцы ждут от него суждения, чтобы записать его для потомков, изрек самое обычное в таких случаях вежливо похвальное замечание. «Прекрасно!» — воскликнул он. «Поистине, если правитель не будет правителем, поданный не будет поданным, отец не будет отцом, а сын не будет сыном, то могу ли я, единственный, с легким сердцем есть свой хлеб?» Зосима аудиенция была окончена, этикет не позволял правителю при первой встрече с приезжим мудрецом задавать ему больше одного вопроса. Но Кун Цу мог быть доволен собой, он произвел впечатление на Цэй Зин Гуна и прилюдно заслужил от него похвалу. Вскоре ему доставили и щедрые подарки от государя, штуку тонкого шелка, пояс, расшитый бисером, красивые раковины с морского дна. А еще через несколько дней Кун Цу вновь пригласили на аудиенцию к Цэй Зин Гуну, и тот опять спросил его о секрете мудрого правления. «Мудрость государя заключается в том, чтобы бережно распоряжаться богатствами», — ответил Кун Цу. Совет не мудренный, но дельный. Однако он едва ли обрадовал того, кто владел одним из самых роскошных дворцов в Срединной стране, а кроме того, обложил крестьян неслыханно тяжелыми налогами, учредил монополию казны на торговлю солью и железом и вообще старался всеми возможными способами умножить свои доходы. А еще прослыл таким большим любителям шумных перов со слугами, музыкантами и танцовщицами, что злые языки говорили, будто Цэй Зин Гун по левую руку от себя сажает шутов, по правую — плясунов. Уж не намекает ли гости злу на то, что он, великий правитель, слишком расточителен? В слуг Цэй Зин Гун похвалил совет кунцу, а про себя подумал, что, пожалуй, большого проку от этого ученого гордеца не будет. Легко сказать, будь бережлив. А надо и армию содержать, и крепости строить, и послов иноземных удивлять своими богатствами. Если даже он сделает этого чужеземца своим советником, то люди из его окружения, потомки единокровных, старинных родов тотчас поднимутся против него. Царство его пока процветает, так для чего же искать ему лучшей доли? Поросмыслив, Цэй Зин Гун предложил кунцу не должность, а удел, который обеспечил бы уважаемому гостю сытую, безбедную жизнь и возможность заниматься в свое удовольствие учеными изысканиями. Конфуций сразу же разгадал истинные намерения своего царственного покровителя, владение уделом, не дав кунцу власти, сделало бы его полностью зависимым от Цэй Зин Гуна. Вот тогда кунцу уж точно не доведется наставлять государя. Нет, это почетная неволя не для него. От предложения принять удел он вежливо, но твердо отказался, заявив, что не достоин такой чести. Придя же домой, сказал ученикам, я слышал, что благородный муж стыдится получать награды, не имея заслуг. Нынче государь, не приняв моих советов, решил пожаловать мне удел. Он совсем не понимает, кто такой кунцу. Предоставив Цэй Зин Гуну решать его судьбу, Конфуций вернулся к своей обычной жизни, беседам с учениками и местными учеными, изысканием по части церемоний, размышлением тут как раз в Линьянь приехали музыканты самого Чжоуского Вана, бежавшие из Лаи после очередного дворцового переворота. И кунцу наконец-то довелось услышать старинную музыку в стиле Шао ту самую, которую в незапамятные времена сочинил якобы сам великий царь Шун. Неизвестно, что это была за музыка, но только Конфуций, послушав ее, потом, по отзыву учеников, в течение трех месяцев за едой не чувствовал вкуса мяса и все повторял. Я никогда не думал, что музыка может быть так прекрасна. А недюжинная эрудиция кунцу уже плодила легенды. Рассказывали, к примеру, что однажды во дворце Цэй Зин Гуна появилась странная одноногая птица. Никто из мудрецов Цэйской столицы ни о чем подобном даже не слыхивал, и только кунцу сказал, что эту птицу зовут Шан-Ян и что появляется она накануне большого наводнения. Правитель велел повсюду укрепить дамбы, преграждавшие путь водам. Вскоре по всей Срединной стране начались проливные дожди, и реки вышли из берегов, затопив дома и поля. Только в царстве Цэй Потоп не причинил ущерба людям. В другой раз кунцу продемонстрировал способности ясновидца, объявив, что в Чжоуской столице молния сожгла храм царя Ливана, и это была кара неба за то, что Ливан отвернулся от целомудренных нравов первых царей Чжоу и погряз в роскоши. Вскоре пришло известие о том, что храм Ливана действительно сгорел во время грозы. Между тем Цэй Зингун, не желая более способствовать славе Конфуция, уже не расспрашивал своего ученого гостя о ритуалах и разных премудростях. Все же не оставлял он и мысли приручить лузского строптивца. Он вызвал к себе кунцу и объявил ему, «Единственный не может пожаловать тебе титул первого советника, равного по званию предводителю семейства Цзи в твоем родном царстве. Твое место – стоять где-то между первым и третьим рангами». Предложение Цэй Зингуна, конечно, не вполне удовлетворяло кунцу, но все же оно было лестным для человека, поднявшегося из полной безвестности. И все-таки даже такой, в сущности, чисто формальный знак внимания к гостю из Луни на шутку встревожил старых министров Цэй Зингуна. Их интересы взялся отстаивать сам первый советник правителя Янин, на редкость даровитый администратор и дипломат, большой эрудит и непревзойденный мастер-интриг. О его необыкновенной хитрости ходили легенды. Рассказывали, что однажды он убрал сразу трех своих соперников, подговорив правителя призвать их всех вместе к себе и одарить двумя персиками тех, кто подаст ему лучший совет. А сам устроил таким образом, что поначалу к Цэй Зингуну явились только двое. Государь, выслушав их наставления, остался доволен и пожаловал каждому по персику. Но потом подошел и третий, и Цэй Зингун нашел, что его совет еще лучше. Тогда первые двое со стыда покончили с собой, третий же, увидев, что он против своей воли погубил сразу двух достойнейших мужей, от огорчения тоже лишил себя жизни. Наверное, этот рассказ выдуман, но хитрости ума Янину и в самом деле было не занимать. Подобно Кунцу, он был родом из обедневшей семьи и поднялся к высотам власти благодаря удачному стечению обстоятельств. Янин и Кунцу еще раньше виделись в Цэй Фу и, кажется, понравились друг другу. Что же, между ними и в самом деле было много общего. Но личные симпатии одно, а интересы государства другое. А может быть, там были не только симпатии. Человек невероятно скаридный и к тому же горбун, Янин мог попросту завидовать высокорослому и неподельно равнодушному к деньгам Кунцу. Как бы то ни было, Янин употребил все свое красноречие, чтобы убедить своего хозяина отказаться от услуг ученого гостя. Эти знатоки ритуалов, просто никчемные бездельники, и притом такие гордые и самонадеянные, что на них не найдешь управу. Они разоряют себя долгим трауром и бышными похоронами. А потому их предписание нельзя превращать в закон. Да и как можно доверять этим нищим бродягам власть над целым государством? С тех пор, как в мире не стало мудрых царей и доблести Чжоу померкли, ритуалы и музыка пребывают в упадке. А теперь этот Кунцу с таким усердием наставляет умению правильно держаться и одеваться и выполнять всякие церемонии, что целой жизни не хватит на то, чтобы постичь его науку, тут потребно не одно поколение. Тому, кто захочет управлять государством, следуя его советам, некогда будет думать о главных нуждах людей. Цэзингун охотно согласился со своим советником, вершить дела государства Кунцу, конечно же, не способен. Да и восстанавливать против себя своих старых помощников ему совсем не хотелось. Поэтому он в очередной раз позвал Конфуция и объявил ему, единственный, уже слишком стар и потому не в состоянии воспользоваться твоими услугами. Конфуций спокойно воспринял отказ Цэзингуна, в конце концов, не он ли всегда говорил, что благородный муж никогда не отчаивается и не ропщет на судьбу, если люди его не понимают. Не затаил он обиды и на Янина, достоинством которого и позднее отдавал должное. Янин показал образец настоящей дружбы, даже в обществе старых друзей он держался со всей почтительностью, гласит одно из высказываний Конфуция в беседах и суждениях. Кунцу, кажется, просто не умел быть пристрастным в оценке других людей. Отказ Цэзингуна взять Концу к себе на службу не успокоил цейских вельмож. Кто мог поручиться, что этот эрудит, знающий толк в государственных делах, да к тому же на редкость волевой, в один прекрасный день не завоет вновь благосклонность государя. В скором времени неприязнь столичных чиновников к гостю и злу достигла угрожающих размеров. Кое-кто из тайных недругов Концу даже намекал ему, что некоторые горячие головы в столице готовы расправиться с ним. Жить в Линьяне для Концу становилось все тревожнее. Ходили упорные слухи, что на него готовится покушение. Во многих домах его перестали принимать. В конце концов Концу пришлось спешно покинуть Линьянь и вернуться в Лу. Рассказывают, что он так торопился, собираясь в дорогу, что даже не успел поесть и прихватил с собой в повозку котелок с недоваренным рисом. Впрочем, и в этом его поступке обнаружился назидательный смысл. Помните, как я выезжал из Цуэфу? Обратился Концу к ученикам, садясь в повозку. Я ехал как можно медленнее. Вот так надо уезжать из страны своих предков. А теперь мы отправляемся, даже не закусив. Вот так нужно возвращаться на родину. Как не торопился Концу вернуться домой, на обратном пути он не отказал себе в удовольствии подняться на гору Тайшань. Правда, до вершины он не добрался, это было бы с его стороны не скромно и даже, пожалуй, дерзко. Но он вдоволь побродил по лесистым отрогам священного пика. Вот так, прогуливаясь, он повстречал ветхого старца в оленей шкуре, который весело пел песни, подыгрывая себе на цитре. Концу спросил старца, отчего он так весел. И тот ответил, у меня есть множество причин для веселья, но главные из них три. В этом мире человек возвышается над всеми существами, а я родился человеком. Вот первая причина для радости. На свете мужчин ждут больше, чем женщин, а я родился мужчиной. Вот вторая причина для радости. Среди родившихся на этом свете многие умирают, не увидев света солнца и луны и не выйдя из пеленок, а я прожил уже 95 годов. Вот и третья причина для радости. Бедность, вечная спутница достойного мужа. Смерть, неизбежный конец для каждого человека. Чего же мне о них печалиться? Как прекрасно, когда человек умеет быть безмятежным наедине с собой, воскликнул Кунцу, выслушав речь старца. Все-таки странные истории рождала жизнь учителя Куна. Ни остроумием они не отличаются, ни занимательностью сюжета, ни глубиной наставления. Вот и эта история учит лишь утешаться самой жизнью, и ничем иным, кроме жизни, ловить радость в простейшем и безыскуснейшем ощущении, я живу, но до такого удовольствия надо еще дожить. Освободившись от сомнений. Пробыв около двух лет в царстве Ци и не найдя себе применения ни при дворе практичного Ци Зингуна, ни вставки никчемного государя собственного царства, Кунцу возвращается в свой старенький домик у юго-западного угла городской стены Цуйфу. Судьба его вырисовывалась все отчетливее, он в очередной раз не снискал лавров государственного деятеля, зато вновь подтвердил свою репутацию благонравного ученого. Теперь, прожив на свете без малого 40 лет, он был в том возрасте, когда у него исчезали сомнения насчет того, какие силы движут этим миром. И сомнения в том, каким в этом мире должен быть его собственный путь. Его родина переживала пору безвремени и смуты. Три семейства погрязли в мелочных усобицах, и их попытки соблюсти хотя бы видимость законности и порядка лишь заставляли еще острее ощутить лицемерие новоявленных отцов государства. Разумеется, не могло быть и речи о поступлении Конфуция на службу. Учитель Кун поселился в Цуйфу как частное лицо и с тех пор демонстративно держался в стороне от политики. В течение целых 15 лет в его жизни не произошло никаких значительных событий. Эти 15 лет – сплошное белое пятно в его биографии. Пробел тем более поразительный, что он приходится на пору расцвета творческих сил человека. Не странно ли, самый плодотворный период жизни, и такое глухое молчание, такая редкая для мирского человека скрытность? Что это? Вынужденное бездействие, вызванное неблагоприятными обстоятельствами? Отчасти, вероятно, да. Но и нечто совсем иное, ничуть не случайное, а нечто в высшей степени закономерное в земном пути учителя Куна. По существу, только теперь он сознательно посвящает себя углубленной, невидной со стороны работе самопознания, только теперь, преодолев все сомнения, он начинает притворять свою судьбу. В кунцу, по-прежнему обуреваемом жаждой учения, мужает учитель. Конфуций вернулся к своей обычной жизни. Впрочем, отходил ли он от нее когда-нибудь? Кажется, вся его жизнь не была одним возвращением к этой самой обыкновенной жизни, с виду, может быть, ничем не примечательной, но серьезной и искренне прожитой, а потому подлинной, жизни до последних мелочей наполненной кропотливой работой духа. Текли дни, месяцы, годы уверенно и гладко, как плавная смена времен года, развертывалось полотно жизни, всегда новой, бесконечно разной, но как будто проникнутой неведомой музыкой, подчиняющейся неприметному для суетного слуха ритму. Конфуций жил, словно сверяя свое сердце с безбрежной музыкой мироздания. Где искать этот исток творческих метаморфоз жизни, дающий форму всем вещам и событиям? Конфуций, конечно, не задавал и не мог задавать себе такой вопрос. Разве может быть исток, один единственный правильный образ у реальности, которая сама по себе бесконечно изменчива и никогда не повторяет себя? Но есть неповторимость, единственность и потому полная самобытность каждого мгновения жизни. И в ней сокрыта неистащимая сила великого пути мира. Конфуций вырос в обществе, до предела ритуализированном, пронизанном этикетностью до мельчайших деталей своего устройства. Эта ритуальность стала исходной точкой его размышлений, определившей культурную значимость его наследия. Для чего ритуал? Вот главный вопрос Конфуций и его учения. По Конфуций и его, ритуальная выверенность каждого жеста, каждого слова и даже каждой мысли есть не что иное, как встроенность в изобильный ритм вселенской жизни. Поэтому управление в Конфуций и его традиции есть прежде всего исправление, оба знака в китайском языке звучат и пишутся почти одинаково. Исправление себя в первую очередь. Возвращение к тому, что изначально заложено в нас, к первозданной чистоте сердца, но чистоте освещенной светом сознания, обогащенной бесконечно долгим усилием воли. Конфуций не из тех философов, которые выстраивают свою систему мысли, закрепляя за словами какие-то особые значения, придумывая новые слова. Вся его теория, это язык, как он есть. Дело мудрого, лишь очищать кристалл языка от всех личностных наслоений, позволять правде самой выговаривать себя. Ибо правда сама по себе совершенно естественно перетекает от сердца к сердцу неощутимыми токами духа. Правитель да будет правителем здесь не нужно ни доказательств, ни оправданий, вообще никаких умствований. Мудрый безмятежен, он стремится меньше думать, меньше говорить. Он спокоен за истину, потому что она не нуждается в его защите. Не нужно говорить там, где правда жизни сама светится в каждом новом впечатлении, каждом жести и каждом чувстве. Нужно лишь позволить кристаллу жизни светиться своим таинственным внутренним огнем жизни и есть единственное правдивое и непридуманное слово. Любить древность и доверять ей. Вот фраза, выражающая глубочайший смысл жизненной позиции Конфуция. Любить то, что предваряет и предопределяет всякую данность нашего существования, то, что делает вещи такими, какие они есть. Этот сокрытый исток жизни невозможно знать или определить в понятиях, ведь он предшествует всякому опыту и всякому пониманию. Ему можно только довериться. Высшая цель Конфуция Учителя – найти этот исток, это семя всего, что случается в мире, совершить неприходящее, бесконечно действенное действие, вернуть культуру к ее корням и дать человеку бессмертие в традиции. Безупречная действенность творческой культуры заключена, по Конфуце и Ю, в самом порядке жизни, в кристаллах ритуальных отношений, совершенно естественных и непроизвольных. Не отсюда ли проистекает странное, казалось бы, по-детски наивная вера в способность его дела, нет, ни учения, ни проповеди, а именно дело действительной жизни, оказывать неотразимое воздействие на мир, чуть ли не в одночасье привести все общество к благословенному порядку. И Конфуций прямо-таки настаивал на том, что его обещание надо понимать буквально, что все будет именно так, как он предрекает. Как могли поверить ему реалистически мыслящие политики, не знавшие, что такое доверие к человеческому содержанию жизни, признававшие только низменные чувства людей, полагавшиеся только на силу и устрашение. Драма Конфуция, если только тут можно усмотреть драму, заключалась в том, что чем очевиднее представало его внутреннему взору всепокоряющее обаяние древности, тем более сокрытой и даже неприемлемой оказывалась его правда для мира. Это драматическое расхождение между истиной мудреца и истиной мирского властелина невозможно было замазать ни дипломатическими ухищрениями, ни даже благими пожеланиями обеих сторон. Неудача Конфуция на политическом поприще, конечно, нельзя объяснить, как иногда делают, лишь его прямодушным и резким характером. Напротив, Конфуций, по общему мнению, был неизменно деликатен, обаятелен и превосходно ладил со всеми людьми, даже самыми жестокими и развращенными властью. Его неудачи не зависели ни от него, ни от окружающих. В них воистину было нечто судьбе иное. Гости, бывавшие в его доме, удивлялись тому, что Концу с его талантами и знаниями оказался неудел. Концу ничуть не смущался, оставаясь убежденным в том, что благородство души никогда не бывает напрасным. Даже если человек, только добрый сын и любящий брат, он тоже может исправить нравы. Не так ли говорится в книге песен? Отвечал он гостям. Разве добродетельный человек не способствует благому правлению? Зачем ему служба? Иной же раз, слыша похвалу своей эрудиции, отвечал добродушной шуткой, «Я, видите ли, никогда не состоял на службе, и у меня было предостаточно времени для учебы». А если серьезно, то Конфуций первым в Китае попробовал найти себя в частной жизни. И тем не только не умолил традиционный идеал младшего господина, но, напротив, открыл новые грани его величия. Он открыл, что всякое дело, даже самое незначительное, есть достойный повод для внутреннего самоусовершенствования. Он открыл свое золотое правило. Не пренебрегай повседневными делами. Завет Конфуция, обращенный к каждому, будь мастером не ремесел, а собственного сердца, постигни смысл своей жизни в самоуглубленной работе души, для которой не требуются ни технические орудия, ни власть, ни даже признание людей. Не оттого ли даже в неудачах своих Конфуций черпал уверенность в себе. И это не было ни бравадой, ни самонадеянностью. Доверие к древности вообще не было делом его личного выбора. Он просто не мог иначе. Мерно текла жизнь Конфуция после его возвращения на родину. День за днем, месяц за месяцем, год за годом. Крушение надежд в Ци заставило его быть осторожнее. Он уже не уповал на покровительство сильных мира сего. А вожди трех семейств Лу сами предпочитали держаться от него подальше, опасаясь нового скандала. Что же касается Чжао Гуна, то он вскоре перебрался под крыло правителя царства Цезинь, давнего соперника Цезинь Гуна. Конфуций оставил его поступок без внимания. Кажется, он почти потерял интерес к государственным делам. Ни в беседах и суждениях, ни в хрониках тех лет мы не слышим откликов учителя Куна на злобу дня. Известно только, что когда в 513 году до нашей еры в царстве Цезинь отлили бронзовый сосуд с текстом законов, Кун Су, как и в случае с Зычанем, осудил это новшество, заявив, что владыка Цезинь отныне потерял меру в делах правления и сам готовит себе погибель. Учитель Кун по-прежнему не представлял себе политику в отрыве от личностей и отношений между личностями. Для него управление непременно шло от внутреннего выправления человека. Не далее, как за год до того Кун Цу похвалил первого министра того же Цезиньского царства, который объявил, что будет отбирать чиновников по их способностям. Кун Цу назвал этого министра справедливым человеком, ибо он правильно судит ближних и дает выдвинуться дальним. По достоинству оценивать людей, вот основа основ мудрого правления по Конфу Цейю. Очень скоро правитель Цезинь тоже решил избавиться от вконец растерявшегося Джаагуна и стал уговаривать его вернуться в Лу. Тот, однако, упорно отказывался ехать, несмотря на то, что три семейства его удела охотно выказывали ему свою покорность, ритуал есть ритуал. Наконец, зимой 510 года незадачливый государь Лу умер в изгнании, 52 лет от роду. Когда гроб с телом покойного привезли в Цуйфу, Пин Цезинь отказал себе в удовольствии в последний раз унизить бывшего господина, он приказал похоронить его за южной оградой родового кладбища лузских правителей. Вместе с телом Джаагуна в Лу возвратились младшие братья и сыновья покойного. В обход старшего сына и законного наследника Джаагуна Пин Цезинь посадил на трон его младшего брата, получившего имя Дин Гуна. Смена правителей ничего не изменила в расстановке политических сил в царстве. По-прежнему три семейства прочно удерживали власть в своих руках, а Дин Гуну, как и его предшественнику, была уготована чисто декоративная роль в дворцовой политике. Ни в похоронах Джаагуна, ни в торжествах по случаю возведения на престол нового государя Кун Цу, насколько известно, никакого участия не принял. Да и мог ли он вязаться в эти политические спектакли, столь грубо попиравшие дух и букву древних обычаев? Хотя Кун Цу теперь демонстративно сторонился публичности и избегал делать острые заявления, его молчание было по-своему красноречивее слов. Он обличал произвол уже самим отказом поддерживать отношения с кликой трех семейств и их ставленником на троне. А потому присутствие даже безмолвствующего Конфуция накладывало глубокий отпечаток на публичную жизнь влу. Конфуций приковывал к себе всеобщее внимание, каждое его слово подхватывали на лету. Мы чувствуем это и по скупым, малозначительным записям о Конфуции и в местной хронике тех лет, и по отдельным высказываниям в беседах и суждениях, относящимся к этой поре затворничества в жизни учителя Куна. Если в былые годы Конфуции, чтобы заявить о себе, требовалось блеснуть ученостью или выступить с обличением неправедной власти, то теперь он мог позволить себе роскошь поучать молчанием, жизнью тихой и уединенной. Он первым воплотил собой особый тип личности, который стал классическим среди ученых Старого Китая, а в Европе остался практически неизвестным, тип консервативного нонконформиста, выделяющегося из толпы, как ни странно, лишь безукоризненным соблюдением обычая. Следовательно, он не мог не быть в полном смысле слова мирским человеком, главой семьи, добрым хозяином и соседом. В свои 40 лет Конфуции вправду пользовался, по-видимому, непререкаемым авторитетом среди своих родственников и мог своей волей выбрать жениха для племянницы, дочери старшего брата. Подношения учеников и богатых покровителей избавили его от забот о хлебе насущном и даже, возможно, сделали его зажиточным человеком. Известно, что его ученик, выполнявший в доме обязанности управляющего, с позволения учителя щедро снабжал зерном семьи своих нуждающихся товарищей по школе. Но при всей своей вовлеченности в мирскую жизнь учитель Кун превыше всего оценил независимость духа. Интересно, что именно с этой точки зрения оценивал он достоинства тех, кто мог бы стать его родственником. Собственную дочь он выдал замуж за ученика, который хоть и побывал в тюрьме, но вел себя так, словно на нем не было позора. А свою племянницу он выдал замуж за ученика по имени Наньчжун, который не оставался в стороне в добрые времена и не терпел унижения во времена смуты. Этот Наньчжун был известен еще и тем, что часто повторял строчки древней песни. Пятнышко на белой яшме еще можно стереть. А пятно на своих словах уже никогда не сотрешь. Милые сердца учителя строки. Разумеется, уединение Конфуции вовсе не означало его отгороженность от мира. Он был самым гостеприимным учителем во всей Поднебесной. Его дом был открыт для всех желавших учиться, но учил он не знанием и искусством, а без искусной жизненной мудрости, умению жить в согласии со всеми, оставаясь самим собой. Его правда виделась ему настолько простой и очевидной, что было бы совершенно излишним, да и невозможным разъяснять ее. Нет, он мог лишь намекнуть о ней, подвести к ней, приоткрыть лишь четвертую часть истины. Ни люди, окружавшие учителя Куна, ни даже он сам не смогли бы сказать со всей определенностью, кто он таков и чему учит. Да, Кунцу носил длинные халаты с широкими рукавами, какие носили в те времена ученые люди, знатоки обрядов. Еще до Конфуции их стали называть словом Жу, которое несло в себе также значение юноши, потомок. Так называли тех, кто изучал установления и заветы древних, и кто поэтому более других ощущал себя детьми своих предков. Позднее это слово стало собирательным названием конфуцианских ученых. Но во времена Конфуция оно, конечно, еще не указывало на принадлежность к определенной философской школе, а относилось ко всем, кто был сведущ в ритуалах и канонических книгах. Итак, Конфуций не придумывал свою истину, а следовал тому, что было установлено прежде, он передавал, а не сочинял. У него, по сути дела, и не было своего учения. Потому он в конце концов и не мог учить ничему особенному, ничему отличному от вековых устоев жизни. Конфуций пошел до конца по избранному им пути, он вернул учение в лоно самой жизни, он решительно отказался проводить различия между учением и жизнью, задумав свести то и другое в единый путь личного совершенствования. Школьное обучение, по Конфуцею, призвано лишь придать завершенности блеск мудрости, обретаемой в повседневной жизни. Учение начинается с первых же жизненных шагов, с простейших житейских обязательств и устремлений, с первого проблеска сознания. Учитель сказал, молодой человек должен быть послушным сыном в родительском доме и прилежным работником вне дома, взыскательным и внушающим доверие в своих речах, радушным со всеми и любезным с родственниками. Если у него остаются силы после выполнения этих требований, пусть он отдает их учению. Подобно Сёнике Конфуций поставил бы выполнение своего долга перед людьми выше занятий свободной философией. Но если в истории европейской философии подобная точка зрения свидетельствовала скорее об упадке и старческой дряхлости мысли, то в Китае идея превосходства жизни над знанием, идея слияния духа и быта служила как раз наиболее могучим импульсом, но вместе с тем и идеальным пределом философского размышления. Слова мудрецов просты, гласит древнее китайское изречение. Наследие Конфуция – одно из самых убедительных подтверждений этой истины. С чего же, согласно заветам учителя Куна, следует начинать свое совершенствование? С того, что всего доступнее или говоря словами самого Конфуция, с того, что лежит под рукой. Сослужение своим ближним и прежде всего, конечно, родителям. Трудно отказать Конфуцею в здравом смысле, когда он говорит, что только сын, почитающий отца и мать, может стать хорошим поданным, то бишь хорошим членом общества, в понимании древних китайцев. В беседах с учениками учитель Кун часто с похвалой отзывается о тех, кто почтителен к родителям в семье и уважителен к старшим по службе. Уже второе высказывание в беседах и суждениях, принадлежащее одному из близких учеников Конфуция, гласит. Редко случается, чтобы люди, твердые в сыновней почтительности и уважении к старшим, затевали смуту. Благородный муж отдает все внимание основе, когда же основа прочна, появится и правильный путь. Почтительность к родителям и уважение к старшим братьям, вот основа человечности в этой жизни. Разумеется, в конфуцианской традиции дети должны строго соблюдать все обряды и правила этикета, диктуемые их сыновним долгом, заботливо ухаживать за родителями, с почетом их хоронить, два с лишним года носить по ним траур, в надлежащее время приносить им жертвы и прочь. Но, помимо формальной стороны дела, дети должны еще с готовностью повиноваться родительской воле. Непослушание или даже споров со старшими в семье Конфуций не терпел вовсе. Служа отцу с матерью, увещевайте их как можно мягче, советовал он ученикам. Если ваши советы не возымеют действия, будьте по-прежнему почтительны и смиренны. В конфуцианстве служение родителям, это первая и самая естественная обязанность каждого человека, не потому, что она предписана людям какими-то высшими авторитетами, например, богами или же чистым умозрением, а просто потому, что так повелось в жизни, нет никого, кто был бы ближе нам отца с матерью и кому мы были бы больше обязаны на этом свете. Конечно, Конфуций понимал, что у каждого взрослого человека были и другие обязательства перед теми, с кем связала его судьба. Ему следовало быть преданным государю, по-родственному любить братьев, жить в согласии с женой, хранить верность друзьям. Позднее эти традиционные виды отношений между людьми получили в Китае наименование «пяти основ». Но отношения эти, как можно видеть, не были отношениями равных. Даже друзья в зависимости от их возраста делились в Китае на старших и младших. Человека как абстрактного индивидуума китайская традиция вообще не знала. Если бы Кунцу проповедовал только безропотное служение ближним, он, без сомнения, никогда не стал бы великим учителем Китая. Но в том-то и дело, что служить старшим и вообще ближним следовало, по Конфуцею, вовсе не для того, чтобы угодить другим, добиться признания в обществе или даже прославиться. Для Конфуцея умение правильно строить свои отношения с людьми или, точнее говоря, строить их таким образом, чтобы благодаря связям с другими определять свое собственное место в жизни, познавать самого себя, как раз и было настоящей школой. Ибо истина Конфуцея и его учение, это сама сообщительность людей, и учиться ей можно всегда и повсюду. Подлинный же учащийся для учителя Куна, тот, кто сознает внутреннюю необходимость и даже потребность служения. Быть почтительным к родителям, сказал Конфуцея однажды, не означает просто ухаживать за ними, ведь, к примеру, собак и лошадей тоже кормят. Добродетель, по Конфуцею, обретается, и поверяется, внутренним подвижничеством. Интересно, что если ученикам, покинувшим ради учебы у него отчий дом, кунцу напоминал о важности выполнения своего долга перед родственниками, то своим домочадцам он чаще внушал мысль о необходимости всю жизнь учиться. Своего сына бы я, согласно преданию, он наставлял в следующих словах. Если у человека незавидная внешность, а его предки ничем не прославились, то завоевать уважение людей и оставить о себе добрую память он может, лишь отдав все силы учению. Поэтому благородный муж должен посвятить себя учению и обладать внушительным обликом. Если у него не будет внушительного облика, он не завоевает расположение людей. А если он не добьется расположения людей, он не сможет притворить ритуал. Тогда у него не будет опоры в жизни. Попробуем теперь обозначить отчетливее исходный пункт Конфуце и Йова культурного проекта. Если для Конфуция, как мы убедились, жизнь и учение неразделимы, то самым ценным свидетельством убеждений великого учителя для нас будет его личный опыт. Мы знаем, что в 30 лет этот человек обрел прочную опору. Такой опорой стали для него ритуалы Чжоу и сопутствовавшая им культурная традиция, традиция книжной учености прежде всего. В те времена ритуал действительно еще представал самым надежным и даже единственным верным ориентиром в бурном житейском море. В конце концов обряд – это такое действие, которое просто нужно исполнять. Но Конфуцею уже требовалось найти разумное оправдание обычаю, и этот поиск на исходе четвертого десятка лет жизни привел его к тому, что у него не осталось сомнений в необходимости быть приверженным ритуалу, вникать в смысл ритуального поведения и любить все, что к нему относится, предметы, жесты, предания, и превыше всего, духовные качества участника обряда. Конфуций нашел во всем этом самоочевидное оправдание нравственной интуиции в человеке. Аргиастические обряды с кровавыми жертвоприношениями, неистовыми плясками и шаманскими причитаниями он вообще не признавал за ритуал, и был бы несказанно удивлен, если бы узнал, что современная наука считает их законной разновидностью человеческой обрядности. Для него открытие человеком своей сопричастности жизни других людей неотделимо от притворения ритуала, дающего внятное выражение этому первичному проблеску человеческого сознания, которое всегда есть именно сознание. А если бы Конфуция спросили, откуда берется в человеке моральная интуиция, он смог бы ответить лишь, что человек потому и становится человеком, что сознает себя живущим среди людей. Наверное, добродушно улыбнувшись, он добавил бы, что с таким же успехом можно спросить рыбу, почему она живет в воде. Во всяком случае для него обряды и жизненные правила древних мудрецов полностью соответствуют человеческой природе, в них нет ничего произвольного, нарочитого, надуманного. А раз каждый человек не может не соотносить себя с другими людьми, то, чтобы оставаться человеком, он просто обязан превозмогать свои корыстные желания, жить ради общего блага и по справедливости судить самого себя. Итак, для Конфуция сознание морально по своей природе, и наш жизненный опыт есть, собственно, форма морального знания. Согласно его учению, весьма напоминающему в этом пункте Аристотелева, люди становятся добродетельными не путем абстрактных размышлений, а выбирая добро или, точнее, путь добродетели в конкретных жизненных ситуациях. Правда, в отличие от западно-этической мысли с ее особой религиозной подоплекой, конфуцианству не свойственно подчеркивать трудности и непредсказуемые последствия такого выбора, ибо для Конфуции человек может выбирать только свою подлинную самость, так сказать, находить себя. Соответственно, конфуцианскому мужу, во всяком случае в древности, были неведомы угрызения совести. По словам Конфуция, подвижник пути подобен стрелку, который либо поражает стрелой мишень, либо промахивается. И если он допускает промашку, ему следует хладнокровно искать причину неудачи в самом себе и с еще большим усердием продолжать свое совершенствование. Добродетель же есть не что иное, как осуществление своего призвания, своей судьбы, она самодостаточна и сама себе служит наградой. Потому-то для Конфуции добродетель не сводится к тому или иному конечному, приходящему действию, но являет собой как бы бесконечную действенность, мудрому совсем не обязательно уметь что-то делать. Легко ли человеку применять заложенное в нем знание нравственных начал? Как человек практически и к тому же не имевший предшественников в своих размышлениях о добродетели, Конфуций не чувствовал необходимости отвечать на этот вопрос. Точнее, он давал на него очень противоречивые ответы, иногда он говорил, что применять это знание очень легко, а иногда что очень трудно. Кроме того, с присущим ему благоразумием он констатировал, что люди одарены нравственным чутьем не одинаково. Есть такие, кто все знает от рождения, а есть и неисправимые глупцы. Первым учиться не нужно, вторым – бесполезно. Но подавляющее большинство людей стоят где-то посередине, и им учение и нужно, и полезно, потому что оно развивает нравственную интуицию, придает ей четкую форму и дает возможность пользоваться этим сокровищем сердца в самых разных житейских делах. Польза учения в том, что оно предъявляет человеку нравственные образцы, то есть типы поступков, соответствующие ритуалу и побуждающие к моральному совершенствованию. Образцы эти необходимы хотя бы потому, что в одиночестве человек не может стать человечным, он добродетелен в той мере, в какой соотносит себя с другими людьми. Человек же, утративший чувство общности с окружающими, неизбежно дичает, и даже, добавили бы мы сейчас, сходит с ума. Однако каждый образец добродетельного поступка по-своему уникален, а число образцов поистине безгранично. Конфуций не желает и не умеет жертвовать уникальностью нравственного знания, то есть, по сути, уникальными качествами каждого момента человеческой сообщительности, которые и делают нравственное знание жизненным и действенным, подобно тому, как ритуал всегда совершается в особых обстоятельствах. Поэтому Конфуций не спешит формулировать всеобщие принципы и идеалы морали. Для него знание всегда есть знание типа ситуации. Он не дает отвлеченных определений, а призывает тематизировать и, значит, нравственно оценить все пережитое и узнанное, а потом включить выводы нравственной рефлексии в существующие каталоги поучительных примеров. Учение для Конфуция есть именно правильное ориентирование человека на жизненном пути. Небо молчит, но зато человек расширяет путь, каждое поколение вносит свой вклад в копилку нравственной мудрости человечества, вводя новые рубрики знания и уточняя содержание старых. Это не значит, конечно, что человечество у Конфуция обречено на чисто формальную каталогизацию жизненных случаев, хотя изрядная доля традиционной китайской учености сводилась как раз к этому занятию. Человек может и должен возвышаться до общего проникновения в суть вещей, идти от земли к небу, но он должен делать это постепенно, самостоятельно определяя для себя каждую новую ступень своего совершенствования. В конце пути он может вместить в себя весь мир. Но в конечном счете он может лишь со всей ясностью и убежденностью выявить чувство, которое с самого начала вело его к высотам мудрости. Это чувство выражается в одной, и в сущности, единственной, универсальной этической максиме. Учитель Кун неоднократно определяет ее в следующих словах. Не делай другому того, чего сам себе не желаешь. Согласно разъяснениям ученика Конфуция в этой формуле выражена единая нить, которая, по признанию учителя, пронизывает все его наставления и постигается даже без учения. Надо думать, учитель Кун был совершенно искренен в этом признании. Если небеса молчат, другой путеводной нити в моральном усилии просто не может быть. Итак, жизни учения для Конфуция проницают и обусловливают друг друга. Невозможно указать, где кончается одно и начинается другое, живущий поистине обязательно учится, воистину учащийся непременно живет полноценной жизнью. Мудрость учителя Куна есть просто решимость и умение принять сполна все, что дается человеку судьбой. Мог ли Кунцу не принять всех, кто приходил к нему за наставлением? И мог ли он превратить свой дом в какую-то школу наук, помпезную академию? Мог ли он стать философом или проповедником, придумавшим какое-то свое учение? Это был учитель, не обучавший никаким предметам. Молва о необыкновенных познаниях и благонравии Цу из рода кунов, почтенного учителя Куна, облетела уже полподнебесной. Отовсюду к домику у юго-западной окраины Цуэфу стекались молодые люди, мечтавшие получить наставление знаменитого ученого. Догадывались ли те, кто благоговейно переступал порог этого скромного жилища, что его хозяин и сам, в сущности, не знал, чему он учит? Понимали ли они, что учитель нуждается в ученике не меньше, чем ученик в учителя? Великие учителя тем и велики, что задают великие загадки. А пока Кунцу продолжал жить, освободившись от сомнений, простой и возвышенной жизнью человека, нашедшего опору в самом себе. Наградой за душевную стойкость ему стал небольшой пока круг преданных учеников, людей очень разных по характеру, возрасту и положению в обществе. Все же тон среди них задавал взыву. Прежний хвостун из Адира теперь употребил весь жар своей души на служение учителю. И, кажется, не обманул его ожиданий. Смелый, преданный, безукоризненно честный даже в мелочах, Цзылу словно был создан для того, чтобы являть собой образец душевного благородства, которому учил его учитель. Этот человек, в былые времена не прощавший малейшие обиды, теперь даже радовался, когда кто-нибудь указывал ему на его недостатки, было бы что исправлять, было бы чему учиться. О нем ходила слава, что он ни разу не нарушил данного им слова. Да что там собственное слово. Однажды он даже признался, что со страхом ждет наставление учителя, а вдруг он окажется неспособным выполнить их. А сам учитель любил беседовать с Цзылу, хотя частенько подтрунивал над его горячностью. Ценя преданность и усердие своего старейшего ученика, он не умалчивал о его недостатках, советовал ему быть рассудительнее и сдержаннее. Почти не проходило дня, чтобы в ворота дома кунцу не постучался гость, пришедший за наставлением. Кунцу вежливо принимал каждого и каждому старался помочь. Тем более не прятался он от соседей. Весной и осенью, в дни принесения жертв духом, подателям урожая, он выходил на луг, где жители округи устраивали гуляния, смотрел на буйные пляски ряженых и участвовал в праздничном пиршестве. На людях свидетельствуют ученики, кунцу держался скромно, а в разговоре как будто с трудом подыскивал слова. Он искал осмысленной беседы, оставаясь безукоризненно вежливым. Уходил он с праздника только после того, как его покидали старейшины здешних мест. Соседи же не скрывали своей гордости тем, что живут бок о бок с такой знаменитостью. Главным делом Конфуция по-прежнему были его ученики. Став знаменитым, он не изменил своим принципам, брал в обучение каждого, кто мечтал учиться у него. Он учил даже свою невестку. А кто учиться не желал, очень скоро уходил сам, потому что ни чинов, ни богатства, ни славы учитель кун не обещал. Людей по-прежнему привлекали не столько те призрачные возможности сделать карьеру, которые сулило им обучение у Конфуция, сколько личный пример и личное обаяние этого человека. А тут уже сословная принадлежность отходила на второй план. По всей срединной стране ходила молва о лузском ученом, в доме которого потомки царских родов и безродные бедняки сидели рядом, вместе читали книги, по-товарищески помогали друг другу. Одним это казалось чуть ли не потрясением государственных устоев, другим – возрождением золотого века великого единства людского рода. И редкий чужеземный посол, прибывавший ко двору Дингуна, упускал случай навестить необыкновенного ученого, который, не имея никакой власти, собрал вокруг себя так много верных последователей. Сам о том не думая, Конфуций создал невиданную прежде общность людей, некое духовное братство, живущее по мирским законам, но готовое принять в свою среду любого, кто разделял его идеалы. Когда один из учеников, незаслуженно обиженный родственниками, посетовал на то, что у него не осталось братьев, товарищ по школе возразил ему, жизнь и смерть даются судьбой, богатством и знатностью жалует небо. Благородный муж безупречен в своих поступках, почтителен к людям и усердно блюдет ритуал, а потому все люди среди четырех морей – его братья. Разве будет он огорчаться из-за того, что у него не осталось братьев? Итак, у Конфуция появлялись все новые преданные ученики, и при том не только местные уроженцы. Среди них мы встречаем, например, потомка одного из знатнейших родов царства Сун и брата первого советника сунского правителя. Его звали Сыманю. Этому человеку не повезло в жизни, его семья впала в немилость у государя, и ему пришлось бежать в царство Цы, откуда он перебрался в Лу, где и признал своим учителем Конфуция. Сыманю часто жаловался на свою горькую судьбу, и Конфуций, зная, что Сыманю слишком словоохотлив и взволнован, как-то заметил ему, главное свойство благородного мужа в том, что он не любит говорить. Но неужели человека можно назвать добродетельным только потому, что он не охочь до слов? Не без раздражения, спросил Сыманю. Когда нелегко совершить поступок, стоит ли удивляться, что говорить тоже нелегко? Ответил Конфуций. В другой раз, когда Сыманю спросил его о том, что такое благородный муж, кунцу вновь попытался помочь ученику одолеть свои слабости. Он сказал. Благородный муж не ведает волнений и страха. Но неужели человека можно назвать благородным мужем только потому, что он спокоен и бесстрашен? Спросил Сыманю, и Конфуций ответил. Если, размышляя о своей жизни, человек ни в чем не может себя упрекнуть, какие могут быть у него волнения и страхи. Едва ли Конфуций и Ю доставляли большое удовольствие беседы с ворчливым и к тому же нелишенным упрямства Сыманю. Но его спрашивали о благородстве и истине, и отмалчиваться он не мог. А отвечая, деликатно намекал на недостатки самого спрашивающего и так указывал собеседнику его собственный путь совершенствования. Впрочем, он и не скупился на похвалы, если ученики их заслуживали. Среди старших учеников он особенно выделял своего земляка Миньсуна, который был моложе учителя лет на 15. Миньсунь прожил всю жизнь в нищете, вечно ходил в ветхой одежонке, но когда однажды семейство Цзи предложило ему поступить на службу, ответил решительным отказом. Ему пришлось многое стерпеть от своей мачехи, которая не взлюбила добродетельного пасынка и обращалась с ним несправедливо и даже жестоко. Узнав об этом, отец Миньсуне хотел было выгнать свою вторую жену из дома, но Миньсунь отговорил его, не желая лишать матери своих трех сводных братьев. Рассказывают, что он никогда не роптал на свою судьбу и в конце концов благодаря своему несокрушимому благочестию сумел пробудить милосердие и в злой мачехе, и во многих из тех, кто жил по соседству. Конфуций считал Миньсуне образцовым сыном и особенно хвалил его за способность всегда говорить по существу. С годами круг близких учеников Конфуция пополнился новыми яркими людьми. Пожалуй, самым приметным среди них был Цзыгун, сын богатого купца из царства Вэй, человек, наделенный пытливым умом, практической сметкой и незаурядным даром красноречия. Общительный, но ненавязчивый, деловитый и в то же время совестливый Цзыгун легко добивался успеха, но не впадал в гордыни и не забывал о приличиях. Именно Цзыгуну, любившему расспрашивать учителя о самых разных вещах и заводить глубокомысленные разговоры с товарищами по школе, мы обязаны многими редкостными известиями о жизни и взглядах Конфуция. Учитель, конечно, ценил блестящие способности Цзыгуна и однажды даже назвал его единственным человеком, с которым можно толковать о книге песен. Но он и не скрывал своего недовольства чрезмерной, как ему казалось, прелоциенностью Цзыгуна мирскими соблазнами. Разве не говорил он, что не верит людям, которые красиво говорят и приятны на вид? Разве не должен человек, преданный учению, посвятить всего себя духовному совершенствованию? Не должен ли он слушать прежде всего зов своего сердца, а не призывы сильных мира сего? Наш Цзыгун, часто говаривал он, не желает принимать свою судьбу и больше думает о том, как разбогатеть. Не раз учитель Кун давал понять своему талантливому ученику, что в истинном своем подвижничестве он преуспел куда меньше, чем в умении беседовать на эту приятную тему. Однажды Цзыгун с пафосом объявил Конфу Цейю свое жизненное кредо, я не желаю, чтобы другие обижали меня, но и сам не хочу обижать других. В ответ учитель отрезал, тебе это недоступно. А ведь учитель мог заявить и ученику, гораздо менее приметному, что ему пристало бы сидеть на троне лицом к югу, иначе говоря, управлять целым царством. Но Цзыгун умел трезво оценивать свои достоинства и не только не обижался на учителя, но и беззаветно служил ему до самой его смерти. Сердце Кунцу было не с теми, с кем в этом мире был успех. У него была своя, непонятная для толпы мера величия человека, быть бедным и жить в радости. Учитель сказал, есть простую пищу, запивая ее ключевой водой, и спать, положив под голову собственный локоть, во всем этом есть своя радость, а чины и богатство мира для меня, все равно что плывущие в небесах облака. Любимейшим учеником Конфуция был Янь Юань, или Янь Хой, сын бедного служащего в Цуйфу. Вероятно, Янь Юань попал в дом Конфуции еще подростком или даже мальчиком, потому что его отец учился у Кунцу. Сам же он был моложе своего учителя по крайней мере на 20 с лишним лет. Любовь Конфуция к Янь Юаню так же загадочна, как и сама жизнь великого учителя Китая. Да, Янь Юань был очень беден и с невероятной стойкостью нес все тяготы своего нищенского житья. Янь Хой уже почти невозможно стать лучше. Он живет в такой бедности, что дальше некуда. Заметил как-то учитель с истинно дружеской иронией. В другой раз Кунцу воздал хвалу своему любимцу в следующих словах, какой достойный человек Янь Хой. У него одна корзина для еды, половинка тыквы для питья, живет в убогом переулке. Другой не выдержал бы таких лишений, а вот Янь Хой живет, и радость его не убывает. Какой достойный человек. Янь Хой никогда не служил и даже не помышлял о службе, впрочем, не похоже, чтобы кто-нибудь из власть имущих желал воспользоваться его услугами. Но ведь и бедных, и презиравших карьеру учеников у Конфуция хватало. Между тем Янь Юань не отличался ни решительностью Цзы Лу, ни остроумием Цзы Гуна, ни даже необыкновенной ученостью. Его образ в беседах и суждениях лишен отпечатка яркой индивидуальности. Он предстает собранием всех мыслимых добродетелей, за которыми не видно сильного и самостоятельного ума. От Хой нет никакого проку. Он соглашается со всем, что я ему говорю. В сердцах воскликнул однажды учитель. Но потом оказывается, что с Янь Юанем не все так просто и что его видимая робость таит в себе какой-то неизъяснимо глубокий смысл. И то верно, разве не говорил у нас Розанов, что настоящий ум, качество метафизическое, совсем не видное. Вот и сам Конфуций признавался, с Янь Хоем можно разговаривать целый день, и он ни разу не возразит мне. Но не глупец ли он? Однако ж стоит мне присмотреться к тому, как он поступает наедине, и я вижу, что он все понял. Нет, Хой совсем не глуп. А когда Конфуция попросили высказаться о достоинствах Янь Юаня, он сказал просто, это был человек, который любил учиться, не винил понапрасну людей и не повторял своих ошибок. Таковы лишь некоторые наиболее близкие ученики Конфуция. Но даже краткое знакомство с ними позволяет увидеть, какие разные по характеру, способностям и даже происхождению люди окружали учителя Куна. Дом Конфуция стал местом их свободного общения вне узродства, сословной или служебной иерархии, общения, отобразившего естественное разнообразие человеческих характеров и потому служившего правдивым зеркалом самой жизни. Педагогический гений Конфуция потолкнул его, быть может, неосознанно, к тому, чтобы воспроизвести в узких рамках школы природное изобилие человеческих проявлений жизни и тем самым возвратить этой жизни пути плоды человеческого самопознания. Учиться и всякое время прикладывать выученное к делу – это ли не радость? Ученики Конфуция – первые и не последние ли? В человеческой истории профессиональные учащиеся. Они вечно готовятся, ждут своего часа. Видно, недаром учитель Кун среди своих воспитанников явно отдавал предпочтение людям бедным, неудачливым, чуравшимся службы, ведь возымевший власть молчаливо признает, что закончил свое обучение. Сам Конфуций провозглашал, что идти на службу нужно, лишь достигнув совершенства в учении. А кто может сказать о себе, что достиг предела в усовершенствовании себя? Конфуций открыл заново те силовые линии духа, которые образуются всей паутиной мещ человеческих отношений. Каждая встреча и притягивает, и отталкивает, сводит воедино и разделяет. Глубокое безмолвие висит над Конфуцийовой школой жизни, безмолвие, разлитое в каждом мгновении существования. Ибо никто не знает, когда свершится встреча, но доподлинно известно, что эта встреча не может не быть. Мудрость Конфуция, повторим еще раз, требует не знания, а доверия. Она начинается с самого простого и доступного, что есть в жизни, с того, что лежит на ладони или о чем думается прежде всего, так определял свою правду сам учитель. Начни с выполнения долга перед ближними. Научись находить учителя в каждом встречном. Учитель сказал, даже в обществе двух человек я непременно найду, чему у них поучиться. Достоинством их я буду подражать, а на их недостатках сам буду учиться. Учитель сказал, тот, кто не может наставлять к добру своих домашних, не в состоянии учиться сам. Учитель сказал, при встрече с достойным человеком думай о том, как сравняться с ним. Встретившись с низким человеком, вникай в себя и сам себя суди. Тот, кто учится, сопоставляет и взвешивает, открывает новые и неизведанные горизонты, не довольствуясь какой бы то ни было данностью своего бытия. Он становится самим собой, перерастая себя. Поэтому настоящий учитель обучает самим фактам своей непохожести на ученика, он ставит перед учеником рубежи, которые тот обязан преодолеть, а сам остается для него непостижимым и непредсказуемым. Разумеется, учитель должен знать возможности ученика и предлагать ему посильные задания. С людьми выше среднего можно говорить о низшем, наставлял Конфуций, а с людьми ниже среднего нельзя говорить о высоком. Искусство Конфуция педагога как раз и заключалось в том, что для каждого ученика он был той самой непроницаемой стеной, высота которой отмеряла предел возможностей учащегося. Разумеется, наставник, по Конфуцийю, действует всегда по случаю, следуя моменту. Так выбор слова в разговоре зависит от общего контекста и тона беседы и, в конце концов, от всей совокупности сопутствующих ей обстоятельств. Прозрение всегда приходит внезапно, и дается оно, казалось бы, почти незаметной переменой в нашем восприятии мира. В таком случае и само учение растворяется в череде быстротечных мгновений, в рутине повседневности, становится поистине жизнью как она есть. Недаром Конфуций заявлял, что учение начинается с выполнения повседневных обязанностей, и советовал первым делом быть серьезным и внимательным в мелочах. Даже самый большой путь проходит маленькими шагами. Любимец Конфуция Янь Хой оставил очень личное, частное, но в своем роде, по существу, единственно возможное свидетельство бесконечно изменчивого образа истинного учителя, который увлекает ученика, как бы высвобождая ему пространство для движения. Янь Хой сказал о своем учителе, чем выше я устремляю свой взор, тем возвышеннее он кажется. Чем глубже проникаю я в его наставление, тем он недостижимее. Я ищу его впереди, внезапно он оказывается сзади. Учитель ведет меня шаг за шагом. Я не мог бы бросить учение, даже если бы захотел. Но когда мне кажется, что я уже сделал все, что в моих силах, он как бы воспаряет надо мной, и я, как ни стараюсь, не могу его настигнуть. Точность выбора слова, шестая поступка, действия всегда ко времени, вот что, по Конфу Цию, делает человека учителем. Речь идет, по сути, о точно выверенной мере сообщительности, о подобии бестождества и различии без противостояния. Настоящий учитель вовсе не обязан отличаться необыкновенной эрудицией и благочестием. Он будет делать лишь то, чему и другие смогут подражать. Но он должен внушить ученикам, что аккуратность в малых делах проистекает из великих замыслов и щепетильность хороша тем, что свидетельствует о непреклонной возвышенности духа. Это не очень привычное для нас, в чисто китайском вкусе стремление учиться даже на пустяках и извлекать пользу для своего духовного развития из всякой случайности, эта подлинная экономика духа определила глубочайший смысл идеи школы в Китае. Школы в китайском понимании есть просто наиболее бережный и действенный способ использования жизненных ресурсов для своего совершенствования, вполне естественное представление для столь густонаселенной и не обладающей значительными природными богатствами страны. Настоящий же учитель, это тот, кто помогает нам понять, что великие свершения начинаются с малых дел. Учитель сказал. Попробуйте стать хотя бы немного добрее, и вы увидите, что уже не в состоянии будете совершить дурной поступок. Великий путь начинается с нас самих. Ззыгун заявил однажды, что правда древних мудрецов пребывает в каждом человеке. Спустя полтора столетия Мэн Ззы скажет, каждый может стать таким, как я и Шунь. Конфуций не делал подобных широковещательных заявлений, опасаясь, быть может, что люди воспримут их как оправдание собственной торопливости и лени. Но возможность бесконечного совершенствования для каждого он допускал. Благодаря учению человек, по Конфуцею, становится самовластен без самоутверждения. Учитель сказал, каждый может стать благородным мужем, нужно только решиться им стать. Откровение и не скажешь. И еще, не менее убежденно, но на сей раз не без царственной иронии. Даже три армии нашего царства можно лишить предводителей, но никто на свете не может отнять волю даже у обыкновенного простолюдина. Мы доходим здесь до самой сердцевины Конфуцеиового учения, да истока спокойной уверенности в себе учителя Куна. Впрочем, Конфуций не любит распространяться о своих заветных думах. Он не читает проповедей, а высказывается по случаю. Его правду нужно не познавать и определять, а открывать и перенимать. И таится она в молчании учителя, обрамленном мозаикой словесных фрагментов и стильных, а потому как бы декоративных жестов, в молчании, растекающимся многокрасочным узором всей бездны жизненных случайностей. Только тот, кто принимает случай, способен принять без изъятия самая жизнь, неисчерпаемое мировое все. Мудрый потому и мудр, что наделен чувством судьбийности встречи, поджидающей нас в каждый миг существования. Он не превращает слова правды в костные средства выражения, орудия спора. Он дает слову родиться в человеке и ждет, когда слово наполнится человеком. Учитель сказал, не поговорить с человеком, который достоин разговора, значит потерять человека. А говорить с человеком, который разговора не достоин, значит терять слова. Мудрый не теряет ни слов, ни людей. Уметь подобрать слово к человеку, словно ключ к замку, и есть мудрость, по Конфуцею. Но умение безошибочно говорить, отмыкая словом людские сердца, дается лишь тому, кто умеет внимать и молчать. Мудрец Кун сосредоточен и молчалив. Он презирает Краснобаев и любит слушать. Он терпелив. Он может позволить всему случаться в этой жизни. Став уважаемым учителем, Кун Цу не изменил привычкам своих молодых лет. По-прежнему в его школе нет ни строгого распорядка, ни установленной программы обучения. Ученики Конфуция живут, говоря современным языком, по свободному расписанию. Пока одни читают книги, другие упражняются в стрельбе из лука, третьи музицируют и так далее. По-прежнему учитель Кун, насколько известно, не дает учебных заданий и не устраивает экзаменов. Он знает, что без доверия между учителем и учеником, все труды и того и другого пойдут на смарку. Как и прежде, он сидит или прохаживается в окружении учеников, задумчиво слушая их разговоры и время от времени вступая в них сам. Он дает каждому ученику говорить и действовать без принуждения, быть таким, каков он есть, сполна проявить себя. Чтобы правильно наставлять своих воспитанников, он должен досконально знать их душу. Иногда он берет в руки цитру и неспешно перебирает струны, исподволь подчиняя беседу неизъяснимо музыкальному настроению. Его не слишком беспокоят расспросами, обратиться за напутствием к учителю, большая ответственность, и на это надо решиться. Он отвечает на восточный манер, сентенциями, анекдотами, примерами из жизни. Порой же сам вдруг подзовет к себе кого-нибудь из учеников и даст ему наставление, словно продолжая давно начатый разговор. Взгляд Конфуция ученики почти не замечали его, не смея поднять глаз на учителя, а чаще поглощенные своими разговорами. А между тем, пока они вчитывались в слова древних или обсуждали поступки своих современников, рядом незаметно трудился их учитель. Его острый взгляд определял их достоинства и недостатки, меру их талантов, глубину их искренности. Ему нравилось видеть в учениках живых людей, таких не похожих друг на друга. Ученики вспоминают, предстоя перед учителем, Минцзы был почтителен и прям, Зылу, непреклонен, Жань Цу и Цзы Гун, дружественны. Учитель очень этому радовался. Ценил Конфуция и своеобразие талантов своих учеников, отмечая, что среди них одни особенно преуспели в добродетели, другие – в управлении государством, третьи – в искусстве беседы, четвертое – в науках. Первейшим долгом учителя он считал развитие в человеке его прирожденных достоинств и устранение недостатков. Развивать доброе и взородыше пресекать дурное в человеке – первейший долг наставника. Конфуций охотно делился с учениками секретами своего учительского мастерства. Учитель говорил, наблюдайте за поведением человека, вникайте в причины его поступков, приглядывайтесь к нему в часы его досуга. Посмотрим тогда, будет ли он вам непонятен. Будет ли он непонятен. В других случаях Конфуций предлагал изучать ошибки человека или присматриваться к тому, как он выполняет свой повседневный долг перед ближними, например, служит отцу, а после его смерти соблюдает по нему траур. Как бы там ни было, знание людей – одна из главных целей учебы в школе учителя Куна. Ведь миссия учителя в том и состоит, чтобы помочь ученику узнать себя, точнее, узнать свой талант. А лучший способ помочь человеку узнать себя – выявить границы его возможностей, определить его сильные и слабые стороны. К тому же знание, которое доставляет человеку образование, неизбежно имеет личностный характер. Оно есть знание своего личного предназначения, которое приобретают, соотнося себя с неким образцом и придавая своей индивидуальности значимость неприходящего типа. Другими словами, образование как раз и состоит в том, чтобы увидеть в вещах те или иные ценностные категории, духовные качества бытия, и досконально усвоить эти ценности. Образованность в человеке – не сумма отвлеченных знаний, а почти безотчетная, но в то же время строго взвешенная, выверенная наклонность к благоразумному действию. Эта наклонность потому и разумна, что она одновременно культивирована и естественна. Именно так Конфуций определял свой человеческий идеал – это человек, в котором культура и естество пребывают в согласии. Что же в таком случае может послужить материалом для образования? Да что угодно, как уже говорилось, любой жизненный случай может дать повод для типизации какого-либо явления жизни и тем самым, для нравственного самоопределения личности. Но лучше всего для этой цели подходит, конечно, заветное предание, ритуалы и книги, завещанные древними мудрецами. Тому, кто доверился жизни, сама жизнь с избытком предоставит материал для учения, но тот, кто не хочет ошибаться, должен много знать. Не может быть умудренной жизни без образованности. Дети мои, обращался учитель Кун к ученикам, почему вы не изучаете книгу песен? Песни подвигнут вас на добрые дела, разовьют ваш ум, помогут вам укрепиться в добродетели и управлять своими чувствами. Они пригодятся вам в служении и родителям, и государю. А кроме того, вы узнаете из них названия разных птиц и зверей, трав и деревьев. Учитель Кун – человек практичный, для него книга хороша уже тем, что может пригодиться в жизни. Но всякое впечатление побуждает к размышлению и нравственному совершенствованию. Отклик читателя даже важнее какого-либо первоначального смысла текста. Конфуций не разбирает слов древних, а дает им свои оценки, делает их иллюстрациями своих мыслей и, если нужно, не соглашается с ними. Вот он цитирует строки из книги «Песен», не вошедшие в современное издание. Вишневый цвет. Вишневый цвет. Кружится в воздухе лепестки. Могу ли я забыть о тебе? Да только до дома слишком далеко. Конфуций замечает, нет, на самом деле он о ней не думал, иначе не сказал бы, что до дома далеко. Казалось бы, странный вывод, но объясняется он просто. Перетолковывая слова народной песни, Конфуций высказывает свое заветное убеждение. Даже самая высокая цель доступна тому, кто искренне стремится к ней. Большая ошибка представлять учителя куна закосневшим книжником и начетчиком, собирателем засохшей пыльцы стародавних мыслей. Подобно тому, как учение и жизнь в его миросозерцании поддерживают и проницают друг друга, только союз учения и свободного размышления, полагал он, способен вести к совершенству человеческого духа. Учитель сказал, тот, кто учится, не размышляя, впадет в заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая учиться, попадет в беду. Мудрый внемлет и в то же время отстранение созерцает, влеком потоком жизни и покоен. Он непроизвольно соответствует каждому жизненному случаю. В каждой жизненной метаморфозе он находит подтверждение свободе своего духа. Каждый миг он делом поверяет свои успехи в учении и обретает в том неизъяснимую радость, ликующую радость открытия собственной бесконечности. Мудрец Кун не строит теории. Он, повторим еще раз, относится к жизни практически и часто напоминает ученикам, что книжное образование, оторванное от жизни, делает человека не столько умнее, сколько глупее. Учитель сказал, вы можете вызубрить наизусть 300 песен канона, но если вы окажетесь негодными к управлению, когда вам доверит власть, или не исполните поручения государя, когда вам поручат вести переговоры, какой прок от ваших знаний? Будь вы даже самыми учеными в мире людьми. Но практика для Конфуция, это прежде всего общение людей. Учительствующий Конфуций чуток, участлив, не нуждается в каких-либо внешних признаках учительского авторитета и тем более не навязывает своего мнения ученикам. Он воздействует на учеников не окриком и приказом, а показывая, точнее подсказывая, что им надо делать. Он всегда оставляет им шанс, известен лишь единственный случай, когда учитель Кун публично дал отставку ученику, но тот, впрочем, навсегда сохранил преданность бывшему наставнику. Сами ученики находили, что их учитель, если и лишен чего-нибудь, то лишь четырех вещей, предубеждения, упрямства, узости взгляда и самонадеянности. Учительствуя, Конфуций не перестает быть учащимся. Он ни от кого не требовал бездумной преданности, не пытался казаться всезнающим и часто напоминал ученикам, что простоты в мире хватит даже на величайшего мудреца. «Обладаю ли я знанием?» – заявил он однажды перед учениками. «Вовсе нет. Вот вчера какой-то простолюдин задал мне вопрос, и я не нашелся, что ответить. Только и осталось мне, что рассуждать и так, и этак, и понемногу добираться до сути. На вопрос, каков смысл весеннего жертвоприношения духом?» Он ответил, «Не знаю. Но тому, кто его постигнет, управлять Поднебесной будет так же легко, как посмотреть на свою ладонь». А вот учитель подзывает к себе Цзыгуна и говорит ему. «Я еще не обрел трех качеств, присущих возвышенным мужам. Настоящий человек не ведает тревог. Мудрый человек не ведает сомнений. Смелый человек не ведает страха. Но, учитель, восклицает Цзыгун, разве вы не о себе говорите?» Реплика Цзыгуна неожиданно придает этому разговору шутливый оборот. «Так и видишь, чем он заканчивается, учитель и ученик молча улыбаются друг другу. Вообще стоит прислушаться к беседам учителя Куна с учениками. И мы различим в них нотки вездесущей, легкой иронии, которая всегда присутствует там, где очень разные люди, каковыми не могут не быть учители-ученик, искренне и любовно доверяют друг другу. Ибо ирония есть примета безмолвного и даже, может быть, непостижимого единения людей, идущих разными дорогами. Впрочем, Конфу Цейова ирония порой открыто выплескивается в его разговорах с учениками, конечно, в назидательных целях. Вот тот же Цзыгун чересчур увлекается выискиванием недостатков у других, и учитель объявляет, Цзыгун, видно, уже достиг совершенства, коли так любит упрекать других. У меня на это нет времени. В другой раз он доверительно заявляет храбрецу Цзылу, да моей правды никому нет дела. Сяду-ка на плод и пущусь в плавание. И кому быть рядом со мной, как не Цзылу? Конечно, я буду с вами, учитель. Откликается польщенный Цзылу. У тебя, Цзылу, отваги предостаточно, а вот рассудительности не хватает. Заключает учитель, возвращая ученика на грешную землю. Учитель, это другое ученика, он подбодрит робкого, умерит ретивого, вдохновит отчаявшегося. И, конечно, он умеет судить сам себя. Учитель говорил, я не могу назвать себя немудрым, недостойным мужем. Я могу сказать о себе лишь то, что всегда честно пытался наставить других людей. Повторим еще раз, желание учиться и побудить к учебе других неизбежно предполагает осознание несовершенства каждого из нас и, более того, несовершенства всякой отвлеченной истины. Уже сам литературный образ Конфуция, который словно растекается, рассеивается в мозаике моментально схваченных поз и стильных жестов, сама манера учителя говорить по обстоятельствам, не повторяясь и не держась за однажды найденное удачное слово, сообщают о мире, где нет одной единственной верховной идеи и вообще различия между главным и второстепенным, где царствует вездесущая случайность, весомая, как сама судьба. Учитель воплощает в себе эту непроглядную глубину мировых метаморфоз. Он разный с каждым человеком и в каждый момент времени, он всегда новый, неразгаданный, уединенный, безмятежный. Он вводит в мир, где невозможно обладать знанием и всякое понимание держится доверием. Доверие же требует искренности. Превыше всего, беспощадной искренности оценки собственных поступков и мыслей. На вопрос о том, что такое знание, учитель Кун дает свой знаменитый ответ. Когда знаешь, признавай, что знаешь. Когда не знаешь, признавай, что не знаешь. Вот что такое знание. Очень точное, в своем роде даже классическое определение того вида знания, знание, взращиваемого образованием, которое только и интересует Конфуция. Подлинно образованный человек, как было известно всегда и всюду, не кичится своими познаниями. Напротив, он знает как раз то, что знает очень мало так происходит потому, что образование, выковывающее из человека определенный тип или характер, учит его ценить индивидуальные, исключительные качества вещей и, следовательно, обостряет в нем чувство внутреннего предела всякого существования. Часто говорят, что Конфуций первым в истории выдвинул революционную для его времени идею равенства возможностей в обучении, как о том свидетельствует его слово, в обучении не должно быть различий. Но Конфуций-Ю принадлежит и другое не менее великое открытие, каждый идет в учении своим собственным путем, развивая свой талант, притворяя свои природные свойства в индивидуальный характер, в определенной тип личности. Как же созидается и опознается этот тип? Для Конфуция, только благодаря ритуальным действиям, которые, по сути, являют собой взаимодействие человеческого духа и предметной среды. Ритуал превосходит противостояние субъекта и вещей, он преображает и то и другие в некое качество ситуации, регулярно возобновляемая и потому сверхличная, но несущая на себе печать безошибочно угадываемой индивидуальности. В этом смысле ритуал – это форма человеческого бессмертия. Не будем сейчас говорить о том, возможно ли знать, как предлагает Конфуций, собственное незнание. Но заметим, что совет учителя касается даже не столько определения знания, сколько искренности самооценки человека. По Конфуцийю, учитель превосходит учеников не объемом или содержанием своего знания, а тем, что лучше их понимает ограниченность своих знаний и, следовательно, необходимость учиться самому. Но свой строгий суд над собой он, естественно, вправе распространить на других. Собственно, это обстоятельство и делает его учителем, ибо учить – значит показывать человеку пределы его возможностей. Учитель – тот, кто вправе требовать от другого быть честным перед собой, потому что он безупречно честен сам. Нет ничего ненавистнее Конфуцийю, чем хитрый ум и ловкие речи. И нет ничего дороже для него, чем искренность. Учитель сказал «Я не понимаю, как можно иметь дело с человеком, которому нельзя доверять. Если в повозке нет оси, как можно на ней ездить?» С похвалой отзывался учитель о сановных мужах, которые держались радушно с подчиненными и не стыдились просить у них совета. Того же, кто прячет собственное невежество под покровом грозной внешности, он сравнивал с вором, который залез в чужой дом. Но одной искренности поступков и чувств еще недостаточно, в конце концов, можно искренне ошибаться и даже творить зло. Искренность у Конфуция в конечном счете относится к способности человека судить самого себя. «Если человек не спрашивает себя постоянно, что я должен делать? Что я должен делать? Я даже не знаю, как с ним быть», — говорил он. Вот здесь, как считал учитель Кун, было уместно вспомнить о стрельбе из лука, когда стрелок не попадает в цель, он винит сам себя. Конфуция принадлежит и классический в своем роде афоризм. По-настоящему ошибается тот, кто не исправляет своих прошлых ошибок. Как бы ни был мягок и податлив учитель Кун, он требовал много, неимоверно много от тех, кто шел за ним. Ведь он учил их брать на себя ответственность за свою судьбу и за память, которую они оставляют о себе в этом мире. Он учил, что все успехи или неудачи ученика на пути к совершенству зависят от него самого, что человек, одним словом, сам выбирает свою дорогу в жизни, а точнее, выбирает, идти или не идти ему праведным путем. Положим, я насыпаю земляной холм, — наставлял он своих воспитанников. Если я остановлюсь, не донеся хотя бы одной единственной корзинки, дело не будет сделано. И если я, срывая земляной холм, унесу хотя бы одну корзинку земли, я все равно приближусь к цели. И если жизнь возвышенного человека — это путь длиною в десять тысяч ли, то для того, чтобы пройти его, для начала нужно сделать хотя бы первый шаг. Для Конфуция в великом деле учения не было мелочей. Более того, подлинное величие, в его глазах, и заключалось в умении заниматься мелочами. Может быть, поэтому он мог вынести ученику необычайно суровый приговор даже за мелкий проступок. Вот один пример. Ученик Цезаи Юй, вообще не лишенный способностей, однажды во время послеобеденного отдыха задремал над книгой, и учитель Кун, увидев его в таком виде, обронил, — «Из гнилого дерева ничего не вырежешь, из сухого навоза не возведешь стены. Какой смысл бронить Юя?» И, помолчав, добавил сукаризный, «Раньше я верил людям на слово. А теперь, услышав от кого-нибудь обещание, я проверяю, выполнил ли он его. Таким я стал из-за Юя. Усердие и верность учитель Кун ценил выше всех жизненных успехов. Вот и Цезаи Юя он считал самым речистым среди учеников, но, приметив в нем лень и недобросовестность, без лишних церемоний объявил его негодным к учебе. Впрочем, и после столь убийственной критики, Цезаи Юй продолжал благоговейно чтить учителя. Много лет спустя он назовет Конфуция мудрецом даже более великим, чем великие цари древности Яа и Шунь. Несомненно, Конфуций считал своим долгом быть откровенным с учениками и говорить им всю правду, как бы горько она ни была. Хорошее лекарство горько на вкус, но полезно для здоровья, гласит одно из его изречений. Разумеется, быть откровенным для отца китайских церемоний вовсе не означало быть грубым. Искусство учителя, по Конфуции Ю, состоит в умении обойтись без чтения прописной морали, а гений учащегося, способности понять в сказанном невысказанное. Конфуции отказывался обучать тех, кто не может, узнав об одном, понять еще три, и каждый его разговор с учеником, это обязательное испытание интуиции и сообразительности собеседника. Безмолвное понимание между учителем и учеником позволяет им быть откровенными друг с другом, не страшась взаимных обид. Положим, учитель спрашивает Цзыгуна, как ты думаешь, кто лучше, ты или Яньхуй? Могу ли я осмелиться поставить себя наравне с Яньхоем? Отвечает Цзыгун. Когда ему говорят одно, он понимает сразу десять, а когда мне говорят про одно, я понимаю только два. Цзыгун угадал заветные мысли Конфуция, и тот платит ему предельной искренностью, ты и в самом деле уступаешь Яньхою. По правде сказать, никто из нас не может с ним сравниться. Обиден ли этот разговор для его участников? В их собственных глазах, вовсе нет. Ведь тот, кто признает свое несовершенство, имеет шанс стать лучше, и в этой решимости принять горькое лекарство правды не уступит даже величайшим мудрецам. Конфуций, повторим еще раз, не обучает предметам, не передает знания, оторванного от вечной изменчивости сознания. Он учит живому и жизненному росту человека, совершенно естественному, непроизвольному и все же полностью сознательному, бесконечно осмысленному, он учит пути. Естественно, он нуждается в человеческом идеале, который мог бы служить для каждого очевидным и понятным ориентиром на пути нравственного совершенствования. Такими ориентирами предстают в его учении образы уже знакомого нам сына правителя, Сэйзюн Цзэ, реже, служилого человека, Ши. Понятие Сэйзюн Цзэ прежде употреблялось как самоназвание родовитой знати Чжоуского Китая, но в наставлениях Конфуции его сословный смысл уже почти неразличим. Сэйзюн Цзэ у Конфуция, это прежде всего человек высоких моральных качеств, хорошо воспитанный, широко образованный, одним словом, аристократ не столько по крови, сколько по духу. Нет ничего необычного в том, что в Древнем Китае эти два вида аристократизма теснейшим образом сплелись между собой. Подобная же двусмысленность свойственна, к примеру, русскому слову благородство или английскому джентлмен. Вот и Конфуция и Йов Цзюн Цзэ обычно именуются в русской литературе благородным мужем. Благородный муж, по словам Конфуция, непременно учтив, милосерден и внушает уважение, но главное, обладает несокрушимой силой и волей и стойкостью духа. Он не ведает страха и спокойно принимает удары судьбы, даже мученическую смерть, ибо знает, что всю жизнь служил добру и совесть его чиста. Никто не властен судить его, он сам, самый строгий судья своим делам и словам. Он ничего заведомо не одобряет и не отвергает в Поднебесной, но в каждом деле берет мерой должное. Им нельзя распоряжаться как вещью или орудием. Ему легко повиноваться, потому что он требует от других только то, что им доступно, но ему трудно угодить, ибо он ценит людей не за услуги, ему оказанные, и даже не за их личные качества, а единственно за бескорыстное служение великому пути. Он слишком уважает себя, чтобы подчеркивать свое превосходство перед другими. Он не стремится быть как все, презирает стадность и ни с кем не вступает в сговор, но умеет ладить со всеми. В сущности, он живет, повинуясь почти безотчетному чувству жизненной гармонии, его возвышенная воля делает его исключительным, ни на кого не похожим, но не превращает в обособленного, своевольного индивида. Он, прирожденный господин, и без усилий держит людей в поле своего притяжения. Так звезды на небе вращаются вокруг полярной звезды. Разумеется, он ведет образ жизни знатного человека, презирает низменные занятия, а если беден, то сам возделывает поле. У благородного мужа есть его антипод, так называемый низкий человек, сяожень. Таков тот, кто в своих поступках руководствуется лишь соображениями личной выгоды, кто повсюду ищет сообщников, но не уважает ни их, ни себя, кто домогается милостей, а, получив желаемое, забывает о благодарности. Когда учитель Кун противопоставляет благородного мужа низкому человеку, его слова говорят сами за себя. Благородный муж живет в согласии со всеми. Низкий человек ищет себе подобных. Благородный муж беспристрастен и не терпит групповщины. Низкий человек любит сталкивать людей и сколачивать клики. Благородный муж стойко переносит беды. Низкий человек в беде распускается. Благородный муж, с достоинством ожидает велений небес. Низкий человек надеется на удачу. Благородный муж помогает людям увидеть доброе в себе и не учит людей видеть в себе дурное. А низкий человек поступает наоборот. Благородный муж в душе безмятежен. Низкий человек всегда озабочен. То, что ищет благородный муж, находится в нем самом. То, что ищет низкий человек, находится в других. Подводя итоги сказанному, спросим себя вновь, чему же учил Конфуций. На этот вопрос мы можем теперь ответить одним словом, целью Конфуции учителя было воспитание характера. Именно характер, основанный на внутренней уравновешенности, твердой срединности, не путать с серой усредненностью, душевной жизни человека и его поступков, составлял в глазах учителя Куна подлинную добродетель, то высшее универсальное нравственное качество жизни, которое для него, как и для отца западной этики Аристотеля, само себя обосновывает, в самом себе обретает самую прочную опору. Вместе с Аристотелем Конфуций мог бы сказать, что добродетель, именно, доброе деяние, есть действие, которое само заключает в себе высшую ценность, а потому не требует оправдания. А того же благородный муж, по Конфуции, отличается несокрушимой твердостью духа, его не задевают злобные наветы и не лишают самообладания слезные жалобы, даже если он им сочувствует. Он живет в радости, даже если ему приходится пить воду из ручья и подкладывать под голову собственный локоть. И при том добродетель, вовсе не сумма безликих добрых дел. Когда она переплавляется в характер, мы находим в ней развитые до совершенства и приведенные к гармоническому единству врожденные свойства личности. Характер, это культивированная индивидуальность, он потому и обладает неотразимым обаянием, что глубоко естествен. Недаром Конфуций заметил однажды, что и в лошади самая ценная, не сила, а добродетель, то есть ее норов, достоинство породы. Не случайно также Конфуций был так озабочен распределением знания по отдельным категориям, поиск рубрик для нравственных образцов равнозначен для него опознанию явлений добродетели в жизни, которые невозможно подвести под те или иные общие правила. Известно, что Конфуций определял таланты своих учеников по четырем критериям – добродетельное поведение, речи и беседы, учености управления. Эта классификация стала в Китае традиционной и легла в основу представлений о человеческих характерах. Впрочем, китайская традиция со временем добавила к этому краткому перечню немало других рубрик, в большинстве своем тоже восходящих к нравственной мудрости учителя Куна – доверие, верность долгу, человечность упорства, культивированность, вэнь, строгий нрав или, наоборот, раскованность, почтение к родителям, мастерство в изящных искусствах. Но характер для Конфуция – это не просто твердость воли, тем более неупрямство и не черта характера, развитая в ущерб другим душевным качествам. Он воплощает мудрую осмотрительность, срединный путь в манерах и поведении, он не имеет раз и навсегда установленных признаков. Благородный муж одинаково невозмутимо заступает на высокий пост и уходит в отставку, ценит жизнь, но не отступает перед лицом смерти, он в равной мере беспристрастен и участлив, ладит с людьми и пребывает в уединении. Его добродетель в конечном счете неотделима от живой сообщительности сердец, она обязательно соберет людей. Именно, соберет сердца людей в музыкальном согласии, а не сведет их к плоскому равенству, отнимающему у человека его индивидуальность. Собственно, добродетель в понимании Конфуция и есть подлинные условия человеческой социальности. Учитель всех поколений есть там, где внезапно, помимо всех формальностей общественных отношений, но не наперекор им, загорается искра вольного и искреннего общения сердец. Он не может иметь раз и навсегда установленного образа, одной неизменной формулы истины. Но он возвращается в мир всякий раз, когда сознание человека претерпевает превращение, никому невидимое и все же безошибочно узнаваемое, ибо добродетель равнозначно внутреннему пробуждению, новому открытию мира и, следовательно, зрелости мыслей и поступков. Нравственный идеал в конфуцианской традиции означает обретение себя, приведение к совершенству себя и других. Он знаменует целостное постижение жизни, единение духа и быта. Этот идеал противостоит отчуждению человека, вызванному господством предметного, чисто функционального знания. О нем можно сказать словами Ф. Розанова, который видел главный порог современной цивилизации в отсутствии душевной гармонии при высоком развитии отдельных форм человеческой деятельности. Духовное развитие, которое старается дать нам государство и общество и к которому мы стремимся сами, писал Розанов, всегда почти состоит в том, чтобы нарушить цельность и гармоничность внутренней жизни. Мы силимся стать виртуозами, не замечая, что становимся только калеками. Жизненность конфуцианской традиции в современном мире теперь уже не должна вызывать удивления. Ведь конфуцианство предъявляет внутренне последовательную и всеобъемлющую альтернативу человеческому отчуждению в технократическую эру. Но странной и непривычной кажется эта традиция, которая не имеет ни откровения, ни догматов, а возобновляется только неизъяснимой встречей сердец, столь же непредсказуемой, сколь и неизбежной. Странная традиция, которая поистине невозможна, но именно поэтому не может не быть. Странный первооткрыватель этой традиции, который заслуживает звания величайшего в истории гуманиста потому, что завещал людям наследовать все, чем они не владеют. Музыка человечности Знакомясь с непритязательным образом жизни учителя Куна и его педагогической программой, невольно задаешь себе один простодушный вопрос, почему Конфуций стал великим учителем Китая. Что привлекало молодых, да и далеко уже не молодых людей в этом человеке, не имевшим ни громких титулов, ни связей, ни богатства. Чего хотел сам Конфуций, беря в обучение юношей, полных благих намерений, но не имевших никакого жизненного опыта, а не редкое желание служить. Одним словом, что объединяло учителя и его учеников. Мы могли бы сказать теперь, что этим объединяющим началом было собственно человеческое, личностное измерение традиции, о котором и заговорил впервые учитель Кун. До Конфуция учеба была только подготовкой к государственной службе и распространялась лишь на узкий слой родовитой знати. В школе Конфуция учение стало делом личного совершенствования, и воспитывались в ней не просто хорошо обученные служащие, а люди духовной элиты, люди характера, которые могли бы изменить людские нравы. Предъявляя к человеку высочайшие моральные требования, настаивая на строгом соблюдении правил этикета, Конфуций и его ученики, несомненно, противопоставляли себя окружавшему их укладу, той жизни, в которой торжествовали цинизм, лицемерие, скрытое и явное насилие. На таком фоне их общественная позиция становится вполне понятной, как понятное их нежелание идти на службу к извращенной и залгавшейся власти. Гораздо труднее сегодня понять, почему в представлении Конфуция именно строгое соблюдение обрядности, пусть даже дополненное нравственным подвижничеством, должно было легко и просто, как по волшебству, возродить в срединной стране порядки золотого века древности. Почему Конфуций был убежден в том, что в любом селении из десяти домов найдутся люди, которые не уступят ему в добродетели и отличаются от него лишь тем, что меньше заботятся о совершенствовании себя. Чем питалась эта непоколебимая вера учителя Куна в неотразимую силу нравственного примера? Учитель сказал, добродетель не останется в одиночестве. Она обязательно соберет вокруг себя людей. Может быть, эту истину трудно доказать, но у Конфуция в запасе было самое убедительное доказательство своей правоты, его собственная жизнь да, жизнь самого Кунцу, превратившегося из безвестного сына человека из Цзоу в почтенного учителя Куна, нагляднее всех словесных аргументов продемонстрировало обаяние душевного целомудрия. И все-таки, чем покорял сердца людей этот человек? Он ведь не спустился с китайского Синая, не обещал своим приверженцам ни райского блаженства, ни даже земного благополучия. Не пытался он и превратить свою школу в замкнутую общину, которая могла бы стать первым ростком будущей благочестивой жизни, попытки такого рода предпринимались позднее некоторыми древнекитайскими философами. Напротив, он был убежден, что истинно праведный человек должен жить, как все живут, жить по обычаю и искать в жизни лишь морального удовлетворения. Одним словом, в наследии учителя Куна мы встречаемся с особым, глубоко оригинальным взглядом на человека, согласно которому высшим оправданием человеческого существования является сама человеческая культура. У этого мировоззрения есть своя логика и своя целостность, и она откликается по-своему не менее глубоким потребностям человека, чем те, которые породили великие религии Запада. Как наследник древних творцов культуры, учитель Кун озабочен сохранением и упрочением того начала в жизни людей, которое он именует ритуалом. Несомненно, ритуал был центральным понятием чжоузской традиции, причем древние китайцы не делали различия между религиозными обрядами и светскими церемониями. Так получилось от того, что в основе китайской религии лежал культ предков, столь естественно соединяющий в себе божественные и человеческие черты. Загробный мир для современников Конфуция был не просто, как принято говорить, отражением земного мира, а непосредственным его продолжением. Покойники наделялись такими же потребностями и обязанностями, как и живые, они нуждались в пище и одежде, им сообщали о земных событиях и ждали от них заступничества. Им даже следовало самолично присутствовать на церемониях жертвоприношений и разделять трапезу с их здравствующими потомками. Храм предков был средоточием и религиозной, и семейной, и даже публичной жизни чжоу-сцеев. В нем устраивали не только жертвоприношения, но и свадьбы, и разные другие торжества. В родовых храмах правители уделов объявляли войну и награждали вернувшихся из похода полководцев, принимали иностранных послов, давали перы и тому подобное. Ничего удивительного, что Конфуций увидел в чжоуских ритуалах самое действенное средство возрождения древнего благочестия, другого средства он попросту не знал. Современники считали его в первую очередь знатоком ритуалов, и сам он был о себе такого же мнения. Но Кун Цу никогда не стал бы учителем-куном, если бы остался только знатоком и толкователем обрядов. На самом деле Конфуцийова проповедь ознаменовала решительную переоценку и углубление самого понятия ритуала. Впервые задумавшись над простым вопросом что такое ритуал, Конфуций дал на него столь же простой ответ, ритуал – это главное условие человеческого общежития и следовательно, лучшее средство воспитания в людях человечности. Тот, кто посвятил себя учению, говорил он, должен черпать вдохновение в песнях и обретать опору в ритуале. Другими словами, учитель Кун открыл в ритуале фундамент всей человеческой деятельности, рецепт правильного поведения на все случаи жизни. Мы читаем в беседах и суждениях на путстве учителя. В обществе держитесь так, словно принимаете почетного гостя. Исполняя служебные обязанности, ведите себя так, словно руководите торжественным жертвоприношением. Не делайте другим того, чего себе не желаете. Так вы не сотворите зла ни в государстве, ни в семье. Совет Конфуция на службе держаться, как на торжественной церемонии, напоминает о том, что святость для него не была отделена от политики и вообще обыденной жизни. Более того, священодействие полностью вмещало в себя жизнь. Благородный муж, по слову Конфуция, не желает замечать и сам не делает ничего противоречащего ритуалу. Конфуцианский человек – ритуальное существо. Что еще важнее, Конфуций здравомысленно увидел в ритуале воплощение вечно живых качеств человеческого бытия, ведь всякое ритуальное действие не может не быть общепринятой нормой жизни людей и, следовательно, их общим достоянием. Ритуал принадлежит всем, но никто не имеет на него исключительных прав, он есть и средство, и сама среда человеческого общения. Его роль в обществе двойственна, он ставит предел индивидуальным устремлениям, но утверждает не приходящие, а точнее переходящие к следующему поколению жизненные ценности. Ритуал от каждого требует самоумоления, и об этом его свойстве напоминает знакомое нам с детства представление о слащаво-вежливых китайцах с их китайскими церемониями. Но тот же ритуал сообщает человеку подлинное достоинство. По Конфу Ци Ю, благородный муж в общении должен быть непременно уступчивым, а образец этой уступчивости подали мудрые цари древности, которые по преданию, уступали престол в пользу более достойных людей, но он всегда хранит величественно грозный вид и, не прилагая усилий, внушает уважение окружающим. Так живущий по ритуалу, согласно Конфу Ци Ю, живет в сообщительности со всеми людьми. Живет общим достоянием. Он существует постольку, поскольку находится в общении с другими. Он есть то, чем он является для других. В сущности, у него нет своего обособленного, замкнутого в себе Я, от имени которого можно было бы вести монолог и выводить отвлеченные истины. Его речи, только отклик на обращение других, его жесты и поступки, знаки сверхличного свершения. Его добродетель, это его способность исправлять других, она есть добродетель в его исконном значении, запечатленном латинским словом «виртус» – сила, которая невозможна без могучей воли и твердого характера. А такой добродетели свидетельствуют все душевные качества конфуцианского человека – доверие, преданность, воздаяние и прочь. И напротив, любой психологизм, драматизация духовной жизни личности в понятиях выбора, греховности, страха, раскаяния, спасения и прочь. Начисто отсутствует в учении Конфуция. Никакого самокопания или упоения чувствами, никаких душевных мук. Правда Конфуция – в прозрении человеком своего соприсутствия, своей событийственности с другими людьми. Ритуал же оказывается у него всеобщей мерой гармонии в отношениях между людьми, в отношении человека к себе. Сдержанность, сдержанность и еще раз сдержанность – вот жизненная креда китайского учителя. Но сдержанность, не ущемляющая чувственную природу человека, а напротив способствующая ее культивированному, культурному развитию. Ибо Конфуций не Будда, и он никогда не звал к искоренению страстей. Он учит ритуалу, который придает чувствам надлежащую форму и не дает ему клониться в гибельную крайность. Жить по ритуалу означает идти срединным путем, жить по обычаю, вроде бы обыкновенно, но бесконечно осмысленно, совершенно сознательно. Знания, дающие возможность сопоставлять и взвешивать, да и к тому же обставлять, украшать свои поступки, с неизбежностью сопутствуют ритуальному поведению. Учитель сказал, муж, обладающий широкими познаниями и сдерживающий себя ритуалами, крайне редко выходит за границы разумного. Учитель сказал, почтительность без знания ритуала превращается в самоистязание. Осторожность без знания ритуала превращается в трусость. Храбрость без знания ритуала превращается в безрассудство. Прямодушие без знания ритуала превращается в грубость. Конфуций и Йов ритуал – это поистине каллиграфия сердца, и он далеко не исчерпывается бездумным соблюдением тех или иных правил благопристойности. Жизнь по ритуалу предполагает состояние неусыпного бдения, твердый контроль над собой, но контроль, не утесняющий природные задатки человека, а как бы вовлекающий их в органическую гармонию телесно-духовного бытия, ведущий к единению культуры и природы. Одно из самых знаменитых высказываний учителя Куна гласит. Если в человеке естество затмит воспитанность, получится дикарь, а если воспитанность затмит естество, получится книжник. Лишь тот, в ком естество и воспитанность друг к другу прилаживаются, может зваться достойным мужем. Идеал вглядывания в себя заставлял Конфуция и его последователей с подозрительностью относиться к зрелищной стороне церемоний, ведь муж, ищущий путь, не мог не спрашивать себя, насколько ритуальные жесты и слова соответствуют внутреннему состоянию участников обряда. Однажды, раздосадованный поверхностным разговором на тему ритуалов, он в сердцах воскликнул. Говорят, ритуалы, ритуалы. Разве это только приятное взору зрелища яшмы и шелка? Говорят, музыка, музыка. Разве это только ласкающие слух, звуки струн и колоколов? В другом случае, отвечая на вопрос ученика, как лучше соблюдать ритуалы, учитель-кун отвечает. Поистине ты спросил меня о важном деле. Вообще в ритуалах сдержанность предпочтительнее пышности. А выражая почтение покойнику, лучше давать волю чувствам скорби, чем страха. Сдержанность и самообладание, потребные в ритуале, проистекают в конечном счете из опыта самопреодоления нашего Я, перехода к некоему высшему, всеобъятному сознанию. Ритуальный человек иерархичен. Он склоняется перед собой, и тем самым обретает в себе истинно царственное достоинство. Ритуальный человек живет внутренним опытом самопочитания. Недаром учителю-куну приписывали слова, незримый ритуал – это почтение. Тот, кто его притворяет, ничего не говорит, а внушает доверие, ничего не делает, а добивается послушания. Подчеркнем, что благородный муж у Конфуция чтит именно самого себя. Конфуция и Йов ритуал прославляет в человеке исконно человеческое, и в быту притворение ритуала почти неотличимо от воспитанности и хорошего вкуса. В любом случае он означал не просто то или иное предписанное обычаем действие, а именно действие, соответствующее обстоятельствам момента. Конфуция и сам допускал различные новшества в обрядах, если они, по его мнению, не искажали существо ритуала. К примеру, совершая жертвоприношение предкам, он надевал шапку не из конопляных нитей, как было принято в древности, а из шелка, объясняя это тем, что так нынче поступают все и к тому же выходит дешевле. Зато, добавляет он тут же, на аудиенции у государя он по-прежнему отбивает поклон перед ступеньками трона. И пусть этот обычай уже забыть, все же благородному мужу не подобает пренебрегать подобным знаком уважения к своему господину. Конечно, ритуал, всегда условности соблюдения его заключает в жесткие рамки любые наши поступки. Но тот же ритуал позволяет нам с безукоризненной точностью выражать наши чувства и тем самым делает наши действия намного более осмысленными и выразительными. Именно ритуал способен превратить жизнь человека в особый стиль поведения и, следовательно, придать ей возвышенные эстетические качества. Конфуцианский ритуализм лежит у истока в той отмеченной выше наклонности к типизации всех форм жизни, начиная с порядка употребления слов и кончая выразительными приемами в искусстве, которая пронизывала всю китайскую традицию. Ритуал у Конфуция – это выражение ритма и красоты самой жизни, возвышенности и гармонии души. Правда, он может выродиться в пустую формальность, привычку или, хуже того, в обманчивую позу. Конфуций, конечно, эту опасность видел и не единожды заявлял, что ненавидит хитрых говорунов и обманщиков, разрушающих царство. Но он не занимался разоблачениями всевозможных узурпаторов морали. И не только потому, что благородному мужу полагалось не влечать в пороках других, а поощрять людей к добру личным примером. В глубине души Конфуций верил, что лицемерная церемонность все равно не тронет людские сердца. И сила привычки, и желание показать себя выдают привязанность к своему «я», стремление отождествить себя со своим собственным представлением о себе. Между тем ритуал, вводя личность в область межчеловеческого, разрушает замкнутость человека-индивида. Одно из самых знаменитых в Китае из речений учителя Куна гласит. Смиряй себя, следуй ритуалу, и Поднебесная вернется к человечности. Жизнь по ритуалу – это всегда исполнение роли. Она требует признать бесконечную изменчивость человеческой личности, неисчерпаемое разнообразие образов человека. В ритуале человеческая жизнь становится нескончаемой галереей масок. Недаром образ учителя дан нам в мозаике экспрессивных штрихов. И сам учитель, по свидетельству знавших его людей, так часто менялся в лице. Но, требуя от человека постоянного самоприсуществления, ритуал освобождает личность от всего частного, произвольного, приходящего. Он требует от человека жить самоустранением, сокрытием его явленного образа, ради выявления его вечно живых родовых свойств. В ритуале, очищающем человеческую практику от всего случайного, обнажается стройная и прочная, как кристалл, матрица человеческой социальности. Кстати сказать, не только в Древнем Китае, но и у других древних народов говорить и жестикулировать полагалось так, чтобы не привлекать к себе внимание окружающих. Это означало отсутствие отклонений от предписанных обычаям норм поведения, человек произносил каждое слово только к месту, каждое действие совершал ко времени. И в этом, напомним, ритуал являл исключительное в жизни. То было, так сказать, правило исключения, открывавшее неприходящее именно в неповторимом. Нечто подобное имел в виду Конфуций, когда определял сущность управления, а по его логике и ритуала, как исправление имен, Чжен Мин. Речь шла вовсе не о соответствии имен вещей их сущностям, как может показаться на первый взгляд. Учитель Кун едва ли мог принять эту идею хотя бы потому, что вообще не допускал существования слов в отрыве от дел, поиски соответствия между именами и предметами показались бы ему, наверное, пустой и вздорной затеей. Пожалуй, Конфуций говорил о правильной оценке вещей, он ищет не определение понятий, а скорее, определенность в понятиях. Как знаток обрядов, он печалится о том, что люди путают названия древних ритуальных предметов или присваивают себе регалии не по рангу, лишая действенности и самый ритуал. Однажды, когда Цзыгун решил отказаться от заклания жерственного барана на церемонии чествования духов, учитель сурово отчитал с каридного ученика. «Тебе жалко барана, а мне жаль ритуал». Всего менее в этих словах слепого следования обряду. Учитель Кун всегда ратовал за разумную бережливость, а однажды верхом неразумия назвал поступок некоего вельможа своего царства, который, приобретя панцирь волшебной черепахи, положил его в комнате, колонны которой были украшены резными изображениями гор и водяных растений. Как тут не вспомнить слова древнего даоса Чжуан Цзы, который заявлял, что предпочитает быть живой черепахой, хотя бы и волочащей свой хвост по грязи, нежели черепахой мертвой, пусть даже хранимой в золоченом ларце в покоях государя. Учитель Кун озабочен, в конце концов, не значениями слов и жестов, а тем, чтобы ритуал выполнял свое предназначение и, значит, был действен. Вот и в своем знаменитом призыве, правитель да будет правителем, отец, отцом, он ведет речь лишь о соответствии понятия отца состоянию отцовства и даже, если так можно выразиться, отце о внечании, поскольку он говорит о природе жизни как деятельного и творческого начала. Конфуция интересует, напомним еще раз, не сущности, а события. Заниматься исправлением имен в понимании Конфуция, значит выявлять долженствующее в данном, настоятельное в настоящем. Свершается это как бы спонтанно и незаметно для самих участников ритуального действа, ибо ритуал, по Конфуциию, осуществляется сполна в безукоризненном следовании обстоятельствам текущего момента. Такой слитый самим течением времени ритуал и есть тот самый великий путь мироздания, которым, как сказано в древних китайских канонах, все люди пользуются каждодневно, а о том не ведают. Главный вопрос Конфуциевой мысли, не что и даже не как, а когда, когда вещи притворяют свое назначение. Мудрость Конфуция, это только соответствие моменту. Разговоры учителя и его учеников неизменно сводятся к оценке качества тех или иных жизненных ситуаций, всех бесчисленных житейских случаев. И без разговоров здесь нельзя, ибо ситуации требуют по крайней мере двух действующих лиц, творятся, задаются скрещениями сил. Их новизна навлекает обыденность. Живя в семье, чти старших, находясь на службе, будь предан государю. Каждому делу свое время. Учиться и, следовательно, осмысливать, оценивать обстоятельства нужно во всякое время, по мере естественного хода вещей, от годового цикла природы до возрастов жизни. Учитель сказал, в юности, когда жизненные силы в избытке, остерегайтесь вожделений, в зрелости, когда жизненные силы в расцвете, остерегайтесь соперничества, в старости, когда жизненные силы в упадке, остерегайтесь скупости. чем естественнее и проще тему мудренее и возвышение такова несколько неожиданно и все же бесхитростная логика речей учителя куна в которых говорится ровно столько сколько нужно конфуций не выдумывает новых понятий а пользуется обыденным языком ибо для него главное чтобы слово было сказано вовремя а назначение языка выделять в нашем опыте типовые явления состояния впечатления где сиюминутные и приходящие наделяется завершенностью целого жизнь в ритуале бесконечная череда исключительных моментов вечно текучая временность некая так сказать временование времени в ритуале жизнь непрестанно возобновляется но этот творческий исток жизни недоступен непосредственному восприятию здесь самое время вспомнить о том что ритуал это действие по своей природе символическое другими словами ритуальное действие непременно обозначает нечто внеположенное ему у него есть не только зримый образ но и образ невидимый внутренней причем 1 является только тенью отблеском 2 вещи имеют свои корни и ветви говорится в древней конфуцианской книге середины и постоянства приписываемой внуку конфуция реальность символизируемой ритуалом как бы предваряет физический мир подобно тому как ветви предполагают существование невидимых корней а семя предвосхищает собою плод и всякое усилие самоосознание высвечивая бесконечную и непроницаемую в своей бесконечности перспективу времен неизбежно означает припоминание она внушает опыт присутствия чего-то другого и в каждый момент времени уже бывшего как мудро заметил вильям блэйк все что есть сейчас прежде существовало в чьем-то воображении жизнь по ритуалу и значит жизнь сознающего сознания есть музыкальная преемственность перекличка предшествующего сень и последующего home недаром в конфуцианской традиции мудростью объявляется знание различий между тем что идет впереди и тем что идет следом так ритуал в конце концов сливается с органичным произрастанием живого существа и обосновывается не логикой доктрины не идеями и словами а преемственностью стиля укорененного в непроизвольном совершенно естественном ритме самой жизни оказывается все церемониальные жесты логически предваряются неким верховным истинно царским ритуалом и этот ритуал ритуалов по природе своей является самой сущностью типизации бытия формой становления которые не приходят в потоке времени некой матрицы деятельности которая предопределяет все конечные деяния верховный ритуал безупречно действенный покой предвосхищающий все метаморфозы мира подобно тому как семи символически уже содержит в себе плод в полноте своего осуществления он есть предельно стилизованный самоустраняющийся вечно отсутствующий жест который вмещает в себя внутреннюю преемственность всех моментов существования он хранит в себе тайну символического языка культуры но конфуция живет в утверждениях ученых старого китая о том что забытую правду древних можно сердцем перенять из книг и не только из книг в популярных легендах о безграмотных крестьянах которые во время болезни ослабивший их индивидуальное я вдруг принимались без ошибки декламировать стихи древних поэтов ибо подлинное искусство по китайским представлениям хранит в себе вечное качество вещей конфуции сам утверждал что получил свою правду непосредственно от жоу гуна и даже от самого неба по сне им эндзы объявил конфуция преемником величайших мудрецов древности я и шуня во всех случаях речь шла о постижении секретов символического языка культуры равнозначного спонтанности человеческой практике тот кто обладает этими секретами без усилий станет властелином мира подобным древним царям об одном из тех царей шуня конфуций говорил шум управлял поднебесной ничего не делая он с достоинством сидел лицом к югу только и всего в китае правитель сидел на троне обратившись лицом на юг в этом высказывании кстати роднящим конфуция с лао цзы отобразилась все своеобразие китайской цивилизации китайский мудрец не стремится овладеть содержанием своего опыта а наоборот отпускает оставляет фан все переживаемое им то есть раскрывает себя полноте восприятия он не пользуется вещами а дает им самим притворить себя это открытость сердца соответствует в сущности бесконечному разнообразию мира телесной интуиции ведь тело и есть изначально заданная матрица нашего восприятия и прообраз предельной цельности бытия ритуал может иметь только телесное воплощение и все единство жизни постигаемое в ритуале есть согласно китайским представлениям наше великое тело дать и вовсе не случайно тот тщательное внимание которое уделял учитель кун диете телесным позам правилам гигиены и вообще тот факт что он обладал отменным здоровьем мудрость великого пути немыслимо и невозможно вне полноты телесной жизни но полнота телесной жизни или попросту говоря телесное здоровье вещь в своем роде загадочная она не имеет отличительных признаков остается незаметной для всякого угла зрения неизбежно ограниченного точно также подлинный ритуал вмещающий в себя вселенский поток жизни предстает как бы бездействием во всяком случае неприметным действием мы не поймем конфуцеевой любви к ритуалу если не увидим в ней стремление обнажить сокровенные истоки человеческой культуры постичь неосознаваемую людьми матрицу их деятельности в которой все человеческие сердца еще слиты в одно всечеловеческое сердце недаром древние китайцы говорили что великий путь это то чем люди каждый день пользуются а о том не ведают и что родители и дети составляют одно тело непоколебимая вера конфуция в безупречную действенность ритуала как раз и основывалась на уверенности в том что ритуальное поведение воплощает в себе самое семи человеческой деятельности точность артикуляции чувств конфуцеевом ритуале это на самом деле точность соответствия внутреннего и внешнего предшествующего и последующего единичного и всеобщего но эта встреча извечно нисходного есть тайна и хранится она человеком анонимные формы ритуала должны быть наполнены интимным переживанием еще устроители чжоуской державы оставили потомкам завет приносите жертвы так словно духи присутствуют воистину учитель кун стал говорить иначе если я не участвую в принесении жертв то это все равно как если бы я совсем не жертвовал жертвоприношение духом по конфу цию не возымеет действия если жертвователь не будет в душе почтителен к божественным силам а точнее почтителен сам по себе независимо от любых внешних обстоятельств и так истинный смысл конфуция его ритуала это сокровенное лишь внутренним опытом удостоверяемая вечно преемственность духа или как говорили в китае передача от сердца к сердцу тут есть согласимся нечто глубоко загадочная кто знает когда в бездне времен встретиться сердце кажется никто точнее никто в отдельности в мире есть лишь мимолетные образы человека осененные тенью всечеловеческого присутствия мудрый умеет правильно держаться в потоке перемен он обладает чувством долга или справедливости конфуций нигде не объясняет откуда берется в человеке это чувство и каково его содержание он лишь утверждает что благородный муж во всем берет свои меры должное и строить на нем свою жизнь учитель сказал благородный муж берет своей основой чувство долга притворяет его в жизнь посредством ритуала являет миру в своей скромности а приводит к завершению правдивостью своих слов в другом случае ученик зася попросил учителя куна разъяснить смысл следующих строк из книги песен ее улыбка так мило ее взор так чарует яркие нити по некрашенному шелку цветными нитями вышивают по белому ответил конфуций в своей обычной иносказательной манере стало быть и ритуал накладывается потом спросил зася уже кажется догадавшийся о чем ведет речь учитель ты хорошо понял смысл этих строк обрадовался конфуций с таким как ты толковать о песнях одно удовольствие ритуал как бы хочет сказать конфуций оформляет человеческую природу и сам вырастает из характера человека его возвышенной воли в китайской письменности иероглиф воли состоит из знаков служилый человек и сердце и таким образом наглядно подтверждает идею о том что воля является неотъемлемым свойством мужа преданного долгу в конфуцианстве отличительными признаками человека объявляется не просто сознание или даже разум а решимость исполнить свой долг принять до конца свою судьбу жить волей к совершенствованию волей всецело нравственной поскольку она действует в сообществе людей и сама его созидает воля требуется средоточение душевных сил она соединяет в себе разум и чувства и недаром китайская традиция никогда не противопоставляла одно другому средоточием духовной жизни человека в китае считалось сердце вместилище и сознание и чувств к слову сказать взгляд на человека как на изначально нравственное существо тоже стал в китае общепринятым человек приступивший нормы морали становился в глазах китайцев не более чем говорящим животным и с ним дозволялось расправиться самым жестоким образом и так человек по конфу цию начинается в тот момент когда осознает себя как сознательное существо когда он пробуждается но когда происходит это событие кто осознает себя и наконец откуда берется воля к самоосознанию вот вопросы на которые учитель кун мог ответить лишь бесконечно глубоким безмолвием ведь каждый момент озарение заставляет ощутить потаенное присутствие того кто стоит прежде нас самих в деле самопознания мы всегда за кем-то следуем постигая исток воли мы ничего не открываем заново мы идем чьим-то путем самые мудрые по слову конфуция знают от рождения от физического ли рождения не от века ли сознанию положено сознавать древние даоские философы довели до логического конца мотив безначальной воли когда заговорили о подлинном господине или подлинном образе человека который существует прежде нашего рождения но долженствование на котором утверждается ритуал не есть не этический принцип который можно вывести путем отвлеченных размышлений не этическое правило которое можно установить чей-либо властью она не существует вне конкретных моментов времени конкретных событий она рассеяно в невообразимом хаосе жизненных случайностей не может быть подведено под какой-нибудь общий закон о нем надо молчать им нужно жить действие проистекающие из глубочайшей интуиции справедливости целиком определено его контекстом и как бы присуществляется в него благородный муж заведомо ничего не отрицает и не утверждает он безмятежен и лишён предубеждений для конфуция в действии вдохновленным долгом в акте исправления имени нет жесткой границы между субъектом и объектом действия человек не выделен из его среды как ни странно несмотря на морализующий пафос конфуция мы не найдем в его высказываниях сколько-нибудь отчетливого представления о человеке как психически целостном субъекте который оставался бы равным себе в потоке времени в беседах и суждениях учитель даже не говорит о себе в первом лице предпочитая называть себя по имени или употребляя собирательные мы примечательно что конфуций так много говоривший о том что человек должен неустанно судить самого себя и стыдиться своих слабостей никогда не задавался вопросом должен ли человек чувствовать вину за совершенные им поступки зато ему не казалось странным полагать что благородный муж должен принимать на себя ответственность за все происходящее в мире позднее мэн зы восславил способность мудрого вместив в себя весь мир пестовать в себе неукротимый дух мы сталкиваемся со взглядом на человека в корне отличающимся от европейских представлений о личности здесь отсутствует идея внутренне однородного я будь то бессмертная душа в христианстве чистый субъект классической философии или даже самовластия творческой личности в конфуцианской традиции личность предстает как бы сетью меч человеческих отношений общественным лицом человек есть то чем он является для других и живет он волей к преодолению себя изживанию всего частного и субъективного волей в своем истоке совершенно непроизвольной превосходящей индивидуальную жизнь побеждающий даже смерть утром познав путь вечером можно умереть гласит многозначительное изречение конфуция и чудится что в этих словах засвидетельствована не только беззаветная преданность учителя своей правде но и как кажется волнующая близость правды и смерти ибо правда творческой воли обрывает старую жизнь не дает жизнь новую безусловно и неизбывная воля в которой человек обретает единение с творческой силой мироздания с его всеобщим путем главный мотив конфуция его учения недаром конфуций ничего не говорил о том что такое человек но охотно рассуждал о том что человек может и должен делать с собой и главный вопрос для него кто валит в воле кто заставляет человека превозмогая себя принимать в себе возвышенную решимость вопрос остающийся безответным звучащий больше как призыв призыв к человеку найти себя за пределами всего слишком человеческого возвышенной воли делает человека несравненным единственным вовеки одиноким благородный муж не дружит с теми кто хуже его и даже в отношениях с давними друзьями не опускается до фамильярности есть у конфуция и хлестка и суждение о том кто старается угодить свету и прослыть славным малым она гласит любимчик деревне вор добродетели на деле ни хвала ни хула людей не дают оснований судить об истинных качествах благородного мужа помыслы мудреца необозримо величественны и людям с узким кругозором опознать их нелегко но в своей безбрежности они сливаются со всем разнообразием моментов жизни становится вездесущей и неизбежной средой и следовательно чем-то по определению внешним безличным всеобщим глубокое уединение конфуцианского мудреца изливается в формальности этикета орнаментальные качества стиля одним словом в декором жизни истины может быть нет но доподлинно есть отблеск и тень истины возражая собеседнику утверждавшему что благородным мужа главное характер а изящные манеры ему вовсе не нужны зыгун как-то сказал что в мудрецы естество не отличается от воспитанности а воспитанность не отличается от естества взять к примеру шкуры тигра и леопарда коли с них соскоблить шерсть они не будут отличаться от шкуры собаки или барана конфуциев мудрец держится неприметно но ничего не утаивает для себя его жизнь скромна но свободна от пошлой обыденщины безмятежно но исполнена духовные углубленности непритязательно но лишена суетности она не призвана быть иллюстрации каких-то идеалов и принципов не подчинена погоне за успехом она развертывается под знаком целомудренно-прикровенной гармонии кладущий предел всему чрезмерному этот мудрец идет срединным путем не впадая в крайности будучи всегда готовым на разумный компромисс ведь мудрость начинается самых простых повседневных дел учитель сказал поскольку я не могу отыскать себе сподвижников идущих срединным путем приходится брать либо излишне ретивых либо излишне осторожных первые торопятся сделать слишком много вторые делают слишком мало не отставать и не забегать вперед в своем подвижническом труде всегда соответствовать времени уметь пересматривать свой опыт исправлять свои промахи и хранить верность своей возвышенной мечте неуклонно расширяя кругозор такова истина срединного пути завещанная учителем куном притворить ее в жизнь нелегко как нелегко и даже невозможно подвести ее под какое-нибудь общее правило кто кроме целомудренного и любящего человеческого сердца может ведать как следует поступать в этом изменчивом мире прообраз подлинно гармоничной жизни учитель кун находил в музыке непременной спутницы торжественных обрядов и церемоний если по словам конфуция песни вдохновляют человека на совершенствование а ритуалы служат опорой его возвышенным устремлением то музыка приводит к завершению нравственное подвижничество разумеется музыка для учителя куна это не вульгарное сладкозвучие и удовольствие доставляемое ею не имеет ничего общего с чувственным возбуждением лаская слух изысканная музыка заставляет забыть о вкусе пищи выражая космический ритм бытия она взращивает все живое и является делом огромной политической важности каждая династия в китае устанавливала свою систему музыкальных ладов помимо прочего музыка воплощает непостижимое единство внутреннего и внешнего она говорит языком чистой выразительности обращается непосредственно к сердцу человека но в то же время имеет отвлеченный даже с математической точностью описываемый образ конфуций ценит красоту в музыке но требует чтобы музыка первым делом способствовала улучшению нравов наслаждение от правильной музыки таится по конфуции в беззвучном идеал мирового согласия высокий как небо и глубокий как бездна не может иметь ни умозрительного не чувственно воспринимаемого образа вот почему путь китайского мудреца сокровенен или говоря словами классического изречения из книги перемен иметь заслуги и не выказывать признаки добродетели вот вершина добра разумеется правда великого пути сокровенно не потому что держится в секрете а потому что она символично по своей сути и выражает себя в ином и даже противоположным примерно так как об этом сказано в отзыве современников а любимца учителя куна янь хайо способны но расспрашивавший неспособных обладавший многим но спрашивавший у тех кто имел мало наполненный но казавшийся пустым главное качество благородного мужа воспитываемая ритуалом и музыкой конфуций назвал человечностью жизнь и иероглиф жизнь состоит из знаков человек едва то есть он обозначал отношения между людьми нечто между человеческое чем в китайской традиции и считалось подлинное бытие человека в беседах и суждениях речь о человечности заходит довольно часто хотя сам учитель по свидетельству его учеников говорил о ней неохотно а заговорив каждый раз определял ее по-разному ведь каждый случай требует своего слова и поступка быть человечным для конфуция как раз и означает быть разным с разными людьми однажды на вопрос что такое человечность учитель ответил любовь к людям этот ответ касается существа морального идеала а если мы хотим узнать каким должен быть человек обладающий человечностью то нам придется обратиться к другому объяснению человек наделенной человечностью обладает пятью качествами он учтив великодушен честен прилежен и добр тот кто учтив в обращении избегнет оскорблений тот кто великодушен привлечет к себе людей тот кто честен будет пользоваться доверием других тот кто прилежен добьется успеха тот кто добр сможет использовать людей на службе в некоторых суждениях конфуция подчеркивается неразрывная связь человечности с ритуалом а однажды учитель разъяснил смысл человечности словами своей знаменитой максим и которая напоминает евангельскую заповедь не делай другому того чего себе не желаешь тот же принцип обоюдности в отношениях между людьми учитель подробнее разъясняет в разговоре с цзыгуном положим есть человек который облагодетельствовал народ и щедро помогает всем людям можно ли назвать его человечным спросил цзыгу почему только человечным отозвался конфуций его следовало бы назвать великим мудрецом даже я и шуню такое далось бы не без труда а человечный муж помогает другим обрести опору там где он обрел опору сам и ведет людей туда куда и сам стремится способность судить о других по себе это и есть человечность зная общие посылки конфуции его учения мы можем сказать теперь что человечность у конфуция это не столько сумма сколько мера всех добродетелей мера социальности человека которая дает смысл нравственным ценностям но не позволяет абсолютизировать их человечен сановник сберегший себя в водовороте дворцовых интриг но человечные древние отшельники которые уморили себя голодом протестуя против неправедной власти интуиция человечности заставляет человека искать свой путь но в каждом случае путь золотой середины должен ли человечный человек прыгать в колодец если ему скажут что туда упал человек спросили однажды конфуция зачем же прыгать в колодец удивленно переспросил учитель благородный муж может подойти к колодцу но не станет сломя голову прыгать в него его можно обмануть но его нельзя дурачить а в другой раз конфуции заметил что хотя благородного мужа человека доверчивого и прямодушного не трудно вести в заблуждение все же именно благородный муж первым распознает обман ведь он не ослеплен теми иллюзиями которыми пользуются к своей выгоде разные ловкачи одно из лучших разъяснений конфуции его идеи человечности содержится в трактате известного конфуцианского ученого древности сюнцзы здесь помещен рассказ о том как учитель кунт свойственной ему манере испытывал своих учеников задавая им один и тот же вопрос что такое человечность зылу сказал что человечен тот кто побуждает других любить его за и гун сказал что человечен тот кто любит других а я не юань сказал что человечен тот кто сам себе любовь и конфуций больше всех похвалил своего любимца ответы учеников как бы обозначают последовательные стадии нравственного совершенства человек побуждающий других любить себя не лишен добродетели но слишком эгоистичен тот кто умеет любить других продвинулся дальше по стезе добродетели но еще не достиг совершенства поскольку чрезмерно увлекается заботой о других истина же совершенный муж умеет вознести свое нравственное чувство выше любви к себе или к другим и сделать его подлинно безусловным и всеобъемлющим слова я не юани сам себе любовь зай правильно понимать как любовь сама по себе такова и есть настоящая добродетель охватывающие все жизненные ценности самодостаточная и всепроницающая полнота существования жизнь ставшая непреложной судьбой человечность это путь каждого человека к себе и она делает человека мостом между тем что он есть и тем чем должен быть кажется человечность виделась учителю куну каким-то заоблачным почти недостижимым идеалом человечность говорит он приходит лишь по завершении тяжкого труда учитель не находит истинно человечных людей вокруг себя и даже не уверен были ли таковыми мудрые цари древности разумеется он не считает образцом человечности себя среди его учеников только янь хой способен в течение трех месяцев не изменять человечности а прочие лишь от случая к случаю пытаются обрести это качество но очень скоро прекращают свои попытки и все же если человечность путь то каждый может пройти его сам даже этот возвышенный идеал достижим для каждого ведь в конце концов он знаменует наиболее полное раскрытие всего человеческого в человеке быть или не быть человечным это зависит от нас самих но главное даже маленький шаг в нравственном подвижничестве есть приобщение к идеалу разве человечность далеко от нас риторически вопрошает учитель стоит мне возжелать ее и она тут же оказывается рядом и еще одно откровенное признание есть на свете люди которые отдали хотя бы один день служению человечности я еще не встречал человека у которого не хватало бы на это сил может быть такие люди и вправду есть только мне не доводилось с ними встречаться и так человечность это нечто всегда доступное и вовек недостижимое это поистине путь морального усилия который заканчивается там где начинается путь преодоления себя ради возвращения к себе надо помнить что конфуций еще не имел понятия о каком-то замкнутом всегда тождественном себе субъекте способным конструировать свое индивидуальное мировоззрение в письменных источниках он даже нигде не говорит о себе от первого лица а когда призывает преодолевать себя подразумевает в сущности преодоление чувства обладания чем-либо и всяческих корыстных желаний другими словами он призывает разумно ограничивать свои претензии и потребности и следовательно как раз не отождествлять себя со своим субъективным я в таком случае самопреодоление надо признать совершенно естественным свойством человеческого духа равнозначным по сути качественной трансформации прояснению сознания которые даже не требуют особые оскозы речь идет просто об уразумении своего места в мире недаром тот же термин си свое себя употребляется в приписываемом внуку конфуция трактате середина и постоянство в положительном смысле здесь целью конфуцианского подвижничества объявляется приведение к совершенству себя и других мы должны добавить что речь идет о сокровенном превращение духа которое неизбежно преломляется во внешние обстоятельства творческого мгновения в терминах древнего конфуцианцем эндзы речь идет о переходе от малого тела индивидуальной жизни воплощенный в физическом теле к великому телу ритуального всеединства однако великая самость человечности не существует помимо физической данности жизни подобная двуплановость сознания прямо соотносится как можно заметить с отмеченным выше мерцанием смысла в литературном предании об учителе куня придающим ему характер и насказание не лишенного иронической окраски конфуциева человечность это действительно путь человека от себя к себе неприметный со стороны путь погружения вглубь своего опыта всегда напомним имеющий моральное содержание как гласит старинная китайская поговорка рыба превратившись в дракона не сбрасывает своей чешуи а человек притворивший путь не меняет своего облика человек действительно не волен изменить свой облик но он может возводить свой путь до бездонной глубины неба и низводить его до каждого мгновения эмпирического существования собственно его усилия совершенствования в каждый миг времени удостоверяется присутствия этих двух полюсов оси пути уже сам конфуций говорил что в 50 лет познал волю небо а его древний последователь мэн цзы прямо заявлял сердце исчерпывает себя в небе впоследствии выявления небесного истока человеческого сознания стала общепризнанной целью конфуцианского совершенствования принадлежит ли этот исток области морали некоторые конфуцианцы позднейших времен утверждали что небесная правда выше всяких условных представлений о добре и зле и воплощает некое абсолютное и непроизвольно осуществляемое добро еще в двадцатом веке китайский философ фэн ю лань назвал небо сверх моральным принципом наследие конфуция в самом деле оставляет возможность такой оценки но прилагать ее к учителю куну означало бы проецировать на древнюю китайскую мысль понятия позднейших эпох конфуций еще не искал определений морали ему хватало интуиции нравственного совершенства общественная деятельность конфуция призвана подтвердить безусловный приоритет добродетели именно доброго деяния оба полюса конфуцианского совершенствования вечность неба и мгновение земной жизни пребывают вне каких-либо определений формул но открытие себя открытости небо само рождает осмысленное слово то есть слово свидетельствующие о творческой силе жизни вот почему для учителя куна слова должны следовать за делами а сам он таил в своем сердце желание не говорить конфуции его человечность это путь опрозрачнивание человека благодаря которому выявляется великий кристалл бытия вот почему конфуций говорит что нет ничего труднее чем держаться за человечность что человечность приходит после того как сделано самое трудное не трудно иметь какие-то добрые чувства и полезные знания но трудно иметь достаточно ясный ум и твердую волю для того чтобы превозмогать себя и вечно приходить к неизбывному поскольку человечность сопряжена с устремлением человеческого духа к глубочайшему согласию она не может не обладать неотразимой силой воздействия такую всепокоряющую благотворную силу одухотворенные жизни конфуций называл бы этот термин обычно переводят словом добродетель а с недавнего времени еще и благодать последний выбор никак нельзя признать удачным графический знак до выражает идею произрастания духа и у конфуция он означает действующую изнутри силу нравственного совершенства которые способны гармонизировать социум и все мироздание кстати в древних китайских словарях это понятие объясняется посредством слов обладать и возноситься сила добра по убеждению конфуция бездейственно без досконального знания ритуала и тонкого чувства ситуации ей неизбежно сопутствует способность убедительно говорить безупречно вести себя и без усилий вызывать к себе симпатии учитель сказал добродетельный человек обязательно изрекает слова которые остаются в памяти но тот кто изрекает памятные всем слова не обязательно добродетельный человек человечный человек обязательно отважен но отважный человек не обязательно человечен человеческая общность взращиваемая силой добра поверяется лишь внутренним опытом людей и не имеет формальных границ она существует лишь там где есть взаимное доверие и сердца людей открыты друг другу но она и не может быть насаждена искусственно в стороне от действительного общества любовь к людям воспитываемая человечностью начинается с узкого круга близких и доверенных лиц собственной семьи и друзей и лишь в перспективе распространяется на весь человеческий род едва ли конфуций имел сколько нибудь четкое представление о необходимости равно любить всех людей в конце концов ему была неведома идея спасения души и он ничего не слышал о принципах демократии здесь самое время задаться вопросом о природе небесной ориентации учителя куна с легкой руки его учеников за конфуцием утвердилась слава мудреца равного небу учитель был недосягаем подобно небу которое невозможно не разделить не измерить отсюда проистекают многие характерные черты образа учителя его ненарочитое довольство и покой его неподдельно музыкальный строй жизни выражающийся в учтиво грациозных манерах и любви к пению и музицированию его телесное здоровье и бодрость как воплощение неба конфуций не мог иметь себе равных в этом мире поэтому согласно преданию у него не было друзей а настоящим его учителем по утверждению красноречивого дзы гуна был путь древних царей который присутствует всюду по той же причине конфуции мог всех учить и у всех учиться как мы уже знаем для него одно неотделимо от другого ибо он мастер не ремесел и даже не искусств а духовных встреч вот почему небесная перспектива жизни у конфуция не превосходит самая жизнь и небо в конфуцианстве не есть некая божественная субстанция отделенная от мира людей она есть только встреча сердец неизменно конкретная всегда новое и потому подлинная речь идет скорее об открытости сознания не просто тем или иным впечатлением а самому зиянию бытия каковым собственно и является пустое бездонное сиятельное небо великий путь утверждает как бы высшую форму симпатической магии в нем пустота сходится только с пустотой но это путь существенно человеческий в нем самореализация отдельной личности есть и условия и следствие самореализации всех это путь последовательного одухотворения и самовозрастания жизненной гармонии сфера конфуциевой человечности вовлекающие в свою орбиту сначала мудрейших мужей потом весь народ а затем животные и даже физический мир неуклонно расширяется такая сила духовного и сообщительности способна связывать людей несравненно крепче идеологических лозунгов и даже практических интересов ведь она основывается непосредственно на символических качествах культур без которых не может быть и человечество именно эта сила стала жизненным нервом китайской цивилизации и причиной ее необыкновенной жизненности не отсюда ли проистекают свойственные китайцам по-детски искреннее доверие к жизни и какое-то величественно беспечное отношение к собственной традиции даже и к лучшим ее достижениям многие замечательные книги произведения искусства непонятным образом утраченные много позднее обнаруживались в корее или японии незаметно исчезали великие школы живописи и каллиграфии боевых искусств ремесел китайцы конечно знали что нить вечно преемственности бодрствующего сердца может скрыться из виду быть преданной забвению но глубочайшей интуиции сердца они понимали что та же традиция не может не нарождаться снова и снова всюду где человек сознает себя человеком среди людей в конце концов что может быть проще какие еще истины духовного опыта таятся за стремлением учителя куна рассматривать человеческую культуру и саму жизнь через призму ритуала укажем на самую очевидную среди них ритуал это не только символическое но и воспроизводящееся действие ритуал есть воплощенная память общества между тем память не обязательно должна иметь отчетливое предметное содержание возможно ли к примеру память о смерти а ведь ритуалы жертвоприношения составлявшие ядро джоуской традиции были призваны именно воскресить память живых об их усопших предках по существу в них праздновалось как раз то что пребывает за пределами памяти нечто запамятованное и участник церемонии ищущий единение спокойными решается на самоотречение стремится именно превозмочь себя он ищет встречи с отсутствующим пытается помыслить немыслимое не покажется странным что он в своих поисках забывает вкус пищи существовавший в древнем китае и строжайший запрет называть предков по их личным именам лишний раз удостоверяет нежелание да и невозможность определить эту область навеки неведомого и таинственного очерчиваемую смертью и так ритуал несет в себе память о беспамятном и это обстоятельство как раз и обеспечивает внутреннюю преемственность духовной жизни важно понять что забвение данное в ритуале не есть нечто недостижимое и неизведанное она принадлежит интимным переживанием человека сливается с бессознательно рутинным в его жизни с неосознаваемым настоящим не будем забывать что конфуция интересует первым делом вечно преемственная извечно возобновляемая в делах людей вот и благородный муж в его представлении должен произносить лишь такие слова которые достойны того чтобы их повторяли мы знаем уже что сердцевиной чжо узкой культуры была идея продолжения жизни предков в их потомках или что то же самое самоуподобление потомков предкам на торжественных обрядах жертвоприношений в чжо узком китае усопшего предка представлял в своем лице один из его здравствующих потомков которому полагалось на время церемонии как бы перевоплощаться в изображаемого им человека как бы непроизвольно имитировать его привычки мимику и так далее и когда молодой кун изучая старинные обряды и музыку добивался того что во сне или в воображении лицезрел воочию основоположников чжо узкого царства создавших эти обряды и мелодии он поступал в полном соответствии с духом и даже буквой традиции которая его воспитала уже цзы гун как мы знаем утверждал что учитель кун в своей жизни не нуждался в наставнике потому что постиг путь основоположников джоу хотя и оговаривался что частицы его пути есть в каждом человеке и следовательно каждый человек может быть учителем для кого-то другого а вот мэн цзы заявил что в конфу ции возродились добродетели куда более древних и авторитетных царей я и шуня вспомним и обытовавшим в мнение о том что правду утерянную еще в древние времена можно сердцем постичь из книг я многих ученых мужах позднейших времен которые утверждали что напрямую переняли путь учителя куна на то она и традиции чтобы обладать способностью снова и снова возобновляться в опыте бодрствования сердца но что же это за реальность которая подспудно всегда пребывает в нас хотя извечно отсутствует в нашей мысли памяти и воображении пожалуй ближайшим ее прообразом оказывается опять-таки наше собственное тело мир телесной интуиции уместно напомнить что личность в китайской мысли представала прежде всего как плоти кровь по-китайски кости и плоть гаужоу предков родители и дети по представлениям древних китайцев составляли одно тело и первейший шаг почтительного сына состоял в том чтобы сохранить целым и невредимым свое тело в котором продлевалась жизни его предков а в традиционных школах успехи в учении определялись степенью близости ученика к учителю известно что один из любимых учеников конфуция цзэн цзы перед смертью созвал своих близких и сказал им взгляните на мои ладони взгляните на мои ступни в песнях говорится страхом объят я трепещу словно стою на краю пропасти словно шагаю по тонкому льду только теперь я могу быть уверен что сберег себя считается что цзэн цзы демонстрировал свои руки и ноги для того чтобы напомнить своим домашним и ученикам мудрый человек неизменно осмотрителен в своих речах и делах и потому избегает наказаний которые в древнем китае обычно выражались в нанесении физических увечий но в предсмертном жесте цзэн цзы угадывается еще и некий невысказанный и может быть неизъяснимый смысл выходящий за рамки обычной назидательности кажется что этот жест заставляет нас обратить внимание на самое присутствие тела как необходимого условия мудрости как вместилище духа в качестве главного наставления своей жизни цзэн цзы явил взору нечто как нельзя более внешне очевидное безличное абсурдный жест но его абсурдность побуждает нас заново осознать то что всегда отсутствует в сознании но чего никто не может избежать телесное происхождение нашего опыта в жесте цзэн цзы нечто от нас отстраненное обнаруживает свою интимную принадлежность нам почему же телесное бытие выступает в наследии конфуция про образом высшего прозрения на то есть не несколько причин во первых тело пребывает в потоке времени и непрерывных жизненных метаморфоз неудивительно что мудрец по китайским представлениям не столько знает истину сколько воплощает ее собой вкушает от нее во вторых телесный опыт предстает прообразом изобилия бытия бесконечного богатства разнообразия жизни коим оправдывается сокровенная гармония мира в третьих именно тело придает нашему опыту глубину и тем самым вводит в нашу жизнь тайну тело оберегает и скрывает кожа одежда покров необходимые его атрибуты наконец тело выступает как среда нашей сообщительности с миром и действенности достигаемой без усилий она есть нечто внешнее относящиеся к области декорума правда телесность восприятия под этим углом зрения теряет свое значение физического тела и становится тенью отблеском внутренней реальности если теперь говорить в целом в конфуце и его идея культуры различимы как бы два измерения два разных взгляда на человеческую деятельность учитель кун верит в древности требует не выдумывать свое а следовать тому что предшествует нашему опыту и так делать свою жизнь безупречной под скорлупой обычая мы обнаруживаем в наследие учителя куна призыв к самообновлению к творческому воссозданию культуры этот импульс творчества однако мгновенно преображается в среду человеческой деятельности в нечто внешнее и декоративное и потому вновь и вновь возвращает человека к рутине обычая и выводит глубину сознания на поверхность человеческого быта делает речь мудрого неотличимой от говора улице так в языке конфуце и вы традиции буквальное и переносное значение слов сказанное и невысказанное сливаются воедино человеческое творчество по конфуце и у не создает новых миров а возвращает человеку все тот же от века существующий мир как он есть но она возвращает ему мир наполненный человеческим присутствием об этом присутствии мы можем догадываться лишь по той особой возвышенности тона слов учителя которая выявляется безмолвием безмерно глубоким и долгим обтекающим эти слова и еще мы можем различить его по неприходящему ощущению игры в которую обращается жизнь ставшая ритуалом конфуце и его предания это игрушечная в своей условности царство где с фантастической достоверностью свершаются великие события духовной жизни в этом мире уже угадывается весь быт последующих поколений китайцев с его сонмом легких теней узором изысканных жестов просторами вселенной сжавшимися до размеров карликового сада и речью оживший из вороха цитат быть доподлинно фантастичный и фантастически реальный душа мудрого гласит древний китайский афоризм это чистое зеркало в котором все люди опознают себя не замечая что смотрится в свое отражение кто как не мудрец даст каждому свободу быть самим собой и не поставят это себе в заслугу текста пути и путь в тексте истолкование начальной фразы бесед и суждений рассмотрев основные понятия и особенности мировоззрения конфуция попытаемся теперь ответить на главный вопрос конфуцианской мысли почему возможно традиции или говоря другими словами какова природа реальности которая не просто существует а извечно возобновляется передается в потоке времени случайно или нет но лучший ответ на этот вопрос дает уже начальная фраза бесед и суждений учиться и во всякое время притворять это разве не радостно это знаменитая сентенция конфуция связывает воедино познание действие и подлинную награду всякого усилия и свершения душевную радость и удовлетворения конечно читатель волен видеть в словах конфуция только житейскую мудрость констатацию обыденного факта приобрел знания приложил их к делу получил удовольствие бесхитростное высказывание конфуция столь характерная для его речи стремящийся к молчанию не исключает конечно и такого наивного прочтения но подобный взгляд все же не был бы вполне рационален он не помог бы понять причину приносимой учением сокровенные неприходящей радости которая составляет подлинную тайну учителя тем более не помогает он понять когда и как следует на практике применять познанное не все так просто обстоит уже с понятием учения первым словом в тексте бесед которые китайские толкователи единодушно считают ключом к пониманию всей книги дело в том что для учителя куна как уже говорилось приобретение знаний и навыков было только первым и по сути дела лишь подготовительным этапом учения действительная же цель последнего заключалась в проявлении и правильной артикулице и нравственного сознания в человеке недаром конфуций говорил что все его наставления пронизывает одна нить которую нельзя обрести посредством чтения книг правда нравственное совершенствование невозможно без образцов каковыми для учителя куна как мы уже знаем служили деяния мудрецов былых времен согласно древним комментатором учение означает познание образцов былых времен которая позволяет осознать и понять себя более того самое слово учение в китайском языке изначально родственна понятию учиться у кого-то брать пример с кого-то в одном из древних толкований говорится о том что учащийся должен овладеть своими чувствами и помыслами посредством пути прежних царей с тем чтобы он сам пришел к пониманию и отверг заблуждения принял истину и привел к завершению свою добродетель самые авторитетные в эпоху позднего средневековья комментатор чаш с 12 тоже подчеркивает что учение это прежде всего наследование древним правителем наследование чему понимание чего явно ошибаются те современные толкователи и переводчики которые видят здесь только призыв к подражанию последнее просто несовместимо с пониманием которое всегда дается нам как органическая целостность существования и сам конфуций с его проповедью нравственной самостоятельности мудрого и умение соответствовать обстоятельствам времени с его готовностью к разумному изменению обычая менее всего похож на робкого подражателя мы должны говорить именно о наследовании воспроизведение реальности которая предваряет предвосхищает все внешние формы реальности которая должна быть воспроизведена по ее видимым следам подобным отблеском внутреннего света как говорится в китайском толковании цель учения возобновить изначальное вот почему первая фраза древнего канона это касается конечно не только бесед и суждений имела для китайских книжников особое значение именно в ней говорилось о том главном что предшествует всякому предметному знанию и всякому опыту поскольку это истина не есть нечто неподвижно данная она никому не принадлежит а может только передаваться от сердца к сердцу прежде всяких слов и всякого понимания сама жизнь просветленного сознания есть не что иное как это вечное и все же невидное движение от себя к себе в подлинно осмысленной речи каждое слово лишнее и все же слова необходимы ибо они выявляют присутствие неизъяснимой правды о духотворенной жизни наследование истины становится возможным благодаря записям о деяниях мудрых царей древности особенности китайской иероглифической письменности предопределили то обстоятельство что древние китайцы возводили письменные знаки и заключенный в них смысл никума зрительным идеям а к неким первозданным образам вещей зыбким и летучим почти неопознаваемым или говоря языком китайской традиции утонченным до неразличимости то были по сути образы неисчерпаемых метаморфоз бытия вестники чистой качественности или что то же самое беспредельной предельности существования как воплощение этой силы непрестанного превращения ускользания вещей от самих себя они составляли узор мироздания вездесущий дикорум жизни как в китайской картине мировоображаемое действительное украшение и естество вещей не противостоят друг другу и человеческие письмена тоже носители этой неопределимой границы между телом и тенью по преданию их очертания вторит следом драконов и змей звериных когтей и птичьих лап на земле так понятие образа связывает воедино письменности следовательно культуру с природной данностью жизни наследуя древним мудрецам человек может получить доскональное знание всеобщего порядка мироздания но почему деяния мудрых царей сохранились в истории причина в том что они носили характер события в его исконном смысле речь идет о событий об обоюдном преображении индивиду и его вещественной среды благодаря которому одно сходится с другим в определенном типе ситуации это вечно сущее вознесшаяся над потоком времени ситуация несет на себе печать известного характера в которой возводит себя нравственно возвышенный муж обоюдная метаморфоза личности и среды одновременно среда и средства морального усилия человека приводит ее составные части к согласию не по их подобию а по их внутреннему пределу иными словами в этом согласии утверждается одно единственное отличительное качество каждой вещи которая составляет внутренний предел ее существования по этой причине и становятся возможны встречи несоизмеримых величин внутренней глубины духа и внешних обстоятельств события помыслы мудрого и окружающая действительность небо и земля смыкаются здесь благодаря тому что их разделяет учение как наследование древней именно всему предшествующей мудрости есть выявление высшей потенциально бесконечной гармонии мира конфуцианский мудрец отнюдь не принадлежит к числу убежденных ретроградов и тем более к тем псевдообразованным людям которые по русской поговорке задним умом крепки напротив его призвание это каждодневное обновление жизнь способность открывать себя безмерности зияния небес сам конфуций охотно менял букву обряда если новшество не противоречило духу ритуального поведения скажем больше сами обряды древних мудрецов над восстановлением которых из века в век трудились придворные церемонии мейстера китая были в действительности лишь плодом импровизации этих книжников беда впрочем не велика если учесть что как мы только что выяснили в китайском мира созерцание воображение и действительность не только не исключают друг друга но и вовсе не различаются понимание которое добывается учением вообще не есть сумма знаний конфуцианцы не уставали подчеркивать что истина учения должны быть усвоены учеником так как воздух и пища усваиваются организмом они должны стать почти безотчетным побуждением души своего рода моральным инстинктом добродетель вторая природа мудрого вот почему знание для конфуция принципиально неотделимо от деятельности а по-настоящему образованный человек прямо-таки органично не способен щеголять своей образованностью но понимание дает опыт полноты бытия это значит что учится в действительности тот кто расширяет свое сознание включая в сферу мировой гармонии все больше явлений жизни и в конце концов по слову мэнзы оказывается способным вместить в себя весь мир таков предел покоя и умиротворенности в человеке посмотрим теперь на проблему учения притворения во временном плане притворение неизбежно свершается во времени но в каком времени тут мнение толкователей расходятся одни из них понимают слова конфуция так что притворять учение значит с полным сознанием делать любое дело припоминая высказанное по этому поводу наставления знакомого нам чен и сиди как сидишь стой как стоишь другие толкуют упомянутое здесь время как удобный или благоприятный момент для действия оба толкования заставляют задуматься над тем каким образом сознание может полностью соответствовать обстоятельства момента отметим для начала что в китайском языке иероглиф время является собой сочетание знаков солнце земля и вершок то есть имеется в виду длина тени от солнечного гнома на и следовательно движение солнца совсем многообразием его воздействия которое оно оказывает на жизнь земледельческого народа древние китайские комментаторы поясняют что в данном случае понятие времени имеет три значения возраст человека время года и время суток в зависимости от возраста ученика времени года и суток изменяется и содержание его обучения таким образом обстоятельства времени определяют и способ осуществления учения суждение китайских толкователей могут показаться наивными но они по крайней мере показывают что время в китайском восприятии всегда обладает определенным качеством и неотделимо от конкретного жизненного опыта время в таком случае это сама сущность становления она не сводится ни к умозрительной длительности не конкретному моменту имеющему чисто практическое и приходящее значение если предмет учения по конфу цию есть единовременное преображение субъективного и объективного измерения действительности а цель его состоит в утверждение определенных типов вещей типов характеров с одной стороны и типов ситуации с другой то в конфу цианской картине мира вообще не остается места для каких-либо неизменных субстанций и сущностей в ней есть только извечная текучесть чаяние воспоминания нечто уже бывшие и еще не бывшие причем то и другое тяготеет к своему пределу память погружается в незапамятные глубины прошлого предвосхищение соскальзывает в невообразимую будущность в древнейшем конфу цианском трактате середина и постоянство мудростью названо именно умение различать то что идет впереди это что идет следом и в комментарии чаш сик рассматриваемой фразе первым делом сообщается что в осознании есть предшествующие и есть последующие китайские толкователи соотносят эту последовательность с человеческой историей но ничто не мешает рассматривать ее и как условия самопознания иными словами акт осознания всегда предполагает опознание соприсутствия другого и вместе с тем дистанции между двумя моментами собственно восстановления даже традиционная китайская наука не знала природных явлений вообще а соотносила всякое явление с двумя измерениями бытия одно из них предшествует небесному а другое наследует небесному заметим что после нитша учившего о вечном возвращении без повторения современная философия хорошо уяснила себе тот факт что именно воспроизведение соотнесение себя с неким образцом является условием новизны современная же история со всей наглядностью удостоверяет что революционные перемены в жизни обществ облекаются в оболочку древних мифов что касается понятия притворения то древние толкователи просто отождествляют его с совершенствованием между тем этот иероглиф содержит в себе элемент крылья и уже древнейший толковый словарь китайского языка а вслед за ним чаш си уподобляют притворение неустанным перелетом птицы с места на место неожиданный но по-своему очень точный образ от уже бывшего к еще не бывшему нужно действительно перелетать но речь идет и о преемственности в изменениях ведь птицы перелетев на новое место остается той же самой птицей более того самое различие между двумя отсутствующими предметами уже бывшим и еще не бывшим не имеет объективных характеристик и остается чисто символическим а того же незапамятная древность неотличима от невообразимого будущего хотя одно несоизмеримо с другим время в таком контексте предстает вечно отсутствующим водоразделом между несопоставимыми перспективами жизни по существу она оказывается условием абсолютной конкретности существования и в этом смысле силой типизации всех типов предельностью всех пределов вездесущей поозой именно посрединностью ускользающей щелью бытия традиционный для китайской мысли образ которая хранит в себе виртуальную завершенность времени взятого в качестве иона и при том является бою чистую силу становления здесь каждое мгновение оказывается дверью в вечность началом предвечного пути знаменательный штрих по мнению некоторых китайских комментаторов учащийся должен вкладывать все постигнутое им в одну точку притворения как птица отдает весь свой вес ветки на которую садится как видим завет конфуция всякий час притворять учение не обязательно сводить к плоской назидательности в нем просматривается апология бесконечной действенности присутствующей в конечном действии в позднейшей конфуцианской традиции такое всевременное мгновение стали толковать как круговорот неуловимой точки духовной просветленности который пребывает вне пространства и времени и воплощает движение от себя к себе некое чистое воздействие или лучше сказать чистую действенность в которой друг друга проницают и замещают присутствующие и отсутствующие актуальное и потенциальное воображаемое и реальное речь шла согласно традиционной формуле о спонтанном круговороте единого тела всего сущего ученый 16 века ван цзи уподобляет этот круговорот просветленного духа одновременно исчезающе мало и необъятно большой светящемуся изнутри хрустальному дворцу в котором становится возможен сокровенный резонанс всего сущего этот акт мгновенной встречи нисходного не имеет формы и не оставляет следов подобно полету птицы и в нем несуществующие кажется существующим от существующие несуществующим мы снова встречаемся с образом полета птицы служащим здесь метафорой абсолютного возобновления то есть возобновление неповторяемого что заставляет вращаться этот круговорот сокровенного резонанса предвосхищающий движение всей вселенной то как бытие есть сила бытийственности бытия вечное уклонение бытийственной метаморфозы само по себе не уклонная современный конфуцианский философ сен шили вывел отсюда понятие малого единства бытия которое воплощает чистую качественность момента но охватывает собою весь мир не имеет формы но являет собой лишь побуждение к обладанию формой совмещает в себе полную открытость и полную закрытость как чистая действенность вне субъекта и объекта малое единство не может быть предметом умозрения но доступно эффективному знанию которая проистекает из импульса первозданного круговорота пути а в повседневной жизни соотносится с динамическим единством нашего жизненного опыта притворение учения это не факт и не сущность свершение как подсказывает сама семантика этого слова предполагает совершенность вещей соотнесенность несоизмеримого притворение учения по конфу цию бесконечно превосходит человеческую субъективность поскольку она равнозначно неприходящей действенности или действию охватывающему всевременность и она неподвижность времени и она кристаллизуется в типовых качествах ситуации в запечатленных преданием обстоятельствах момента следовательно конфу циева понятие времени притворения это не просто мгновение одной из многих а именно должный момент который внутри себя содержит условия для своего возобновления несет в себе время предшествующие и последующие можно сказать что такой момент вмещает в себя всю жизнь человека в нем человек делает себя покойным и необъятным как небо учитель кун прав поистине нет ничего труднее чем притворить учение как нет ничего труднее быть достойным вечности связь двух временных моментов во времени притворения превращает последнее в привычку уже у конфуция это понятие может обозначать тот или иной уклад человеческой жизни принятой в культуре интересно что в позднем конфуцианстве начиная с 16 в идея притворение си сближается с понятием индивидуальной привычки и приобретает негативный смысл став признаком умственной косности она воспринимается уже как препятствие для духовного просветления подобная метаморфоза свидетельствует об углубившимся разделение между субъективностью и миром и следовательно разложение конфуцианской традиции что же можно сказать о последнем понятии начальной фразы бесед и суждений понятие радости того кто наследует пути и одновременно приуготовляет его эта радость явно относится и к учению и к его притворению что кажется вполне закономерным ведь для конфуция одно неотделимо от другого но теперь можно уточнить радость в собственном смысле слова сопутствует учению как акту преодоления себя расширение сознания в круговом или точнее сказать спиралевидным движение пути открытия новых и неизведанных горизонтов жизни по конфу цию мудрый радуется небу то есть необозримой открытости бытия а вот притворение выявляя внутреннюю полноту самоценность каждого мгновения существования приносит высшее удовлетворение делает радость мудрой вновь и вновь учитель кун напоминал ученикам что высший мудрец прежде всего безмятежно покоен и умеет наслаждаться жизнью по мнению китайских комментаторов радость учения притворения обусловлено тем что сердце совпадает с внешним миром и при этом разумеется все постигнутое учением заключено в нас самих что ж сущность конфу циева учения как раз и состоит в притворении себя и обстоятельств в тот самый тип ситуации перед которым бессильно все пожирающее время величайшая тайна небо заключена в его безукоризненные непреложной справедливости небо каждому дает именно то что он заслуживает и мудрому она дает бессмертие как не скромен учитель кун он предлагает своим последователям великую награду уже в этой жизни он учит что человек может сделать себя бессмертным в своей мудрой радости глава 3 чины и богатство познав волю небес с тех пор как учитель кун возвратился на родину из поездки в ци жизни его текла размеренно неторопливо и безмятежно ничто не нарушала как бы стихийно сложившийся но четкий и прочный уклад конфу циева дома беседы с учениками и встречи гостей ученые занятия семейные обряды музицирование хозяйственные заботы месяцы и годы проплывали мимо словно бесконечная вереница холодно бесстрастных облаков в тогдашней жизни учителя куна как будто бы не было ничего особенного и все-таки она была исполнена неизъяснимого завораживающего смысла она была простая непритязательно но в ней не было ничего небрежного а конфу цию уже вот-вот исполнится 50 возраст мудрости и великих свершений кунцу по-прежнему находился на положении частного лица может быть и уважаемого но более чем когда-либо далекого от своей заветной цели возрождение праведного пути древних с каждым годом у его недоброжелателей прибавлялось оснований называть его неудачником но с каждым годом росло число его преданных поклонников кунцу неудачник это как посмотрите то верно что неудача самый надежный путь к успеху за фасадом тихого ничем не примечательного быта учителя ни на день не прекращались упорная внутренняя работа кропотливое духовное подвижничество открывавшая конфу цию все новые ему одному ведомые горизонты близилось время о котором он позднее скажет в 50 лет я познал волю небес что это значит знать волю небес много это или мало конфуций никак не пояснил свою самооценку ученики его даже сочли необходимым отметить особо учитель не говорил о воле небес можно почти не сомневаться в том что и признание это свое конфуций сделал только потому что к слову пришлось да к тому же говорил о на деле прошлом и лишь его одного касавшимся только сам себя учитель и мог судить и суд его загадка для нас но есть в предании еще слова которые приписываются конфуции и они гласят кто радуется небу познает судьбу и мы сразу же понимаем что скромный образ жизни учителя куна и его незатейливые слова служат той самой неказистой с виду стеной быта которая ограждает внутренние дворцы души конфуций и и и в самом деле не пришлось долго подыскивать слова чтобы определить свои достижения в 50 лет и понятие небо тянь и понятие веления воли мин принадлежали к числу самых важных и распространенных в лексиконе чжо узкой традиции термин тянь чисто чжо узкого происхождения и на первых порах он обозначал по-видимому божественных предков чжо узкой of древнейшие образчики этого знака являют собой картину просто необычайно большого и следовательно очень важного всемогущего человека термин минтаже часто встречается в надписях на чжо узких бронзовых сосудах для жертвоприношения в древнейших канонах где он обозначает повеление приказы предков обращенные потомкам несомненно такие повеления наделялись чжо узкой ами как бы магическими свойствами это был как раз тот самый случай когда слово есть дело создав свою династию чжо узкой и придали понятию воли небес как нам уже известно новый смысл теперь небо решительнее осмыслялась как безличная моральная сила которая награждает за добрые дела и дарует власть над миром достойнейшим из мужей а того и правитель в чжо узком государстве именовался сыном небо если же государь дает волю своим корыстным желанием небо вручает повеление на царство другой династии со временем небо утратила черты личностного божества предка и приобрело значение беспристрастного этического закона а его прообразом в физическом мире остался небесный свод и все по той причине что он как любили напоминать древнекитайские моралисты беспристрастно укрывает собой всю тьму вещей конфуций употребляет словами не как отдельный термин и тогда она имеет смысл близкий к значению русских слов судьба доля участь жизни смерть эта судьба говорит один из учеников конфуция иначе говоря судьба для конфуция это человеческая доля которую невозможно познать или изменить по своей воле ее можно только принимать храня возвышенное безмолвие не будем недооценивать новизны представлений конфуция о воле небес издревле чжо узци и да и другие племена древнего китая молили предков и богов они спасла не им счастье и удачи другими словами отношении людей с божественными силами строились по принципу взаимовыгодного обмена в качестве благодарности за поднесенные духом дары жертвователь ожидал вполне реальных земных выгод для себя еще каких-нибудь полвека спустя после конфуция философ мод зы высмеивал наивное желание иных своих современников получить сразу 100 милости из-за одного жертвенного барана мод зы вовсе не думал что духи не способны принимать участие в людских заботах он полагал только что боги воздают по справедливости и не пошлют людям больше того что те заслуживают но в то же время в обществе быстро усиливалась скептическое отношение к самой идеи небесного воздаяния жизнь предоставляла поданным чжо узкого государства все новые доказательства того что божества предки не хотели или не могли покарать отца убийц клятва преступников узурпаторов и прочих злодеев и при том не торопились помогать подлинно добродетельным мужем сам конфуций конечно не разделял скептических настроений своего времени он ничуть не сомневался в том что небесное веление действительно существует и что в нем воплощена высшая справедливость но он был столь же твердо убежден в том что нравственный подвиг оправдывает сам себя и не нуждается ни в милостях не в наградах что единственная награда добру это само добро учитель сказал благородный муж думает о праведном пути и не думает о пропитании он может трудиться в поле и быть голодным он может посвятить себя учению и принимать щедрые награды но благородный муж беспокоиться о праведном пути и не беспокоиться о бедности тайная свобода конфуция она дает ему право голодать выращивая хлеб и не отрекаться от богатства посвятив себя учению самому бескорыстному из всех человеческих занятий она дарит затаенную радость среди всех житейских волнений невзгод было бы однако не менее ошибочным и переоценивать оригинальность представлений конфуция о небесном велении нравственная проповедь учителя куна придала новый размах давно уже проявившийся тенденции к обмерщению религии чжоу с циев замене религиозного идеала этическим по конфу цию небесная воля созвучно извечным устремлением человека поскольку и небесный путь и человеческое сердце повинуются моральному закону жить согласно требованиями этики значит осознавать свою принадлежность к миру в той же мере в какой сознаешь свое отличие от других людей первый принцип этики гласит уважение к другим неотделимо от уважения к себе в этом как мы видели и заключается смысл конфу циевой человечности не имеющий психологического содержания не несущий в себе ничего субъективистского той же моральной аксиомой оправдывался у конфу ци и ритуал который в китайской традиции возводился как нам уже известно не действованию к возвышенному покою грозно торжественного вида и требовал от тех кто свершал его самоуглубление и сдержанности парадоксальный вывод из посылки об этической природе небесного веления состоит в том что размежевание между путем людей путем небес служит в действительности залогом их нерасторжимой связи для конфу ци и истинное служение небу выражается в служении людям культура оказывается высшей формой религии когда его попросили объяснить что такое мудрость он сказал отдавать все силы служению людям почитать духов и держаться от них в отдалении вот это и есть мудрость по отзыву учеников конфуций не говорил о чудесах и духах умолчание учителя куна о божественных силах конечно не означает что он не верил в существование этих сил или не придавал им значения просто ритуал для него внутренние священно действия которое совершается лишь в сообществе людей приписывая религиозным культом этическое содержание конфуций порой на свой лад переиначивает старинные заповеди когда ему однажды напомнили древние правила поклоняйся духом как если бы духи воистину присутствовали он заметил что обряд истинен лишь в том случае если мы сами приносим жертвы иначе говоря сами удостоверяем свое участие в церемонии и выполняем все необходимые для этого моральные предписания в другой раз он говорит что тому кто пренебрег небесным велением никакие молебны не помогут когда дзылу спросил его как следует служить духом предков и божествам он ответил ты еще не знаешь как служить людям как же ты можешь знать как нужно служить духом а что такое смерть спросил вновь силу ты еще не знаешь что такое жизнь как же ты можешь знать что такое смерть все так же загадочно ответил учитель уклончивые высказывания конфуция о небе и загробном мире а точнее нежелание учителя говорить на эти темы дают пищу для очень разных толкований и оценок некоторые ученые считают что конфуций был в лучшем случае равнодушен к джо узкой религии и стоял на позициях агностицизма то есть непознаваемости божественного бытия другие напротив подчеркивают его приверженность к джо узким культам и даже видят в нем основателя собственной религии обе эти точки зрения неубедительны западное прозвище агностик едва ли подходит китайскому мудрецу который по его собственным словам познал волю небес но конфуций конечно же не претендовал на лавры оракулы и пророка хотя бы потому что по его убеждению небо не говорит и недаром он говорил ученикам неумеренно его восхвалявшим что он сам не родился всезнающим а всего добился благодаря любви к учению остается фактом что он признавал существование духов но делал акцент на нравственном и воспитательном значении обрядов этика для него заслоняла собой религию но верно и обратная религия могла выступать от имени этики в позднейшем предании сохранился сюжет в котором со всей откровенностью отобразилась деликатное отношение учителя куна к традиционным образам однажды дзилу спросил конфуция обладают ли умершие сознанием учитель ответил если я скажу что мертвые обладают сознанием то боюсь сыновья и внуки истово почитающие предков будут стараться поскорее отправить живых к мертвым если я скажу что мертвые не обладают сознанием то боюсь легкомысленные потомки не позаботятся даже о похоронах своих умерших родителей сейчас тебе не так уж важно знать обладают мертвые сознанием или нет рано или поздно ты сам об этом узнаешь вот так неопределенно но и нельзя не видеть на редкость здравомысленно рассуждал учитель куна смерти и ответ сумел дать откровенные неоспоримый умрешь и сам узнаешь или не узнаешь но тогда и спрашивать некому будет рассказ этот очень похож на анекдот сочиненный для вязчиво литературного эффекта но тем он и ценен последователи конфуция словно нарочно подчеркивают нежелательность и даже невозможность ответить на вопрос о том нуждаются ли усопшие предки в заботе их здравствующих потомков важно что эта забота нужна самим потомкам откуда все же такое нежелание определяться в вопросах веры причину вероятно надо искать в том что конфуцианство это своего рода псевдорелигия она трактует на религиозный лад жизненные принципы человека но утверждает их моральную и культурную самоценность духовное подвижничество конфуцианского человека затвердевает в формах культуры этой мозаики нетленных и общедоступных кристаллических сгустков жизни конфуциянцы во все времена с готовностью признавали что бытующие в народе культы основываются на иллюзии но иллюзии не только полезной для самих людей но и неизбежной и в этом смысле совершенно правдивой как ни странно они смогли бы со всей серьезностью отнестись к известному афоризму вольтера который для многих европейцев звучит кощунственно если бы бога не было его следовало бы выдумать быть может они не сочли бы возмутительным и еще более дерзкая сочащееся ядовитым сарказмом высказывание стендали единственное оправдание бога состоит в том что его нет все же сами китайцы ничего подобного никогда не говорили и это обстоятельство выдает фундаментальное различие между европейской и китайской традициями первое отталкивалась от прометеевского самоутверждения мыслящего субъекта 2 находила опору в спонтанности народной жизни но спонтанности осмысленной и присуществленной в неуничтожимые стильные формы вещей духовным наследником конфуция поэтому не было нужды не доказывать существование духов не опровергать его они могли признать обе точки зрения условно истинными просто в силу того что они уже приняты в обществе и от них зависит поведение людей сущности уже сама ориентация конфуция на ритуал действие непременно образцовое символическое с неизбежностью превращала человеческое общение в некую игру обмен условными знаками где от партнеров требуется прежде всего знание и правильное выполнение своей роли для конфуцианского мудреца идущего срединным путем всякое приходящее чувство и всякий зримый образ лишь условно реальны ведь они скрывают в себе подлинность жизни сверх личную волю безмятежность необозрима широкой души примечательно что в отзывах об учителе куня оставленных его учениками постоянно подчеркиваются условность наигранность его жестов в кругу соседей учитель казался косноязычным в разговоре с вышестоящими держался как бы уверенно а в обращении с подчиненными был как бы мягок в обществе государей имел почтительный вид а покинув дворец как бы успокаивался и так далее конфуций несомненно осознает себя играющим он что-то представляет что же именно в конечном счете самое присутствие воли делающие человека вовек одиноким создающие дистанцию между человеком и миром дистанцию самоотстранения в самом человеке акцент на зрелищности демонстративности действия есть не что иное как единственный способ поведать о внутренней глубине сознания конфуций конечно ничего не разыгрывает ничего не представляет его сокровенная правда и есть его предельно очевидный самоочевидный облик учитель сказал ученики мои думаете ли вы что я что-то скрываю от вас нет я ничего от вас не прячу я говорю вам лишь то что вам самим ведомо и в самом деле что может быть откровение и внятнее первичной интуиции жизни изначальной непосредственности вашего опыта мудрость древних не загадочнее светлого неба просторной земли или протянутой руки она по слову учителя всегда находится совсем рядом и тому кто постигнет ее в своем сердце восстановить порядок в мире будет также легко как взглянуть на собственную ладонь эта мудрость открытого и доверительного отношения к жизни способности умения жить в согласии с другими быть самим собой как раз в той мере в какой ты един с другими людьми надо думать совсем не случайно конфуций был большим любителем пошутить устроить состязание в стрельбе из лука а при случае сыграть партию в шашки к тому времени уже вошедшие в быт ученых людей древнего китая в беседах и суждениях записаны такие его слова поистине нелегко приставить к делу того кто с утра до вечера только набивает себе брюхо уж лучше играть в шашки куда полезнее безделье можно добавить что с легкой руки конфуция шашечная игра стала в китае традиционным атрибутом возвышенного образа жизни перипетии шашечной партии слыли своеобразным прообразом противоборство мировых стихий а время в течение которого продолжалась игра символизировала небесное космическое время охватывающая вечность в этом времени протекает истинная жизнь отрешенного от земной суеты мудреца если для конфуция представление есть сама жизнь и все символическое возвращается и возвращает нас к действительности то и глубина небес не может не изливаться на плоскость земли небо это не просто метафора верховного начала мироздания непостижимой великой пустоты объемлющий все сущее метафора в своем пределе с необходимостью метафорично по отношению к самой себе она оборачивается непосредственным свидетельствованием об истине правда такую истину невозможно высказать словами ее можно лишь безмолвно удостоверять сердцем опытом сознания которое не просто знает но еще и сознает небо как судьба мирового круговорота и физическое небо небосвод конечно не одно и то же но одно и неотделимо от другого да и само понятие небо наилучшим образом выражает идею вечного самопревращения перехода в и на бытия небо бездонно но и являет собой границу мира она совершенно прозрачно но сокровенно в своей бесконечности она абсолютно пусто но вмещение в себя весь мир и потому являет собой предельную полноту бытия все объятно пустотное небо не есть отдельная сущность не существует обособлено от мира и потому не может быть особым предметом созерцания или суждения но она целиком дается нам в явлении светлого купола со всех сторон окружающего нас разве небо говорит а ведь времена года исправно сменяют друг друга и все живое растет светило в небесах по представлениям древних китайцев образуют небесный узор тянь вень и этот зримый образ мирового согласия полностью подобен узору человеческой культуры вень как образу стилизованные доставляющие эстетическое наслаждение жизни конфуций потому и стал отцом китайской традиции что он каждой черточкой своего поведения каждым своим словом давал понять что в мире существует всеобщий порядок проницающий в равной мере природу и человека материальное и духовное и этот порядок воплощен в незыблемых законах роста всего живого и в жизни самого сознания духовное свершение для конфуция это просто сполна прожитая жизнь исследователи древней литературы и фольклора часто отмечают что сюжеты мифов и сказаний имеют своим прототипом годовой цикл знаменующий периодическое воскрешение и умирание природы а вот в наследие конфуция мы встречаемся с прямо противоположным ходом мысли конфуций не стремится преобразить реальность в миф а скорее обнажает действительные предпосылки мифа низводит священное до естественного течения жизни со всеми его биологическими психическими космическими закономерностями разговоры учителя куна о небе а точнее как раз умолчание об этом есть своего рода анти миф где повествование предстает молчанием а эпическое обыденным мы видим здесь начала той магистральной линии китайской традиции которая выразилась в конфуцианском идеале пребывания в срединном и обыденном или в известном изречении средневековой эпохи обыкновенное сознание это и есть правда сокровенно небесный образ человека преломляется в его земном очевидным для всех физическом облике явить его миру значит в самом деле показать свои руки и ноги будем помнить не только при конфуции но еще и много столетий спустя китайцы были уверены что истинная мудрость обязательно имеет свои отметины знаки на теле мудрецов так повседневность оказывается для конфуция не просто нагромождением случайных утомительно бессмысленных эпизодов в глубине потока жизни вьется нить небесной судьбы и эта судьба доступна человеческому знанию хотя мудрый не знает ее как некий отвлеченный предмет а постигает чутьем сердца но чем менее способен мудрый поведать другим о тайне небесного веления тем больше в нем уверенности в обладании этой глубочайшей правдой жизни как бы ни был жесток и лжив мир вокруг какие бы невзгоды и тяготы не выпадали на долю конфуции его мудреца он не ропчет и не отчаивается его жизнь кажется ему бесконечно осмысленной в этой судьбе и насти своей жизни он находит великую опору и защиту даже в минуты смертельной опасности конфуции не терял самообладание он говорил тогда что небо не допустит его гибели он знал веление небес знать чего требует небесная судьба значит иметь в жизни свой путь вот это понятие пути дао стало ключевым для конфуция не отделявшего свое учение от своей судьбы в текстах ранить же узкой эпохи слова да очище всего обозначает дорогу реже она имеет значение вести говорить порядок действий конфуций первым заговорил о да как о праведном пути жизненной правде которая стоит выше людских мнений и всей тьмы низких истин да у конфуция это правда каждого отдельного человека и народной жизни в целом существует и небесный путь в котором притворяется всеобщий порядок мироздания конфуций говорил о себе что у него есть свой путь он часто давал ученикам совет как им нужно поступать если в государстве есть путь или нет пути он заявлял что лучший советник тот кто в служении государю следует пути и так далее праведный путь по конфуции у невозможно притворить силы или угрозами он проистекает из духовного подвижничества каждого человека и неотделим от глубочайшей интуиции человеческой сообщительности истинный путь в жизни утверждал конфуций берет начало в человеческой природе и проявляется благодаря правильно выстраиваемым связям человека с другими людьми в понимании мудрости и праведной жизни как пути есть и особый смысл идея пути указывает на скрытую отсутствующую дистанцию между символическим и действительным небесным и человеческим в конфуции овой картине мира но также и на смыкание даже взаимопроникновение того и другого такое понимание отчетливо выразилась в книге середины и постоянства где мы читаем например от праведного пути невозможно отойти ни на миг а то от чего можно отойти не может быть праведным путем даже невежественные мужчины и женщины могут притворить праведный путь но истоки его не под силу постичь даже величайшему мудрецу путь мудрого по конфу целью это способность одним шагом в одно мгновение пройти дистанцию между тем что лежит рядом и беспредельностью нанести знаки вечности на ширму зримого мира именно так кстати сказать понималась в китае работа каллиграфа или художника который согласно классической сентенции своей кистью наносил на бумагу след тянущийся на тысячи ли уходящие в недостижимую даль впрочем на поверхности видно только то что лежит совсем рядом конфуций любил повторять что в мире нет ничего более естественного чем праведный путь и нет ничего более удобного чем идти этим путем однажды он так и объявил и шутливо и печально ученикам кто может выйти из дома не пройдя через дверь так почему никто не идет этим путем намек учителя куна совершенно ясен праведный путь это самый простой и естественный выход из мира смуты и обмана но как говаривал мережковский пошло то что пошло праведный путь всегда не тот которым идет толпа истина совершенно неопровержимая конфуций настолько свыкся с ней что мог даже хоть и не без горечи шутить по поводу своей неудачи в мире мой путь не проходит сяду на плод и поплыву в океан конфуций верил что показать пример праведного пути единственный способ исправить нравы и что перед благотворным воздействием такого примера не устоят даже самые грубые и невежественные люди во всяком случае он считал что таким способом можно воспитать варваров на восточных окраинах чжоуского государства людей настолько мирных и восприимчивых к древне китайской цивилизации что многим современником учителя куна они казались настоящими добрыми дикарями сохранившими первозданную чистоту и целомудрия души в беседах и суждениях записан и такой сюжет учитель хотел поселиться среди девяти варварских племен на востоке некто спросил его как же вы будете ладить с этими дикарями учитель ответил если там поселиться благородный муж то какая там будет дикость будем считать что разговор этот был вызван минутные слабости учителя куна все-таки учитель мечтал возродить древние нравы в срединной стране да и какой смысл бежать разве нужно ехать далеко чтобы найти себя благородному мужу подобает воспитывать людей там где он находится только так и может он доказать свою праведность хотел ли конфуций власти признание его заслуг владыками мира сего без сомнения да это подтверждает его разговор с цзыгуном выдержанный в обычной для учителя и на сказательной манере если бы у вас была драгоценная яшма то чтобы вы сделали с ней сохранили бы в шкатулке или подыскали на нее покупателя спросил цзыгу конечно подыскал бы покупателя без раздумий откликнулся учитель видишь ли я только жду когда за нее назначат достойную цену а покупателя на учителя куна все не находилось и он во всеуслышание объявивший что добродетель никогда не будет в одиночестве что благородный муж перевоспитает даже дикарей был вынужден у себя на родине довольствоваться ролью стороннего наблюдателя славы он добился а мир не переделал тут немудрено и отчаяться но конфуций уже знает веление неба и он знает что только он сам может его исполнить учитель сказал человек возвеличивает путь а не путь возвеличивает человека конфуций знает каким должен быть мир и каким должен быть он сам правда в мире есть еще просто судьба то каков мир в действительности с такой судьбой учителю куну нелегко примириться порой его охватывает здоровое чувство возмущения царящими вокруг ложью и произволом разве виноват он что повсюду у власти узурпаторы и ничтожество шванливые царедворцы называют его неудачником и мечтателем но в целом царстве не найти человека столь же умиротворенного он знает что нет большего счастья чем быть самим собой ничего не добившийся и ничуть не сомневающийся в себе разочаровавшийся в князьях мира настолько что в пору к дикарям бежать и не наигранно безмятежный всем известно и скрывшись от мира вот таким удивительным ни на кого не похожим человеком был учитель кун в свои неполные 50 лет снова на службе 15 лет пролетели как один день ничего по видимости не изменив в жизни учителя разве что прибавилось морщин на лице проступила седина на висках да чуть тяжелее стали его шаги но все также блестели его выпученные глаза и вытягивались в доброй улыбке толстые губы по-прежнему он был со всеми приветлив и весел хотя держался независимо и не позволял себе ни малейшей расслабленности он научился спокойно ждать и не терял надежды что его час придет в сущности он уже давно мог занять какую-нибудь приличествующую его репутации должность при дворе но сам недвусмысленно давал понять окружающим что не пойдет на службу пока в царстве не восстановится законная власть а вообще-то он понимал что при дворе найдется немало охотников воспользоваться его славой и недюжинными знаниями недаром он говорил ученику что ждет достойного покупателя на свой товар между тем владычество трех семейств оказывала все более губительное воздействие на политику и нравы в родном царстве конфуция возведение на трон дингу на в обход законного наследника на много лет превратила дворец лузских царей в арену ожесточенных интриг и конфликтов а взаимное недоверие и подозрительность участников одиозного триумвирата грозили превратить тлеющие угли дворцовых раздоров в пламя открытой войны впрочем не было мира и внутри каждого из могущественных кланов где не утихала столь же ожесточенная борьба за верховенство так продолжалось не год и не два но долго так продолжаться не могло летом в третий год правления дингу на то бишь в 505 году до нашей эры когда конфуции ушел 47 год глава клана цзи и самый могущественный человек в царстве цзи пин цезарь затеял в своих владениях большую охоту и в самый ее разгар неожиданно умер не успели придать земле тело вчерашнего диктатора как столь же внезапно скончался предводитель клана сунь второго по величине и влиянию в обоих случаях наследниками покойных оказались еще совсем молодые люди не обладавшие не опытом политических интриг не железной волей не административным талантом как водится разгорелись споры о наследовании всеобщим замешательством воспользовался бывший приближенный и доверенное лицо цзи пин цзи по имени янху это был типичный выскочка каких тогда было уже немало человек низкого происхождения профессиональный воин грубоватый не слишком умный наделенные огромной физической силой незаурядными способностями и непомерными амбициями не прошло и нескольких месяцев как он прибрал к рукам командования войском клана цзи заключил в темницу или отправил в ссылку почти всех людей из окружения своего бывшего господина и даже взял под стражу его преемника юного цзи хуань цезы вскоре он навязал своему пленнику договор предоставлявший ему почти неограниченную власть в царстве а для вещей убедительности отобрал у цзи хуань цезы царскую ритуальную табличку главный символ державной власти в срединной стране чтобы укрепить свои позиции он постарался первым делом ослабить своих возможных противников способ он выбрал самый надежный в нарушение обычая объявил вождями кланов цзи и сунь отпрысков их побочных ветвей подлив масла в огонь внутри клановой вражды кроме того он восстановил прежний порядок расположения поминальных табличек в родовом храме правителей лу так как в свое время цзи пин цезы незаконно переставил таблички своих предков на более почетные места так янху дал понять всем добрым поданным лу что его бывшие хозяева лишались привилегий которые присвоили себе а потом он велел устроить торжественное жертвоприношение в царском храме дабы создать себе репутацию верного слуги трона янху добился власти с поразительной легкостью он даже сумел отразить нашествие извне и вернуть захваченный ци с сами пограничный городок янгуань но можно не сомневаться в том что удержаться у власти ему было очень трудно этот баловень судьбы отчаянно нуждался в опытных и авторитетных советниках вот тут он и обратил взор к самому известному ученому царства некоторые китайские комментаторы считают что этот янху был тем самым привратником семейства цзи который много лет тому назад не пустил совсем еще юного кунцу названный пир в доме своего господина возможно памятуя о той давней встрече и желая загладить свою вину а скорее всего отлично зная сколь взыскателен учитель кун своих знакомствах янху постарался вести себя как можно учтивее он послал конфу целью приятный сюрприз зажаренного целиком и вымоченного в тончайших соусах поросенка позаботившись о том чтобы подарок доставили в тот момент когда конфуция не было дома и стало быть он не мог отвергнуть подношение теперь конфу целью дабы не показаться невежливым следовало нанести янху благодарственный визит у конфуция конечно не было никакого желания встречаться с новоявленным временщиком и он тоже сделал так чтобы явившись в дом к янху не застать хозяина на месте но янху не привык отступать спустя некоторое время его колесница случайно столкнулась на узкой улочке с экипажем учителя куна сойдя на землю и отвесив вежливый поклон он тут же завел с почтенным куном деликатный разговор о том что пора бы знаменитому учителю найти своим талантом более достойное применение скажите уважаемый учитель кун начал янху благородно ли обладать драгоценной яшмы и не назначать за нее высокую цену нет ответил конфуций а мудро ли желать оказать услугу государству и не воспользоваться благоприятной возможностью для этого нет все так же односложно отвечал несловоохотливый конфуций но так времени ждет дней и месяцы уходит невозвратимо торжествующе заключил янху хорошо я принимаю предложение служить все так же спокойно вымолвил учитель кун многие поколения поклонников конфуция смущенно гадали о том что побудило их учителя умевшего так мужественно постоять за себя в других обстоятельствах без сопротивления уступить уговором наглого узурпатора возможно самый простой ответ будет и самым правильным в разговоре с янху конфуций действительно был до конца искренен ибо говорил то что требовалось говорить в подобных обстоятельствах и при том не изменял своим убеждением нет никаких оснований полагать что окажись конфуций на службе у янху он отказался бы от своих принципов и стал пособником произвола наверное это хорошо понимал и сам янху потому что обещанную конфуции ию должность он так и не предложил не исключено что уступчивость конфуция подтолкнула янхук более решительным действием во всяком случае через некоторое время он решил вовсе избавиться от зихуань цезы задумав казнить его на осеннем празднике чествования предков казнить политических врагов в день большого праздника считалось тогда хорошим тоном казнь в таких обстоятельствах приобретала какую-то особую торжественность уверенный в успехе своего дела янху не отказал себе в удовольствии устроить очередной фарс он распорядился доставить жертву на место казни в богато украшенной колесницей в сопровождении безоружных слуг днем раньше он уже отдал приказ собрать на главной площади цуйфу все боевые колесницы царства чтобы сразу после убийства цзихуань цезы дать большой военный парад в собственную честь но случилось непредвиденное по дороге на площадь цзихуань цезы прознавший об уготованной ему участи сумел ускользнуть от своего почетного эскорта и укрыться в доме семейства мэн дружина клана мэн без труда рассеяла преследователей цзихуань цезы а в столице тут же составилась внушительное войско готовая отомстить янху за все обиды нанесенные им трем семейством теперь сильному человеку царство пришлось спасаться бегством самому в бессильной ярости янху учинил разгром в царском храме предков и питая как все выскочки слабость к регалиям забрал с собой главные реликвии лузского двора царскую яшму и лук джоу гуна за сим он покинул цуэфу не отказав себе в удовольствии заночевать прямо в предместе столицы почти на виду у своих врагов на следующее утро он переоделся в гражданское платье и умчался на север туда где принимали всех смутьянов и свергнутых диктаторов лу этим местом был конечно двор цейского правителя цезингу на там беглый узурпатор пытался сколотить войско для похода в лузские земли но успеха не имел в конце концов цезин гун отправил его в ссылку а реликвии лу вернул законному владельцу до места ссылки ян ху не доехал по дороге он сломал своими могучими кулаками оси колесницы в которых ехала его охрана и благополучно сбежал в царство цезинь с тех пор он промышлял разбоем бегство ян ху не положила конца смуте в лузских владениях слишком уж не скопал авторитет трех семейств а сам государь не имел сил справиться с беспорядками не успели вожди трех семейств отпраздновать свою победу как один из воевод клана цзи по имени гуншань фу цзи снова поднял мятеж и завладел главной крепостью во владениях своих патронов прежде гуншань фу цзи числился с подвижником ян ху хотя по-видимому не одобрял разбойничьих повадок своего командира однажды он даже потребовал от ян ху относиться с должным почтением к законному государю очень может быть что и на сей раз он выступил под знаменем реставрации власти потомков чжоу гуна человек военные почти неизвестны в столице он не мог и мечтать об успехе своего предприятия не заручившись поддержкой влиятельных людей царства подобно ян ху он задумал привлечь на свою сторону конфуция но в отличие от своего бывшего патрона не стал вступать с учителем ку нам в двусмысленные переговоры а без обиняков прислал к нему гонца с предложением стать первым советником возрожденном царстве лук которая он гуншань фу цзи завоюет для один гуна своим мечом а что же учитель кун если верить одному из сюжетов в беседах и суждениях он не устоял перед искушением применить наконец свои способности в деле и решился поехать гуншань у фу цзи ученики были в полном замешательстве всю свою жизнь учитель был так щепетилен в выборе друзей и покровителей а тут вдруг по первому зову готов бежать к командиру за холостной крепости которого ждет неминуемое поражение особенно негодовал прямодушный и вспыльчивый взыву очень может быть что нам некуда идти но почему мы должны идти к такому ничтожному человеку как гуншань фу цзи горячился он за илу как всегда рассуждал просто не отягощая себя излишними сомнениями восставать против своего господина нехорошо а гуншань фу цзи именно так и поступил следовательно он вовсе не борец за праведный путь а обыкновенный изменник учитель кун мог бы возразить в ответ что ведь жесткая династия началась с восстания вождя шоу с цф против династии шан к тому же патроны гуншань фу цзи сами не отличались благочестием кто как не они вергли лу в пучину смуты изменив заветом древних царей разве не они отняли власть у законного государя и обрекли на изгнание многих достойнейших мужей царства чжо узкая держава началась с небольшого удела кто знает размышлял конфуций а вдруг и на этот раз из крошечного владения вырастет могучее царство и добродетели древних восторжествуют вновь тот кто меня призвал сделал это неспроста рассуждал конфуций вслух если он сообразит как лучше меня использовать я сумею возродить здесь на востоке власть шоу признание что и говорить примечательное с редкостной откровенностью показывающее как высоко оценивал учитель кун свои способности как верил он в свое высокое назначение стать новым чжоу гуном впрочем конфуций быть может просто советовался с учениками или даже соблазнительными речами испытывал их добродетель в гуншань фу цзи он так и не поехал да и замыслы мятежников были явно неосуществимы но обращение взбунтовавшегося воеводы к знаменитому учителю не осталось незамеченным при луз ком дворе однажды утром у ворот дома конфуция раздались торопливые удары гонга а следом во двор вошел гонец державший в руках верительную бирку государя и шкатулку с царским посланием дин гун приглашал учителя куна на аудиенцию этот цзи хуань цзи от имени правителя спешил привлечь к себе конфуция опасаясь как бы тот и в самом деле не ушел в стан мятежников возможно для этого приглашения имелись и другие причины некоторые из учеников конфуция уже служили под началом того же цзи хуань цзи и в таких условиях не призвать на службу их учителя было уже почти позором и для них и для их начальников после многих лет отдохновения на досуге судьба давала учителю куну шанс помочь народу исправить мир а слушаться государе было бы большой глупостью да и непростительной дерзостью на следующий же день конфуций пошел знакомым путем к царскому дворцу вот массивные ворота укрытые высокой двухъярусной крышей с резными карнизами стражники в блестящих латах с длинными пиками в руках обсаженная кипарисами аллея среди просторного двора еще ворота с высоким порогом и еще один двор дорожка к крыльцу большого здания с красными колоннами по всему периметру ступеньки в полумрак тронного зала выстроившиеся рядами знатные люди царства в шуршащих шелковых одеждах где-то высоко сидит на троне государь лицо его скрыто за блестящими нитями спадающими с его шапки перед троном конфуций опускается на колени и склоняет голову касаясь лбом пола в гулкой тишине зала звучат приветственные слова государя а потом следует неизбежный на подобных церемониях вопрос единственный хочет знать существует ли на свете такое изречение которое приведет государство к благоденствию одним изречением благоденствия в государстве не добиться неспешно отвечает конфуций но вот осмелюсь доложить есть такие слова быть правителем тяжело быть советником отнюдь нелегко в зале воцарилась неловкая тишина сановники недовольны ответ этого заносчивого кунцу граничит с оскорблением царской особы желая сгладить неприятное впечатление от слов конфуция дин гун задает еще один вопрос ну а есть ли такое изречение которое приведет царство к гибели одним изречением царство не погубить отвечает конфуций но вот осмелюсь доложить есть такие слова счастье правителя в том что ему никто не смеет перечить что и говорить дипломатического такта конфуции явно не достает но дин гун конечно даже намеком не выказал своего недовольства у таких аудиенций свои правила и их нужно соблюдать похвалив конфуция за мудрые советы и пообещав глубоко вникнуть в них дин гун выразил пожелание иметь у себя на службе столь выдающегося ученого мужа разумеется семейство цзи впредь не будет вспоминать о былых обидах и даже возьмет учителя куна под свое покровительство тут же конфуции у предложили пост правителя города чжунду это назначение оставляла конфуция за чертой большой политики но давала ему почти неограниченную власть на веренной ему территории кажется она была вызвана желанием достичь определенного компромисса с одной стороны у конфуция появлялась возможность показать себя в деле с другой стороны он не будет досаждать приближенным дин гуна да и служить ему придется под началом цзи хуань цезы так в жизни конфуция начался новый этап карьера государственного мужа это случилось вероятно в начале 501 года до нашей эры в то самое время когда учитель кун по его собственным словам познал в себе небесный промысел в те далекие времена как впрочем и позднее местные правители в китае совмещали в своем лице все виды власти и в административных делах были мастерами на все руки ведали сбором налогов и строительством оросительных сооружений казенным делопроизводством и торговлей заботились о процветании земледелия вершили суд командовали войсками надзирали за учебными заведениями и вообще входили во все вопросы местной жизни в беседах и суждениях нет никаких сведений о том как учитель кун исполнял свои административные обязанности что и неудивительно поскольку из этой книги почти ничего нельзя узнать о тех сторонах жизни конфуция которые не имели прямого отношения к его учительской практике но позднейшее предание с избытком восполнила этот досадный пробел в нем сохранилось множество колоритных подчас курьезных известий о делах учителя в его бытность правителем чжунду конечно не бывает предание без вымысла и легенд и далеко не все из того что приписывается в нем великому учителю имеет под собой реальную почву но у традиции своя правда правда наиболее типичных родовых и потому не приходящих черт народного быта и конфуций предстает в ней как идеальный образцовый чиновник мудрый строгий справедливый и участливый он делает то что должно быть сделано и для хранителя традиции в конце концов не так уж важно было ли это сделано в действительности но что же именно сделал учитель кун заступив на должность правителя чжунду рассказывают что по приезде на место назначения он первым делом навел порядок в налогообложении так что доходы местные управы многократно увеличились а тяготы народа напротив уменьшились для людей разных возрастов он установил различные рационы питания предписав юношам есть больше зерновой пищи а стариков вдоволь снабдив свининой и бараниной и бы мясо как верили в старом китае дает пожилым людям силы и продлевает их жизнь он разделил все земли в зависимости от их плодородия на пять категорий а отбирая работников для несения трудовых повинностей каждому давал посильное задание слабых же вообще освобождал от работ ради экономии средств он запретил изготавливать орудия украшенные орнаментом или фигурками зверей он следил за тем чтобы торговцы на рынках пользовались правильными мерами и устанавливали справедливые цены а пастухи по дороге на торг не поили стадо чтобы увеличить вес своих баранов как истинный любитель древности учитель кун даже запретил поделывать старинные жертвенные сосуды разумеется новый управляющий уделял пристальное внимание заботе детей о своих родителях и усопших предках он повелел хоронить покойников в двух гробах чтобы по возможности предотвратить разложение тела и сам установил толщину стенок внутреннего и внешнего гробов молва приписывала ему введение обычая хоронить покойников на склонах холмов и запрет сажать на могилах деревья еще конфуций прослыл противником чересчур пышных похорон и в особенности человеческих жертвоприношений все еще не редких в те времена очень скоро весть об успешной деятельности конфуция на посту правители джунду облетела все царство а наместники соседних областей если верить преданию принялись усердно подражать его методам управления узнал об успехах конфуция администраторы и царский двор дин гун вызвал конфуция к себе и спросил его годятся ли порядки заведенные вами для всего царства они годятся для всего мира зачем ограничиваться только лузкими владениями ответил конфуций и тогда дин гун назначил удачливого администратора главой ведомства общественных работ в своем царстве на новой должности конфуции установил где и как нужно сеять хлебные злаки а заодно переселил множество крестьян на пустующие земли еще он соединил канавы и могилу джагуна с родовым кладбищем правителей лу якобы заявив цзихуань цезы обвинять в прегрешениях своего государя и тем самым обнажать собственную вину значит нарушать ритуал ныне я соединил могилы наших правителей чтобы придать забвению самоуправства вашего отца речи слишком дерзкие для подчиненного и к тому же мало похожие на осторожные щадящие самолюбия собеседника высказывания настоящего конфуция но из уст праведника снискавшего славу учителя всех времен услышать их вовсе не удивительно по некоторым рассказам конфуций настолько преуспел в руководстве хозяйственным ведомством что уже через несколько месяцев дин гун назначил его на должность придворного судьи в беседах и суждениях опять-таки нет никаких упоминаний о деятельности учителя куна на этом видном посту который обычно занимали люди куда более родовитые чем конфуций достоверно известно однако что в то время конфуций действительно занимал какой-то высокий пост при дворе и был довольно близок к государю в беседах и суждениях помещен портрет учителя в его бытность придворным чиновникам портрет этот как водится составлен из разрозненных экспрессивных штрихов но мы без труда различим в нем живого обаятельного человека чья необыкновенная скромность и педантичное выполнение служебного долга выдают обостренное чувство собственного достоинства когда учитель разговаривал с подчиненными он держался как бы непринужденно дружески когда же он обращался к вышестоящим то был как бы вдохновенно почтителен в присутствии же государе он был преисполнен как бы возвышенного смирения когда государь приказывал учителю принять гостей его лицо как бы преображалась и он словно неуверенно ступал по земле когда он отвешивал приветственные поклоны и поводил рукой то вправо то влево одежда его так изящно развивались в воздухе навстречу шел словно летел на крыльях а проводив гостей обязательно докладывал гости больше не оглядываются входя в ворота государя учитель как бы весь сжимался словно с трудом мог пройти в воротах он никогда не стоял посередине и не ставил ногу на порог когда ему случалось проходить мимо трона он принимал вид строгий и торжественный ступал как будто в нерешительности и говорил как бы с трудом подыскивая слова когда он подняв полы платья поднимался к подножию трона то с почтением подавался весь вперед и стоял затаив дыхание когда же он шел обратно то спустившись на одну ступеньку как будто приходил в себя успокаивался спустившись с лестнице он ускорял шаг точно летел на крыльях вернувшись на место стоял исполненный достоинства когда он принимал из рук государя яшмовый скипетр то наклонялся вперед словно едва мог удерживать его сверху держал он скипетр так словно отвешивал поклон снизу поддерживал его так словно подносил подарок тогда имел он облик возвышенные грозные словно его переполняли благоговение и страх шел осторожно как будто не решаясь оторвать ноги от земли когда он подносил подарок то всем видом являл радушия встречаясь с друзьями он был неизменно весел и снова эта загадка не то феерического не то вполне обыденного образа учителя куна поведение конфуция развертывается перед нами чередой стилизованных чрезвычайно выразительных жестов обретающих значение материализованных форм чувства настоящей пластики духа каждый штрих каждый нюанс в этом искрящемся портрете не случайно но исполнены глубокого смысла учитель потому и учитель что не просто живет но еще и показывает как нужно жить и как действовать безошибочно в любых обстоятельствах что же он показывает по виду почтение к государю которая впрочем коренится в уважении себя урок как нельзя более уместны в обществе чванливых аристократов и дерзких выскочек но все эти знаки почтения пронизаны еще и нитью бодрствующего духа в них проглядывает бездонная глубина сознающего сознания здесь все жизненные события вовлекаются в один целокупный по музыкальному утонченный ритм бытия одновременно растворяясь в нем и обретая полноту своего бытия жизненный идеал конфуция это не что иное как неизбывный поток стильной жизни именно жизнь преображенная в нескончаемую церемонию мудрость конфуция есть не знание каких-то всеобщих истин и законов а точность соответствия моменту выверенность стильного жеста каждым своим поступком учитель наставляет и воспитывает одним словом указывает путь нашему взору предстают штрихи и нюансы поведения оторванные от их естественного фона непомерно увеличенные нам открывается мир как бы увиденный сквозь увеличительное стекло мир нереальный или лучше сказать сверх реальной и нереальность его свидетельство необыкновенной обостренности внимания чуткого бодрствования духа стоит нам отвлечься от этой волшебной оптики внутреннего созерцания как мы тут же осознаем что действия конфуции неизменно естественно и уместны что эти действия всегда безукоризненно прилично и в этом смысле воплощают собой нечто общепринятое почти незамечаемое в рутине повседневности они знаменуют самоустранение всего обособленного и частного вот почему всякое действие у конфуция совершается под знаком как бы существует лишь условно реально же нечто другое непроизвольное течение жизненных метаморфоз жизнь конфуция подчиняется законам эстетики миниатюры столь тонко чувствуемой китайцами эстетики устанавливающий присутствие великого в малом всеобщего в частном и потому делающие зыбкими и призрачными границы между фантазией и действительностью погружающий в мир всеобщей имитации подражания уподобления нет неспроста еще во времена конфуция в китайцах пробудилась страсть к созданию искусных имитаций старинных предметов впрочем как уже говорилось истинный смысл и учености конфуция и его манер проявляется лишь в далекой исторической перспективе а для правителей луи их придворной знать и учитель кун был как нетрудно догадаться только чудаковатым эрудитом немного опасным больше забавным в позднейших источниках упоминаются два любопытных эпизода из жизни конфуция в начальную пору его службы при луском дворе темы этих рассказов да и сам образ конфуция в них запечатленный заметно отличаются от тематики и атмосферы бесед и суждений что и понятно перед нами не свидетельство близких учеников преданных делу нравственного совершенствования а народная молва интересующаяся курьезами и чудесами в обоих случаях конфуции выступает в роли толкователя фантастических явлений хотя по признанию его учеников сам он очень не любил распространяться о подобных предметах в первом рассказе говорится о том что люди цехуань цезы копая колодец наткнулись на комок земли похожий на глиняный кувшин а в том кувшине был баран в ответ на просьбу цехуань цезы объяснить находку конфуции сказал что его люди вероятно нашли экземпляр некоего овца и подобного чудища которые согласно древним книгам обитают в земле во втором рассказе посланник из далекого южного царства у на перу во дворце дингу на расспрашивает конфуция а найденный в его родных краях огромной кости размером с телегу конфуций сказал тогда я слышал что в древности когда царь юй собирал всех духов на горе куай цезе правитель одного из уделов по имени фанфен явился позже других и тогда юй убил его а тело выставил на всеобщее обозрение каждая кость фанфена занимала целую телегу а кто из духов ю я отвечал за охрану его владений продолжил свои расспросы гости за таковы духи гор и рек отвечал конфуций а вот алтари для жертвоприношений духом земли и злаков охраняют знатные люди которые служат царю а что охранял фанфен спросил посланник фанфен был правителем владения ван мин и носил фамилию ци нынче в тех землях живут высокорослые люди а каков самый высокий рост у человека люди во владении ци и вырастают в три локти и это самый низкий рост а высокие народы выше их в 10 раз вот такая получилась на приеме у дингу на ученые беседа в которой конфуций в очередной раз поделил собравшихся своей несравненной эрудиции не столь важно состоялась ли эта беседа в действительности важнее то что учитель кун помимо прочего санкционировал своим авторитетом страсть к собиранию всевозможных курьезов и небывальщины которая всегда была свойственно ученым людям старого китая и так счастливо рассеивала скуку канцелярской рутины но вернемся к служебной карьере конфуция о деятельности его в судебном ведомстве традиция почти не сохранила сведений а то что известно не содержит в себе ничего примечательного для чего внешняя броскость тому кто питается родниками внутренней жизни сообщается лишь что конфуций упорядочил законы но не имел нужды применять их ибо в царстве не осталось преступников еще рассказывают что став судьей конфуций принял участие в традиционной охоте на жертвенных животных чтобы показать народу как следует помещать сосуды для жертвоприношений пищу добытую во всех четырех сторонах света но наибольшую известность спустя два-три столетия после смерти конфуции получил рассказ о том как уже на седьмой день своей службы в должности судьи конфуций приказал казнить некоего чиновника по имени шачин мао который обладал немалым влиянием в царстве и выделялся дерзким поведением чтобы придать больший вес своему решению гласит предание конфуций лично присутствовал при казни и приказал выставить тело казненного у ворот царского дворца за симон огласил перед народом судебные заповеди не считая грабежа и разбоя на свете есть пять преступлений заслуживающих смерти объявил учитель кун это во-первых злые и подлые умыслы во вторых коварные и дерзкие поступки в третьих лживые и обманные речи в четвертых обширная память на злые дела в пятых сеяние всяческих соблазнов таковы главные прегрешения человечества какими они запечатлелись в сознании китайского народа авторство же этого перечня было для вящей убедительности приписано учителю всех времен в чем согласно тому же рассказов заключалась вина казненного чиновника оказывается он собирал вокруг себя приверженцев и сколачивал клику своими речами он причинял вред и обманывал людей он был настолько могуществен и упрям что мог идти против истины и превозносить самого себя история о том как конфуций предал казни шать шинмао явно вымышлено но она дает и некоторую пищу для размышлений не примечательно ли что основанием для смертного приговора служит здесь не уголовное преступление вообще не поступок а образ мыслей качество характера еще точнее своего ли непокорность власти или обычаю как не отличается конфуций этой легенды от реального конфуция учившего любить людей его поведение продиктовано все тем же уже знакомым нам нежеланием отрывать слова и даже мысль отдела человека от его окружения для конфуция и в этом он действительно является первым учителем китая человек всем обязан своим родным и близким и обязан жить одной жизнью с миром его мысли и чувства не менее значимы чем его поступки ведь они должны постоянно удостоверять в человеке присутствие возвышенно бескорыстной воли к мировой гармонии а того же мудрость по конфуции ю это прежде всего правильное воспитание надо сказать что легенда о расправе конфуция над велеречивым и непокорным вельможей не единственная в своем роде в литературе древнего китая к примеру есть сообщение о том как в 501 году до нашей эры чуть ли не одновременно с казнью шай чжен мао первый советник царства чжен казнил ученого дэнси который прославился как искусный спорщик и составитель свода законов на бамбуковых дощечках и известные еще несколько подобных рассказов родившихся по всей видимости в головах благочестивых ревнителей имперских законов что же касается истинного отношения конфуция к смертной казни то о нем можно узнать из помещенного в беседах и суждениях разговора учителя куна с высокопоставленным сановником лузского двора чтобы вы сказали спросил этот сановник у конфуция если бы я ради осуществления праведного пути казнил всех неправедных людей какая нужда казнить людей коли управляешь государством отвечал конфуций стремитесь к добру сами и простые люди будут желать того же добродетель благородного мужа подобно ветру низкие же люди по природе подобной траве а трава всегда клонится под ветром ясно что конфуций не верит в попытку насильственного исправления общества он знает счастье одних людей нельзя построить на крови других он мечтает о том чтобы добро наполняло человеческое сердце неприметно ненасильственно и неостановимо как ветер наполняет небесный простор чтобы человек жил добром также свободно и естественно как он дышит воздухом и не его вина что эту утопию непроизвольно нравственного общества позднее могла подменить антиутопии деспотического государства где машину управления тоже работает без перебоев царит полное единомыслие много говорится о доброте и справедливости но нет главного искреннего добросердечия в отношениях между людьми со своими учениками конфуций был более откровенен